Владимир Высоцкий, Леонид Манчинский, «Черная свеча». Предисловие. О том, как писалась эта книга. В 1976 году Владимир Высоцкий прилетел в Иркутск с известным организатором старательского дела Вадимом Тумановым, у которого я в то время старался. Они пригласили меня в свою компанию, и мы отправились в Бадайба, центр золотодобычи Сибири. Высоцкий знакомился с работой артели-старателей Лена, дал пару концертов на производственных участках. Будучи человеком наблюдательным и любознательным, он никак не мог пройти мимо столь удивительного явления, каким в то время была Тумановская артель. Среди бесцельного социалистического кипения она напоминала островок подлинной жизни, где люди располагали возможностью реализовать свои способности не ради звонкой пустоты лозунга, а для собственного благополучия. Они и душевно были сравнительно благополучны, несмотря на царившую в стране безрелигиозность. Конечно, даже самая теплая забота о человеке не в состоянии заменить веру. Но при заботе он, согласитесь, куда больше человек, нежели на сто рядов обманутый ударник коммунистического труда из какого-нибудь государственного предприятия «Красная синька». Кроме того, интерес поющего поэта привлек тот факт, что большинство путевых старателей в артеле — бывшие зэки, отбывавшие наказание на клыме. Перед ним они предстали как созидатели, люди дела и слова, не могущие творить зло, потому что им было чем дорожить. Хватало сил устоять против самого себя, никчемного и злого. Воскресение личности произвело на Высоцкого сильное впечатление. Он сказал, давай напишем сценарий фильма об их прошлом и настоящем. Я охотно согласился, ибо меня самого увлекала задача постижения этого феномена. Да и страницы моих дневников уже хранили истории многих потрясающих человеческих судеб. То, что происходило с бывшими зэками, а ныне старателями, поначалу укладывалось в простую форму. Сделайте человека свободным, хорошим он станет сам. Но стоило нам оглянуться на их прошлое, как возникала мысль. Возможно, перед нами просто отдельные экземпляры. Счастливчики, получившие неполную дозу лагерной радиации. Кстати, эта мысль не покидает меня по сей день. На человека обрушилась такая тяжесть притеснений, а ему как Бог помог. И он стоит нераздавлен. Странно, ведь другие становились под той тяжестью плоскими, не сумея сохранить в себе ничего, кроме зеровидных страстей и подлости. Даже жаждущего исправления зэка, весь его срок, зверство и подлость. Чтобы выжить, надо непременно обмануть, ответить ударом на удар или стерпеть унижение, сжав зубы, а при удобном случае поразить противника со спины. Надо действовать всегда во имя зла, как вечное клеймо, неся на сердце негодование и гнев. Печатая первый вариант книги «Машинистка», она проживает в Иркутске, получилось сильное нервное потрясение. Работу продолжила ее мама. Вероятно, порыв сознания, прикосновение к другой страшной жизни способны многое порушить в неподготовленном человеке. Каково же было тем, кто проживал эту жизнь? Они, наши многомиллионные предшественники, подобны терпеливым каменщикам, масонам, по кирпичикам выкладывали крепость общественной морали, с башен которой мы нынче взираем на цивилизованный мир. А он нас презирает, но боится. Не Господь создал нас апатичными, вороватыми, двуличными, грязно-пьяными. Корни в нашем недавнем прошлом, где властно простиралась империя насилия, и комворы правились под спудным осознанием своей никчемности, неизбежного вырождения, с тем самым единственным желанием рвануть калачину от жизни. Впрочем, с ним живут и нонешние властные структуры обездоленной России. Мы не собирались писать книгу ужасов, просто жили и живем в мире, где ничего не надо придумывать, ибо действительность превосходит наши фантазии. Однажды мы беседовали с человеком, который ел людей. Так он сказал, противно только в самом начале, потом даже хочется. Хочется кушать людей, хочется их конвоировать, уничтожать за убеждения, оставлять на свободе растленных мерзавцев, чтобы они наводили ужас на рабочий люд, не позволяя ему думать о своем благополучии. Хочется создавать условия народу для самопожирания. Система довольно сложная, но она работала и работает, будучи предварительно апробированной в лагерях. Высоцкий остро ощущал влияние той зарешеченной жизни на общество страны Советов. Был убежден, ее создавали тонкие умы, способные проникать мыслью сквозь времена. Однако сказано, и дело греховное приведено к концу, когда сласть греховная исчезает и находит горькое жало покаяния. Время покаяния, увы, не пришло, хотя оно, безусловно, ожидает наших потомков, коих поведет по пути их земному желанию жить, а не стремление с ним бороться. Очевидно и то, не следует подсказывать Господу, как нам помочь, про то Ему известно. Но с Божьей помощью надлежит взяться за возведение на землях своих многострадальной родины, дома добра. Еще хочу сказать. Идея написания книги принадлежит Володе. Правда, он настаивал на сценарии, по которому мечтал поставить фильм в США и сыграть главную роль. Мне удалось его уговорить. Затрудняюсь сказать, на пользу ли дело, вначале будет роман. Совместно работали урывками. Иногда неделю, иногда ночь. Многое согласовывали по телефону. Поэт, конечно, он был замечательный, огромный поэт. В прозе слегка тороплив. Не по своей частенько воле. Популярность его росла стремительно, требовала присутствия во многих местах. Увы, мы — синтез плоти и духа. Наша плоть, однако, не может передвигаться одновременно в разных направлениях. Володя не успевал. После того, как на гастролях в Средней Азии у него горлом пошла кровь, и друг Сева Абдулов сообщил по телефону, Володя плохой. Мы предприняли попытку ускорить написание книги. Затем еще один рывок в 1979 году. Тогда он прилетел из Сочи, где его обокрали, вместе с поэтом Андреем Вознесенским. Высоцкий был возбужден, внешне решителен, но внутренне, трагично грустен. В последующие дни писалось трудно, хотя именно тогда мы нащупали основную нить романа. Могучий организм поэта работал как опытный самолет на саморазрушение. Земная жизнь становилась для него все прозрачней. Сквозь нее виднелась иная, тамошняя жизнь, где можно будет спеть, представ перед Всевышним и оправдаться перед Ним. Душа жаждала спасения. Володя ушел, когда первая часть романа «Побег» была практически готова. Вторая часть «Стреляйте, гражданин начальник» писалась в Бадайбо, «Иньте, ухте, на Воркуте». Где старался, там и писал. Первыми читателями тоже были старатели артели Печора. Потом наша работа привлекла внимание компетентных органов. Оставил книгу в библиотеке своего друга. Там она пролежала несколько лет. Лично мне, не сочтите это хвастовством, интересен такой факт. Каждый новый рецензент, а их было около двадцати, перед прочтением со вздохом произносил почти одно и то же. Все уже было. Шаламов, Солженицын, Дьяков. Знакомо. Отношение круто менялось после прочтения. Жаль, что тех слов не услышит Володя. Вот, пожалуй, и все. Часть первая. Побег. Не затевайте мятежей в понедельник. Тем более выуден день. Худая примета. Бывший майор Рысаков, разведчик по специальности, баламут по призванию, оказался атеистом в первом поколении. Свежим, до крайности убежденным, как все, что не успевает созреть, и потому почитает себя в праве презирать истинное. Хотя Господь поберег его на фронтах, в ситуациях, которые имеют одно название «чудо», майор с той милостью не посчитался. В нем всегда жила опасная потребность к решительным действиям. Таким людям власть и оружие можно доверять только во время войны. «Иначе жди революцию или еще что-нибудь неприятное». Рысаков сказал, будучи уверен, слушают все. Через час корабль войдет в нейтральные воды. Через два начинаем операцию по захвату судна. Напряженно повернул голову в угол, где шла азартная игра в очко. Спросил. Вопрос получился напряженным, не сумел скрыть. «Воры, вы с нами?» Воры промолчали. Никто внешне не щекотнулся. Игра шла своим чередом. Лишь когда сонный, воловатый с виду фаэтон, авторитетный каторжанин из честных болотюков, снял банк, он же и ответил на острый вопрос бунтаря. «Растолкуй темному человеку, хлопец, сколько там нашего? Охрана может хипишнуться раньше». «Не исключено. Фокус рисковый или не привык рисковать?» «Делайте свою революцию, мужики, и бог вам навстречу». Вор с трудом подавил глубокий зевок, продолжил, не поднимая на майора шелковисто мирных глаз. «Мы будем дожидаться неизбежного конца преступного мира, который ему завещал товарищ Ленин, верно, блоха? Как на бану сидишь и ждешь, глянул, нет ментов, по-шустрому вертанул лоха уголок с барахличком, раскопал богатенькой мадам гробик с мехами и снова сидишь смирно, ждешь, когда тебя повяжут представители законной власти. Ладом тасуй, подлюка, знаем мы ваши столичные зехера». Бывший майор Рысаков понял вора так. «Краид жулик, ему надо посоветоваться с остальной блатотой». «В других отсеках ждут нашего сигнала», продолжил он почти командирским тоном, и тут вмешался косоглазый кныш, притусовавшийся к воровской компании на последней пересылке. «В блудную тащишь мужиков, фраер, вам тут не проконает». «Глохни, мерзавец вздливый». Со злости выдохнул майор, уже готовый пустить в ход кулаки. «Кто еще отказывается участвовать в операции? Говорите сейчас, потом будет поздно, потом будет бой». Заключенные молча смотрели на майора, точно не веря, что все это может с ними случиться, а бескровные губы сомкнулись плотными швами. Тут же среди воров произошла короткая тусовка, подогретый блохой кныш дернул из-за коленища нож. «За оскорбление пидор придется ответить». «Ша!» придержал его за руку Фаэтон, заподозривший в ситуации неладное. «У них свой блат, Петя. Пусть вас не влекут сторонние соблазны. Сдавайте». «Да он же живо!» Кныш саданул три раза по вентиляционной трубе рукояткой ножа. «Девять пулеметов на палубе, все как траву покосят, сука беспогонная!» И еще раз стукнул по трубе наборной рукояткой финки. «По что психуешь?» спросил Кныша, седой крепкий сибиряк из нечаянных убийц. «Святое дело затевается. Ежели менжуешься, отойди!» «Ну блин, разбазарилась в фраерской отроде! Фаэтон, дай я его заделаю!» «Оно вам надо, Петя?» Подражая Фаэтону, спросил блоха и криво улыбнулся нечаянному убийце. «Не буди в нем зверя, фуцан!» Фаэтон задумчиво глядел обоих и поначалу только пошмыгал носом, но потом сказал «Базар окончен!» Не замечая обнаженного ножа в руке Кныша, похлопал его по щеке колодой карт. «Вы, Петро, и вправду понтовитый, а фраер нынче дерзкий пошел, по запарке грохнуть может, не заслабит верно евлогий!» Нечаянный убийца промолчал и в самом деле не больно испугавшись. Следящий за разговором бывший майор отвернулся от воров с подчеркнутым презрением, обвел суровым взглядом зэков. «В каждом отсеке наши люди, их никто не остановит. Сейчас мы сделаем так, Вадим!» Из плотного строя каторжан вышел молодой парень с широким разворотом плеч и слегка прищуренными каштановыми глазами. «Встань сюда, евлогий!» Рысаков указал нечаянному убийце на место, где он должен встать. «Вадим поднимется тебе на плечи, чтобы вас было не видно. Когда откроется люк и будут подавать баланду, он прыгнет на заднего конвоира с автоматом. «Там ведь еще мусор! Успеет выстрелить?» «Не успеет!» У парня с каштановыми глазами был мягкий, но уверенный голос. «Я и того тресну!» «В крайнем случае рискую один!» Воры прекратили игру, с нескрываемым интересом поглядывая на репетицию бунта, как взрослые смотрят на забавы способных пацанов. «Нас будут кончать вместе с фраерами?» вздохнул ростовский фармазонщик Лимон. «Они затеваются на полный серьез!» «Да, тут, пожалуй, не отмазаться!» «Послушай, майор!» окликнул Рысакова вор!» «Можем войти в долю и предложить вашему бойцу приличного подельника!» Рысаков вопросительно глянул на Фаэтона. «А че?» Фаэтон был миролюбиво вежлив. «Мусора сытые могут оказать сопротивление, что тогда наш хлопец тоже не пальцем деланный, они их приберут без хлопот, остальные повалят следом, только веревку привязать надо вдоль трапа». «Ее у нас нет!» процедил сквозь зубы уловивший выгоду майор. «Балаха, у вас была веревка? Отдайте канатик революционерам! Вы что сквасились? У вас лица красивше нет? распахните гнидник!» Беленький похожий на херувимчика воришка провел рукой по розовой щеке застенчиво отвернулся. «Я же вам ее в прошлый раз засадил, Савелий Станиславович!» плаксиво пролепетал он. «Под расчет могу пожертвовать над нужды революции!» «Не заставляйте людей ждать на дело идут, таля крученая!» Блоха распахнул телогрейку, вытащил из штанов моток крепкой веревки. «Ну, где ваш человек?» «Уже совсем по-деловому», спросил майор. «Вершок, отвиги сюда, сынок!» Позвал кого-то вор. «Покажешь фраерам, как это делается?» «Кныш, отдайте ему приправу!» Косоглазый вор чуть поколебался, но все-таки вынул из-за голенища финку и протянул ее молодому цыгану, у которого она тут же исчезла в рукаве атласной рубахи. Тяжелая волна ударила в ворт. Корабль вздрогнул всем корпусом. «Меняет курс?» сказал парень с каштановыми глазами. «Почем знаешь?» спросил, сверкнув фиксый вершок. «Знаю!» Односложно не взглянув на цыгана, ответил Вадим. «Через полчаса будем в нейтральных водах». «А когда в Японии?» хихикнул блоха. «Хватит зубоскарить!» осадил его мрачный и решительный Рысаков. «Иначе прежде попадешь в парашу!» «Запомните всех, кто менжанется, лично грохну!» «Ну, это не по-советски, гражданин майор!» Блоха язвительно, без тени страха, смотрел на Рысакова, не прекращая ерничать. «Че я? Кувак? Али Троцкист какой-нибудь? Я честный вор!» «Стоп! У меня сильно не заблатуешь! Идешь с нами или...» «Какое может быть или?» «Тебе же русским языком сказано, рок тупой, мы в деле!» Майор нервно облизал губы и шагнул к габлохе. Он был до крайности взведен, а вор не собирался уступать. В это время в вентиляционной трубе послышался скрежет. Все как по команде повернули головы, даже Рысаков. Прошла минута, может две, из отверстия высунулся гофрированный шланг. «Дачку кум послал!» ухмыльнулся собравшийся поддержать за блоху мазу лимон. «Пользуйтесь, фраера!» Никто не откликнулся. Зэки застыли в прежних позах. Звякнул и слегка приподнялся верхний люк, через который подавали баланду. «Предупреждаю!» Голос полковника нами назвучал с металлической твердостью. «Предупреждаю! Всякая попытка бунта будет задавлена паром, обед отменяется, зачинщики будут строго наказаны». «У-у-у-у-у-у», протяжно взвыла сирена. Люк захлопнулся и вой потерял свою противную силу. Все недавнее напряженное взрывчатое состояние медленно оседало в каждом зэке. И только Рысаков не желал смириться. Майор сжал кулаки до хруста, не замечая того, что на него смотрят, выплеснув на лицо гримасу отчаяния. Затем поднял кулаки на уровне головы, плотно прижал к вискам. Отблатовал пивень, беспощадно улыбался холодной злой улыбкой блоха. Кинули вас через плеш, это тебе не в войну играть. Повешу тебе на хавальник к серьгу, если ты не заткнешься. Неожиданно сурово предупредил товарища Фаэтон и сел на корточки, не спуская с кныша внимательных глаз. — Ты помнишь, Петя, на озерлаге был кешка колотый? — Из воров? — спросил кныш, скорчив задумчивое лицо, но получилось слишком напряженным. — Не тот, который уже окончал? — Ну-ну, — подыграл Савелий Станиславович. — Помнишь? — Я с ним кушал. Вкрытые вместе уходили. Он там хвост и откинул. Фаэтон, вдруг потеряв всякий интерес к кнышу, резко повернул голову вправо и спросил потрясенного рысакова. — Хочешь знать, кто вложил побег? — Вас вложили, майор. — Че тут гадать? Когда стукача купили еще на материке? Рысаков недоверчиво вглядывался в говорящего, точно что-то припоминая. Трагичность пережитого сменялась другими чувствами. Майор убрал от висков сжатые кулаки и сказал с усмешкой. — Рабы играют только в предательство. — Ну что ж, да здравствует, великий творец общества негодяев, товарищ Сталин. — Гонит, — подмигнул Фаэтону несколько притихший кныш, и, вытянув ноги, привалился спиной к мешкам. — Надо было его раньше зарезать, чтоб не мучился. Кныш улыбнулся и прикрыл глаза. Зэки начали отходить от Рысакова, озадаченные странными словами Фаэтона, почитая за мудрость, не крутиться около человека, которого вложил с потрохами кто-то из них. Майор продолжал стоять с болезненным любопытством, наблюдая за дремлющим кнышем. Казалось, он лелеял и взбадривал в себе порочные желания, старательно пряча его под внешним спокойствием. Перемена произошла очень гладко, так что, наблюдавший за ним Вадим, ничего особенного не приметил. Но вот Рысаков сгруппировался, это была уже машина, готовая разрушать. А затем, оттолкнувшись от дрожащего пола отсека, майор упал вперед. Рука вытянулась, и два жестко поставленных пальца провалились в глазницы кныша. — Чувак! — откликнулась на удар, хлюпающая беспощадность лопнувших глаз, и выпрыснулась кровавой пеной на щеки. Стесненный, невыносимой болью, крик напомнил глубокий стон смертельно раненого зверя. Рысаков выдернул пальцы из черепа, и они начали пухнуть в поврежденных суставах. Большинство из присутствующих ничего не поняли, но души их успели сжаться от поступившего неоткуда сигнала — смерть. Тянулось время, подрагивая вместе с корпусом судно, которое тащило в своем железном чреве несколько тысяч сваленных в кучу заключенных. Феликс Дзержинский шел на Колыму. Обычный рейс, обычный груз. Кого-то только что убили, эко не видали. Все когда-нибудь умрет, все когда-нибудь развалится. Мир условен, и работают в нем только условности. Выдумки людей, не знающих, как поступить, со свободой воли изъявления. Впрочем, все может быть и сложнее. За каждым нашим поступком стоит сила, в нем заинтересованная. «Ты убил вора», — с мрачной торжественностью произнес, решительно приподнимаясь Лимон. «Это было похоже на приговор, и это стало приговором». Бывший майор нянчил сломанные пальцы. Он обернулся, чтобы ответить, но проглядел цыганенка. Вершок нырнул под правую руку Русакова, тут же выпрямился с натянутыми от напряжения жилами на тонкой шее. «А-а-а-а-а!» — переплелись их голоса. Еще живой майор почти поймал цыганенка за глотку, успел вымазать ее кровью покойного кныша. Большего не случилось. «Пусть!» — прошептал Рисаков, оседая перед убийцей на колени. «Пусть!» Слово застряло в его угасающем сознании. Он повторил его еще раз, уже совсем не здешним голосом. «Пусть!» «Товарищи!» — прошептал бывший кадровый партработник Житов, обводя зэков перепуганным взглядом. «Что же это происходит?» Ему никто не ответил. Вершок наклонился, пытаясь выдернуть оставленную под сердцем майора Финку. И тогда Евлогий толчком отбросил его от умирающего. «Взгинь, паршивец!» «И то верно!» — поддержал Евлогий обородатый мужик из семейских старверов. «Тебе не христи уши надржать, надо ли сжечь? Чего же мы смотрим-то, мужики?» Очнувшись от внезапных потрясений зэки, загудели, начали подниматься, и воры уже стояли жидкой цепочкой, обнажив ножи, зная. «Их сомнут, если все так покатится дальше!» Один Фаэтон, казалось, безучастно наблюдал за происходящим, но потом и он сказал «Зря убил майора, сынок!» Майор кончал кныша. «Кончал вора, Фаэтон!» — поправил его мотылек. «Ты глупее, чем я думал!» — сокрушенно развел руками Фаэтон. Их побег вложил Петюнчик. «Чего, Буравиш, из ума выжил? Он вор! Я с ним из одной чашки кушал!» «Чего бы ты съел эту пропастину!» «Не на шутку рассердился Фаэтон!» «Придется все объяснить сходке!» «А ты, Мора, ответишь перед мужиками сам!» И уже никто не рискнул с ним спорить. Евлогий поднял с пола веревку, ту самую, что подарил для побега застенчивый блоха. Шагнул к ощетинившемуся было цыганенку. «Так они стояли совсем недолго!» Когда к Евлогию подошел бледный Китов, вершок опустил руки. «Вешать будете?» — чуть слышно спросил он. «Так уж убьем, конечно!» — подтвердил Житов. «Не надо душить Евлогий! Не надо! Вор должен от ножа умереть!» «Законы знаешь, а совести нет подлючая порода!» Но тем не менее внял, наклонился еще раз, выдернул из затихшего майора Фингу. Вершок перекрестился. Дрожащие губы его замкнулись, спрятав золотой зуб. Он стоял, понурясь, опустив полглаза. «Евлогий!» — позвал нечаянного убийцу мягкий голос Вадима. «Эта смерть никому не нужна!» Сибирек искоса взглянул на парня, вытер о засаленную рубаху цыганенка лезвие ножа. «Он получит свое за хорошего человека!» Поймал руку «Евлогия» уже на взмахе. Остановил, хотя было видно, это стоило ему большого труда. «Ты за кого мазу держишь, гондон штопаны!» Ошалело прошипел нечаянный убийца. «Он же...» «Это смерть лишняя!» — перебил его, ничуть не испугавшись, свирепой рожей Вадим. «Понимаешь, лишняя!» «Она уже никого не спасет!» «Да че ты дрочишься, Евлогий! Ширяй этого козла!» Крикнул охочий до кровавых зрелищ педераст по кличке Покентошенный. «Деревое на разберушках помалкивает!» Глухо урезонил педераста мрачный лимон. «Вам только волю дай!» Евлогий оттолкнул Вадима, и тот откинулся на плотную стену окруживших его зэков. Затем он выкинул номер, который никто не успел разгадать. Скинул вверх руки, раскрылся для удара. Перед испуганной позой нечаянный убийца опешил. Короткого замешательства хватило Вадиму для того, чтобы нанести от виска четкий хлесткий кросс, после которого Евлогий доской опрокинулся на заплеванный пол. Носком сапога отбросил в сторону нож, но когда за ним наклонился шустрый цыганенок, прижал наборную рукоятку подошвой. «Пошел отсюда, гнида!» Поднял нож, сунул за голенище и еще раз с презрением посмотрел на вершка. «Строгий фраер!» Покачал головой блоха. «С таким лучше со спины базарить. Как он его треснул! Легавый буду!» «Поинтересуйся за баклана!» Фаэтон сделал жест рукой, приглашающий блоху сесть напротив. «Может, спецом сюда кинули?» «Понял?» «Играем в ваши кони?» «Воры босиком не ходят», — закокетничал форточник, стрягача оживший в его руках колодой. «Тогда вы найдете портсигар, что вы слямзили у Колумба. Нет, вы гляньте, эта сука собирается к нам вернуться. Хвост по-людски откинуть не может». По телу умирающего кныша пробежала судорога. Ноги скрючились, словно он собирался сесть. Лимон даже посторонился. Но судорога в скорости прекратилась. Зек вытянулся, еще потянулся, расправился тягучей струной. Остановился, замер, как бы прислушался к приближению собственного конца. Струна ослабла, и он выдохнул остаток жизни, устранив все сомнения по поводу своей смерти. «Ты точно знаешь, Петя курванулся, или, может, подкеросинили революционные фраера? У них же за душой ничего святого, кого хош грязью обольют». Фаэтон сквасил лицо, крякнул и сказал, держа перед собой собранные в щепоть пальцы. «Если бы Петюнчик постучал пиковиной не по трубе, а по твоей башке, ты бы все понял». «А-а-а!» Блоха даже подскочил. «Ну, крученый пидор! Так он, значит, сбледнул еще на пересылке? Помнишь, его кум дергал из хаты на допрос, вернулся, колбасой от него пахло». «Кныш прокололся раньше. Ты наш базар за озеро Лакусек? Там же одни политики и шваль, вроде этого шпидагуза. Кеша колотый вломил сходку в Златоусте, слинял туда, того же поля ягодка». «Получается, майор казнил подлеца справедливо?» «Поспешил, вершок. С другой стороны, они могли нас выпустить на палубу и там из пулеметов, а?» «Ни как вы думать начали, гражданин Блоха? Кажите, ваш бой, мимо денег, дайте сюда портсигар. Что еще играется?» Феликс Дзержинский пришвартовался в порту назначения утром. Открылись люки. Холодный морской воздух ворвался в трюмы корабля. Вадим видел, как в проеме появилось бордовое лицо. «Трп есть?» спросило оно в утвердительной форме. «Четыре, гражданин начальник», — бодро доложил Житов. «Пять», — поправил бывшего партработника ушастый мужик с перебитым носом. «Брательник того зверяка тоже помер, как договорились». «Подавай по одному», — последовала команда. В люк опустили рваный брезент с привязанными по углам канатами. «Петюнчика первого», — по-деловому распорядился Фаэтон. «Они стесняться не станут, ежели ихний». Груз приняли. Опять наклонилось бордовое лицо старшины, заслонив кусок серого хмурого неба. «Кто кончал каныша, выходи первым». «Он тоже трупом заделался, гражданин начальник». «Давай эту суку наверх». Фаэтон ласково улыбнулся, весьма уважительно к себе расположенный. «Все в масть, граждане фрейра. Ворик-то был с гнилицой». Подняли трупы, спустили трап. На палубе заключенные, сомкнув за спиной руки, тонкой цепочкой, соблюдая дистанцию, спускались на пирс. Где стояли, подняв воротники бушлатов, автоматчики. Новчарки сидели у ног проводников, готовые выполнить любую команду. «Шестьсот сорок второй!» — кричал у конца трапа молодой подтянутый сержант, рисуя номера на спинах заключенных. «Я буду шестьсот шестьдесят девятым!» — просчитал цепочку тот, кого звали Вадимом. Взгляд его остановился на подъехавшем к краю пирса американском додже. Из машины вышел водитель и открыл дверцу перед заспанным или просто неухоженным полковником. Тот с брезгливым выражением лица небрежно махнул рукой, вытянувшемуся перед ним пожилому капитану, медленно зашагал вдоль этапа. «Плохое настроение!» Зэк проводил грузную фигуру полковника и тут же вернул взгляд к машине. Но он понял, почему это сделал только тогда, когда увидел оставленный в замке зажигания ключ. С этой секунды заключенный Упоров не мог думать уже ни о чем другом. «До машины метров тридцать. Надо бежать вдоль строя, чтобы они не посмели стрелять. Ворота открыты. Куда ехать?» Шестьсот шестьдесят восьмой. Для обдумывания времени не оставалось. Шестьсот шестьдесят... «Пора». Сержант ойкнул и согнулся от удара по колену. Три метра до ближайшего конвоира зэк одолел одним прыжком. Левая ладонь отвела ствол автомата с каким-то убежденным спокойствием. Головой снес того самого капитана, что минутой раньше тянулся перед неухоженным полковником. «Я еще живой, живой!» Успел подумать беглец, увернувшись от невести откуда взявшегося человека в штатском. В тот момент он напоминал зверя, почуявшего разницу между клеткой и свободой, и был готов отдать любую цену за каждый новый шаг к дверце доджа, понимая, цена одна. Громадный пес возник перед ним уже в прыжке. Вадим скинул его с груди, но когда собака прыгнула вновь, припечатал кулак меж злобно-желтых глаз, вложив в него собственную ярость. Овчарка упала, хватая вялой пастью воздух, вскочила, очумело сунулась в ноги бегущему конвоиру. Они свалились вместе, матерясь и взлаивая, будто одно целое. «Та-та-та-та-та-та-та!» прогремела над этапом пулеметная очередь. «Ложись!» рявкнул капитан, выхватывая из кобуры пистолет. Водитель Доджо слишком поздно разгадал замысел беглеца. Он заслонился бы дверцу. Однако удар по затылку бросил его лицом на бампер и, откинутой той же рукой, плашмя влип в лужу. Машина вздрогнула, крутнулась почти на одном месте. Пожилой капитан спокойно поднял пистолет до уровня глаз. Сразу после выстрела беглец почувствовал, как перекосило Додж. Следом прозвучал еще один выстрел. Машину кинуло к телеграфному столбу. «Все!» — сказал себе зэк. «Это все!» Он ударился в руль, но не почувствовал удара. Подумал. «Сейчас меня застрелят. Хорошо стреляет, капитан!» Это было странное, необъяснимое состояние. Моя та рождение мысли. Они толклись у какого-то невидимого порога, напоминая, словно не его собственные, памятью лица, предметы, события. Чувствовал он себя не то чтобы хорошо, но как-то беззаботно, пусто, не утвердившимся в разуме существом. Прежнее, далекое, пережитое состояние возвращалось к нему в облаке серого омрачения. Облако касалось просыпающегося сознания, оживляя его сдержанной болью. Но оно никак не могло устояться. Его вытеснял приятный свет. Просто свет, где не было привычных мыслей о боли, а, следовательно, ее теле. Но он ни о чем не думал. Он жил другой жизнью, которую даже не мог оценить, временами лишь вяло догадываясь о каком-то внутреннем мире, обнаруженном им самим таким случайным образом. Тот, кто отмерял ему земное, вдруг изменил замысел, позволив лишь потоптаться на пороге будущего, и снова вернул в законные времена. Тогда-то и появилась боль. Приятный безначальный свет удалился, и удалилась легкость в том светящемся сознании. Да, оно было заполнено светом, как праздник в детстве, когда еще не знаешь, что такое жизнь. Вернувшаяся жизнь началась с нового познания себя. И он поначалу испытывал отвращение к будущим страданиям, даже вроде хотел бы попроситься назад. Но двери закрылись, боль проявилась неожиданно, стянув к себе все вялые мысли. Постепенно человек ощутил вкус собственной крови на засохших губах, а слух уловил чью-то едва узнаваемую по смыслу речь. — Дышит, товарищ старшина, ей-богу, дышит. Голос, прикосновение сумерек кожи, почти неощутимый. — Не шуткуй, Степан. Хлопцы над ним постарались. — А я рючон он ит. Кто-то выкусывает кусочки из первого голоса и вместе с ними сглатывает смысл сказанного. — Да перестань, пошли покурим. — Живой! Голос уже четкий, как близкий крик. — Феномен! — Не, ты только подумай. Целый взвод Дубасев, а он живой. — Бис безроги. Может, добьем, Степан? Я его уже из довольствия снял. — Что вы, Григорий Федорович, человек ведь? — Який же то человек. Коли он в замок попал, Сюды браток человека не пошлют. Тут очки содержаться врагы народу. Цей умер 753. Усек! — Так точно, товарищ старшина. — Ну и молодец, сержант. Так, может, добьем, у гада. Начальство тильки дякую скажет. — Не могу, товарищ старшина. Как хотите, не могу. — Аще комсомолец, поди. Як же ты родину защищать будешь от врагов, Сидоренко? Змолк! — Тогда иди в канцелярию. Скажи «Одейбл 753-й». Нехай карточку восстановят. — Слушай, товарищ старшина. — Ни, стой-ка. Старшина осторожно задумался, Как о чем-то ему непонятном, По-детски закусив ноготи большого пальца. — До завтра потерпим. Глядишь, сдохнет. После такого нормальные преступники Долго не живут. Ты, Сидоренко, сам себе працу ищешь. Иди, чего ждешь? Сержант не послушался, Стоял, разглядывая старшину Подозрительным взглядом. — Ты иди, не бойся. Ну, жен он, мини. Ладно, пошли вместе. Шаги унесли ровный стук сапог, И он постепенно увяз В тиши длинного коридора. Заключенный попробовал вздохнуть глубже. Не получилось. Воздух застрял в глотке Тяжелым комом, причинил боль. Та быстренько разбежалась по телу, Отзываясь на каждое движение Тупым уколом в мозг. Он вздохнул еще раз, Крикнул и потерял сознание. Шагов за дверью заключенный не слышал. Пришел в себя, Когда где-то у затылка Звякнул ключ. Сделал два скрипучих оборота И замер. Сейчас он войдет, Чтобы убить меня. Не стоит об этом думать. Да как не думать? Трус! Это же совсем не больно. Ну, разве что еще разок Потеряешь сознание. Зато потом... Двери поддаются ржаво, Но уверенно двигая впереди себя Застоявшийся воздух камеры. И старшина появляется В тесном сознании Зэка на первом плане, Отстранив даже боль. Но тут же Вадиму Становится не по себе. Вовсе не от присутствия старшины. Это Зэк принимает Как приговоренный наличие палача. От того, Что он видит человека В диагоналевой гимнастерке С двумя планками Орденских колодок На груди, Закрытыми глазами. Видит какой-то предмет В его правой руке. Но важная деталь Ускользает. Потому что ему хочется Закричать от своего открытия. И приходит мысль. Кричать нельзя. Потеряешь сознание. Тут-то он тебя Этим предметом по голове. Боишься? Значит, хочешь жить. Старшина переложил предмет В левую руку И перекрестился. Теперь непонятно, То ли перед ударом, То ли совесть мучает. Это у старшины-то совесть. Зэк начал волноваться. Дышать стало совсем невыносимо. Охранника смутил Появившийся на щеках Лежащего румянец. Он осторожно Вытянул трубочкой губы И спросил полушепотом Слышь, семьсот пятьдесят третий А дыбал чешо? Заключенный напрягся, Стараясь распахнуть глаза Или что-нибудь произнести. Усилие стоило ему Потери сознания. Но раньше, чуть раньше Были шаги по коридору. Решив, что это судьба, Старшина сунул в карман Галифе молоток, Закрыл за собой двери камеры, Почувствовал себя спокойно, Как человек, Которого Бог не обделил Ни разумом, ни совестью. Но он меня не добил, Подумал зэк, очнувшись, И сразу вспомнил последнее, Что удержало память от побега. Кажется, он поскользнулся, Или тот, рыжий, С рыбьими глазами, Ударил сапогом по пятке. Ты только успел Вцепиться ему зубами в шинель, Прежде чем на затылок Обрушился приклад. Сознание еще оставалось, Удар смягчила шапка. Следом перед глазами Возник другой приклад, Окованный белым металлом, Прямо в лоб. Скрип костей Собственного черепа, Последнее, Что сохранило память. Теперь боль сидела В самой сердцевине костей, Связывая его с внешним миром Насильственной, усталой связью. Он так и подумал, Боль устала. Дальше мысль не пошла, Потому как открылся Смотровой глазок, В камеру проник неясный свет. Снова стало темно, И прозвучал голос. Почему нет света, старшина? Не нужен он ему, Скоро приставится. Устав существует даже для мертвых. Откройте. Темнота ржаво распахнулась, На пороге камеры трое В аккуратной воинской форме. Первым вошел Гладко выбритый лейтенант С лицом аскета И запоминающимся выражением На глубоко озабоченных глазах. Коверкутовая гимнастерка Перехвачена блестящим Кожаным ремнем, Широкие бриджи Чуть приспущены К собранным в гармошку Хромовым сапогам. Щеголь Сопровождающий его сержант На полголовы выше И держит широкое, Непроницаемое лицо Чуть в наклон. Устать, выныривает из-за них Уже знакомый Зэку Григорий Федорович. «Будет вам, пидорко!» Досадливо отмахнулся лейтенант. «Его сам Господь Бог не поднимет!» «Бога нет!» Конфузливо шутит пидорко. «А мы усе от обезьяны!» «Вижу!» Лейтенант наклонился над зэком. «Вы меня слышите, 753-й?» Заключенный слегка приподнял веки. «Моя фамилия Казакевич. Я начальник этого блока. Прошу неукоснительно Выполнять правила внутреннего распорядка. Письма писать запрещено, Как и разговаривать с кем-либо, Петь песни, читать вслух стихи, Иметь при себе колющие, Режущие предметы, Веревки, ремни. Заключенный закрыл глаза, Подождал, Едва заметно улыбнулся. Он уже не видел С закрытыми глазами. Все было нормально. «Чему вы улыбаетесь, 753-й? Вам здесь нравится?» Он без сознания, Сказал тот, Кто сопровождал начальника блока. «Зрабым сознательным?» Опять пошутил старшина Пидорко. «Вы уж постарайтесь, Пидорко, Только не перестарайтесь. Знаю я вас». Казакевич вышел из камеры, Именуемой в профессиональном обращении сейфом, Продолжая думать о странной улыбке 753-го. Тюрьма для особо опасных преступников включала в себя полторы тысячи одиночных камер сейфов, Сваренных из стальных листов, И была заполнена теми, Кто уже не мог рассчитывать на обретение свободы Или хотя бы изменение жизни. Железный замок, Именуемый зэками спящая красавица, Каждый день свой заканчивал в полной тишине. Сумрак ночи неслышно вставал, И за ее пугающих неприступностью стен Затушевывал незрелой темнотой Далекие спины гор. Ветер, шаставший весь день, По безлогой долине Прятался в ельнику ручья До следующего утра, Поскуливая временами заблудившимся псом. Весь мир становился серо-синего цвета. А тюрьма, не сказка ли, Неожиданно вспыхивала хищным бдительным светом, Напоминая огромный лайнер в путине океана. Он манит и пугает, Как праздник ночи и приют одиночества, Где люди кожей пьют свои законные мучения, Расплачиваясь по всем счетам За праздник и приют. 753 повесился. Голос приходит из смотрового глазка. 753 еще живой. Тягучий сука! На зло поди старается! Через час в камеру вошел врач. Осмотрел заключенного, С некоторой растерянностью и непониманием Почмокал губами. Пожалуй, он будет жить, Пидерко. Тот с некоторым сожалением Посмотрел на прыщавого доктора, Почесал затылок. Тай-хай живи, вражина! Сам толком не определиться не может, Чи жить ему, чи сдохнуть. В сомнениях рогомет. Через неделю, а нет, через десять дней, Перевести на общий режим. Нам бумага нужна, товарищ доктор. Завтра напишу рапорт. Вы что курите, Пидерко? Махорку. Ее туберкулез, говорят, боится. Годно? Годится. Знаете, как в том анекдоте, При отсутствии кухарки Живем с дворником. Пидерасца, значит, у вас дворник. Доктор вздохнул, Принимая от старшины щепоть махорки. Но вы мудрец, Пидерко, Большой мудрец. Да уж не глупее этого. Кивнул на зэка, Довольный похвалой надзиратель. Куча раз говорит, Душа вернулась. Я аж весь вспотел, Покурил дурагону. Он лежит и улыбается. Ну, сумасшедший! С какой с него спрос? Зэк попробовал подняться На следующий день После посещения доктора. Очень хотелось есть. Чашка с баландой И пайка хлеба находились под дверью. В продолжении часа, А то и более, Он осторожно спускался с нар, Но в конце концов Треснулся лицом О бетонный пол. Баланду он все же Выпил по коровье, Опустив в чашку Потрескавшиеся губы, Заглатывая вместе с кусками Непереваренной селедки Сгустки собственной крови Из-за расквашенного носа. Все делалось По-животному терпеливо, Язык плотно облегал Каждый бугорок На дне чашки, Когда он вылизывал Предполагаемый их жир. Пайку заключенный Взял в зубы. С ней и полз к нарам, Чувствуя грань Утомленного сознания И не переставая думать, Что сейчас он начнет Видеть сквозь закрытые веки. Заг этого не хотел, Но он просто боялся Страхом дикаря, Увидевшего электрическую лампочку, Предпочитая жить В земном низменном измерении, Без чудес и всяких других Неосильных мозгом потрясений. Надо жить своей жизнью, Этой вот, той, которая есть, Убеждал себя 753-й. Не замечая, Как выпала изо рта Пайка сухого хлеба. Тогда он наклонился И выкусил из нее Маленький кусочек. Усилие оказалось лишним. Открыв глаза, Заключенный увидел Перед носом яловый сапог. «Яка ж людина настырна!» Сокрушался где-то вверху Григорий Федорович. Столь кровищи потерял, Обыженно жраться. Голос его уже не был Тем вкратчивым, Приторно-сладким голоском, Каким он обращался К нему в первое знакомство. И потому упоров решил, Старшина не пустит В ход молоток. Пидорко с сержантом Бросили его на нары, И сержант сказал, «А здесь всегда селили Каких-то ненормальных». Пидорко по привычке Насторожился, Спросил с интересом, Чтобы подзадорить сержанта. «С чего ты взял Такую глупость?» «Ну, как же, Помнишь того, За которого твой Земелья пострадал?» «Умничал много, Вот как ты!» Похолодел лицом И голосом Пидорко, Развернувшись, Пошел по коридору, Тверже, чем всегда, Чеканя шаг. «Да я же... Просто так я!» Мямлил ему вслед, Растерявшийся в конец сержант, И даже плюнул с досады, Услыхав слабый стон Очнувшегося зэка. «Пропади ты пропадом, козел!» У Пидорки был повод обидеться. Полгода назад в этой камере Содержался генерал НКВД. Большой, изнеженный, Номенклатурной, Столичной жизнью человек. С одним и тем же отработанным На многочисленных допросах Властным выражением лица. Но он даже плакал сурово, Когда его допрашивали самого. Старший надзиратель шестого блока Старшина Коротич Генерал обоялся И потому сочувствовал. Однажды, засидевшись У своего преданного Подручного пидорко, Он распахнул душу перед тем, Кто был и тих, и кроток, И послушен. «Такого человека загубили, Мабуть, без вины!» Коротич вытер рот Рукавом гимнастерки. «Ты глянь, Григорий, Який сановитый, Я к ему пидхоты тропею, А его ошибка произошла, Самый настоящий произвол!» Пидорко поуставному Кивал головой, Слушал внимательно, Чтоб той же ночью изложить Содержание совместной пьянки На листке, Вырванном из школьной тетради дочери, Безграмотно, Но с четкой мыслью Старший надзиратель Усомнился. Днем позже, Утративший бдительность, Коротич валялся в ногах Начальника тюрьмы Челебадзе, Рассказывая ему Свой послужной список. «Двадцать роков, Верою и правдою, Три раны от беглецов имею, Тве медали за боевое отличие!» «Какое, говоришь, Отличие, дорогой?» Не прекращая чистить ногти, Весело спрашивает полковник, Сам, Вручивший награды старшине, «Боевое, товарищ полковник!» «На фронте, значит, Отличился!» «Ни!» При задержании беглых злыдней Усю банду политических Одним махом Лично наводил. «А знаешь ли ты, дорогой, Где работаешь?» «У турми Особого назначения Для особых врагов народив» «Что такое турма?» Пытал, испытывая внутреннее удовольствие, Кутилой бабник Чельбадзе «Ну, это, как это говорится?» Морщит лоб Коротич «Крепкий, крепкий дом, Где самые ярые злыдни сидят» «Не точно, дорогой!» Улыбнулся старшине полковник «Очень даже приблизительно!» «Турма!» «Место наказания и исправления Особо опасных преступников» «Как же ты будешь исправлять, Коротич, преступников, Когда сам не веришь В их виновность?» «Верю я, ей-богу верю!» «Дайте возможности справиться!» «Дадим!» Черные оливы Полковничьих глаз Сбросили ленивую поволоку В них появился хищный блеск «Мы не звери!» «Дадим тебе возможности!» Ухоженными руками полковник Пошевелил папку с личным делом Коротича «С завтрашнего дня Заступаешь на дежурство!» «Старайся!» «Вон преступники исправляются!» «И тебя исправим!» «Твой 571-й Вчера умер!» «А я узнал, Что ты ему сало не принесешь!» «Это же надо додуматься!» «Врага народа Салом кормить!» «Виноват, товарищ полковник!» «Ладно!» «Я человек незлопамятный!» «Иди!» «Можешь поздравить пидорко с повышением!» «Теперь он старший надзиратель!» «Достойный!» «Преданный делучекист!» «Ты как думаешь?» «Так точно, товарищ полковник!» «Мой ученик!» «Товарищем гордишься!» «Это хорошо!» «Выздоравливал 753-й медленно!» «Но через десять дней, как распорядился доктор, заключенного перевели на общий режим!» «И каждое утро он был обязан поднять нары, проводя время отдады боя на ногах!» «Видеть с закрытыми глазами упоров перестал окончательно!» «Страх его тоже покинул!» «И он старался не ворошить прошлого!» «Только боль продолжала сопровождать каждое движение!» «Однажды он подумал, нет нужды жить в таком неловком состоянии!» «Есть нужда его изменить!» «В общем, как получится!» «Даже если боль тебя доконает, это все же лучше, чем ничтожество и бессилие!» «Первый момент новой жизни едва не стал последним и не положил ей конец!» «От резких движений внутри образовалось так много боли, что казалось, она имеет огромный вес и давит им на все органы сразу!» «Зек сделал паузу, а когда чуток полегчало, продолжил приобщение к движению!» «Усмиренные болью помыслы не погоняли тело!» «Руки легко взлетели над головой и также мягко опустились на бедра!» «Легкие с хрипом втянули в себя пахнущий железом воздух!» «Движение повторялось до тех пор, пока не возникало головокружения и не оставалось сил бороться со слабостью!» «Он поклялся себе, что не произнесет ни одного слова до того дня, когда отожмется от пола сто раз!» «Сто!» — повторил заключенный вслух для пущего самоутверждения и замолчал. «Руки трещали в суставах, полосатая рова прилипала ко мокрой спине!» «Зек трудился, с воловьим упорством раскачивал себя как человека, готового совершить великий подвиг или великое сумасбродство!» «Как-то ночью ему приснилась женщина!» «Упоров говорил с ней!» «Затем она требовательно обняла его!» «А он оказался не в силах ответить на ее страсть!» «Сидел с опущенной головой, точно потерявшийся скопец!» «Отрудился, соколик!» «Ерничала женщина, похожая голосом на ту, случайную, оказавшуюся с ним в бане на хабаровской пересылке!» «Они так ничего и не успели!» «Помешал настырный дежурный, и женщина явилась в сон, чтобы высказать ему свою обиду!» «Уходя, она сказала, больше не приду!» «Зек проснулся в плохом расположении духа и все пытался угадать, чему бы ей его тревожить!» «А гадая, краснел!» «В тот день он отжался девяносто раз!» «Долго не мог подняться с холодного пота!» «Что, семьсот пятьдесят третий?» «Спросил у старшины Пидорко, рейтенант Казакевич» «Молчит!» «Так, прикидываю, полгода не разговаривает!» «Заметил заем одну странность!» «Я вас слушаю, Пидорко!» «Поторопил начальник шестого блока» «Отащал, как гонный волк, а телом вроде укрепился!» «Это все?» «Да, еще одна странность!» «Говорить неловко!» «Анонирует?» «Валяйте, рассказывайте! Я же не девица! Я ваш начальник!» «Не должен знать все о заключенных!» «Зараз подкарался я к глядунку!» «Та вакурат выгло в четверг!» «Да, в четверг!» «Сосед баню топыл!» «Глянул тихонько!» «А винстину кулаком дубасит!» «Открыл глядунок!» «Думаю, померещилось!» «Трохи переждал!» «Хастише!» «Дубасит!» «Мабу чумом подался!» «По времени пора!» «Есть опасения, может повредить стену?» «Шуткуете, товарищ лейтенант?» «Таку стену гаубица не пробье!» «С ума спрыгнул!» «Запретить ему сходить с ума мы не в силах!» «Почему?» «Искренне удивился Пидорко!» Козакевич улыбнулся и погладил старшего надзирателя по вьющимся волосам. «Замечательно вам живется, Пидорко!» «Просто и ясно!» «Да не худо!» «Заважничал надзиратель!» «Нынче кабанчика зарежу!» «Салом вас угощу!» «Теща скоро уезжая!» «Жить можно!» «Сверьте поведение 753-го с правилами!» «Если есть отклонение, накажите!» «Слухаюсь!» «Напременно накажем!» «Пидорко!» Вспыхнул Козакевич, но, взглянув в чистые, как степные роднички, глазки надзирателя тут же остыл. «Надежный вы человек, Пидорко!» «В вас невозможно ошибиться!» «Кстати, для чего у вас голова?» «Соображать должна!» «Попробуйте этим заняться, чтобы не беспокоить меня по пустякам!» «Понял, товарищ лейтенант!» Козырнул старшина и четко замаршировал по коридору. Через несколько минут из торчащей в потолке трубы в камере заключенного номер 753 хлынула ржавая вода. Старший надзиратель открыл глазок, крикнув в приподнятом настроении. «Охладись, придурок лагерный!» «Будешь знать, как стенку дубасить!» «Ключ поворачивается в замочной скважине, делает оборот, но почему-то замирает. Он должен повернуться еще раз, и тебе прикажут нести парашу. Девять шагов по желтой кишке безлюдного коридора. Выплеснул содержимое и вернулся в сопровождение молчаливого охранника. «Все знакомо!» «Или войдет старшина!» «Последует команда!» «Лицам к стене!» «Тебе сунут под колени расшатанный таблет!» «Повернитесь! Руки за спину!» Парикмахер из крымских татар, с лицом, на котором плясала старая ведьма, будет крушить тупой бритвой недельную щетину. Кажется, татарин специально не точит ее. Ему нравится наблюдать за мутнеющими одеболи глазами клиентов. Садист! Он ничего не угадал. Лицам к стене смирно. За спиной шелестят бумаги, голоса звучат по-деловому, без сильных интонаций. Нужно быть большое начальство. «Где карточка семьсот пятьдесят третьего?» «У начальника тюрьмы, товарищ генерал!» «Пусть Челебадзе принесет ее сам!» «Слушаюсь, товарищ генерал!» «Шаги усыхают за дверью!» «Кто-то задержался!» «Кажется, Казакевич!» «Он говорит!» «Голос его не всегдашний, а ближе к человеческому!» «Не шевелитесь упоров!» «Вы находитесь здесь как шпион!» «Постарайтесь корректно объяснить генералу!» «И забудьте наш разговор!» «Тверь встала на место!» «Ключ сделал положенные обороты!» «Онный прижался лбом к стене и немного погодя сообразил!» «У него появился шанс! Неужели?» «Он стал потным, словно стоял перед огнедышащей топкой!» «И жар обнимал его огнедышащим вихрем!» «Ну, господи!» Потер виски, пытаясь восстановить душевное равновесие. «Стоять смирно!» «Зураб Шаллович, доложите ситуацию 853-му!» «Челебадзе помедлил, наверное, нарочно, чтобы дать понять всем, его не пугают генеральские погоны!» «Он начал говорить чуть юмором, как за обеденным столом!» «По картотеке он шпион, но по жизни дурак!» «Верно, я говорю, 753-й!» «Молчит восьмой месяц!» «Стену кулаками бьет!» «Давайте по существу, Зураб Шаллович!» «Прибивает генерал!» «Можно по существу!» «Казакевич, а расскажи генералу об этом подонке!» «Одни хлопоты с ними, понимаешь!» «Слушаюсь!» «Челкает каблуками начальник шестого блока!» «Чекиста ударил!» «Кончик хищного носа начальника тюрьмы лег на щетку подкрашенных узов!» «Такое должно караться высшей мерой!» «753-й!» «Другом!» Заключенный повернулся и увидел, что генерал похож на корабельного повара с парижской коммуны, у которого не было даже имени, потому что все, включая замкнутого испанца-капитана, звали его Егорыч. Генерал тоже был слегка кособок, но особенное сходство проявлялось в положении широко поставленных глаз, страдальчески распахнутых и одновременно грустных. Еще он чуть-чуть смахивал на больного ребенка. «В чем выражался ваш контакт с иностранцами?» Спросил генерал. «Боксировал с чемпионом Лос-Анджелеса без ведома капитана». «С негром?» Грузный Челебадзе сразу оживился и, забыв про генерала, ехидно переспросил. «Хочешь сказать, что дрался с негром?» Я нокаутировал его, гражданин начальник. «Ты?» У Челебадзе испортилось настроение. «Он что, больной был?» «Ты кого хочешь обмануть? Чемпион Лос-Анджелеса?» «Ну и что? Я сам был чемпионом Тихоокеанского флота». Челебадзе покрутил, мягкой как подушка, ладонью у виска, словно ввинчиво лампочку. Но не нашел нужных для выражения своего состояния слов, и тем раздосадованный крикнул, багровея плывшим лицом. «Повернись к стене! Какой подлец!» «Нет, вы посмотрите, товарищ генерал!» «Сторона его бокса учила для защиты Отечества, а он чекиста!» «Челюсть сломал!» «Что он тебе, негр, что ли?» Генерал молча глядел над головой начальника особой тюрьмы, и тот вдруг осознал, что у генерала есть, что доложить там, в Москве, потому-то он такой неприступный. Но Челебадзе было известно и другое. Пока его полковничьи погоны весят больше генеральских. Только зачем весь этот сыр-бор? Лучше решить дело миром. Много накопили хлама, товарищ полковник. Место этого уголовника в колонии строгого режима. Голос генерала прозвучал сурово, но все же начальник тюрьмы уловил в нем внутреннюю дрожь от неполной решительности. Желания и возможности явно были невсогласны. К толстому грузину тотчас вернулось прежнее благодушие. Дорогой, враги народа не грибы, я их не собираю. Мне их присылают такими, какие они есть. Существует инструкция, ее надлежит неукоснительно выполнять. Много чего существует, но мало еще людей, тщательных, преданных делу товарища Сталина. Они позорят звание советского чекиста. Отработанную фразу Чалибад заговорил всем проверяющим, всем подчиненным, которых отправлял в командировку, чтобы без лишних нервных издержек переспать с их женами. Вот недавно звонил Лаврентий Павлович, спрашивает. — Зураб, ты куда Алиева девал? Ну, этого, который хотел стать над партией. — Зачем они говорят при мне? — с тревогой думал заключенный. — Неужели я уже списан? Или привычка не замечать заключенных? Все равно не к добру такие разговоры. Зэка потрясывал легкие знук. Генерал мельком глянул на Упорова, сохраняя во взгляде то же незлобное выражение, с которым появился в камере, и, не обращая внимания на жестикулирующего грузина, шагнул за порог. — Дорогой! — донеслось уже из коридора. — Я живу в мире со своей партийной совестью. — Как же отец Макарий? — Вах! Бах! Сплетни! Заключенный номер 753 не знал, что Зураб Шалвович исповедуется в 47-й камере у отца Макария, и это стало предметом разговоров и поводов для доносов. Заключенный думал о своей дальнейшей судьбе, и когда за спиной раздался голос Казакевича, вздрогнул от неожиданности. — Да вы что, на самом деле побили негра-чемпиона? — Я же сказал, гражданин начальник. Нокаутировал в четвертом раунде, а начальника спецотдела в первом. Казакевич хохотнул и прикрыл дверь. — Устать! Крик бьет по расслабленным нервам. Заключенный не сразу находит себя в реальном мире. Цепкая рука старшины сдергивает его снар. — Шлеп! Удар плашмя о цементный пол приводит зэков в чувство. Но человек еще лежит у яловых сапог надирателя сырой тряпкой. Притворился. — Устать! Сказано! Пидорко кричит для повышения чувства собственного достоинства. Он вкладывает в крик скрытую ярость за перенесенную от начальства оскорбление и желание еще раз убедиться, что кто-то стоит ниже. Старшина, в сущности, не такой уж злой человек. Просто жизнь его украшена единственным для души удовольствием. И если его можно получить так легко, почему нет? — Слушай, сюды, 753-й, ну, тетюхаешься, ушибся, цаца. Уразумей, какого хорошо людям от твоих кулаков. Тебе велено цель убираться. Хватит журовать на драмовых харчах. Ты даже враг-то ненастоящий. Туфтовый вражина. — Весье, туды повертайся, спеленаем тебе крылышки. Наручники лязгают с тупой уверенностью собачьей пасти. — Выходи. В коридоре ждет Козакевич. Тонкое лицо лейтенанта коробит полусонная гримаса недовольства. Рано подняли. Он вяло отбрасывает гибкую плеть и руки, указывая направление зэку. Не оборачиваться, по сторонам не смотреть. Прямой желтый тоннель, покрыт литыми щитами в рубчик. Двери камер слегка утоплены в стене. Коридор напоминает гнойный свищ в каменном теле тюрьмы. 753-й уперся взглядом в жирные лопатки шагающего впереди натирателя. Неокрепшие после сна ноги шаркают по неровностям цементного пола. Шаги Козакевича звучат точно на параде. Четко. И заключенный мучается желанием подстроиться под этот шаг. Начинает задыхаться под дурацкого напряжения и столь продолжительной ходьбы. Бум-бум-бум. Ударный звук подбитых каблуков стаптывает мозг. И тело начинает слегка покачивать в стороны. Наконец лопатки идущего впереди надзирателя замерли. Заключенный с хрипом втянул в себя воздух. Стоять! Условный стук. Квадратные оконца. Глаза из открывшейся амбразуры осмотрели всю группу. Номер. 753-й. Упоров Вадим Сергеевич? Так точно. Его лицо сверено с фотографией. Дверь ушла в желтую стену почти бесшумно. И забытый запах извести напомнил о доме детства. После стальной коробки камеры комната показалась огромным залом. И каждый предмет на фоне свежевыбеленных стен смотрелся с поразительной четкостью. В центре небольшой, обтянутый дермантином стол. Рядом с ним кудрявый лейтенант с погасшей папиросой во рту. На скамье, что у самой стены, сидел уже переодетый заключенный с типично уголовной рожей, которой он всячески старается придать скорбные выражения. По обеим сторонам зэка два охранника с автоматами. В левом углу, почти напротив стола, поставленный на попа гроб, который создавал настроение торжественности, какой-то недоговоренности, словно сейчас должен появиться его будущий желез или хозяин. Упоров не успел додумать до конца эту деталь. — Распишитесь здесь, товарищ лейтенант. Дежурный ткнул пальцем в раскрытый журнал. Вадим натянул пахнущие прогорклым жиром ватные брюки, широкую, но без пуговиц, в телогрейку. Сапоги были стоптаны внутрь, ноги и болтались в них, сдирая кожу о жесткие оранты. Он поднял на дежурного глаза. — Че копаешься, мудила? На вот, да побыстрей! Дежурный бросил ему две скрипящие от грязи и пота портянки. — Тренажите будете? Из-за спины Казакевича вынырнул вездесущий пидорко, весело заварховал. — А як же? Цен, вот дюжи пегучий. Давай сюды, 753-й. Он уже не 753-й, поправил веселого надзирателя Казакевич, несколько раздосадванных его действиями. — Он заключенный, упоров Вадим Сергеевич. — Ишь ты, подлюка, фамилию заработал. Все одно с тренажем. Хлопцы, а где ваши обручальные колечки? Сейчас мы их, шакалов, повенчаем. Носатый конвейер стряхнул сон, молча достал из рюкзака кандалы. — Ну, теперь я за тебя спокоен, гражданин Баклан. И, повернувшись к сидящему со скорбным выражением лица зэку, приказал. — Встань, Мерин. Лицо зэка начало розовить. Он поменял скорбное выражение на злую гримасу, ответил грубо. — Ты меня не выкладывал, мусор вшивый. Сидящий справа во бока конвейер среагировал первым. Но он припечатал кулак к его переносице, а, онемевший от наглости старшина, только и успел поддеть падающее тело сапогом. — Ну вот, — кудрявый лейтенант брезгливо передернул плечами. — Опять задержка. И, натянув на голову шапку, распорядился. — Веркопула, заканчивайте передачу, я в машине. Он кивнул к Азакевичу, пошел к боковой двери, натягивая на ходу меховые рукавицы. Ноги заключенных стянули кандалами. Упоров перекинул вялую руку подбитого зэка через плечо, потащил почти волоком. Звезды он увидел неожиданно. Он их больше никогда не видел такими. Они были крупные, как показалось, зеленые. Но, главное, они были настоящие, на настоящем, холодном, бесконечно глубоком небе. От свежего воздуха голова наполнилась хмельным звоном, а легкие сжались, и Вадим закашлялся. Три шага до стоящего во дворе тюрьмы Воронка даются с трудом. Щелкнул замок. Тот конвоир, что первым ударил арестанта, открыл зарешеченные оконцы, предупредил. — Ведите себя тихо, подлюки! Машина вздрогнула. Избитый выругался и потряс головой. — Адыбал? — спросил упоров. Ответа не последовало. Лишь засаленный рукав телогрейки медленно, как-то неуверенно, стер с лица кровь. Рев задыхающегося на подъемах мотора жестоко резал слух. После тихого сейфа это оказалось невыносимым испытанием, и он зажал уши руками. В конце концов, дорога выправилась. Тогда же он увидел или скорее почувствовал взгляд сакандальника. — Эй, как тебе? — пришел из угла осторожный вопрос. — Какой масти будешь, мужик? Упоров повернул к нему отсутствующее лицо, долго не убирал взгляд, рассматривая чахлого, но довольно молодого человека, прежде чем ответил. — Сам по себе, без масти. Зовут Вадим? — Фраер, значит. Облегченно улыбнулся побитый. — Моя кликуха-каштанка должен знать. — Не знаю. — Понятно. Там, где ты отдыхал, одна масть — враги народа. Для тебя назовусь просто Феодор. — Но ты точно фраер? — Ну, сказано тебе без масти. — Так не бывает, Вадик. У всех есть свой цвет. Мужик — фраер. — Это близко и не противопоказано. Лишь бы не сученя или беспредел, хотя и это близко. Феодор шмыгнул распухшим носом, сморщился, но разговор продолжил. — Позволю полюбопытствовать, а в замок-то с чем попал? — Не знаю. — Ты статью забыл, конечно. Ты меня за кого держишь? Срок-то хоть помнишь? — Четвертак. — Солидно. Каштанка заерзал на месте, даже немного просветлел лицом. — Без компаний содержались или как? — Полтора года один. — Тут-то я смотрю, вы немного не в себе. Прибаться нын малость. Машину подбросило на ухабе. Каштанка лязгнул зубами и закричал. — Права украл, сука, забыл, кого везешь. Упоров улыбнулся. — Это была первая улыбка за последние полтора года. Он даже сам не поверил. Но ведь действительно улыбнулся просто потому, что было весело. — Оживайте понемногу, — подметил изменение сосед. — У меня все наперекосяк. Как вспомню про Трюмиловку. Эх, проскочить бы, Леньковый. — А что это такое, Трюмиловка? Среагировал на незнакомый термин упоров. — Сам-то я моряк, бывший, конечно. — О, Господи! — притворно встрепенулся Каштанка. — С таким темным фраером в одних кандалах. На вашем языке это называется перевоспитание. На нормальном — сучивание. Бьют до тех пор, пока не сдохнешь. Или их сутью веру не примешь. — Вас могут поставить перед выбором? Каштанка вдруг утратил петушинную дерзость, горестно усмехнулся, и на впалых щеках его проступила заметная бледность. — Мне что? Мне выбирать не из чего. Я вор, Вадим. Наконец машина остановилась, но мотор продолжал работать, как в ознобе, потряхивая железным кузов воронка. — Спокойно, жулик, спокойно. Кто-то в темноте успокаивает собаку. Она рычит, утробно сбрехивая коротким густым лаем. Дверь с грохотом выпала в ночь. Ночь похожа на сплошной кусок черного льда. На колыме темнота, особенно плотная, перед рассветом. Вспыхнул фонарь. Яркий свет резанул по напряженным глазам зэков, а следом металлический голос выкрикнул. — Заключенный Вадим Сергеевич Упоров. — Я. — Заключенный Япенкин Федор Маркович. — Здесь, гражданин начальник, не волнуйтесь. — А куда ты денешься, говно в кандалах? Он еще что-то хотел добавить, но вспыхнувший собачий лай заглушил голос, и только немного погодя раздалась команда. — Выходи. Зэки спрыгнули на землю, загулявшую под ногами зыбкой болотной шубою. Огни лагеря горели совсем близко. Сырая метель перетеркивала их тусклый свет строчками липкого весеннего снега. Отблеск лучей прожектора лежал на затворах автоматов охранников, одинаково, безликих и молчаливых. Каштанка опять шмыгнул разбитым носом, как можно любезней, поинтересовался у того, кто назвал его говном в кандалах. — Гражданин начальник, место не шибко знакомое. Что это за командировка? — Повылазила, не видишь, крученый? Ты ж тута уже блатовал тем годом, ну и память, дрочишь подечасто. — Все по распорядку, гражданин начальник, а верх чей на крученом? Гражданин начальник расплылся в довольной улыбке. В этот момент с вахты крикнули. Прекратить разговоры, дежурные принять двоих по спецснаряду. Ветер ударил снежным зарядом в провода, они загудели голосом затухающего колокола. Шагом мерч! В помещении вахты было жарко. Солдаты спали вокруг круглой печи на лавках. Один из них с курносым, веснушчатым носом скачил при появлении зэков, уставился непонимающим взглядом. — Вы че гремите? Вы че шум поднимаете? С трудом проговорил он, заспанным голосом взглянув на кандалы, смачно потянулся. — Козырные, видать, изловились. Все равно не гремите, поспать дайте. Калачиком улегся на лавку, поджал под себя ноги. Тотчас заснул здоровым молодым сном. Упоров едва подавил себе желание подойти к печке, прижаться спиной к ее нагретым кирпичам, вбирая оживительное тепло измученным телом. Он смотрел и искренне завидовал беззаботному сну солдата. В такие сны приходят загорелые девки. Их можно любить открыто, как любят только в сытых снах. Да еще где-нибудь в далекой деревне, без сельсовета. Из боковой комнаты вышел коренастый лейтенант, внебрежно накинутый на плечи шинели. Глубокие залысины придавали его совсем юному лицу выражение взрослой озабоченности, отчего лейтенант был похож на играющего в шахматы малолетнего вундеркинда. Дежурный остановился перед кандальниками, начал покачиваться с пятки на носок. — Душевно с вами побеседовали, Опенкин, — произнес он насмешливо, но без улыбки. — Свои или? — Ваши, гражданин начальник, почерк не узнаете? — Значит, заработал. И уж забыв о побитом воре, уставился на второго заключенного, слишком спокойного, чтобы лейтенант мог в это поверить. — У вас, упоров, было время подумать о своей судьбе. Советую не примыкать ни к каким группировкам, особенно к тем, к которой принадлежит этот тип. Телефон за дверью прервал это нудное наставление. Короткий сигнал пришел в дребезжащий металлический хохот. — Снимите кандалы. Лейтенант говорил уже с порога боковой комнаты. — Обоих в карантинный барак. Он пробыл в комнате не более минуты и снова появился на пороге, но без шинели. — Старшина Мягчин. В шестом бараке труп. Убийцу в карцер. — Взвод! — рявкнул пожилой старшина, застегивая широкий офицерский ремень. — В ружье! — Солдаты загрохотали сапогами и, разобрав оружие, выбежали на улицу. Носатый конвоир терпеливо дождался их ухода и, подавив зевок, скомандовал зэкам. — Руки за спину! Снял кандалы, положил их в рюкзак и кивнул в сторону двери с короткой табличкой «Стой! Предъяви пропуск!» Рассвет уже подбил соболиную шубу ночи голубым песцом молодого утра. Стало проглядней, и фигуры часовых на вышках обозначились застывшими куклами. Звездный свет пошел на убыль, растворяясь в робком рождении дня. Звезды посерели какой-то чахоточной серостью. Смотреть на небо стало неинтересно. Вадим вспомнил свое последнее утро во Владивостоке с такими же серыми звездами на небе. Он возвращался на корабль по утренним улицам вместе со старым официантом ресторана «Золотой рок». И тот устало кивал на копошившихся в подворотнях дворников. — Вдивляюсь! Нет, это меня просто поражает! Раньше каждый дворник мечтал найти золотой червонец, который потерял пьяный купец. Интересно, что ищет советский дворник? Ему объяснили в кабинете следователя и про дворников, и про многое другое, о чем он шутливо спрашивал у своих клиентов. Возволнованный старик попросил воды, ему дали в лоб, и задавать вопросы стало некому. — Дед мог обслужить в долг, — думал заключенный, шагая по мерзлой дорожке. — Если бы такой нашелся среди чекистов и дал тебе в долг немного свободы, недельку, нет, маловато, хотя бы месяц, не можно досиживать. — Дурак, ты еще сидеть не начал. От внутренних переживаний он даже не почувствовал, как его обыскали у входа в карантинный барак. Двери барака открылись после двух длинных звонков и удара по рельсу. На пороге возник высокий, простуженный старшина, кашлянув в кулак, спросил с раздражением в голосе. — Кого еще тут черти принесли? — Двух прийми, Кокошкин, по спецснаряду прикатили. — Масти какой! — Один из воров, каштанка эта, а другой политический из замка. — Шмонали? — Да оттуда ты че привезешь? — Есть, ловкачи! — Из замка? — бубнил Кокошкин. — По запарке, небось, залетел. Оттуда добр-то не возвращается. Залетел, как положено, гражданин начальник. Не утерпел задетый небрежным тоном старшины каштанка. — А ты вообще глохни, не то под раздачу попадешь. Не стоило с ним заводиться, — подумал упоров, наблюдая за тем, как старшина поднимает задвижку и смотрит в камеру. После этого повернул в замке ключ, отбросил со звоном засов. — Входите, членоплеты! Они вошли и остановились в шаге от порога. За спиной лязгнул засов. Камера встретила новичков выразительной, настороженной тишиной. Но тишина была нетерпеливой, а потому скоро кончилась, и каштанка, чуть ерничая, проговорил. — Приветствую, уважаемый Катаржан! Ему не ответили. Тогда он повернулся к упорову и сказал. — Не обижайтесь, народ устал на трудовой вахте. Вадим пожал плечами, продолжая осматриваться. Камера была опоясана двухъярусными нарами, сколоченными из толстого листвяка. Посередине стол, привинчанный к заплеванному полу массивными болтами. Справа от двери параша. На ней старый узбек, сохранявший вид почтенного аксакала. Пахло человеческим потом, прелой кожей, еще чем-то всегда тюремным, наверное, потным страхом. Вадим остановил взгляд на задумчивом узбеке, и то сразу начал тужиться, имитируя запор. Каштанка неожиданно психанул. — Да что это за кодляк, в котором нет места приличным людям? Или вам глаза не служат? В левом углу на верхних нарах, где двое играли в карты, закрутили головами. Не принимавший участия в игре, громадный зэк, с наколотой на щеке бабочкой, потребовал с угрозой. — Кожи масть, гости! Тут же из нижних нар соскочил Шустрый, похожий на зачумичившуюся обезьянку-кавказец, и пощупал теглогрейку Упорова. Предложил. — Слышь, мужик, играем гнидник. — Наставь меня в покое, — попросил Шустряка Упоров. — Ну че ты меня жуешь, солегавый буду? В нем уже двадцать сидельцев умерло. — Ставлю рубаху с одной заплатой. — Ты будешь двадцать первым. Уже сурово предупредил кавказца Вадим, чувствуя, тот подскочил не случайно. — Я вас просил за масть, гости, почему молчим? Тот с бабочкой на щеке уже спустил снар ноги в сапогах ручной работы. — За мою масть хозяин можешь испытать у заики и придержи язык, пока он у тебя во рту, а не в моем кармане. Один из играющих захлопнул в ладонь три карты, сощурившись, поглядел вниз. — Ба-ба-ба-батеники, не как каштанка. Говорили, тебя в замок устроили, поближе к врагам народа. Прылом не вышел для замка. Вчера мы слинялись с той командировки. Этот каторжанин, Федор Апенкин, положил руку на плечо упорого, почти два года пролежал в сейфе. — Надо же! — заика сделал удивленные глаза. — Из воров? Федор вздохнул, развел руками, избегая глядеть на своего сокандальника и одновременно изображая разбитой рожей высшую степень огорчения. Увы, мастью не вышел. Он политический. — Может быть, сын Зиновьева или этого, как его, ну? Можешь не продолжать. Каштанку с сукой в одни кандалы не закуют. Где наше место? — О чем ты спрашиваешь, Федя? — огорчился тот, кто только что пытал их замасть. — На верхних нарах? Они легли рядом, расстелив на неструганной доске телогрейки. Заика сбросил карты и вытащил из-под телогрейки кусок хлеба. — На, Федя, подкрепись с дороги. Опенкин подмигнул Вадиму заплывшим глазом, разломил хлеб на две половины. — Я же говорил тебе, Вадим, плохих воров не бывает. — Че играешь, заика? — Че чувствую, голый вассер. — А с кем садился и зачем? — Варом назвался. Они разговаривали между собой в полный голос, так, словно их беседа не касалась сидящего напротив заики крепкого, но какого-то суетливого, не по ситуации разговорчивого зэка. Между тем игра подходила к концу. Тот, кто игрался с Заикой, смахивал трясущейся ладонью капельки желтого пота со лба, хотя в камере было совсем не жарко, и говорил, пытаясь разрядить обстановку и размягчить сурового партнера. — Фартуны нынче нема, а на широком я усю зону обыграл. — Ты тогда богатый? — ехиничал большой зэк с бабочкой на щеке. — Та не, при мне оно все, но оно есть, можете не сомневаться. Вор вору должен верить. — Почему тогда седому не поверил? Телогрейку с него сдернул? Через тебя он легкие застудил, помер через тебя. — Че ты бравишь? — скинулся потный зэк. — Он мне свой гнидник законно засадил при свидетелях. — Шпиляй, шпиляй, не отвлекайся, — посоветовал тихий, как осенняя морось, голос от самой стены камеры. — Карты слов не любят. — Ой! — обрадовался Каштанка. — Есть в палыче! Не ожидал вас видеть. — Здравствуй, Федя! — прошептал тот же голос от стены. — Не ходи меня обнять. У меня насморк. Еще с Одессы. Когда менты везли нас в открытой пролетке. — Когда же это случилось, Йосиф Палыч. — Девять лет назад. — В Одессе самый строгий насморк и самый поганый мент. Они ловят даже стариков, немощных пенсионеров в карманной тяге. За свою долгую жизнь я вытянул не меньше миллиона, а лезу на одних нарах с бездельниками или такими, как этот. Йосиф Палыч что-то разглядел в игре и поменял голос. — Эй, как вас там, пузырь? Бросайте бой, ваши не пляшут. — Помолчи, пархатый! Закричал громче, чем следовало кричать. В таких случаях потный зэк, обнажив крепкие зубы. — Это наша игра, верно, заика? — Верно, — подтвердил заика, тихо прибавил. — Расчет. И не грубите старшим. О чем в карты лукается? — Расчет, — повторил тверже заика. При этом его светло-голубые глаза омрачились вспыхнувшей злобы. — Был договор. — Куда спешить? Не последний день сидим. Вор вору должен. Вор в фуфло не играет. Нежели он, конечно, настоящий вор, а не... Йосиф Палыч сделал паузу. Пузырь напряженно скосил глаза в его сторону и затаил дыхание. — Церковный клюквенник поганый. Йосиф Палыч закончил фразу, и вся камера глянула в сторону пузыря с презрительным неодобрением. Даже узбек на параше покачал седой головой. — Брешеджит! — отодвигаясь от заики, пролепетал потный зек. — Вот вам крест, неправда? Он действительно перекрестился. Только это никого не убедило. — Чем платить у меня есть? Думал, в одну камеру сховают. Сунул ему гроши. — Как кличут твоего подельника? — Цыпай, из честных он. — Он из тех же, что и ты, пузырь. — Безжалостно наседал Йосиф Палыч. — А церковный вор, сам понимаешь, хуже мента. И еще. — Не тебя щипачу, Пархатому, за мою масть судить. — И еще. — Как ни в чем не бывало, продолжил Йосиф Палыч. — Цыпа-бандит. Он был штопорил и до тех пор, пока ты не предложил ему грабить храмы. — Такой грех, такой грех. Вас надо резать в колыбели. — Расчет. Уже не скрывал угрозы заика. Рука его нырнула за борт бушлата и вернулась с широкой турецкой бритвой. — Не психуй, Аркаша, — отпрянул пузырь. — Мышь врет. — Заразу, Кеннер, испытай за меня. Спрячь перо. На вору руку поднимаешь. — Кеннера зарезали, суки, ты же знаешь. — Ашот, — коротко позвал Йосиф Палыч. Так окликают послушных псов. — Не надо, чей мужики. Пузырь толкнул в живот заику, сиганул снар. Он приземлился на бок, вскочил. Но сверху на него тяжелым кулем свалился тот с бабочкой на щеке. Сцепившись они покатились по грязному полу, проигравший полз, волоча на себе уже двух зеков. Свинцовые вены на шею вздулись, и ногти ломались, царапая грязный пол камеры. Подскочил дерганный кавказец, ударил позущего каблуком по затылку. Двое других затянули на его горле полотенце и, приподняв, треснули лбом об пол. — Что они делают? Упоров попытался вскочить, однако тут же в бок уперлась острия ножа. Без шорохов, дружочек, — посоветовал невзрачный тип, с синими губами залежалого покойника. — Слышь, каштанка, уйми своего кента, он двигает олишко. — Ну что ты, Вадик? — укоризненно покачал головой Опенкин. — Это церковный вор, к тому же бандит по совместительству. С таким букетом болезней в зоне долго не живут. Сейчас его отпустят на свое место, чтобы люди знали, воры за справедливость. Нож все еще жалил бок. Его рукоятку сжимала опытная рука, но она не дрогнет, если лучше не дергаться. Вадим почувствовал, как слабеет тело от близости смерти. Но беспомощность, странное дело, не вызывала даже стыда. Он держался на самом-самом краешке и сумел это осознать всей своей перепуганной человеческой природе. Словно в полусне Вадим видел продолжение страшного спектакля. Артисты двигались медленно, почти величественно, как древние жрецы на жертвоприношении. Хрипящего от напряжения пузыря бросили на нары, еще раз ударили по затылку рукояткой ножа и стащили с него ватные штаны. Из них выпала бритва и кусок белого хлеба. Он уже почти не сопротивлялся, как пьяная уличная девка, пытаясь оттолкнуть от себя навалившихся палачей. Коренастый, длиннорукий армянин обхватил его под живот и, приподняв со всего маху, бросил на нары. Пузырь задохнулся. Вздрогнули нары. — Она согласная! Армянин обвел камеру с счастливыми маленькими глазками, почемокал от удовольствия губами. — Вах, вах, вах! — Скоты! — прошептал безнадежно. Купоров. Но он оглядывал изуродованной страстью физиономии сокамерников и вдруг нехорошо подумал о том, что среди них нет пострадавших. Но они все на месте, в том самом месте, где и должна обитать мерзость. И был поражен своим открытием и закрыл глаза, чтобы не уподобиться им. Спустя несколько минут, повернувшись к упорову, Ессев Палыч сделал удивленные глаза. — Так и скрипач вас не зарезал? — Господи! — Господи, какое общество! Одни гуманисты и педерасты! Почему вы такой бледный? Вам сорвали выступление? Ну, это можно пережить. Живой стыд всегда лучше мертвой гордости. Впрочем, вывернулись, значит, и вывернулись. Нож давно расстался с его боком, однако ощущение опасности не прошло. К тому же слова старого вора напомнили первый рейс в океане на корабле «Парижская коммуна». Судно сближалось с терпящим бедствием сухогрузом в восход. — Все будет в порядке, — сказал скорее себе, нежели молодому штурману Упорову капитан Альварес, не выпуская изо рта муштук с погасшей сигаретой. — И запомните, моряк должен точно знать, что с ним ничего не случится. — Звлезется до предела. — Большой риск, капитан, — предупредил второй помощник. — При такой волне мы столкнемся. Через час он сядет на рифы, через три пойдет ко дну. Понаблюдаем? — Звлезется до предела. — Выброс. — Удачно, капитан. — Право руля. Из глубины океана на днище восхода надавила мощная сила. Стальная махина поднялась и застыла на мгновение в воздухе. Пауза была короткой. Нос корабля падал, словно нож гильотины. Штурман зажал зубами крик. Он уже чувствовал холод воды и тяжесть пучины. — Право руля! — Капитан чуть усилил интонацию. Удар потряс парижскую коммуну до дрыжащего гула. — В левом отсеке течь! Включить насосы, навести пластырь, аварийную команду в отсек. После оврала капитан пригласил штурмана в свою каюту. Он выглядел усталым, но продолжал шутить. — Мы так и не вывернулись. Зато спасли эту дурацкую посудину. — Хочу заметить упоров. Вы недолго носили с собой страх. — Правильно делали. Капитан подвинул к нему пузатую рюмку с коньяком. — Моряк должен уметь забывать, иначе воспоминания будут ходить за тобой, как голодный пес за слепым нищим, и выхватывать лучшие куски жизни. Ваше здоровье, штурман! — Интересно, почему он меня не зарезал, этот сумасшедший скрипач? — Сволочь пустоглазая! Упоров осторожно пощупал то место, куда упирался нож. Он ощутил под пальцами биение сердца. Так близко. Одно движение, и сердце могло остановиться. — Надо забыть. Твой срок еще немерен. — Уже б и вздремнуть не мешало, потянулся рядом Федор Опенкин. Баланду только утром приволокут. — Кто этот тип? — спросил, глядя в потолок Вадим. — Тише ты! Не базарь шибко! Из блатных он, и не затевайся с ним лучше, такой враз срок укоротит. Я уже забыл. Скрипач храпел, как ни в чем не бывало. Вначале осторожно звякнул засух. Следом скрипнула дверь, и камера, мгновением раньше погруженная в сон, замерла. Лишь притомившийся ашот продолжал сладко похрюкивать во сне, причмокивая мокрыми губами. Остальные затаились по какой-то неведомой разуму команде самооткровения. Дверь открылась без всегдашнего, пугающего скрежета. Первым в камеру вошел мрачный человек в бешмете черного сукна, плотно облегающем необыкновенно длинное туловище. Гость огляделся цепким взглядом черных глаз и, сняв с головы баранью папаху, сказал, не поворачиваясь к дверям головы, «Спят хозяин, входи». Слова шли словно из глубины желудка с легким вороним скрежетом. «Зоха!» Какими собственной беды выдохнул осунувшийся каштанка, «Отгуляли воры». «Надзиратель?» спросил, недоуменно упоров. «Зоха-то нет, сука!» Топенкин закрыл глаза. «Нарочники за спиной разгибают. Подельнику моего на широком кадык вырвал пальцами. Из живого человека кадык!» И опять повторил шепотом «Отгуляли воры». На пороге появился еще один гость. На этот раз необыкновенно располагающий человек в надраенных, без единой морщинки, хромовых сапогах. Он надзирал мир полными сдержанной нежности голубыми глазами, и возникало невольное желание ему улыбнуться. Гость был солнечный, откровенно счастливый и составлял полную противоположность Зохе. Прямо с порога человек прошел к скамье у стола, сел, сцепив лихой крендель, слегка кривоватые ноги, отчего стал еще более по-деревенски приятным парнем. «Салавар! Главная сука Советского Союза! Это гроб, Вадим!» «Ну да, вором жил, вором и сдохнул». «А кто им позволил? Где надзиратели?» «Не шуми! Они по зоопарке и фраера замочить могут. Салавар нынче и судья, и надзиратель. Трюмиловка!» Шепот вора разбудил в нем, наконец, чувство собственной опасности и вместе с тем непонятную в ней потребность. Вадим догадался, он рассчитывает остаться зрителем. Это просто животный интерес. Ему стало противно от нечувствия к чужой судьбе. Захотелось снова уснуть, чтобы ничего не видеть далее. В камеру входили новые люди, по большей части крупные, сытые. Они сжимали в руках стальные забурники. Каждый сразу занимал свою позицию, оставляя место вокруг себя для замаха и удара. Время торопливо жгло невидимые минуты. Оно, словно чувствовало запах будущей крови, спешило утолить свое кровожадное любопытство. И он ненавидел время. Под конец двое здоровых мужиков вынесли лист железа, а третий — две кувалды с железными ручками. — Зачем все это? — едва слышно спросил упоров. — Сказано, трюмить будут. Ты только не смотри, когда меня начнут. Каштанка о чем-то вспомнил, локликнул соседа. — Аркаша! Заика скосил глаза, но не откликнулся. — Дай мойку, сам уйду. И рывком обнажил на руки вены. В это мгновение из-за столба, подпирающего верхние нары, выскочил скрипач, кинулся к салавару. Ближний из сук вскинул забурник, но тут же осел, схватившись свободной рукой за распоротый живот. Скрипач был почти у цели, когда огромная колешиня Зохи поймала его кисть. А кровавленный нож вывалился на пол, и тогда Чечен захватил в тиски шею вора. Багровея поднял над землей. Все произошло так быстро, что никто не успел осознать. В камере стало на две жизни меньше. — Зачем же так? — опечаленный салавар смахнул с сапога брызги, утерянной скрипачом кровавой слюны. Он умер непозволительно легко. Это награда, а не наказание. Наказание есть очищение, а это больше походило на расправу. Салавар поднялся со скамьи и широко всем улыбнулся. Улыбка его опять смутила настороженных обитателей камеры, а он продолжил, по-видимому, зная ей цену. — Негодяй заслужил наказание. Мы будем продолжать воспитывать. — Кувалдай? — насмешливо спросил с верхних нар Иосиф Палыч. Салавар искусно сыграл удивление. Голос его наполнили новые, искренние нотки. — Этого не может быть! Что вы здесь делаете, бога-убийца? — Не понтуйся, Ерофей. Ты все знал наперед и пришел убить меня. Но когда ты, сучья морда, хилял вором и ел из этих рук... Мышь показал камере свои гибкие ладони, как хороший купец показывает хороший товар. — Хватит! — хищно оборвал Салавар. — Сегодня вы покушаете из моих рук, и мы в расчете. Зоха! — Обожди, Ерофей. Иосиф Палыч сел на нарах, повторил. — Обожди. Позволь переодеться, рубаху сменить. — Позволю, если вы не будете открывать рот и произносить разные глупости. — Спасибо, Ерофей. Иосиф Палыч благодарно, спокойно, с достоинством, словно ему приходилось умирать неоднократно, и он знает, как это делается без страха. Спокойствие приговоренного испортило настроение судье. Салавар топнул ногой и строго спросил. — Еще вор есть? Слышите, мрази, делайте объявку добровольно. — А куда им деться? — прохрипел с трудом, поднимаясь, изнасилованный пузырь. — Здесь они, Ерофей Ильич. Вон заика хавается. Ворюга первостатейный. — Засн... Куда же он подевался, козел? — Сейчас я вас всех на чистую воду выведу. — Чу-чу-чу-чу-чу, присвистнул Салавар. — Тимошенко, никак вас невинности решили. Вы теперь, получается, не вор, а воровка? — Зараз не признаю ихнего закона и желаю. — Обидели, значит. Попку порвали. — Заруби себе на носу, в советах пидорастов не нуждаюсь. — Вор есть, честные? — Есть. Снар без суета и спрыгнул заика, а следом тот, с бабочкой на щеке. Рядом с Упоровым дернулся Каштанка, и тут же на его челюсть упал кулак моряка. Все получилось почти бесшумно, но Салавар уловил неладное. Однако оно не было осмыслено им до конца. — В чем дело? — спросил он, сощурился, глядя перед собой уже недобрым взглядом. Упоров растерянно развел руками. За него ответил доселе не выказывающий себя молодой грузин. — Пусть таки, Геннацвале, фраер грохнулся, крови не терпит. — И я, признаться, крови не терплю, уже смиренно молвил Верафей Ильич. — Потому прошу этих преступников смягчить участь свою покаянием. Кто будет первым, заика быстро сунул руку за борт в ушлато. Стоящий за ним Зоха был на стороже. Ребром ладони ударил вора по шее. Тот упал. Раскаяние не может быть актом формализма. Не замечая лежащего заику, решил продолжить свою мысль Ирофей Ильич. Человек должен внутренне так настроить себя, чтобы вести другую жизнь и поиметь большое отвращение к прежнему скверному существованию. Но ежели в вас не искорена склонность к желанию блатовать, снова был короткий взгляд укоряющий слушателей за непослушание и с мукой произнесенные слова «Готовьтесь к худшему!» Лежащего заику растянули на залитом кровью полу, придавив сверху листом железа. Вор попытался подняться, но две кувалды обрушились на то место, где находились почки. Удары сыпались, не переставая, наполняя камеру гулом. Лицо зэка корчилось в немых стенаниях, как будто он пытался рассмешить присыщенную подобными зрелищами публику. Салавар поднял руку. Гул смолк. Молотобойцы отошли в сторону, тяжело дыша и косясь напогнутые железа. «Поднимите!» До неузнаваемости преображенного испытанием зэка держали под руки. Эмалевая струйка крови поблескивала на сером подворотке. Было очевидно, он почти умер. Стоит в сумраке перед вечной ночью, а руки его, как руки слепца, пытаются что-то нащупать перед собой. Надеюсь, дружеская критика понята правильно. Вор с трудом вобрал в себя воздух и выдохнул с кровавым плевком в лицо главной суки Советского Союза. «Га-га-га!» хрипел заика, пытаясь протолкнуть застрявшее в горле ругательство. «Не надо!» остановил его жестом салавар, брызгливо вытирая лицо белознежным платком. «Суд освобождает тебя от последнего слова. Правда, Зоха?» Тупой удар в спину заики дошел до каждого. Вор качнулся вперед, глаза его расширились до неимоверных размеров, скосившись на выросшей из левой части груди острие кавказского кинжала. «Насквозь!» ахнул один из молотовойцев. Ерофей Ильич уронил под ноги платок, отшвырнул его начищенным носком сапога, сказал по-деловому. «Бросьте эту тухлятину, тащите богоубийцу!» Зоха сам, как бар, спрыгнул на нары, раскидав зэков, наклонился над Йосифом Палычем, приподнял и снова бросил на прежнее место. «Он ушел, хозяин!» «Старый обманщик!» Верь после этого слову вора. «Видите, граждане, кто паразитирует на вашем терпении?» «Ну, а ты?» Вопрос был обращен к тому, что тоже назвался вором. «Ты, леший, с кем пойдешь по жизни? Говори быстрей, у меня кончается не только временное терпение». «С вами», сказал, глядя в пол леший. «Подними глаза-то, ты теперь свободный человек. Подними и покайся, как положено». «Я больше не вор». «На этот раз было сказано громко, даже слишком громко. я раскаиваюсь за позорное прошлое. Идешь с нами, а вас, граждане, мужики и фраера, прошу подбирать себе компанию почестнее. Обращайтесь к нам с совершенным доверием. Не подведем. Всегда заступимся за трудового человека. До свидания». Вышел он скромно, без излишней театральности, унося на открытом крестьянском лице обечаленную доброту хорошего человека. Сученый леший было двинулся за ним следом, но о чем-то вспомнив, прыгнул на нары, схватил сумку покойного Йосифа Палыча. «Оставь!» приезжал его за руку молодой грузин. «Зачем покойников грабить? Он же тебе товарищ был». «Не твое дело, зверек. Эй, там, тормозитесь, фраер буянит». Один из сук взмахнул с заборником, тогда упоров поймал его за руку да так ловко, что она хрустнула в суставе. Парень заорал, и крик был сигналом к действию. «Ломай нары, мужики, всех кончат!» «Что за шум?» Салавар недоуменно глядел камеру. «Мы же расстались с друзьями». «Вы, леший, запомните, нельзя переть буром против народных масс. Запомните, животные, вы призваны защищать их интересы от преступных посягательств воров, иначе поссоримся». Он как-то естественно забыл про лешего, перевел внимание на упорого, смотрел с прищуром, но невраждебно, возможно, хотел запомнить новое лицо. «Неблагодарное занятие выкручивать руки своим защитникам молодой человек. Я постараюсь вас не забыть». Преданный Зоха заглянул в глаза хозяину, тот сделал вид, что не заметил, и легко поклонился. «Еще раз до свидания, друзья». Такого оборота никто не ожидал, и когда за Ерофеем Ильичем закрылась дверь, бывший директор прииска коммунистический по фамилии Ведров, подвел итог второму посещению Соловара. «Теперь они тебя убьют, он зря не обещает». Упоров не стал отвечать Ведрову, подсел к баку с водой и зачерпнул пахнущую хлоркой мутную жидкость, чтобы с ладони брызнуть себе в лицо, а затем в лицо каштанки. Белесые ресницы вора дрогнули, с пьяной отрешенностью открылись глаза. Федор сел и потрогал челюсть. «Тебе чё, бык, сил удевать некуда, за что-то меня треснул?» «Надо было». Он пришел к выводу. Каштанка притворился, но почему-то от своего открытия покраснил сам и, отвернувшись, пошел ставить банку на место. «На нож просишься, баклан!» рычал в спину Опенкин, поминутно сплевывая и матеряясь. «Они бы вас убили», философски заметил ведров, разглядывая припухшую челюсть. «Гляньте на Аркадия». Его Зоха ножом насквозь прошил с одного удара, кто бы сказал, не поверил. «А рядом?» «Не знаю, он из ихних, из тех, кто приходил трюмить». «Худую ты мне службу сослужил, морячок, воры не поймут». «Поймут, поймут», успокоил его молодой грузин с мягкими движениями дикой кошки. «Ты сам вор, ты бы не понял? не надо думать о всех плохо, иначе я, фраер, тоже так начну думать о ворах». Закончив разговаривать с каштанкой, грузин протянул руку упорову. «Меня зовут Иракрий, ты поступил честно, давно не видел человеческих поступков, сможешь на меня рассчитывать». Спокойно поклонился и вернулся на нары, легким прыжком подбросив гибкое тело. «Фраер-то непростой», пробормотал для упора Ваопенкин, «девять классов, незаконченные высшие образования, с ним считаются воры». «Он княже сковорода», встрял в разговор Ведров, «господи, что за время, князья грабят банки, воры правят правительством». «Мало тебе дали, Ведров», глухо произнес Каштанка, «все свое гнешь, а кого не знаешь, ты не воры, а суки России правят. Историю партии читать надо внимательней». Сталин, правда, из воров, но курванулся на втором съезде и стал своих душить. На втором съезде Сталина не было. «А ты что, там был? Вот и молчи, раз не знаешь. Ой, что ты наделал, Вадик? Мусола не работают». Опенкин взобрался на нары, ворчливо приговаривая, «Менты бьют, кенты бьют, суки ловят, воры зарежут. Да я пленник Гитлера, что ли?» Постепенно ночные страсти улеглись, и камера начала жить своей обычной жизнью. Зашелестели в ловких руках шпилевых самодельных карты. Кто-то дал кому-то в рожу под расчет. Начались разбирушки. Покинувший параш узбек молился перед дверью, вздымая к серому потолку коричневой ладони. Имущество Иосифа Палыча, состоящее из двух именных серебряных часов с цепочками, куска сала и отточенного до остроты бритвы перочинного ножа, которым он вскрыл себе вены, перешло на законном основании к Хопенкину. Сало он тут же поделил между ближайшими сидельцами. Проворные пидорасты успели обобрать трупы еще до того, как в камеру вошли четверо санитаров с носилками в сопровождении вальяжного старшины, похожего на швейцаро столичного ресторана. Хопенкин, старшина вскинул кустистые брови и, кажется, даже обиделся. А ты как проконал между порченных? Я им сказал, гражданин начальник, поморщился Федор, что вы мой персональный кент. Обниматься полезли, суки. Никак не можешь без хитростей. И кто ты теперь, вор? Нет, гражданин начальник, старшина сверхсрочной службы. Ну, пропадлина, в другой раз не сорвешься. У них нынче полномочий хватит на таких крученных. Считай, отсрочку получил. Спасибо, товарищ старшина, что побег ко мне не сорвали. Старшина дернулся всем телом и уже открыл рот, но словесного выражения его возмущения не получило. И он пошел за санитарами, поправляя ухоженный длинный волос на яйцеобразной голове. Команда Салавара больше не появлялась. А карантин через неделю кончился, и закрученных выгнали из барака на широкий грязный двор, где они толкали холодную хрустящую грязь рваными обувками, кутаясь в засаленные телогрейки бушлатых. Первые минуты на вольном воздухе доставили немного удовольствия, но постепенно становилось все холодней и холодней. От тех неприятных перемен серая арестантская масса заволновалась. Старается! Наконец затянул бабьим голосом костлявый дежурный с неповоротливой спиной застарелого радикулитчика, после чего куриный трусцой подбежал к седому скучному майору, начал что-то торопливо объяснять. К черту! прервал радикулитчика майор. Это и что, девицы из Смольного или преступники? Не забывайте, где работаете, гладилин! Майор решительно шагнул к строящейся колонне, сложил рупором ладони и объявил. «Этап идёт на новый, можете успеть к ужину, если поторопитесь». «Что за командировка?» осторожно спросил у Ираклия пожилой карманник, близоруко щуря глаза. «Не знаю, дорогой». «А кто знает?» нудил карманник. «Гражданин майор дорогой». На вопрос уже запрыгал по этапу «Кто знает за новый?» «Кто знает за новый?» Он прыгал, прыгал, да и пропал где-то в середине строя, утонув в умолчании нелюдимых бандеровцев. Конвой повернул автоматы к строю, возбуждённый запахом немытых тел зэков, собаки скалили клыки и вобразительно заглядывая в глаза проводников. «Хотя бы раз в жизни поесть, как эта собака», мечтательно произнёс ведров. «Господи, пошли мне её пайку». «А поводок?» спросил пожилой карманник. «За такую пайку можно, я же не вор, я просто временно изолированный, но советский человек, я жрать хочу, а не блатовать». «Разговорчики!» «Этап идёт на новый», ещё раз повторил майор. «Шаг в сторону считается побегом, конвой стреляет без предупреждения, копчёный, что скалишься?» «Да вот, зверёк здесь огадился, гражданин майор». «Пусть несёт с собой, в дороге пригорится». «Шагом марш!» Через час ходьбы упоров почувствовал холод между пальцев ног, пожалел, что не снял спокойного заики портянки, поврезговал или постеснялся, теперь дорожка форс собьёт. Этап одолел небольшой, но крутоватый перевал, и за ним открылся великолепный вид с прекрасным лесом в лучах восходящего солнца. Открылся, как правда, которую кто-то спрятал от этих сбившихся в затхлую кучку людей. «Эх, раздолье какое!» не выдержал шагающий впереди Вадима кособокий ведров. «Столько места, а нам тесно, махнуть бы в лес». «Кто тебя держит, махай?» предложил Лапенкин. «Старшина, отпусти мужика в лес за подснежниками». «Хай бежит!» конвоир похлопал ладонью по автомату. «С сопроводиловкой, а ты заем, здесь на всех хватит». «Стой!» кричит замыкающий колонну лейтенант. «В чем дело, лейтенант?» «Заключенный помер, старик этот, то ли математик, то ли еще кто. Его бы на печи сидеть, а он по тюрьмам шляется. Труп в машину. Спрячьте оружие, лейтенант, он мертвее мертвого». Лейтенант однако выстрелил, на всякий случай, в затылок маленькому седому человеку, и этап тронулся дальше. Дорога муторно тянуло восемьсот голодных зэков пологий тягун. Многие уже выдохлись и, не стесняясь, становились на четвереньки. «Ползите, ползите!» подбадривал их веселый старшина. «Кто не доползет, доедет с Пифагором». Отъярились собаки, перестали облаивать ползущих зэков, лишь изредка норовя хватить кого-нибудь из них за бок. Но перед вершиной мертвого перевала они и сами начали ложиться на снег, прижимаясь к отполированному ветрам насту лохматыми животами. Хозяин тех мест был ветер, он не знал отдыха в любую погоду, ни днем, ни ночью, заполняя легкие людей пронзительным холодом, принесенным из тундры. Наконец выбрались на плоскотину, стоять на ногах могли немногие. «Сейчас бы умереть!» выдавил из себя ведра, опускаясь на корточки. «Попроси стадника!» высунулся с новым советом пожилой карманник, оказавшийся выносливым ходоком. «Загорайте, лодыри!» Разгоряченный ходьбой старшина стадник скрутил цигарку и, затянувшись, внимательно смотрел этап. Медленно, но уверенно взгляд его соскользнул с измученных ходьбой зэков и замер в немом удивлении. «Ха!» коротко, точно гавкнул, воскликнул стадник. «Да чего тельки люди не додумаются! Гляньте, граждане бандюки, як и гарны хлопцы!» В метрах в тридцати от дороги белели вмерзшие в лед трупы. Их было много и подо льдом, и на его голубой отполированной ветром глади, совпалыми животами и отъеденными песцами ушами. «Не дрожат, обвыкались!» продолжал радоваться стадник. «Вуаля есть, гнидника не треба, надо же так закалиться!» Этап мрачно молчал, и стадник, уловив настроение разбитых дорогой заключенных, положил палец на спуск автомата. «Ну, чего смолкли, шуток не понимаете?» «Понимаем, земеля!» улыбнулся через силу старшине Каштанка. «У меня таких злодней в земляках не водится!» строго поправил вора старшина. «Так получилось!» покаянно опустил глаза Пенкин. «А вас дома небось матка жде?» «Не тельки тятько!» Стадник подозрительно покосился на посиневшего под ветром зэка медленно вползавшего ему в душу. От неудобства внутреннего состояния он кашлянул и стал шагать широко строго ляжа автомат на изготовку. «Давненько батю не видел, гражданин начальник!» «Тебе шо задило?» «Десять рокив!» напряженно маршировал чем-то привороженный охранник. «Ух ты! соскучились должно!» «Скучать служба не велит!» Он уже собирался отойти от этого прилипчивого, но чем-то привлекательного злыдня, как тот спросил вкратчиво. «Повидаться, небось, хочется!» «Хочется, хочется!» «Не отпирайтесь, гражданин начальник!» «А как же?» тоскливо и искренне признался растроганный старшина. Опенкин приспустил штаны, показал напряженно соображающему стаднику гулую задницу. «Узнаете, гражданин начальник, то ж твой тятя, иди целуй!» «Что?» заревел старшина, хватая широко распахнутым ртом холодный воздух. «Ну, злыдень синий, опомни мое слово, купаться тебе с теми моряками в одном болоте!» «Не признали, что ли, гражданин начальник?» натурально огорчился Опенкин. «То ж батька ваш видный, постарел малость, хочешь, братку покажу?» И не торопясь начал расстегивать ширинку. Стадник сбросил с плеча автомат, ствол дернулся, выплюнув в низкое небо короткую очередь. «Лягай, сволочи!» наррал стадник, топая ногами. «Усих покрошу!» Заключенные присели, но ложиться никто не стал. Все разглядывали оплошавшего старшину с ехидными улыбками. «В чем дело, старшина?» Подскочил лейтенант, расстегивая на ходу ковру. «Нарушают порядок, товарищ лейтенант, особливо вот тот из воров. Воду мутит, понимаешь?» «Запишите фамилию, вас предупреждаю. Положим на землю, будете лежать до утра». «Мы-то при чем, гражданин начальник?» «Молчать!» «Порядок существует для всех!» Лейтенант застегнул кобуру и быстро ушел. Стадник остался перед строем, выглядывая из-за поднятого воротника и держа ствол автомата на уровне голов зэков. «Я бедовы, гражданин начальник!» негромко крикнул Апенкин. «Не буду вам больше тетечку показывать!» «Скучайте!» В это время колонна тронулась и под ногами зэков снова заволновалась тугая колымская грязь. Люди шли в лагерь, не сводя глаз с приземистых бараков, наспех сколоченных из старых досок, должно быть долго служивших другому делу, а сейчас призванных беречь тепло и защищать от ветра отринутых от нормальной жизни людей. Многочисленные щели были наспех забиты паклей, тряпками, мхом, завалинки заменяли поднятые к окнам земляные валы. Да и окна одно название, без стекол, просто зашитые потрескавшиеся фанерой рамы. На каждом решетка, а на двух последних фанеру просто подпирали гнилые жерди. Это же кладбище, гражданин начальник, ужаснулся Ведров. Кладбище ты видел, уточнил стадник, туда и после, прежде туточки поживете. Подыхать привели, вертаемся, мужики, гольная смерть. Тогда то и отворилась дверь единственного бревенчатого здания. Из нее вышел майор с выражением непреклонной воли на интеллигентном, немного озабоченном лице. Следом выскочила овчарка, громадная, ухоженная собака пошла рядом с хозяином, тычаясь лобастой морды в замшевую перчатку. Майор оглядел этап, как опытный пастух оглядывает новое стадо, остановился точно посредине колонны и, указав пальцем на перекошенного мужичка, спросил, почему вы кричите? Мужичонка дернул плечом, нервно затоптался на месте, никак не желая встретиться с майором глазами. Взгляд майора излучал нечто большее, нежели решительность, но он излучал беспощадность, было отчего волноваться. — Да не кричу я, гражданин начальник, с трудом пролепетал зэк, так и не подняв лицо. — А кто кричит? — Да не знаю, гражданин начальник, уси балакали. — В карцер! Руслый охранник выдернул зэка из строя, поставил его рядом с собой, спиной к строю. Майор сделал несколько шагов. Глаза задержались на спокойной позе, казалось, отрешенного от событий человека в черном, забрызганном грязью пальто. — Почему вы кричите? безучастный блондин опустил на майора мягкий взгляд, ничуть не испугался его строгого вида. — Хотел разбудить вашу совесть, гражданин начальник. — Кто еще хотел разбудить? — Моя душа, гражданин начальник. — Значит, вам будет нескучно в карцере. Он закурил дорогую папиросу, подумав, указал на трясущегося у барачной стены мужичонку. — Того встрой, этого вместе с душой в карцер. Остальные должны уяснить. Здесь рабочий лагерь. Работа вас кормит и дает право на досрочное освобождение. Нарушение лагерного режима лишает вас этого права. Лейтенант, я товарищ майор, раздайте пищу. Людей в баню, вещи в прожарку. Утром всех, кроме тех, кто будет ремонтировать лагерь, отправить в карьер. Небольшая просьба, лейтенант, позаботьтесь о тишине. Я буду музицировать. Он бросил окурок под ноги жадно глотающего дым молодого, очень простоватого на вид зэка. Несколько секунд тот колебался, пожирая дымящийся окурок жадными глазами, и вдруг грохнулся на колени и схватил окурок. Майор был к этому готов. Хромовый сапог вбил окурок в расквашенный рот зэка. овчарка кинулась и выволокла попавшегося на нехитрый трюк простака из строя. «Оставь его, Ганс!» попросил дружеский майор, потрепав собаку по вздыбившейся холке. Вздохнул и со вздохом указал на застывших по стойке смирно трех мертвецов у доски почета. «Это беглецы. Обратите внимание и сделайте вывод. Здесь никто не может рассчитывать на удачу. Ее здесь нет». Он уже почти пошел в направлении единственного деревянного дома, но когда из строя раздался срывающийся от волнения голос, остановился, а точнее задержался скосив в ту сторону серые глаза. «Почему один должен отвечать за всех?» спросил кто-то рядом с Упоровым. Майор не ответил, только вопросительно поднял брови. Из строя вышел бывший директор прииска коммунистический, взволнованный и оттого еще более перекошенный ведров. «Не стану прятаться, гражданин начальник, он рта не открыл, а его в карцер?» «Почему один должен?» «Двое!» «Лейтенант и этого в карцер!» Начальник лагеря новый забыл о ведрове, обращался только к лейтенанту. «Еще раз прошу, позаботьтесь о тишине!» В баню шли партиями, на всю помывку отварилось полчаса. Ложка зеленого мыла в ладонь и шайка теплой воды. После бани однорукий зэк выбрасывал из прожарки прямо на двор, пахнущее хлоркой белье, приговаривая, «Хватай шмутье, сидельцы! Кто смел, тот и успел!» Увидев каштанку с наколотым на груди крестом и профилем Ленина, он постарался спрятать чувства поглубже, равнодушно процедил сквозь зубы. «Был слух тебя трюманули накрученном?» «Обошлось!» лаконично ответил Опенкин и тут же спросил, «Что там за моряки возили?» «Местные, все местные, и вам не обойдется три месяца, а потом или на проволоку или в купальню. Здесь человеку при любом здоровье не сдюжить, за зиму ползоны передохло. Спасибо, успокою. Чем богат, дальше сам додумывай, ко мне больше не подкапывай, спалишь. Сарай за вахтой, ну, вон тот, что в нем? «Не зарься, керосин бутер хозяйский, сто раз проверен». «С тобой ясно, культяпый, даешь отмычку, и я тебя не знаю». Культяпый бросил очередной тюк с берьем, слегка задумавшись, пошамкал широким ртом. И стес он незаметно в тот момент, когда Федор рассматривался по сторонам. Навернувшись, сунул ему в руку аккуратный сверток. Выиграл у одного беса. Каштанка развернул серую тряпку, удивленно посмотрел на культяпого. «Это инструмент нежного». «Какая разница? Не сдюжил, а ведь подковы гнул». Культяп из силы швырнул комбелья в амбразуру, проверив обстановку скорыми глазами, закончил мысль. «Жизнь здесь дешевле подлости. Иди, Федя, царство тебе небесное». Трое сидели у остывшей печи, сделанной из куска большой трубы, и пытались понять друг друга перед тем, как на что-то решиться. «Такой ночи больше не будет», говорил взволнованный беседой с культапом Федор Пенкин. «Это не ночь, а подарок. Все устали, все хотят отдыхать. Усталый человек не может быть бодительным, вы уж мне поверьте. Я всегда работал ночами». «Бежать куда?» спрашивал его Иракли. «Карты нет, продуктов нет, друг друга кушать станем». «Зачем друг друга? Сухаря прихватим пожирнее корову». Иракли выразительно скрипнул зубами. «Помолчи, слушай, а, людей кушать не могу, еще раз скажешь, знать тебя не хочу». «Разговорчивый, видал, каким скоро будешь, голый, синий и, главное, мертвый. Какой буду, такой буду, людей кушать не хочу». Упоров слушал молча. Он предполагал, что этот полуразвалившийся барак может их всех пережить. «Попробовать все объяснить заключенным, разобрать барак и с кольями пойти на пулеметы. Кто-то обязательно вложит, да и пулеметы не пройти. Барак не обязательно ломать, не обязательно. Зачем? Он сухой, как солома. Его высушил ветер, сухой». «Стоп!» выдохнул он вслух и, двое перестав спорить, уставились на него, ощутив живое присутствие интереса. Они подвинулись друг к другу. Тень стала общей. «Так что хранится в том сарае? Керосин! Разный бутер нам несподручный. Бежать надо, Вадим, бежать! Нехрен напудрить мозги!» А летучий взгляд его метался по сторонам, ни на чем не задерживаясь. Упоров перебил. «Мы не бежим, все равно поймают, поставят у доски почета, как тех троих. Надо спалить этот гроб, поджечь бараки. Ветер снесет огонь на караульное помещение». «Ты?» Опенкин не мог найти подходящие слова. «Ты прямо это в рот конягуш мендеферить. Гений какой-то!» «В бараках люди, их надо предупредить», предложил Иракли, глянув на зэков, понял, что сказал глупость. «Феодор, ты идешь?» окликнул Вадим. «Спрашиваешь?» «Ну и фраер нынче пошел отчаянный, другой вор позавидует». Они по одному исчезли от печи, крались вдоль нар, стараясь не попадать в узкие полоски лунного света и законных щелей. Бесшумно вошли в подсобные помещения. Ираклий держал решетку, упоров выламывал скобой ржавые гвозди. Первым прилип к подоконнику и соскользнул во двор Опенкин. Через минуту его голова возникла из темноты. «Мотай портянки на сапоги, скрипучая шибка, сидр, оставь!» Вдоль стены крались на четвереньках, ловя завоем ветра каждый посторонний звук. Водим недополз до угла с метр и замер, усмиряя расходившееся дыхание. За углом таилась опасность. Он думал о ней как о живом человеке, напряженно сжимавшем автомат. Предчувствие не обмануло. Человек стоял, приплясывая на ветру. Для него было метров десять, не больше. Ираклий молча протянул к Опенкину раскрытую ладонь. Вор сунул ему нож. Но он полежал совсем немного. Вернул нож обратно. Федор с одобрением показал ему большой палец. У всех сразу поднялось настроение. Грузин неслышно поднялся, выскользнул из-за угла. Пошел, чуть надвинув на глаза шапку, ступая на носки. Ему удалось пройти больше половины пути, прежде чем скрюченный охранник увидел выросший из ночи силуэт арестанта. Ты, ты, оцепенело замямлил он, пытаясь сдернуть с плеча ремень автомата. — Прижал к губам палец грузин. Словно тугая пружина сработала внутри его тела. Он выпрыгнул на уровне головы часового, пяткой ударил в лоб. Соучастник, ветер, тут же скрутил звук, вытянул и отнес в дальний угол зоны. — Ираклий вытряхнул охранника из тулупа, с блаженной улыбкой забрался в теплую овчину. — Я их покараулю, они в бане гужуются. Потом поднял автомат и перевел затвор на боевой взвод. Опенкин справился с замком без хлопот. Зэки не зажигали спичек, бидон с керосином нашли по запаху. Ираклий прикрыл тулупом охранника, снял с автомата диск и спрятал под доски. — Может, подождем? — кивнул на баню Опенкин. — Не надо, с карцера замок сними. На земле застонал часовой, разговор сразу смолк. — Тссс, мент очнулся. — Крепкий гад, каблук его не берет. После чего расчетливо пнул солдата в челюсть. Охранник замер. Теперь не скоро разговорится. — Одевается, одевается! — заспешил Ираклий. — Двое уже в сапогах. Пошли, ребята! — Я подпалю первый барак, — сказал Упоров. — Ираклий второй, ты, Федя, третий. Сейчас льем. Считаем до ста и поджигаем одновременно. Ну, мужики, не знаю, чем это кончится, но желаю удачи. Огонь родился не сразу. Прежде он мелко побежал по сухим доскам, подпрыгивая и смеясь, этакий веселый хулиган. Притих и неожиданно дал мощную вспышку, подбросив ввысь пропитавшиеся керосином опилки. Пламя закрутилось на месте, начало расти, как огромная змея из горшка заклинателя. Змея обвела угол барака, подстегнутая стремительным ветром, расплескалась на весь торец здания, выросла гудящей стеной, согнулась под ветром, багровея и набирая неудержимую силу. На крышу барака огонь обрушился, как ни странно, сверху. Он словно упал на нее, и крыша сползла на бок, где рассыпалась на отдельные пожарища. Ветер все плотнее и плотнее вбивал жар в глубокие щели, срывал куски толя, бросая горящее полотнище на казармы охраны. Через час огонь охватил весь лагерь. Через шесть часов нового не стало. Заключенные лежали на земле, прижаты к ней автоматными очередями. Свет погас. Только огромные чадящие костры освещали безлесные горы. Скрипнула и завалилась набок. Вначале одна, затем другая вышка. — Как же без охраны-то! — занудный ведро втолкнул в бок Культяпова. Культяп и не откликнулся. Он только что умер. День обещал быть плохим. Утром по команде встать с земли не поднялись пятнадцать человек. Старики, больные досидельцы из новеньких, недогадавшиеся по неопытности, прихватить на постилку кусок толя или доску. Трупы лежали в каком-то напряженном ожидании, словно и мертвые продолжали отбывать свой законный срок. — К морякам, к морякам! — тыкал пальцем пожилой лейтенант. — Их бы усих к морякам! — рычал, постукивая покойников, прикладом по голове заспанный стадник. — Злые дни своих не пожалели! Девять голов тильки сгорело! — Ваших сколько земеля? — поинтересовался Опенкин. — Четверо! — по инерции ответил стадник, но, узнав вора, показал ему кулак и сразу же устало отмахнулся. — Выжил-таки земель чахоточный! Старшина подошел к лейтенанту и доложил без излишних формальностей. — Вроде сдохли. Стрелять будем? — Как хотите, только побыстрее. — Все куда-то торопятся, а порядок кто соблюдать будет? — ворчал стадник, поставив автомат на одиночный выстрел. Тем временем с покойников уже стащили рубахи, сапоги и даже кальсоны. Старшина методично выстрелил в грудь каждому, кроме Культяпова, чья грудь была занята портретами вождей мирового пролетариата — Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Культяпова пришлось стрелять в живот. Арестанты подвезли тачки, не торопясь погрузили на них покойников, повезли к озеру пополнять команду моряков. Не успевшие окоченеть руки, свисали с бортов дощатых коробов, прощаясь с бывшими земными товарищами, по несчастью, безвольным помахиванием. — Досрочно освобожденные! — сказал вслед в похоронной процессе и ведров, сербоя простуженным носом. — Не глумитесь! — попросил недавний сосед по карцеру. — На все воля Божья! — Чепуха! Было время, весь в загадках измотался, а Бога вашего не познал. — Неверие есть духовная слепота. Пребывание на земле в том состоянии ненаказуемо, ибо вседержитель больных не карает. — Вы кто такой, чтобы морочить людям голову? — Монах! — ответил просто блондин неопределенного возраста. — Скорее всего, он был молодым. — Что ж, тогда Господь о вас не позаботился? По знакомству мог бы и оказать милосердие. Блондин запахнул свое черное драповое пальто без пуговиц, с отеческим сожалением посмотрел на ведрова. — Вы не в том расположении духа, потому останетесь при своем упрямом мнении, но сказано — «Отец твой, видящий тайные, воздаст тебе явное». — Да пошел ты! Все извилины заплел! Монах не обиделся, что весьма удивило прислушивавшегося к их беседе Упорова, а ведров и дальше продолжал выкрикивать полушепотом, что-то о моральной трусости и опиуме для народа. Бывший сокамерник улыбнулся одними глазами и ушел в себя. Он видел далеким зрением души угасающего от тресной ветхости отца Никодима и слышал его едва шелестящий голос «Уйми гордыню, брат мой, изгони крамолу из речей своих. Пастова должна знать одно — всякая власть от Бога». «От кого нонешнее, святой отец?» спрашивает молодой монах. Отец Никодим молчит смущенно. Игумен искренне хочет, чтобы слуга Божий Кирилл переплыл в мутное житейское море без катастроф. Кудрявая борода бесстрастного красавца лежит на литом кресте. Белые руки скрещены на черной рясе, как два ангельских крыла, а голубые глаза ждут ответа. Молодой монах знает о доносе, написанном соседом по келье Лазарем, при свете свечи, источающей медовый запах, слогом мягким, но разящим. «Знает о том и отец Никодим, но оба берегут свои тайны, дабы не приносить друг другу большого огорчения». «Власть нынче антихристова», решается на ответ Никодим. «Обличать ее воздержись, терпение дарует терпеливому мудрость. Благодарствую, святой отец мой, только возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия, кое стремимся стяжать и мы с вами». Старец перекрестил спину удаляющегося монаха, едва сдерживая слезы. Ему не дано совершить подвиг по причине крайней немощи, оттого жизнь, прожитая в послушании и служении, кажется какой-то незаконченной. «Смирно!» гремит на студеном ветру хриплый голос злющего, как собака лейтенанта. Эхо прошлого не сразу покидает отца Кирилла, он еще улыбается своим воспоминаниям и немного похож на счастливого человека, позабывшего свое имя. «Смирно, сука, небритая!» кричит на него окончательно взбешенный лейтенант. Упоров дергает монаха за рука в черного пальто, тот медленно возвращается в действительную жизнь. Закопченные лица зэков поворачиваются в сторону появившегося из обгоревшего рубленого дома начальника лагеря с таким подкупающим, интеллигентным и одновременно жестким лицом. Темные круги под глазами придают ему выражение какой-то недосказанности. Найор похож на революционера, разночинца, возвращающегося после неудавшегося теракта. Он кашлянул в кулак, поднял глаза. Впечатление усилилось. Даже грязные сапоги как бы подчеркивали его поколебленный душевный порядок. «Бандиты, совершившие поджог, находятся среди вас!» Опечаленный голос не дрожал. «В нем еще осталось достаточно воли. В результате их кровавого преступления погибли 25 человек, в том числе 18 ваших товарищей. Пусть каждый из вас спросит у себя, заслуживает ли это наказание». Этап загудел. «Пусть ответ даст ваша совесть. Они так или иначе будут найдены. Долг тех, кто желает заслужить досрочное освобождение, называть их имена. Мы будем ждать». Они ждали сутки. Голодные заключенные сбились у тухнувших костров, жуя заплесневелые сухари. Утром умерли еще четверо. У одного из груди торчал огромный гвоздь. Стадник пристрелил их менее охотно, а целясь в заколотого гвоздем, сказал, «Этот знал злые дни». «Чего ж мы, уси, должны лягать в могилу, гражданин начальник?» Затравленно зираясь по сторонам, спросил веслоухий казак, прирезавший по пьянке родного брата. Из четверых стоящих подли него бандеровцев только один сочувственно поддакнул. Это взбодрило казака. «За что страдаем, братцы? Аль жить никому не ходься? Выходи, колы виноваты!» «Верно», — поддержал казака идейный педераст свершнущатым бабьим лицом. «Мы не желаем отвечать за чужое преступление». «Не копти, Маруся», — одернул его бывший командир танкового батальона. «Правая часть лица танкиста парализована, левая обожжена. Из этой зоны живьем не уйдем!» «Дело к теплу! Выдюжим! Давай, выходи, поджигатели!» Упоров туже запахнул пол их телогрейки и пощупал большим пальцем лезвие опасной бритвы, подаренной каштанкой. «Это быстро?» — думает он, одновременно ощущая биение крови в артерии на горле. «Одно движение и порядок!» Неподалеку от Вадима задыхался человек. Вероятно, он хотел пройти вперед, но его начал колотить кашель, и кровь обогрела сухие губы. А Пенкин с пониманием посмотрел на его плачевное состояние, протянул ему свой клетчатый платок. «На, утрисопли, мужик!» Человек задыхается, острые лопатки бьются крыльями раненой птицы. Одет он, как говорится, не по сезону. Ветхое латанное пальтишко поверх орваной кофты. «Худые дела!» — покачал головой Пенкин. «Такое здоровье надо в карты проиграть!» «Нет уже дел, товарищ!» Больной попытался улыбануться. Улыбка получилась вымученной. Скорее даже не улыбка, гримаса боли. «Я врач и все понимаю, а сделать ничего не могу. Надо еще подождать!» Он торопился высказать случайному слушателю самые сокровенные. «Ждать не хочется! Ничего не надо ждать! Вы, я вижу, не потеряли здесь сердце. Вот конверт, письмо сыну. Отправьте, пожалуйста!» Каштанка стушевался от столь неожиданного доверия, в раз утратив всегдашнюю привычку ерничать. «Да, и еще очки. Оправа золотая. О каких пустяках я говорю? Простите, но все равно возьмите». «Бросьте вы, доктор! Нехай меня казнят! Отправлю! Хотите, я вам свой гнидник дам, а вы мне свой шикарный макинтош!» Доктор закашлялся, благодарно улыбнулся взволнованному вору. Затем, худой и узкоплечий, он протолкнулся сквозь бандеровцев, осторожно похлопав по плечу самого широкого из них, загородившего ему путь. «Разрешите?» «Я знаю, кто петуха пустил. Здесь они, поджигатели!» Громко произнес, до сих пор напряженно молчавший секретарь порткома колхоза путь Ильича на Херсонщине, Шпаковский, подарив упору, а сатанил и взгляд. Тот догадался, секретаря ничем не остановишь, его надо только убить. Еще он знал, это придется сделать ему самому. И постарался успокоиться. Объяснить себе выбора нет, так хоть кто-то спасется из тех, кого вел за собой на поджог. Прилив решимости очистил голову от посторонних мыслей. «Гражданин начальник!» раздался впереди знакомый голос доктора из Ленинграда. «Ну, шо-то би! Шо, голуба! За гробиком пришел, купаться не хочешь!» Ухмыляясь, шутил стадник. Однако, послушав доктора, сменил тон. «Шо-шо? Эй, куды преса? Сдулив, падла чахоточная! Ты пиджок!» Этап заволновался. Зеки начали подниматься на носки, чтобы разглядеть поджигателя. «Выли сам, неменжанулся! Из воров пари!» «Чу, придурок! Не видишь разве политический? Из интеллигентов?» Кирова им мало, в лагерь спарили. Доктор стоял перед стадником, смущаясь общего внимания, комкая в руке, забрызганный кровью платок. «Вы так и доложите, кому следует!» «Столыпин, Федор Федорович!» «Поджег весь этот ужас лично!» «Я пошел!» «Куда ты пошел, козявка?» Ошалел от нахальства зэка старшина. «В побег!» крикнул доктор и опять задохнулся кашлем. «Застрелю!» Благодушно улыбнулся стадник. «Чтоб собаки не разорвали!» «Так что вертайся в строй!» «Я майора кликну!» «Марш в строй, гнида!» Доктор с выдохом толкнул в грудь старшину обеими руками и побежал к завалившемуся проволочному загораждению ходульной трусцой, смешно выбрасывая перед собой непослушные ноги. «Стой!» заорал рассверепевший стадник, поглядел на этап и снова крикнул. «Стреляю!» Доктор быстро выбился из сил, едва шевелил ногами. Он повернулся в тот момент, когда успокоившийся старшина поднес к плечу приклад автомата. Доктор хотел что-то крикнуть, но поле пришло чуть раньше. Доктор медленно поплыл к земле, развернулся спиной к стрелку, сделал шаг вперед и, получив еще одну пулю, шлепнулся лицом в колымскую землю. Упоров позавидовал доктору. В тот неожиданный для всех момент такой скорый, вроде бы безболезненный конец, виделся ему идеальным вариантом избавления от холода, голода и дурных надежд. Все равно когда-нибудь убьют или зарежут, так ведь пока дождешься того, ого-го, как намучаешься. И, взглянув на человека, так подумалось, укравшего его пулю, зэк вдруг сказал себе «Дурак!» Внутренне содрогнулся, почувствовал или увидел мое ту расставание души с телом. Она была застрелена вместе с доктором. Она кричала в каждой клетке своего остывающего дома. Надеялась, не хотела с ним расставаться. Ей было страшно, потому что страшно было ему, даже без пулей меж лопаток. Всему свое время. Упоров закрыл глаза, чтобы не видеть жуткого прощания. Твое еще не пришло. «Шпаковский!» позвал посуровевший стадник. «Ты шо хотел донести до нашего сведения? Знаешь, кто лагерь спалил?» Упоров снова взглянул на бывшего парторга. Тот был уже не столь решителен. Зато оказавшийся рядом с ним Ираклий рассматривал его с недвусмысленным вниманием. Шпаковский открыл рот, глянул на Ираклия, снова закрыл, явно нервничая. В конце концов сказал, «Чахоточный есть, которого вы сразили, гражданин начальник?» «Ночью в окно лукался, когда я парашу искал». «Ты ничего не перепутал, Шпаковский? Мабуть, другой злый день был. Ночью они усея на одно лицо». «Он не ошибся, гражданин начальник», подтвердил Ираклий. «Такой и ночью врага разглядит». Шпаковский быстро киванул, продолжая заботиться о себе уже с большим старанием. И не спуская с грузина на осторожных глаз. «Ты, Шпаковский, должен был раньше сказать. Сам видишь, сколько людей страдает. Но все одно молодец. А этот...» Старшина кивнул в сторону проволочного заграждения. «Надо же, гадость какая! За интеллигента канал! С виду ты и не подумаешь!» Подошедший майор молча осмотрел труп доктора, недоуменно пожал плечами. Спросил безразличным голосом. «Нашли поджигателя, стадник». «Так точно, товарищ майор, убит при попытке к бегству!» «Этот...» Майор указал пальцем в сторону лежащего доктора. «Он самый...» «Свидетель есть!» «Эй, Шпаковский!» «Не надо!» Майор недовольно поморщился. «Этап возвращается. И выдать сухари, чай, селедку. Вас благодарю за службу». «Служу Советскому Союзу!» Прыгавкал старшина и, повернувшись к заключенным, не выдержал, осклабился, потеряв всю свою молодцеватость, и каждая оспинка на его грубоватом, простодушном лице расплылась в счастливой улыбке. «Поздравляю, гражданин начальник!» Каштанка услужливо вытянул из-за плеча бандеровца тощую шею. «Такому выстрелу товарищ Ворошилов позавидует!» Старшина был на чеку, но праздник вора ему испортил. «Молчать, закалеченный Опенкин! Не понимаете по-доброму, то дюсе будет по закону!» «Тогда чеши за селедкой, пидор! Не слыхал, товарищ майор приказал?» «Какой он тебе товарищ, вождь чуремная!» «Иди спроси, но вначале тащи селедку!» Заключенные понимали, стадник непременно застрелит вора при случае. Однако забава им нравилась, и такая игра с ощущением неизбежного конца. При этом многие из них, окончательно разуверившиеся во всяком добре, испытывали что-то похожее на удовольствие от того, что кто-то уйдет раньше их. Даже обезноживший, после лежания на холодной земле, профессор математики Футарянский смотрел на все с тихой улыбкой, освободив мочевой пузырь и забыв на время о своих бесполезных конечностях, размягчившихся до состояния студня. Упоров взглянул на Шпаковского. Какая-то часть души еще жила ожиданием неприятностей, но он нарочито небрежно вынул бритву и начал срезать ногти. Но он хотел доказать себе, что ничего не боится, потому останется в выигрыше при любом раскладе дел. Он хотел себя обмануть. Он открыл глаза и молодой блатарь с хищной улыбкой раздраженно спросил «Ты че, на курорте, Боров?» «А у тебя есть запасные фиксы?» «Не это что?» «Тогда спрячьте, что есть. Зачем пришел?» Упоров сел на нары, нащупал натруженную поясницу. Сто ходок в смену с тяжело груженой тачкой по прогибающемуся дощатому трапу это норма. После трех дней работы он вернулся к мыслям, не вскрыть ли себе вены. Именно на третий день ему начало казаться в коробе лежит тонн десять породы. Сзади грохотала такая же махина и при малейшей остановке могла сбить с ног, покалечить или убить. Ему все-таки удалось убедить себя, тачка катит не по роду, а куски бесконечного срока. Надо его вывезти весь до последнего камешка, чтобы выбраться из сырой шахты на волю, где не будет постоянного ощущения голода и опасности, как сейчас, при виде этой нахальной рожи молодого болотаря. «Тебя ждут в третьем бараке», сказал блотарь. «Надо торопиться». «Кому надо, пусть торопится», ответил Вадим, совсем доступным ему в эти минуты спокойствием. «Ты только не погоняй». Зэк что-то уловил в тоне Упорова, промолчал с угромым выражением податливого к гримасам лица. Они прошли мимо дежурного, сделавшего вид, что дремлет, и, подняв воротники, вступили в холодную северную ночь. «Все-таки ты рожден для потерь». Упоров старался идти так, чтобы посыльный не оказался со спины. «Потерял сон. Теперь можешь потерять и жизнь. Там у них, говорят, круто». В третьем бараке было светлее и чище, чем у остальных. Воры любили порядок. Возможно, не все, но те, кто любил, могли его и обеспечить. Они сидели вокруг стола, передавая по кругу кружку с чефиром, которая постоянно наполнялась расторопным татарчонком с порванной левой ноздрёй короткого носа. Со стороны человеку-несведущему наверняка бы показалось, собрались крестьяне обсудить свои дела. И происходит это не в стране советов, где на собраниях положено кричать и обличать, а в какой-то другой, тихой, может быть, даже без тюрем, сказочной державе с трезвым королём при власти. На самом деле всё было не так. Хороший вор всегда талантливый актёр, и сыграть тоже мирное настроение вору ничего не стоит. При этом он не выдаст истинного расположения своего мятежного духа. Естественно, до поры, до времени. Воровской дух тайна, непостижимая для случайного человека с улицы или снар рабочего барака, где каждый фраер только и думает о том, чтобы выжить. Выжить! И никаких там тонкостей в образе жизни, без которых вор просто не вор, а обыкновенный парчушка, озабоченный низменными потребностями желудка. Настоящих воров, одарённых в греходуховном понимании, так же мало, как и настоящих сыщиков или святых. Воровской дух есть данность не от мира сего. Именно он каждодневно возобновляет падение своего обладателя с таким же злонамеренным неистовством, с каким дар Божий возобновляет взлёты доброго гения. В ночной пустоте их души наполняются светом чёрной свечи. Он неизъяснимым образом, покоряя рассудок и сердце, диктует им законы бытия, ничего общего с законом Божиим не имеющие. Но крест, который носит на груди каждый настоящий вор, есть тусклый отблеск истинного света, бессильная надежда на то, что Господь не оставит грешника без своих утешений. Большинство же людей, объявляющие себя ворами, суррогат, болтающийся между двумя берегами проруби, от лени и бездарности, не достигшие собственного взгляда на жизнь. Церковные, дачные и прочие воришки, выскребающие ценности не из кармана, а из человеческой души. О них говорить трудно и противно. Проблему истинного вора бессмысленно обсуждать на уровне социологии или другой какой науки. Вор существо, оснащенное самим сатаной, прежде, нежели он вышел из утробы матери. Все усилия объяснить его продуктам общества тщетны. Он всегда вне общества, а вор как продукт общества просто жулик. Непостижимость воровской природы рождает первое чувство страх. Никуда от этого не денешься. Упоров ощутил, как вспотели ладони, пот холодный. Вошедшего, однако, никто не заметил. И это тоже органично входило в их безантрактную игру маленьким изящным штрихом, когда человеку дают понять, он ничтожество, жертва, поэтому должен ждать, когда о нем вспомнят. Зэк привалился к нарам, но ему сказали, садись. Указали при этом место на лавке и снова забыли. Мысли вели себя суетливо и слишком самостоятельно. В них созревало что-то роковое, постепенно остывая до безразличия к собственной судьбе, чтобы через секунду снова вспыхнуть необъяснимым беспокойством. Через нары хорошо одетый вор переплавлял одно из своих похождений в безобидный рассказ с картинками, не меняя при том загадочного выражения лица. Толкую менту, произошла ошибка. Я иностранный подданный, незаконно рожденный сын неаполитарской принцессы Шарлотты и товарища Шаляпина. В этой стране варваров оказался совершенно случайно, а он мне сто в гору, банк, говорит, на Ямщицкой тоже взял по накулке товарища Шаляпина. Нет, отвечаю, с достоинством и по-английски. Ты? Не выдержал желтушный зэк из профессиональных барыг. А кто ж еще? Мне задают вопросы, я и отвечаю. По политическим убеждениям банк молотнул. Необходимо было заплатить гонорар личному парикмахеру товарища Берии. Мент в полуобмрачном состоянии, я в наручниках, сидим и смотрим друг на друга. Он выпил воды, успокоился и спрашивает, это еще зачем? Не теряя приличного иностранной особи чувства достоинства, объясняю, опять же, по-английски, чьи бы он глотку этому козлу перерезал. А-ха-ха-ха! Взорвались хохотом слушатели. Тише, можно? Вежливо попросил сидевший особняком Аркадий Ануфрич Львов и повел с достоинством в сторону смеха, крепко посаженный на высокую шею аккуратной головой. Мягкими, не пугающими манерами Львов был чем-то неуловимо похож на начальника лагеря новый, имея при этом и значительные преимущества. Среди людей своей масти он обладал огромным авторитетом. Упоров решил, что в этой компании ножа нет только у Львова, да еще может быть у Никанора Евстафьевича Дьякова. Им они ни к чему, за них есть кому заступиться. Тебе хуже, ты один и не знаешь, зачем позвали? Он только успел подумать о Дьяке, как тот спросил, заботливо окатывая слова русским оконем. Ты в карантинном был с каштанкой? Только сейчас упоров увидал Гопенкина, сидящего на дальних нарах. Рядом с ним два плоских, ничем не забоченных лица, настолько внешне равнодушных, что кажется, лица-то нет, одни маски. Они его кончат, догадался упоров и ответил. Нас везли в одном воронке, в карантинном спали на одних нарах. — Кентиза, значит, что же ты ему по роже врезал? — спросил квадратный человек с похожей на перевернутую репу головой. — Знаем мы этого зехера. Федор менжанулся, а после подговорил фраера. — Мужик говорит правду, Иракли подтвердил. Возразил ему голубоглазый вор, тот самый, что рассказывал про свои похождения, и отхлебнул из кружки глоток чефира. — У тебя все просто, малина. Ударил вора, который мог помочь скрипачу зарезать саловара, и оба теперь в чистые прут. — Почему ты его ударил? — спросил внимательно следящий за разговором Диак. — Так получилось. Я не хотел, чтобы его убили. Мне незачем придумывать. — Иракли не должен врать. Глубокомысленный изрек Аризо Осилиани. Он никогда не ворал. — Ты спи, спи, ворон, — попросил пожилого грузина не по возрасту седой зэк, сохранивший от прошлой жизни уютную округлость живота, и обратился к Упорову. — Надо было придумать что-нибудь поостроумней, Вадим. Седой дружески обнял Упорова за плечи легкими, словно лишенными костей руками. Салавар знает каштанку. Он бы его живым не отпустил. Скажи нам правду и канай себе на нары, досыпай. — Действительно, ты зря влез в эту историю, фраерочек. Худой и желчный львовский домушник иезуит говорил, улыбаясь той самой поганой улыбкой, которую не могли выносить даже судьи. Чистосердечное признание может облегчить. — Хочешь, чтобы я тебе соврал? Тебе надо непременно убить? — Цыц, куда прешь? Тебя уже нет, падаль. — Сам ты мерзый, стерожа твоя поганая. — Что? Воры, с каких это опор? — Вначале надо доказать его вину. Синеглазый балагур по кличке Малина не торопясь придержал иезуита. Это же не сходка и не советский суд. Ты все перепутал, Евгений. — Вину? — спросил все еще обнимающий упор его зэк, убрал свои воздушные руки. На их глазах кончали мыша, заику, скрипача, а каштанка жив, потому что курванулся. — Криком делу не поможешь, пельмень. Диак не хотел разжигать страсти. — Мы решаем судьбу своего товарища. — Ленин бы тебя давно кончал, Федька, зевнул пожилой ворон. — Ты картавого не трогай, ты лучше спи. — Хватит. Иезуит поднялся. — Их надо заделать, обоих, в назидание другим. — Резать. Тяжело опустил на стол ладонь мрачный татарин с наколкой на высокой волосатой груди. — Кто еще скажет? В бараке прекратились игра и разговоры. Упоров понял, сейчас все решится. Он повел глазами. Тот, кто должен нанести ему первый удар, стоял близко. Он не видел его лица, но слышал спокойное, ровно дыхание человека, который ни в чем не сомневался. «Вспомните Голгофу». Аркадий Ануфрович Львов обвел присутствующих хорошими безвредными глазами и позволил себе длинную паузу. Иисус сказал о палачах «Боже, прости им, ибо не знают, что делают». Он волновался настолько натурально, что даже противный иезуит не усмехнулся, замкнувшись в своем решенном несогласии. «Не туда кройки, Аркадий Ануфриевич». «Иезуит, я тебя слушал. Шесть человек из карантинного барака подтверждают, что сказал молодой моряк. У меня лежит письмо от Фаэтона». Он с ним шел на Колыму, пишет в уважительном тоне. Таким образом, фраер вне подозрений. Теперь о главном, где нас хотели сгнаить пельмень. На Новом. Удобное место, господа воры. Когда ты узнаешь, кто его спалил, тебе будет стыдно. Впрочем, о чем я говорю? Мужики подумают, воры сошли с ума. За умолешенных никто не скажет доброго слова. А оно нам сейчас весьма необходимо. Я против смертного приговора моему брату Федору. Кто еще настаивает на виновности каштанки? Спросил диак с презрительной полуулыбкой, обводя взглядом присутствующих. Я мрачный татарин опять хлопнул по столу ладони. Один. Ты невиновен, Федор. Воры, тормознитесь, еще не все. С юртового пришла ксива. Накрученный привалил церковный вор. Грабил храмы на Псковщине. Кончал в селе батюшку с попадьей. Облатует как честный вор. Зачем лишний базар, Никанор Ястафьевич? Неужели мы допустим, чтобы церковный вор хилял за вора честного? Вложил побег с сучанской зоны. Он нагреб себе беды на две смерти. Свидетели? Есть. Поднялся снар, держась за спину, мужик в цветастой рубахе, подпоясанной обыкновенной веревкой. Белим, церковный вор, но это не весь его позор. В зоне поощрял крыс, целый крысятник вокруг себя развел. А за побег что скажешь? Так ведь Китаев жив еще был, когда их в зону привезли. Он мне в коридоре крикнул за Белима. Сенатора зарезал Белим. Малина дал понять всем своим видом, признание ему дается непросто. Сенатор был честным вором, и Белим был таковым, пока не пошел под церквом. В Питере мы с ним подельничали. В том твоей вины нет, Дьяк поднялся. Кто желает защищать Белима? Они смотрели на Никанора Евстафьевича, подчеркивая общим молчанием отношения к судьбе обвиняемого. Ворон, Дьяк сел, скресив на груди руки. Идите, сходка вынесла приговор. Фраера с собой прихватишь. Толковый оказался, без подлостей. Он одобрительно кивнул Упорову, будто перед ним стоял воспитанный ребенок. Иди с имя Вадим, вам по пути. Все еще бледный Опенкин поймал взгляд Упорова, подмигнул блестящим глазом и тут же включился в разговор по лелу. У сенатора мамаша в Калуге вдов стоит. Колокольчик поможет. Он при средствах Сеню в Ростове повязали. Кто нынче из деловых на свободе? Рябой с Сидором. Имя надо сообщить. Дверь за спиной Вадима закрылась. Он не почувствовал холода, почувствовал облегчение, да еще вялость во всем теле. Испытание оказалось нелегким. Упоров собрался было присесть на заваринку, но мрачный татарин, тот, кто хотел Федькиной смерти, прорычал «Канай за нами, Фартовый!» А чуть погодя спросил, уже не таким злым голосом, «Ты, видать, в детстве говно ел?» «Увы, не досталось, ты съел его раньше меня». «Борзеешь, фраер?» Вадим промолчал. Он был безгневен, им владела приятная пустота чувств и перекошенная рожа татарина, не вызывала ничего, кроме улыбки. Люди шли в ночи, как и ее родные братья, с кошачьей уверенностью, обмениваясь только взглядами, когда в тишину проникал посторонний звук. Они в барак вошли незаметно, без шума, показав дремавшему у печи дежурному нож. Тени опытных убийц плавали по потолку, по стенам, перевоплощаясь то в забавных кукол, то в сказочных чудовищ. Упоров наблюдал за ними уже лежа на нарах. «Здесь», прошептал сердитый татарин, пряча нож за голенище. Остальное произошло быстро. Татарин схватил спящего за руки, двое держали ноги, а, оказавшийся на груди еще не проснувшегося Белима, Ворон затянул на горле полотенце. Белим заколотился в конвульсиях, выворачиваясь пойманным угрем, но следующий рывок остановил его мучение. Все, он пошел каяться. Ворон спрыгнул на пол, вытер ладони об одеяло и встретился взглядом с поднимающимся снар человеком. Это было не в правилах зоны вмешиваться в дела воров, а проявлять своеволие в такой откровенно вызывающей форме вовсе не рекомендовалось. — Ты что хочешь в геноцвале проводить душу убиенного раба Божьего? — ответил мягко и смиренный зэк. — Не надо сорить хорошие слова. Он был плохим человеком. Пусть им занимаются черти. Сердитый татарин чуть отвел от бедра руку с ножом. — Убирайся, гнида! Зэк, однако, не испугался. Сделал шаг навстречу, оказавшись таким образом в зоне удара. Тогда ворон попросил — Не мешай ему, Али. Тебе никто не мешал, и ты не мешай. — Делай свое, геноцвале, нас забудь. Они покинули барак осторожно, без шума и суеты, исчезая в темноте ночи, которая прятала их, как заботливая мать, нашкодивших в чужом саду детишек. густой густой голос монаха шептал вслед убийцам. — Впокойся твой, господи, святи твою упокаиваются, упокой и душу раба твоего, як один и си человек любец. Оцепенение проснувшихся обитателей барака постепенно слабло. Первыми зашевелились слабонервные новички, не успевшие привыкнуть к лагерным судам. — Ужас какой-то! — тер нос проворовавшийся хранитель партийной кассы Иркутского обкома. — Пришли, убили, ушли. Кто хоть такие? — Об этом тебя завтра спросят, хихикнул из-под одеяла секретарь комсомольской организации Днепрогэса, сменивший в зоне имя Лазарь на Людмилу. — Кто спросит? — заволновался хранитель. — Кум, он любопытный. — Но я ничего не видел, я спал? — Людка, перестань дразнить вахлака, ты спи, пивень пузатый, никто ничего не видел. Все истекают страхом. Упоров закрыл глаза, прислушиваясь к долгой молитве отца Кирилла над церковным вором. Тихо в себе, как умирающие деревья, видит ли это Бог? А если видит, то что это за Бог? И где милость или гнев его? Где Божья воля, созданной им жизни? Постепенно он изнемогается от неразрешимых вопросов и давних переживаний. Груз их влечет его в тяжкий сон. На пороге забытья он видит мать, склоненную над горящими свечами, простирающую над ними свои тонкие прозрачные руки, сквозь которые проходят другой, розовый свет и несказанной красоты, и думают о Боге уже без раздражения, постепенно примиряясь со всем, что им послано. Где Рознер? Рознер где? орет хромоногий капитан. Как болеет! Он бросает коленям обе руки, а потом грозит кулаками в небо. Нарош нас, сука, закосил! Ну, я тебе сделаю обрезание, в кармане яйца носить будешь, стадник! Ты не волнуйся, Марк Борисович, зараз доставим вместе с дудкой! Два охранника выволакивают из шестого барака первую трубу Европы Эдди Рознера Хрязь! Сапог попадает в бок тщедушного музыканта. Трубач кубарем катится по дороге и шлепается потным лицом в грязь. «Братцы!» Укоризина ворчит стадник «Шо ж вы по брюху колотите? Бейте жидка по голове, шоб въем коммунистично сознание пробуждалося! Як и вы пан Рознер нежный, болеть задумали в любо время, после разводу пойдете сральню чистить!» Ну вот все на местах в конце плаца появляется начальник колонии строгого режима полковник губарь. «Сверна!» командует дежурный капитан. Рознер подносит трубу к окровавленным губам. Капитан ждет. Трубач набирает в легкий воздух, краснеет и тут же опускает инструмент. «Нет, не могу, гражданин начальник, грудь заложила!» «Ух!» рычит стадник. «Люди на амбразуру кидались, а ему в дудку трудно дудить!» «Цаца порхатая!» «Пешков!» Не сводящий со старшины глаз, Пешков жмет на клавише аккордеона, колонна трогается, и над палацем несется. Утомленное солнце нежно с морем прощалось». Упоров думает о своей тачке. «Надо смазать подшипник колеса. «Еще надо успокоиться, обязательно, чтобы думали, ты смирился. Скоро все будет по-иному, изменится». даже внутри он не мог, не осмелился произнести слово «побег». Но знал, это время рядом, оно приближается осторожно, не слышно, чтобы однажды распахнуть перед ним весь мир, и долгое умирание сменит безрассудство короткой жизни, а может быть, вспышка без звука выстрела, после которого сгустятся тени, упадут на тебя непроглядной темнотой и оправдаются или опрокинутся предсказания о мире вечном. Чувствовал приближение этого момента вначале просто так, без видимых признаков, одним беспричинно обострившимся желанием, затем промелькнувшим на разводе чьим-то внимательным взглядом, слишком пристальным и углубленным, чтобы оказаться случайным. Он принес волнение, совпавшее с тем, что хранилось на дне мечущейся души. Его сякли и, как оказалось, не случайно. После обеда учетчик из бывших воров, приписав несколько лишних ходок, сказал, делая вид, что целиком погружен в свои расчеты. Вали за будку, ждут. Вадим упустил голову, понял, прихватив на всякий случай КЛО, направился по указанному адресу. Избегая коротких, но внимательных взглядов всегда любопытных зэков, за будкой, под хилым дощатым навесом, где хранился подлежащий ремонту инструмент, на корточках сидел Никанор Евстафьевич. Он улыбался, но глаза его светились упреком, и потому улыбка была неживой. — Добро вооружился, Вадик. Упоров промолчал, но не смутился, а положил рядышком КЛО и сам устроился на сломанных носилках. — За зону сходить собрались нынче, — начал Дьяк без словесных излишеств. Недавняя его искусственная веселость исчезла вовсе, лицо окаменело, стало тяжелым, властным лицом беспощадного человека. — Ты о том один знать будешь. Сам знаешь, какие мы бываем неласковые. Побег воровской. Федор за тебя поручился. Против твоих прав наступать не станем. Хочешь, беги, не хочешь, откажися. — Далеко собрались, Никанор Евстафьевич. Неожиданно дерзко перебил авторитетного урку упоров. — До места. — Дьяк не обиделся, а может быть, просто не подал виду. — Вопросы на воле задашь, коли согласен. — Согласен? Давно согласен? Хоть сейчас бы рванул. — Не торопися, подумай, на куды идешь. Тут половинка на половинку. Овладевший зэком состояние покоя, наконец-то свершившийся устроенности намерений, помогал ему открыть себя с бесхитростной откровенностью, как на исповеди. — Я бы и без вас ушел, но раз уж так подвезло, спасибо. На другой день видел, как вели в бур пятерых отказчиков. Последним шел каштанка. Вор чуть прихрамывал и почти не смотрел по сторонам. Вероятно, дьяку понадобилось что-то передать в барак усиленного режима. Хитрая механика, казалось бы, несвязанных внешне обыденных фактов, крутилась на одной оси, и Вадим сам того не ощущая, был включен в то скрытое движение. Он крутился по тайной воле воровского схода. Слушая философствующего перед сном Ведрова о том, что у Сталина вот-вот откроются глаза и вождь наведет в стране порядок, Вадим не переставал думать о побеге, боясь, что больше никогда не сможет уснуть, не охваченный влекущим состоянием непокоя. И в партии начнутся перемены, каким положено быть. Сознательная дисциплина партийца должна быть подкреплена моральным и материальным стимулом. Так кто же еще, кроме коммуняк, тащит? Оттащить-то как раз и не надо. Если включить систему стимулов, возьми тех же воров. Ведров перевернулся на бок, изо рта его аж на верхние нары пахнуло кислой капустой. Они выживают за счет жестокой дисциплины, взаимной заботы. Сходка решила вора какого-то зарезать. Ему расстрел в семье, коли есть семья. Помощь. У воров семьи нет, не положено, возразил давний сиделец Якимов. Вор он сам по себе, его ни с кем не спутаешь. То было, нынче многие семью имеют, домом живут, а глянь, как они обиженных слушают, или в душу кому надо влезут. Таких душезнаев среди коммунистов нету. Ведров улыбнулся той улыбкой, что улыбался своим подчиненным, когда был директором прииска, и добавил, из своих не щадят. Но здесь-то они с коммуняками похожи. А что ни говори, есть в них рыцарское начало, вот этот, ну, что нынче задушили. Белим, что ли? Именно белим. Церкви потрошил супчик. Самый позорный факт воровского ремесла. Большевики, между прочим, этим гордились. Не знаешь ты их ни жизни, Ведров, несешь всякую околесицу, вздохнул Якимов. Темная она, как твоя ночь. Все в ней кроваво. Коммунисты, марксисты, воры, суки, беспредел. Люди где, Ведров, люди. Имя среди той шерсти места нету. Потому как живет та шерсть не по людским законам. Ничего ты не понимаешь, Хилимон Николаевич. Элюэсер Клюк говорил, рабский. Кто такой, больно кликуха мудреная? Он француз. Пусть чай к нам не лезет, раз француз. Ты слушай вначале. Он говорил, рабский ум создан таким образом, что не придает никакого значения событиям, если они не закреплены кровью. Все про нас, сладостно переменился Филимон Николаевич, помнивший многое из того, что полагалось забыть. Он помнил, как мельчали сытые столичные воры, придавленные колымскими морозами, превращались в трясущихся попрошаек пижонисты одесситы. Колыма беспощадно ломало неподготовленную к социалистическим решениям дореволюционную уголовную аристократию. Он помнил колымского императора, полковника Гаранина, одним движением бровей, отправлявшего на верную гибель сотни рабов, кирками пробивающих тоннель в монолитной скале со скоростью самого современного и мощного комбайна. Однажды Гаранин заехал на Еловый по какому-то непредвиденному случаю. Его машина не могла подъехать к столовой. Заключенные взяли автомобиль на руки и поставили у входа. Местный повар уже суетился у печи, готовил все самое лучшее. Потом мучительно долго ждал решения своей участи, сидя на кухне под охраной двух автоматчиков. Открылась дверь, и стопник Якимов видел, как теряет лицо бывший шеф-повар столичного ресторана «Метрополь», а адъютант Гаранина манит его пальцем. Он идет на непослушных ногах к молодому человеку с расстегнутой кобурой. Гаранин с привычной медлительностью всех великих судьбодержателей рассматривал седого, нескладного человека сквозь дым американской сигареты, убивая его еще до того, как прозвучит выстрел. Потом икнул, сказал неожиданно простые слова. «Ты меня хорошо накормил, ты свободен, совсем свободен». Повар сошел с ума. Он показывал кукиш и стопняку Якимову и, не выпуская изо рта щепку, говорил голосом колымского императора «Ты свободен, ты совсем свободен». Сумасшедший кричал даже на улицах поселка, будоража полупьяное население, и комендант уже собирался его застрелить. Но бывший повар, оказывается, был не совсем дурак. Почувствовав опасность, ушел в тайгу, чтобы замерзнуть свободным, как распорядился полковник Гаранин. Отвыкший за двадцать лет добросовестной неволе от мысли о свободе, Якимов хорошо воспринял высказывание француза с таким мудреным именем насчет рабского ума и крови. Потому еще разок с удовольствием повторил «Все про нас, как в книжке прочитал, зараза». «Хочешь, я тебе расскажу о нем поподробней?» расщедрился польщеный ведров и сел на нарах. Якимов покосился на спящего гнуского, о чем-то поразмышлял про себя, ответил с внезапным раздражением. «Да отвяжись ты со своим французом, нужен он мне как зайцу триппер. Его б на нары, пусть я бы здесь описал всякую там хреновину». «Глупый ты, Якимов!» Ведров снова забрался под одеяло. «О Колыме никто никогда не напишет. Колыма край без истории. История сказана свет истины, а истина Колымы смерть». Упоров закрылся с головой. Ему не хотелось слушать о смерти и каких-то других человеческих трагедиях. Подобные разговоры выводили его из состояния спокойной уверенности, кой ей он проникся во время беседы с дьяком. Но он бежит, о чем рассуждать? О чем? Приближение странного сна с реальным видением предметов и столь же реальным чувством отказа от самого себя было встречено с тревогой, прожившей, впрочем, совсем недолго. В скорости он уже не удивлялся маленькой узкой нише, в которой стояла тоненькая, прозрачная, как утренний полусвет, белая свеча. Вид ее вызывал сочувствие и в то же время теплую доверчивость к чему-то собственному, потаенному, сокрытому в самом сердце, как если бы только эта хила свечка надежды способна высветить и осветить тропинку, ведущую к познанию необходимого, единственного верного пути, который надлежит тебе совершить. Рядом с ней в нише пошире, поудобней стояла другая, уверенная, надежная, как плаха, черная свеча. И хотя поначалу свеча не вызывала никаких чувств, он не мог оторваться от нее глаз, завороженный глубоким черным светом. — Это твоя свеча, сказал настойчиво властный голос, тоже черный, несмотря на то, что звук не должен иметь цвета. В душу, как заблудившийся в пургу ребенок, просилась молитва. За ее уже опознанными словами стояли мать, дед, еще кто-то, доселе неизвестный, но близкий. На мгновение все они стали иконой из другого мира, и он сложил уже дрогнувшие персты в щепочь, что выяснить себя крестным знамением не случилось. Теми же перстами он зажег черную свечу. Колесо тачки юзнуло на скользком галеше, сорвалось с дощатого настила. «Эй, фартовый, не тормози работу!» Вадим вытер солбопот, отмахнулся от дубоватого нарядчика с отрезанными пальцами правой руки. спрыгнула стерва, не видишь, что ли? Где бойко? Из темноты, расставив как крючья короткие сильные руки, появился улыбающийся зэк. «Пособей, Кондратик!» Каменев набросали. Бойко молча берет тачку под низ с хозяйским сапом, будто преподнаравливаться рывком подкинуть ее к низкому потолку шахты. Говорит, «Постохановски грузишь, Вадик! Будь ласков, налягони на ручки, но взяли... Хоп!» Колесо встало на середку трапа, скрипнула просевшая доска. «Спасибо, Кондрат!» «Шо ты, Вадик! Яки могут быть счеты меж родными людьми? Мы ж с тобой враги народу!» «Поехали!» торопит нарядчик. Тянется вереница тачек из провала штольни, со скрипом мучаются под их тяжестью трап. Жилы на обветренных шеях заключенных вздуваются синими веревками. Кажется, лопни хоть одна, и вся кровь из человека выплеснется теплым шампанским из бутылки. Кто-то слаб да нельзя. Может, пайку проиграл, а может, просто отняли. Толкает из последних сил, загребая неустойчивыми ногами липкую землю, буксует, рычит почти по-звериному, упираясь искаженным лицом в беспощадный груз. «Давай, давай, падла гнилая», подбадривает нарядчик. Подбежит, подтолкнет малость. Глядишь, заскреб соседелец дальше, не думая о том, что сердце его уже свое отработало и завтра, возможно, откажет. Тогда от всего освободишься, а тачку твою покатит другой. Колесо опять юзнуло, но на этот раз упоров удержал тачку на трапе, хотя, казалось, ее неуправляема тяжесть вывернет локти. Он знал все это от мысли о побеге, что он без помощи на нем не думать, даже в то время, когда надо думать и отдавать все силы перегруженному колесу. Порой, казалось, он везет весь воров своих переживаний в коробе вместе с золотой породой, а сейчас бы вывалить их в бункер и освободиться от нестерпимого гнета, опрокидывая тачку, сипел сквозь тиснутые зубы, да будьте вы прокляты, убирайтесь вон. Они вроде бы уходили, но следующая охотка была не слаще. И все-таки что-то приближалось интересное. Вечером в третьем бараке вернувшийся из бура Пенкин угощал салом. Наверное, воры хотели взглянуть, насколько он измотан ожиданием. Упоров прятал себя в пустых разговорах, хотя его неудержимо влекло к дьяку. Хотел спросить, ну, когда же наконец, когда? И надеялся, после станет легче. Вор его не замечал. Никанор Евстафьевич сидел на скамье у стола, прихватив в горсть квадратный подвороток, слушая хитросплетенные речи, привалившего на крученый очередного вора по кличке Шалун. Новенький был покрыт наколками с головы до ног и всячески подчеркивал свои художественные ценности, обнажив до локтей руки и расстегнув рубаху. — О чем толковище, Федя? — спросил Упоров. — Путанное дело. В непонятный залетел Шалунишка от большой ловкости. На веселом полосатике охрану заделали. Пошли горный освобождать. Там тоже полосатики. Трое воров с ними, а Шалун с горошком в зоне остались. Ну, понимаешь, не по-воровски это как-то. Что с теми полосатиками? Ты слушай, Вадик, не то прогонят. Любопытным здесь не доверяю. Слушай. — Я даже не политический. Мне с ними тусоваться понта нету. Зачем мне с ними? — спрашивал Шалун, но при том смотрел только на Дьяка или Львова, стараясь не прозевать их сочувствия. Когда Львов отвернулся, чтобы достать из-под матраса портсигар, Шалун нервно сглотнул слюну, подмигнув Дьяку, спросил с хохотком. — К чему такие расспросы, Никанор? Может, ворам нынче положено в партии состоять? — В партии свои воры, Гоша. Ты говори, тебя слушают. По что из зоны ты не вышел? — Не вышел, да и не вышел, счел нужным. Допрос устроили, легавый буду. Не доверяете? Посылку вон дербанули утром, а меня, как последнего фраера, кинули? — Тебе и вправду в партию пора. О кишке даже на сходке думаешь. — Так это сходка? Тогда зачем здесь фраерская накипь? — Ну-ну, — Львов зябко потер ладони и лег на нары. — Такие разговоры уважаемому себя вору не к лицу. Не хотите объясняться, не надо, но мужики сказали, воры на веселом менжанули, это неприятно. — Я расскажу, мне скрывать нечего. на веселом режим, кто не знает, Бухенвальд курортом покажется, полосатики все бывшие фронтовики. — Сучня? — спросил Резо Асилиани. — Там ворон, одна масть полосатая, все дерзкие, друг друга не кладут. Такие самого Берию не испугаются, но их постреливали без всякого учета. Потом выискался полковник из самых центровых, Мищенко фамилия. Клички нет, он к нам пришел. Трое с ним ушли, а мы с горошком в бараке остались. Давно, видать, они готовились. Охрану в один час сняли, нож на двадцать метров в спину по рукоятку вгоняют. Оружие захватили и пошли на горный. Вы в зоне тормознулись новых ментов дожидаться. Без охраны не можете, спросил безразличным тоном пельмень. Куды бежать? Патрули кругом на машинах. Стреляют без предупреждения. У меня своя воровская правда. За чужую подыхать не хочу. А те трое, которые тоже воры, они не кусай его, пельмень, сам поди герой не лучше. Все сказал Георгин, а ли еще что есть? Кончали их десантники, часов пять шмалялись. Трупы на грузовиках вывозили, а недобитков, ну, раненых, пленных, уже за зоной расстреливали. Лягушонка видел, все были в полосатом, а он в цыганской рубахе, и прохорях таким бравеньким умер. Ситуация деликатная, сказала Львов, поигрывая серебряным портсигаром. Намерение сделать зло у них не появлялось, но и поддержать святое дело. С чего ради? взвизнул шалун, выплюнув окурок. Вам хорошо, за мои грехи базарить, Аркадий Януфриевич. Сами бы там. По-вашему, я должен был, как лягушонок? Как лягушонок ты не сможешь, спокойно возразил Резо. И тут только упоров понял, шалуна ведут, будто телка на веревочке, на забой. Осторожно, чтобы не нарушить, соблюсти неписанные воровские законы. Дразнят его природное бешенство и ждут, когда оно себя проявит удобным для сходки образом. В этот ответственный момент шалуна подвели нервы. Замолчи, зверь! крикнул он, выхватывая нож. Большего и не требовалось. Львов перестал играть серебряным портсигаром. Дьяк прикрыл глаза, чтобы не выдать своих чувств. Пережитая в напряженном молчании пауза беседы была прервана сухим, бесстрастным голосом ворона. Желаю твоих извинений, Георгий. Ты должен знать, на сходке нет ножей. Шалун метнул вопросительный взгляд в сторону Дьяка. Тот уже открыл глаза и разглядывал бегущего по столу таракана. Перед сходкой стоял человек, почти готовый лишиться блага невозродимого, потерять воровскую честь ради того, чтобы сохранить жизнь. Он знал, ворон его убьет, если не последуют извинения, а извинения сводили на нет все усилия оправдаться перед сходкой. Посетившие его решительность новая вспышка гнева повели навстречу окаменевшему резо. Но сделан был только шаг, и снова пришлось пережить унизительный момент бессильного отчаяния. Упоров наблюдал, как он вернул за голяшку нож, с легким чувством злорадства прикинул. Завтра опальный вор будет вместе с ним катать неуправляемую тачку, потому что сейчас он потеряет бессудное право блатного. Я, я, шалун кривил губы, желая придать извинениям некоторую небрежность. В общем, Лешка двинул малость, ты знаешь, Резо, как я к тебе отношусь. Аселяния не проронил в ответ ни слова. Он ждал большего, рассматривая, шалуна с тем же холодным спокойствием, и ничто не могло укрыться от его черных, как зажженные во сне упоровым свеча глаз. Похоже, очень похоже. Зеку казалось, он уже осязает какую-то связь между черной свечой и черной ненавистью ворона. Но в то же мгновение шалун сказал совсем другим голосом, то был голос кающегося фраера. Прости меня, Резо, я был неправ во всем. Георгий стиснул замком ладони, они стали белыми от нечеловеческого напряжения, по всему чувствовалось. Ему непросто проститься с выгодами своему положения, однако он все же нашел себя мужество спросить, не поднимая головы. Диек, я отречен? Никанор Евстафьевич промолчал, гоняя по столу таракана, а уловивший общее настроение каштанка расслабленно нахлестко махнул рукой и брошенный нож по рукоятку вошел в стену барака. Все видели, Федор делает это не хуже тех расстрелянных на веселом полосатиков. Вначале он ощутил постороннее присутствие в своем сне, испытал беспокойство, однако не проснулся, а сжавшись продолжал доигрывать очередной сценарий своего спасения. Воздушный шар болтался над бушующим океаном, то застревая в вялых, полных мокрого снега облаках, то с беженой скоростью мчась в сторону сияющего огнями острова. Но как бы ни был стремителен полет шара, рядом снил парил зеленый ангел с брезентовым лицом стадника. Огромные крылья старшины без малейшего усилия рассекали горы облаков. Ангел был величественно грозен, только колючий взгляд неподвижный глаз напомнил о его земном происхождении. Упоров боялся этого глаза, и, чтобы не встречаться с ним, дергал за стропы с таким усердием, что чувствовал, обжег ладони. Ангел приближался, с каждым витком сужая круги, и когда зэк в очередной раз потянулся с тропу, она лопнула. Открылся бушующий океан, он стремительно падал вниз, а ударившийся макушку гигантской волны проснулся. Перед ним сидел Иракли Церетели, примостившись на самом краешке нар. Кто-то с рогами приснился, да? Стонешь, ругаешься, нервы не бережешь, нервы умирают навсегда. Вадим протер рукавом грязной рубахи глаза, спросил, ты за делом, Иракли? Церетели кивнул, схлипывает на нижних нарах косороты ведров, ровно чуть с прифистом дышит даже во сне благостный отец Кирилл. Прежде ничему не удивлялся мой земляк, но этот Джугашвили, сказано чисто по-грузински о плохом человеке, с некоторой забывчивостью. Скоро умрет, сдохнет, поправил его упоров, уже с интересом поднялся на локтях. Об этом пишут в газетах. Ты пришел провести траурный митинг? Я пришел сказать, в тот день ты бежишь. Упоров не смог справиться со знобом, обхватил себя за плечи руками. Побегов будет два, шептал ему в ухо Церетели. Один поведет мой земляк Гога. Ты постарайся с ним не ходить. Почему? Во-первых, не шуми, люди спят. Гога хорошая душа, жаль безмозглая. С ним красиво ходить на смерть, в побег ходить не надо. Спасибо, Иракли. Ты мне не чужой, Вадим. Я хочу тебе доброго. Грузин спрыгнул с нар и растворился в барачном полумраке. Всегда скрипучие половицы вели себя тихо, словно они были с ним заодно. В столовой напряженно стучали ложки. Изредка поверх стука возникал властный голос старшины. Шестая бригада отстает. Шурка, отдай лариске пайку. Отдай, говорю, он еле ноги таскает. Я тебе дам проиграл. Ишь, разыгрались дыревые. Пахнет гнилым луком, затхлой овсянкой, сваренной в немытом котле. Похлебка иногда выплескивается на стол из чашки, но высыхает и следа не остается. Вода или, может быть, даже жиже. Говорят, на семерке вчера кобеля изловили. Отставив чашку, мечтательно вздыхает сморщенный, как сухой гриб, зэк. Кобель тот голоднее тебя одни маслы. Жарили? Так ведь не живьем же его жрать. Жарили. Уже утвердитель о форме повторил зэк и почмокал со вкусом губами. За один запах недельную баланду отдать могу. Нынче шурик чесанный выиграл у повара ведро очисток. вдвоем съели. Должок за им был. Что ты думаешь? Пузо полно, а сытости нету. Хоть бы крысу словить. Упоров дохлебал баланду. Смел в ладонь крошки от пайки, осторожно высыпал в рот и глянул на сидевшего за другим столом зэка по фамилии Колос. Даже в нынешнем своем невзрачном состоянии бывший начальник спецчасти самого крупного на Украине оборонного предприятия выглядел мужественным красавцем. Восемь лет он получил за изнасилование. Сын соратника легендарного Ковпака Игната Колоса мог рассчитывать на полную невиновность. Если бы жертвой стала обычная или точнее одна из обычных прошедших через его кабинетную спальню девиц. Он притащил ее с комсомольского актива. Почувствовав сопротивление, с яростью ударил кулаком по переносице. Оксана Ярошинская оказалась дочерью начальника управления НКВД. Единственная дочь генерала, а мама дочь члена ЦК Украины. Очень серьезно, непреодолимо серьезно. Ковпак прикинул и защищать насильника не счел нужным. Хайяку си, сказал партизанский вожак, стоя в высокого окна кабинета. Колы он настоящий чекист выдержит. Тогда подмогнем. Як скажете, батька, вытянулся Игнат Колос, собирая со стола фотографии красавца сына. Первое время на Колыме Михаил Колос был под опекой начальника оперчасти Андрощука. В нарушении всех правил он кормил собак на собачьем питомнике, торопливо вычерпывая из котла ладошкой собачью еду. Его сгубила красота. Супруга Андрощука Изабелла Мефодьевна не устояла. Ей с детства морочили голову героя Перет. А здесь вот он несчастный. Любовь повлекла ее в темный закуток собачьего питомника. Там их и прихватил с поличным начальник оперативной части. Андрощук бил грешную супругу рукояткой табельного оружия. Однако не посмел выпустить из него пулю в высокий потный лоб сына соратника легендарного ковпака. Боялся, что когда-нибудь всякое может случиться. «Как чекист бывшему чекисту дарю тебе жизнь», сказал он отдышавшись. «И откроешь рот, заберу подарок обратно». Колос подернул штаны и упал перед ним на колени. Мрачный Андрощук сунул в карман панталоны супруги, ушел, не обернувшись на бывшего чекиста. Он был добрым человеком, но не любил, когда с его женой спит кто-то посторонний. В зоне на общем режиме Колосу стало невыносимо тяжело. Он лазил по помойкам с одним желанием бросить в требовательный желудок корку хлеба. Хорошо все понимающий и зорко видящий Руслан Чащаев все подметил и предложил страдающему человеку постоянную связь. «Я тебя люблю», сказал, прижав Колоса в сушилке страстный Руслан. «Никто не узнает. Давай попробуем. Белый хлеб будешь кушать». У Колоса хватило сил для сопротивления, но с каждым днем голод был все настойчивее, и он гнул его волю. Тихий голос из пустого желудка шептал, «Плохой человек лучше хорошего мертвеца. Скоро ты упадешь». Он нес в морг тело покойного секретаря обкома партии Антипина, который отравился на помойке крысиным ядом. Думал о том, что Руслану придется уступить, иначе смерть. Такая же на помойке или в другом месте, какая разница? Руслан не хочет насилия, хочет по-хорошему. Говорит, любит, тут мерзость какая. Похоже, этот тип нервничает, решил, наблюдая за голосом упоров. Тоже завязан с воровским побегом, но каким образом? Чекист. Встать и выходи с троица. Вадим встал, мысли остались при нем. Бандитов и насильников воры к себе не допускают. Значит, дело в чем-то другом. Около колоса завертелся Руслан, погладил позаду, сунул в карман телогрейки небольшой сверток. Явно клеит в невесты, чекиста, ничего не понимаю. На мясо берут? А может, меня на мясо? Хрен пройдет. Кокетливо краснеющий колос вызывал отвращение. Но Вадиму было необходимо взять себя в руки и видеть то, что происходит с этим опускающимся типом. Развод начался строго, почти торжественно, без привычных окриков и угроз. Команды заметно сдержаны, даже спокойны. Лица конвоиров не столь равнодушны, если не сказать слегка растерянны. Что-то случилось. Только не дознаешься, все словно воды в рот набрали. Тысячная разнобашмач енок стирает до летучей пыли мерзлую землю лагерного плаца. Пыль поднимается над колонной коричневым облаком, оседает на прошлогодней траве и самих зэках. Вольно команды дежурный по лагерю можно покурить. Вот террас курить на разводе? Сейчас амнистию объявят, шепчет изработанный в шахте мужик с печальным взглядом терпеливой лошади. Иначе умру завтра. Вы за что устроились, провидец? Интересуется у мужика зэк в приличном коверкотовом пиджаке. За хлебушек, сокол мой, за хлебушек. Стянул мешочек, он червончик вытянул, тяжелый оказался. Сподручнее было кассу взять, не обученный, с испокон веку при хлебе и без хлеба. Вы что, по кассам практиковали? Вроде от нечего делать, спрашивая от малина коверкотовый пиджак. Нет, что вы? Зэк натурально сменился в лице. Случайный человек, по случайному делу. А лепень ваш играется, простите, за навязчивость? Я не из мостаков, но понемногу шпилю для души и лучшего время препровождения. Но часики-то на вас игранные, уж сознайтесь, игранные. зэк в коверкотовом пиджаке прячет глаза под красными веками. Совершенно неожиданно у одного бедового фронтовичка выиграл. До сих пор удивляюсь. Так вы, сказывают некоторые осведомленные товарищи, на мокром деле отличились. Как вы смеете? Взгляните на меня, интеллигентный человек. Шел на свидание к даме сердца. Вместо нее пришел муж, ударил меня головой в лицо. Я говорю, давай помиримся и иди к моей жене. Три свидетеля говорили, что говорю вам я. Все происходило у фонтана, в которой мочился пьяный Пушкин. Там же этот ревнивый тип вынул нож, а мне знакомый рамянин надолжил бутылку шампанского. Перед тем, как он хотел меня зарезать, я ударил его бутылкой, чуть раньше и по голове. Что было дальше? Да, что было дальше? Малина принял игру. Голова оказалась некачественной, а он беспартийный, еще и уголовный тип. Это меня спасло. Вначале мы дали следователю, затем судье и прокурору. Последние двое оказались людьми честными. Они дали мне сдачи шесть лет за непредвиденные и непреднамеренные убийства. Так они грохнули фрукта, прокомментировал исповедь пельмень, лениво слушавший их разговор. Фрукт шел их выложить, а Филон стукнул его бутылкой по голове. Все правда? Фрукт был бяка, улыбнулся Малина. Не будем о нем вспоминать. Часы, насколько я уяснил, играются. Филон нажал на кнопку, часы открылись. Упоров мог в этом поклясться, видел, как рука Малины сняла из-под крышки бумажку. Филон вздохнул. Согласен, но учтите бока швейцарские. Когда они успели сменить гражданство? Прошлым годом начал банья, их играл покойный мышь, они были французские. Мыш таки покойный, быстро он это умеет делать. Губарь идет, ожил укравший мешок пшеницы мужик. Злость шибко, плохие подевести. Ну, это точно амнистия, а ему с тобой расставаться не хочется. Ох, дал бы бог. Богу нынче не до нас. Гуталина ждет на страшный суд. Продолжая наблюдать за листком, Вадим видел, как он попал вместе с папиросой в руку ворона. И тут же к каштанке. Конечного адресатор разглядеть не успел. Раздалась команда. Смир на! Губарь прервал рапорт дежурного каким-то обреченным движением руки и весь потемневший прошел мимо. Вислые щеки лежали на стоячем воротнике кителя серой мешковиной. Лоб стянут в ребристые складки, отчего довольно стройно тело полковника кажется случайно подставленным под отжившую голову. Он остановился, сцепив за спиной ладони и, глядя на выпирающую за зоной лосиным горбом сопку, начал говорить. Хочу сообщить вам важное правительственное сообщение. Про мнистию, про мнистию, скулил хлебный вор. Вчера скончался, упоров почувствовал, как все в нем задрожало мелкой противной дрожью. Великий вождь советского народа, генералиссимус Йосиф Виссарионович Сталин. Дознаватель Шерман приложил к глазам платок. Стало очень тихо, лишь чей-то звук булькнул пузырем со дна уснувшего озера и тут же растворился в глубоком молчании. Руки зэков потянулись к шапкам. Полковник переждал некоторое волнение в рядах заключенных и с пониманием посмотрел на нескрывающего своих слез дознавателя Шермана. Прекратить разговоры ни с того ни с сего крикнул дежурный. Ушел из жизни гениальный продолжатель дела великого Ленина. Все бы вы ушли за ним следом. Губарь побагровел, однако сдержался и продолжил. Остались бессмертные идеи Сталина, его убежденность, твердость, чистота и безжалостность к врагам социализма. Сталин умер. Дело его живет и будет жить вечно. Нет на свете силы, способной одолеть им созданное. Как же теперь дальше-то? спросил, прикрывая рот испуганный мужичонка. Не переживай, коллега, успокоил его Филон и взглянул на свои часы безгражданства. Все останется на своих местах, даже ты. Равняйся, разнесло над плацем. Стадник пнул взад плачущего комсорга Днепрогресса. Федерестов тоже касается. Колос вздрогнул, точно взад пнули его и с презрением посмотрел на Руслана. Передумал, решил, наблюдая за колосом упоров. Его охватила непонятная веселость. Миша, горе-то какое, сказал он. Плакать хочется, остатник, сука, дерется. По вас не скажешь, упоров, улыбайтесь. Для меня действительно горе. Отец, не знаю, переживет. Переживет. Старая гвардия. Ты, говорят, успел вчера с лауреата хорошие кони сдернуть. Колос ухмыльнулся, опустив голову, глянул на ботинки. Ботинкам все равно, кто их хозяин, лауреат или бывший чекист. Они должны служить живому человеку. Петр Тимофеевич скончался в один день с Иосифом Виссарионовичем. Вот бы тебе застали на ботинки стащить. Не кощунствуйте упоров, нас может рассудить только будущее. Нахрена мы ему нужны? Пельмень чуть пыжа сказал, если побег поведу я, то и подельников мне подбирать. План кажи, прервал его Федор Опенкин. Взрываем новую штольню. Пока будут откапывать дубари, уйдем левым затопленным ходом. Там уже подкопались. Сидящий на корточках у порога сутуловатый детина, в меховой безрукавке поверх брезентовой рубахи и в мягких овенкийских ичиках громко вздохнул. — Хочешь говорить, чалдон? спросил дьяк. — Сколько там копать-то надо? — Час, полтора, не больше. Замокнем только. — Кто имеет сказать? — Мне можно? спросил упоров. Вздумал было подняться, но чалдон положил на плечо руку. — Будете рвать штольню, в побег не пойду. — Тогда тебя нет? Чалдон воткнул перед собой нож и оперся на рукоятку, как на трость. — Спрячь приправу, посоветовал Малина. Он не из тех фраеров, которых можно напугать. — Значит, договорились. Не обратив внимания на возникшие разногласия, сказал Дьяк. — Побег поведет Малина. С тобой идут Пельмень, Чалдон, Вадим и этот самый Колос проводником из зоны. Завтра сами решите. Понесете кассу, куда четыре золотишка царского, да камушки, две фигуры, сорок патронов и граната. Чалдон знает, где остановить машину. Добудете если, ее поведет Вадим. Но шибко не рискуйте, груз надо донести до места. Зачем нам Колос Никонор? Сказано, за зону выведет, груз понесет. Потом решите, не дети. — Когда? — спросил Пельмень. — Сейчас, — ответил Малина, пряча под телогрейку ноган со взведенным курком. Михаил Колос вошел в сарай в сопровождении Ираклия, который тут же снова ускользнул за дверь. — Встань сюда! — Малина указал угол, куда надлежало встать бывшему чекисту. — И слушай, это побег. Мы будем уходить через старый водовод. Он завален. Механический проявил свою осведомленность, перепуганный Колос, но тут же, спохватившись, стал сопротивляться. — Зачем вы мне это рассказываете? Знать не хочу ваших дел. — Тебя просили только слушать. Со вчерашнего дня там есть лаз. Охрана пустила собак. Сегодня осторожит Герда. — Герда, повторил Колос, пытаясь изобразить недоумение. — Но при чем здесь я? Никакой Герды я не знаю. — Ты ее кормил, помнишь? Герда щенилась. — Сам сек. Она лизнула тебе руку, когда ты вешал над вахтой флаг. — Хочешь дожить до коммунизма? — Но я не знаю, как она отнесется ко мне сейчас. — К тому же я вовсе не хочу. — Это не имеет значения сучить твой потрох. — Тебя впутали в крупное дело, — подумал слегка сожалея упоров. — Они ни перед чем не остановятся. — Черная свеча, ты видишь ее чат. Дверь распахнулась так поспешно, что Малина не успел выхватить наган. На пороге стоял взволнованный раклий. — Стадник откололся от комиссии и придет сюда. Нас кто-то вложил. Зэки переглянулись. Колос воспользовался их растерянностью, бросился к выходу. Чалдон был готов ко всему. Он поймал его за ухо и прижал горло нож. — Тебе не туда, профура. спрячьте его за ящики. Распорядился мгновенно оправившийся от потрясения дьяк. — Старшина один? — Один. — М-да. Никанор Евстафьевич покачал головой. — Страх потерял Ипполитыч. Он был прозрачно спокоен и говорил почти ласковым голосом, без фальши. — Пельмень, вы с Чалдуном задушите мента. Иракли покараули это животное за ящиком. Нож при тебе? Все есть. Никанор Евстафьевич неспеша вынул из мешка веревку, отрезал кусок, бросил пельменю. Ему положено помереть тихо. Стадник распахнул дверь так свободно, словно входил в родную хату. Шагнул и лишь перед следующим шагом заподозрил неладное. — Ну, здравствуй, Ипполитыч, грустно произнес Диак. — Я здесь, гражданин начальник, закричал голос. Захлестнувшее горло старшины петля, опрокинуло его на пол сырая. Он захрипел бордовый от напряжения, начал медленно подниматься, ухватившись за края веревки и, не давая петле затянуться до конца. Воры тянули изо всех сил, но встадник вставал, оскалив зубы, вытаращив из орбит глаза. Стадник почти выпрямился, когда перед ним возник упоров. Еще оставалось сомнение, в глазах напротив мольба. Как перешагнуть такое? Вопрос не родился. Раньше был мощный апперкот в солнечное сплетение и политича. Он вякнул, а через секунду был мертв. Ну и бык. Диак заметно взволновался. Положите его под пол. Фигура при нем нету. Инструкцию соблюдает. Ираклий, веди сюда это гнойное существо. Вор поймал за пуговицу телогрейки колоса, укорил с отцовской простотой. По что баловал-то? Убьет тебя гордец. Он такой. Поведешь и зная наперед, другого пути у тебя нету. Никанор Евстафьевич, будя каяться, время торопит. Держи вот, собачке дашь. Диак протянул колосу кусок колбасы и тут же предупредил. Сам не слопай, я твой сожрешь и прощай твой коммунизм. С вами доживешь. С нами зачем? Со своими жировать будешь. Нам одну услугу оказать придется. Дело свое сделаешь строго, иначе у этих головорезов пощады не проси. Сам видал, что они с Ипполит и чем сотворили царство ему небесное. Диак перекрестился, приподняв над головой кепку восьмиклинку. Загорится в старой котельной. Начальство знает, там вся накипь собирается. Может, шибко горевать не стоит. Коли словят вас, дело-то обоюдное, и политоча на себя не берите. Найдем, кому грех одолжить. поклажу не теряйте. Многих воровских жизней она стоила. Вам доверено с вас спроситься. Глухой взрыв потряс сарай. С потолка посыпалась земля. С Богом! Диак опять перекрестился, помог беглецам надеть в полочей мешки с грузом. Молча пожал каждому руку, ладонь упорого придержал, чтобы сказать не бери воровского креста, парень, на том кресте себя распонешь. У меня свой крест, Никонор Естапович. Упоров успел заметить, как Иракли уронил в дыру под полом тело старшины стадника и подумал о черной свече, что будет освещать ему дорогу. Колос постарался усмирить дрожь в голосе. Зачем курок взвел? Зачем? Чтоб знал, тебя не бросят. Пельмень скрипнул зубами с особенной выразительностью, и это подействовало без слов. Колос приклеился грудью к плоскому песчанику, пополз, стараясь держаться против ветра. Овчарка все-таки поймала его запах. Шерсть на ее загривке пришла в движение. Верхняя губа освободила два белых клыка. Эх, Герда! Задыхаясь, позвал человек. Уши собаки заострились, голова медленно склонилась на бок. Она узнала голос. «Иди сюда, собачка, иди!» Колос с трудом выговаривал слова, шарив в кармане телогрейки. Запах колбасы вызывал головокружение. Зэк боролся с диким желанием сожрать ее. Он ел ее кожей, чувствуя, как весь превращается в мешок слюней. Они уже текут через край, невыносимо дышать. Собака приблизилась осторожно и неагрессивно. «Герда!» прочмокал Колос. «Вот, возьми, возьми!» Она повела глазами в сторону водовода, где прятались зэки, слегка рыкнула. «Тише, тише, собачка!» Успокаивал ее трясущийся зэк, зная наверняка, первая пуля достанется ему. «Кушай, кушай!» Герда взяла колбасу без жадности, съела, вильнула признательно хвостом. «Вот и молодец!» Облегченно выдохнул Колос. Повернул голову, но, увидав торчащий из-за куста ствол нагана, почувствовал себя плохо. Собака олизнула ладонь, он ее тут же дернул, вытер телогрейку. Герда решила, с ней играют. Лизнула его прямо в губы. Он спрятал лицо в земле, вытер землю губы и попятился. Герда присела, дернулась, распрямиться уже не могла, свалилась на бок, загребая сильными лапами сухую траву. А Колос все полз, вернее, пятился, стараясь не замечать страдающих глаз Герды. «Вы куда, Михаил?» спросил подползший Малина. «Двигайте вперед!» Гремаса ужаса стерла траур с лица бывшего чекиста. Оно обрело землистый цвет. «Вы же обещали!» прошептал Колос. «Неконор Евстафьевич лично!» «Ползи вперед, Михаил!» Голос обрел, тон приказа. «Ползи, у меня немеет палец!» Колос всхлипнул. Он не хотел умирать, потому и полз, изредка вытирая слезы, проклиная родного отца, не сумевшего отстоять сына, перед этим выжившим из ума партизанским вожаком. Что-то булькало в его большом теле от неудобства передвижения по мерзлой земле, покрытой в углублениях зачарелым синегом. Отношения с Русланом уже не казались столь унизительными. Хотелось вернуться на нары, к водянистой баланде и обещанному ему отходчивым андрощуком месту нарядчика. Теперь при нем остались одни мечты, да трижды проклятые воры с пистолетами. В качкарнике, утощих настеганных лютыми ветрами березок, сделали первый привал. Распаренные быстрой ходьбой и ощущением нахлынувшей свободы, сидели на мешках, похрустывая сухарями, черпая пригоршнями из темной лужицы мешкочек, еще не успевшую хватить весеннего духа безвкусную снеговую воду. Первым поднялся пельмень, ткнул стволом в сторону колоса, приказал «Поднимайся, Боров, идешь впереди нас, ты ствол указал на упорова, за ним и предупреждаю фартовый в случае оставь свои ментовские замашки, меня уже предупреждали». Упоров потянулся с полным пренебрежением к нагану в руки вора. «Слишком много погонял для одного побега». Пельмень побагровел, но малина его одернул. «Спрячь фигуру, Шурик, ты ведь не хочешь спалить всех нас». «Побег воровской!» «Согласен, бери у фраеров три сидора, тащи». «Теперь слушайте меня, если кто-нибудь попробует замутить поганку, у нас появится лишний сидор. Менты хипишнутся часа через четыре, тогда вам будет недосклок, Шурик». «Отпустите меня!» промямлил колос, пряча в ладони лицо. «Нет, Михаил!» Малина вздохнул. «Друга я не брошу! Двигай!» Беглецы пересекли болото с волчьей осторожностью, хороняясь за высокими кочками. Минут через сорок болото начало переходить в лес. Появились ели и лиственницы с причудливо изогнутыми ветром мускулистыми стволами. Бездонные ключи тайги еще не начали серебристые разговорчики о своих темных тайнах, спрятанных где-то глубоко под маховой подстилкой. Треск слева лавиной обрушился на обострившийся слух беглецов. Пельмень выбросил в сторону шума наган, успев дернуть на себя курок. «Не дергайся, Шура!» прошептал не больно твердо сам заволновавшийся челдон. Лось ломится, спал должен или кормился, с подветру оборотились, а он и чухнулся. На северном склоне небольшого хребта, где снег держался плотный, слегка зачарелый поверху массой, пошли след в след, с трудом одолевая трудный подъем. Через пару часов идти стало полегче. Шли по льду ручья радостного и певучего, как молодой скворец. Отсюда до тракта двадцать минут ходу. Денис Малинин поглядел на те самые часы, которые упоров видел в руках Филона. Полковник Губарь уже волнуется. На ночь глядя собак не пустят, да и траур у них нынче. Траур трауром нарубать когти следует пошустрей, верно, Михаил? Колос обидчиво отвернулся, хотел сдержить, но Малина покачала коризненно головой. И зачем ты меня только в это дело втянул? Хрен отбазаришься от прокурора. Метров за сто до дороги начинался низкорослый кустарник. И зеки пошли полуприседью, а где и ползком. Наконец Денис остановился, сбросил мешок, переводя дыхание, произнес полголоса. Сидор расставляем здесь мишку связать. Ты же не будешь обижаться на тех, кто подарил тебе свободу. Договорились. Челдон повалил колоса на живот, завернул руки, ловко спеленал его припасенной веревкой, но на всякий случай встряхнул, будто мешок картошки и бросил рядом с мешками. Теперь ты упакован в мешание. Лежи и помни, я промахов не знаю. Двигай первым, Челдон. По пути к дороге зэки спугнули стайку куропаток. Птицы кружнули над березовым осколком и уселись неподалеку от большой ели, где дорога начинала забежать вверх. Беглецы нашли старую валежину, приволокли ее к тракту, положили сразу на выходе из поворота, так, чтобы водитель не мог увидеть бревно заранее. Если сверху поедут, спросил упоров. Некому сверху, у них сегодня поминки, собрание по поводу будущей бдительности, у всех, окромя оперативников и почтарей, давай еще одно бревнышко приволокем для верности, Вадим. принесли еще одну крепкую валежину, присели на нее все четверо. — Дай закурить, Денис, попросил Чалдон, протянул руку, но не взял протянутую папиросу замер, чуть приоткрыв широкий рот. — Кто-то катит? — еще не время, шепотом возразил Малина. померещилась. — Тсссс, катит. Все осторожно поднялись, рев мотора возник неожиданно. Вадим послушал и сказал — Додж. — Значит, оперативники, три человека с автоматами, не считая водилы. Сегодня менты могут быть пьяные. — Дал бы Бог. Пельмень, если они проскочат бревна, шмальнешь водилу, дальше разберемся. Линяем. Машина выскочила на перевал, лихо срезав вираж и обдав грязной галькой плотную стену кустарника. Она почти приканчивала поворот, когда шофер увидел преградившую путь лиственницу. Не успев нажать на тормоз, он рванул руль влево. Устойчивый додж прыгнул на край высокого квета, царапая, беспомощным левым колесом пустоту, проюзил на брюхе и ткнулся тупым носом в кустарник, медленно наклонился, после чего завалился на бок. Выскочившего из машины сержанта пельмень сразил выстрелом в голову. Тот сел рядом с колесом, уронив автомат на колени. Через несколько мгновений автомат оказался в руках Чалдона, который тут же кубарем откатился от доджа. — А ну, подлюки, выходи! — крикнул пельмень из-за большой ели. Скрипнула дверца. Шофер прежде высунул руки и сказал просяще, «Братцы, я без оружия». — Ползи сюда, раз без оружия, весело распорядился Денис. — Кто еще есть в машине? — Товарищ старшина, пролепетал длинношей ефрейтор, не опуская рук. — Раненые они, стонут. — Ежели он хипишнется, убьем тебя, так и передай товарищу старшине. — А ну ползи сюда, пидор. Ефрейтор лег на землю, пополз, не спуская глаз пельменя, повторяя только для него одного. — Я же без оружия, братцы, без оружия. Чалдон мягким шагом подошел к машине, распахнул вторую дверцу, глянул и облегченно улыбнулся. По-деловому вытащил еще один автомат, снова улыбнулся кому-то в кабине. «Отвоевался мусор, сейчас подсоблю». Он запустил обе руки в кабину, подянул к себе. Сразу раздался крик. «Нога, ой, лышенька, пощади ирод!» Старшина был белый, оттерзавший его боли, но, оказавшись на земле, попытался подняться. Чалдон стукнул его по голове прикладом автомата. Старшина упал на четвереньки. «Стой!» Поднял руку с наганом пельмень. «Более не бей!» На лице вора играла шаловливая улыбка. Он выдернул из кобуры старшины пистолет ТТ и протянул его белобрысому ефрейтору. В этот момент старшина произнес с усилием. «Сволочи!» Пельмень вернул ТТ себе в карман. Пошевелил старшину носком сапога. «Не заговаривайся, мусор! Как бы пощады просить не пришлось!» Упоров проверил показания приборов. Бензобак был почти полон. Он мельком взглянул на старшину, а тот упрямо повторил. «Сволочи! Все равно вас и заловят!» «Хочешь жить?» «Как там тебя?» Пельмень обратился к ефрейтору, слегка покривив губы. «Им владело плохое чувство. Вероятно, он еще не остыл после убийства автоматчика и желал продолжения». «Тимофей!» вытянулся перед ним ефрейтор. «Жить я хочу! Не убивайте меня, дяденька!» «Застрели эту падаль и живи!» «Да нет, этого нельзя делать!» Он смотрел завороженно на протянутый ему т.т. «Не могу я, дяденька! Кто же меня потом пощадит за такое злодейство?» Чалдон воткнул взад белобрысого нож. «Ай, не надо, дяденька!» «Целься, сука! В лоб целься!» «Как же так?» Ефрейтор все еще не мог прикоснуться к оружию. «Не хочу я! У меня мама одна денешенька! Пощадите, дяденька!» Он все время обращался к пельменю, словно чувствовал, что судьба его находится в руках этого безжалостного человека. «Обожди, Тимофей, не блажи!» — попросил все осознавшись старшина. «Дай поднимуся! Негоже фронтовику ляжмя умирать!» Поднимался он тяжело, но без стона сцепив замком зубы. «Вроде все!» Сказал он, опираясь на голый ствол лиственницы. «В сердце целься, Тимофей! Это мой приказ!» «Да не могу я!» Опять запричитал ефрейтор. «Ой, боженька, боже, как же так можно!» Вадим глянул на Дениса Малинина, зло захлопнул капот машины и сказал «Одумайся, Денис!» «Ну же, ну, ткни его еще раз, Чалдон, чтоб не сомневался!» «Не надо, мужики!» попросил старшина. «Малого хоть пожалейте! Ты, Тимофей, стреляй! Одна нога ведь!» И начинал уже казаться «Сейчас будет выстрел!» Но Малина шагнул к ефрейтору, вырвал из его руки пистолет, рукояткой наотмашь ударил в челюсть. Тимофей грохнул со спиной на землю, схватившись руками за лицо. «Все в машину! Цирк устроили!» «Прощай, старшина!» шутка была глупой. «Очко жмет малина!» Пельмень крутнул пистолет вокруг указательного пальца, ловко поймал рукоятку. «Кого щадишь?» «Я сказал в машину, не перечь мне, Шурик!» Они уже захлопнули дверцы, уже взрывел мотор, когда раздались два выстрела подряд. И старшина, скручившийся, сел на жухлую траву. Третью пулю пельмень послал ему точно в лоб. «Уважаю только мертвых ментов, живых не терплю!» Пельмень смирил Дениса оценивающим взглядом, устраиваясь на заднем сидении. «Ну, че ты вред меня кормить? Че ты лупишься? Замазал вас всех и себя тоже? Никто теперь не проконает чистеньким. Две мокрухи хватит на всех!» Малина опустил, сверкнувши недобром глаза и пожал плечами. «Он бы успел выстрелить раньше пельменя, но как быть с лишним мешком?» «Поехали!» произнес сквозь зубы Денис. А пельмень, уже держа пистолету в боевом положении, продолжал рычать. «Чтобы не кроили, любого грохнук, топасть откроет!» «Вор должен умереть вором!» Вадим старался его не слушать. Он думал о своем и не хотел умирать вором. Вообще не хотел умирать. Ну, разве что неожиданно, чтобы не мучиться. «Свет! Впереди свет!» Малина выбросил вперед руку, затем рукояткой нога настукнул по голове впрягшегося колоса. «Пригнись, Михаил! Пригнись, сука! Застрелю!» Лесовоз успокоил упоров заволновавшихся беглецов. «Больше трех человек в кабину не войдет». Но он прижался вправо, повел машину по самому краю колеи. Громадная Татра, пахнув отработанной солярой, пронеслась мимо, быстро исчезая в наступающих сумерках. «Ты че фары не включаешь?» спросил все еще не успокоившийся пельмень. «Залетим куда-нибудь?» «Да пошел ты, животное! Не лезь не в свои дела!» «Погонял мне и в зоне хватало!» «Ты!» Пельмень задохнулся от неожиданной дерзости фраера. «Ты!» «Слышь, малина, я его озабочу! Пешком пойду, но...» Денис поднес к носу вора автоматный ствол. Вначале разглядывал пельмени с равнодушной издевкой, а затем сказал, «Какие фары лошадиные твои мозги! Менты засекут нас за пять километров! Сиди и молчи, пока мне не надоел твой базар!» Пельмень молча смотрел на автоматный ствол стухнущей злобой. Поселок открылся далекими огнями, слегка приподнявшими покров ночи. Машина сбавила ход, покрылась на малой скорости, осторожно переваливаясь по растолканной дороге. Свет впереди таил опасность, она, как холод, проникала в замерзшие души зэков. «Это юртовы», стараясь говорить спокойно, проговорил Чалдон. Чихнул и вытер лицо телогрейку колоса. Кассу здесь брал. «По наколке?» «Слепую не работаю. Местный наводил, партийный. Так при делах и остался. У них пар две лет, как шапка невидимка. Останови, Вадим, вон туда приткнись, чтобы с глаз залой. Пойдем, Чалдончик, проведаем твоего подельничка». Малина в темноте сунул упор РУТТ. Они осторожно выползли из машины и, согнувшись, ушли в сторону огней. Настороженная ночь чутко берегла молодую тишину. Минут через тридцать ее нарушил характерный скрип, и по дороге проехала телега. Она начала рассказывать о своих хворях еще задолго до того, как поравнялась с машиной, укрытой в плотной тени ельника. Поймавшая незнакомый запах лошадь фыркнула, взяла в сторону. «Тррррр! Халява!» — проснулся возница. «От себя шарахаешься!» Голос и скрип ушли в темноту. Остался теплый запах конского пота, принесенный со стороны дороги и ветерком. «Фить! Фить!» донеслось изъельника. Малина выдохнул упоров и опустил пистолет. Уже потому, как они подошли к машине, было ясно. В поселке не все благополучно. Денис отхлебнул крепкого чаю из фляги убитого старшины и указал большим пальцем за спину. Засада. Нас спасут с шести вечера. Такой день. Они людей ловят. Ему трудно шутить, но он был старшим в побеге, который нельзя провалить. Объездной дороги нет, а наша лайба, насколько я разбираюсь, не летает. Что посоветуешь, Михаил? Сдаваться надо, все равно поймают. Нет, голуба. Мы пойдем другим путем. По канале. Минут через десять подельничек Чалдона организует короткое замыкание. Ментовская машина стоит с проколотыми шинами. Остальное в твоих руках, Вадим. Всех предупреждаю. По цели не стрелять над головами, иначе они начнут чесать всю тайгу. Машина выползла с приглушенным урчанием. Стволы автоматом легли на опущенные стекла. Страшно, Миша. Хихикнул не очень весело пельмень. Лежал бы сейчас на теплых нарах с шерстяным Русланом. В это время в поселке погас свет. Мотор не прибавил оборотов. Додж продолжал подкрадываться к первым барачным постройкам. Где-то во дворе испуганно взлаяла собачонка. Оборвалась пьяная песня. Но немного погодя возобновилась. — Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Певец споткнулся, упал в грязный снег. Шлепок получился коротким, как удар конского хвоста в воду. Но его будто ждали замлевшие от сдерживаемой злости цепняки. Их дружный лазь заглушил шум мотора. Упоров даванул на газ. Луч мощного фонаря ударил ему по глазам. Малина полоснул очередью из автомата выше света. И перепуганный человек шарахнулся в темноту. Фары выхватили из мрака четырех солдат, бегущих к дороге. Их прижал автоматная очередь. Додж зацепил кого-то бампером. Перепрыгнул через квет. Объехал приготовленный завал. Понесся вдоль домов. Машина мчалась по глубоким рытвенам, не снижая скорости. Временами казалось, что, взлетев, она уже никогда не приземлится. — Жми, Вадим! — Чалдон повис над водителем. — Затем хребтом лежневка метров двести. Дальше хорошая дорога. Жми! Побег был продуман. Упоров взял руль круто влево. Фары выхватили из темноты четкий силуэт лося. Зверь вздернул голову, одним прыжком покинул полосу света. — Впереди ментов нет, раз зверь гуляет. Путь свободен. Прогремевшие за спиной выстрелы не волновали беглецов. Они были надежно защищены стеной леса. Лежневка оказалась старая, едва держала доджи, то и дело задирая вверх сгнившие концы бревен. — По такой тяжелая машина уже не пройдет! — радовался пельмень. — Бензина осталось километров на тридцать. — Хватит! — успокоил Чалдон. — Через двенадцать верст будет обрыв. Спустим лайбу, дальше пехом, южным склоном. Там сухо. — По суху собакам трудно. — Я не пойду с вами, — ожил колос. — Я все сделал, что вы хотели. Имейте совесть. — Что ты кокетничаешь, подлюка? — пельмень поймал колоса за подбородок. — У меня терпение не алмазное, хотя и сам золотой. Минут через пятнадцать Чалдон попросил остановиться. Первым выскочил колос. Поскользнулся на четвереньках, пробежал несколько метров, но, встав на ноги, произнес внушительной угрозой. — Прошу запомнить, если с моей головы упадет хоть один волос, этим вопросом займется лично ковпак. — На кой хрен нам такая голова? Пельмень уже был в хорошем настроении. — Я лучше из твоей прямой кишки ножны сделаю. — Вы — интеллигентный человек, Шура. Вы изучали анатомию? Малина жестом показал колосу, что он пойдет впереди. — Постерегите Мишу, пока мы спустим машину под откос. Они шли каменистой грядой, стараясь не оставлять следов на голой земле. С гряды спустились в болото, где хватали ладошками на ходу вытавшую прошлогоднюю клюкву. Пельмень толкал прикладом автомата в спину колоса, всякий раз, когда тот пытался задержаться у кочки, чтобы хорошо загрузить живот. Шли целый день с одним коротким привалом, уже не заботясь о промокших сапогах и стертых до крови ногах. А лишь когда солнце начало скатываться к белым вершинам волчьего хребта, а Упоров подумал, что теперь придется двигаться по звездам, Челдон втянул в себя воздух и присел. — Дошли, — сообщил он. Поставил автомат на боевой взвод, остальные сделали то же самое. — Пойдем взглянем. Малина сбросил со спины надоевший мешок, с силой толкнул его ногой к стволу листвяшки. — Дыхало не работает. — пожаловался пельмень, завалившись прямо с грузом на снег. — Если нас там пасут, че тогда? — Че тогда? — повторил Денис Малинин вопрос и сморщился, потрогав замлевшуюся. — Пока мы ходим, Вадим перетаскает сидора к той болотине. — Схавай подмог. Начнут шмалять, беги куда подальше. — А я? — спросил с гонорком Колос. Впервые за весь побег Малина не ерничал, объяснил все ладом. — Тебя застрелит Шурик. — А я? Потом они ушли и отсутствовали минут сорок. Вернулись с просветленными лицами, а еще с прежним нахальством лихих людей. — Там все на мази. Шура, развяжите Мишу. Дверь большого, собранного из сухих стволов зимовья, открылась бесшумно. На крыльцо, чуть щурясь в лучах заходящего солнца, вышел ширококостный бородач в накинутой на плечи оленьи парке. Вадима удивил вдумчивый, запоминающийся взгляд из паскустистых седых бровей, взгляд самостоятельного человека. — Здравствуй, камыш! — хрипло бросил пельмень, не протягивая руки бородатому. — Где барма? Хозяин зимовья не ответил ни на приветствие, ни на вопрос. Он просто кивнул всем вместе, спокойно и независимо. После чего Вадим почувствовал, пельмень придал холодному приему серьезное значение, опустив в карман телогрейки правую руку. Малина сел на изрубленное топорами крыльцо, гостеприимно похлопал по крыльцу ладонью, приглашая того, кого звали камышом, присесть рядышком. — Тебе задали вопрос, камыш, не темни. — Барму убили. — Кто? Пельмень покосился на малину, ища поддержки. — Бармы нет. — Будешь очень любопытный, спросишь у него сам. — Ты что себе позволяешь, белогвардейский волк? Он протянул руку к автомату, лежащему на пне. Тут же у ельника стяганул выстрел. Пуля пробила насквозь пень, в пяти сантиметрах ниже автомата. Пельмень отпрыгнул за угол зимовья, выхватил наган, нецелись выстрелил в ельник. — Что это значит, ферапонт? — чуть приоткрыв глаза, спросил малина. — Ничего. Просто вы не в зоне. Бородач зашел в зимовье, склонив большую аккуратно причёсанную голову, но через пару минут вернулся и сказал. — Идите вечерничать, наган ты спрячь, Саша, чей не грабить сюда явился. Пельмень промолчал, а упоров сразу зауважал хозяина зимовья. Сидя на широких палатях, он видел в оконце, как из ельника не спеша вышел человек, держа в упущенной руке винтовку. Суконная куртка на его поникших плечах висела мятым мешком. Большой вязаный шарф, точно пойманный на помойке грязный удав, обвивал тощую шею. Человек шёл прогулочной походкой пожилого бездельника и даже, кажется, что-то напевал. Только птичий взгляд близко посаженных к горбатому носу глаз был насторожённо внимателен. Перед ходом в зимовье он слегка подёрнул из деревянных ножен рукоятку, прислонив винтовку к стене, осторожно тронул дверь. — Здравствуйте, уважаемые! Голос вошедшего был хорошо поставлен. Здоровался он, как выходящий на сцену артист. — Это ты, мухомор, хотел меня грохнуть? Пельмень держал в одной руке кусок оленины в другой наган. Человек сконфузился, недоумённо посмотрел на Ферапонта Степановича, ища защиты от бестактного вора. — Кабы хотел, грохнул, — произнёс хозяин зимовья с некоторым раздражением. — Садись, Тиша, ещё не разливали. Тиша сел, успев деликатно всем поклониться, с приятной улыбкой воспитанного гостя. От него даже в этом прокопчённом доме пахло лесом и дымком, а он был похож на лесного гнома, нежданно-негаданно подросшего до величины среднего человека. Поднятая из-под стола бутылка со спиртом поклонилась каждый аккуратно обработанный по краям консервной банки, и последний луч пропадающего солнца коснулся потянувшихся к ним рук. Неугомонившийся пельмень вскочил, поднял на уровень рта свою банку, обвёл всех налитыми кровью глазами и сказал — За то, чтобы наши следы остыли раньше, чем на них встанут псы. К его банке потянулся только колос. Все смотрели на хозяина зимовья. Он произнёс, сидя — За то, чтобы с земли русской исчезли воры и коммунисты. — Значит, каждый за своё. Миролюбиво предложил Малина. Некоторое время в зимовье слышалось сопение простуженных носов и голодное чавканье. Колос ел с двух рук, не обращая внимания на подтрунивавшего Дениса. — Дальше бежать будет потрудней, граждане бандиты, — заговорил Камыш, раздевая по второй. — В северах снега ещё живые. Провианту на пару деньков дам, а там уж сами будете питаться, чем бог пошлёт. — Денег у вас сколько? — Десять тысяч. — Мало. — Тише отдай им ещё десять. Кружился по пустейшей бутылке спирт, исчезая в закопчённых банках. Упоров сидел, сложив на груди руки, ощущая себя в тёплом мешке покоя, отгородившего душу от полыхающих вокруг страстей. Люди бормотали что-то о своём неясном. Их бормотание напоминало весенний разговор, загулявший в болоте лягушек. Он слушал себя, наблюдая в оконце за погибающим солнцем. Тише растопил печь, и зимовье быстро набрало тепло. Свет коптилки высветил блеск смоляных слезинок на желтоватых сучках. — Ты был Ишакум, выполняющим чужую волю. Грустно улыбнулся себе Вадим. — Воры везли на тебе свою кассу. — Ладно. Зато ты свободен, и у тебя есть маленькая надежда. — Денис, — рычал захмелевший пельмень, — с какого хера касса доверена фраеру, который нас презирает? Так решила сходка. — Вряжь! Сходка решила передать груз барме. Савелия застрелили два дня назад. — Завязывай, Шура. С таким занудой я еще не бегал. Упоров видит, как плотный дым отделил чуть приплюснутую из висков голову пельменю от туловища. Она будто висит самостоятельно под потолком. Его взгляд переместился в угол, где лежали мешки с воровской кассой. Задержался. И тут же, уже не лениво, даже слишком остро подумалось. Вот оно, твое благополучие. На всю оставшуюся жизнь хватит. Дом, яхта, нормальное человеческое существование в нормальной стране. Ты нас с коммуняками поравнял, Ферапонт! Стонал пельмень, истекая потом. Думаешь, тебе пролезет? Пожалуй, я переборщил. Ферапонт Степанович огладил с улыбкой роскошную бороду и прикрыл глаза. Согласен, переборщил. Куда вам до тех коммунистов? Они вона какую прекрасную страну в лагерь превратили. Это надо было до такого додуматься. Пролетарии, всех стран соединяйтесь. Соединились, теперь места на нарах мало. Воры, воры при чем? Пельмень был готов заплакать от посетившей его обиды. Как это при чем? Тоже работать не хотите? Диак каким хозяином мог стать? Портсобрание проводит, людей приговаривает. Сходки, Ферапонт Степанович. Лениво поправил разомлевший малина. Разницу не вижу. Что там, что сям. Все равно не от труда живут. От обмана и ножа. Страх человеческий эксплуатируйте. Упоров увел сознание от разговоров, сосредоточив все внимание наброшенных в повалку у печи в мешках с бесценным грузом. Он решил рисковать до конца. Осторожно перевел глаза в сторону автомата. На это потребуется три секунды. Ну, пять от силы. В душе что-то шевельнулось, нехорошее. Тогда он снова закрыл глаза, чтобы спокойно доиграть весь спектакль до конца. С выстрелами, диким метанием захваченных врасплох людей и их последними стонами. Последними. Больше ничего не будет. Через пять минут ты, богатый человек. Он увидел свои шаги по залитому кровью полу. Откроется дверь зимовья. Откроется тайга. Любой ключ спрячет твое богатство. Упоров сделал глубокий вздох. Расслабился. Однако почувствовать себя богатым человеком не успел. Только что мир надремавший тише. Глянув в его сторону, с доброю смешкой отстегнул автомата диск. Еще немного погодя, сделал то же самое с другим автоматом. В начале было ощущение, он умер, провалился в другой мир или слишком охотно туда хотел. Все обошлось остановкой сердца, короткой, но чувствительной. Поганый гном. Чуть больше сука, чем ты сам, гад. Сквозь внезапную слабость подумал Упоров. Тиша доверчиво подмигнул птичьим глазом. Протянул кружку с крепким чаем. Выпейте для поднятия настроения. Бывший штурман принял кружку, что-то произнес в ответ неразборчивое. Попробовал забыть о кровавом, но не случившемся. И вернул все внимание к жаркому спору тех, кто должен был лечь под автоматной очередью, как сорная трава. Он старался их слушать, не получалось. Все было плоско, неинтересно, хотя и громко. Ты ведь, красавец, тоже поди, не коммунистом родился? Не теряя благодушия, спрашивал у Колоса Ферафон Степанович. Коммунистом? Хмельной Колос попробовал встать для убедительности, но малины ему не позволил. Коммунистом родился, коммунистом умру. Вот она, убежденность грубого довольства, злоупотребление. Он тот же вор, Денис, только феня у него другая. Марксизм, ленинизм, коммунизм. Машина, которую заправляли привилегиями, и он делал то, что скажут. У него чувств человеческих не осталось. Партийные животные. Все чувства на конце члена, а мозги в желудке. Комышин допил свой спирт, понюхал хлеб, продолжил. Отторгнут человек от человеческого. Разве позволит себе душа, высокая и чистая, паразитировать на несчастье ближнего? Отступничество ваше не политическое, а животное. Животом живете. Вы паразит, молодой человек. Упоров отхлебнул глоток предложенного чая, не очень ловко вступил в разговор. А вы-то, Ферапон Степанович, тоже в деле. А дело воровское? И тут же почувствовал, как внутренне напрягся, доселе дремавший тише. Этот может тебя опередить, пронеслась жалящая мысль. И, упоров большим пальцем, взвел курок пистолета. Неловкая пауза длилась достаточно долго. Все это время он не сводил глаз с тиши, вернее, с его костлявой руки, сжимающей берестяной рукоятку ножа. Дело мое кончилось в сентябре девятнадцатого года. Атакой на батальоны красных. Ферапон Степанович говорил с явной неохотой. Возвращение в прошлое причиняло ему боль. Потом пошли тюрьмы, ссылки и, естественно, должки. О чем Никонор не применил напомнить человеку, имеющему представление о чести. Частный случай, личный расчет за оказанную услугу. Малина потянулся с улыбкой. Знал диак, кто добрый не забывает. В барме были сомнения. — Значит, он разговорился? — Камышин не удивлен, скорее задачен. — Сходка просила объяснений. — Сами понимаете. — Не понимаю. И понимать вас не хочу. Ну, а расчет есть расчет. Кстати, — Ферапон Степанович указал пальцем на Упорова. — Вы какой масти будете? — Надежный, — ответил за него Малина. — Хотите призвать меня остепениться? — спросил Упоров. — Поздно. В такой войне победителей не бывает. Вы будете уничтожены. Упоров решил. Белогвардеец рассчитывается с ним за тот неудачный вопрос, но не стал возражать. — Смерть придет к вам из-за угла или войдет, чеканя шаг в вашу камеру. Вопрос не в методе. Она непременно придет. — Ну уж нет, — взвизгнул колос. — Товарищи разберутся. Они знают, я невиновен. Меня принудили. Товарищи излишне заботливы о собственной карьере и жизни. Вы носители тайны. — А такие ценности? Ферапон Степанович кивнул в сторону мешков с грузом. — Приговор. — Нет, — заорал колос. — Отпустите меня. Зачем я вам, товарищи дорогие мои? Прикорнувший пельмень очнулся от завываний бывшего чекиста и, приставив к виску колоса, пистолет потребовал. — Сколько же мне терпеть можно, насильник? Скидывай штаны! — Дальнейшее произошло как по нотам. Камышин коротким хватом поймал вора за руку. Раздался выстрел. Пуля ушла в потолок, а пистолет упал на стул и его тут же накрыл костлявой ладонью. — Тише! — Все! — Ферапон Степанович оттолкнул вора на палате, где уже храпел пьяный чалдон. — Будете демонстрировать свое бесстыдство в камере смертников. — Дезыменщица! — погрызил кулаком колоса обалдевший пельмень. — Побнял чалдона, и через пару минут они храпели вместе. — Ложитесь спать, ребята, — предложил Камышин. — Я пойду посмотрю оленей. — Сколько у вас голов, Ферапон Степанович? — Не мылься. Тебе даже за хвост подержаться не придется. Каждый уйдет в свою сторону. — А я... — Опять в отчаянии начал колос. — Ты спи, Михаил. Денис обнял колоса за плечи. — У тебя впереди светлое будущее. Упоров проснулся от холода. Двери зимовья были открыты настежь, и в первом проблеске надвигающегося утра он увидел олени. Светлый и тиша неторопливо пристраивал на покрытые войлоком спины животных мешки с грузом. — Прокоцанные мужики, — зевнул Денис, — таких изловить очень непросто. И тогда Вадим подумал, что все происходящее здесь проникнуто какой-то необыкновенной тайной, разрушающей его собственный замысел уничтожения этих людей. Ему помешал не Тихон, другой, посторонний, почти невидимый пришелец из ниоткуда. Он здесь был. Ну а как же, как же? Такая необыкновенно плотная тень за спиной Тихона. Ничья. Чтобы прервать свои нечаянные мысли, он сказал, — — Думаешь, прорвутся? — Гадать не хочу. Раз камыш в деле — дело верное. Ферапон Степаныч вошел розоватый с морозца, увеличил огонь коптилки и внимательно осмотрел зимовье. — Ничего вроде не забыли, — произнес он и, словно подыскивая нужные слова, осторожно посоветовал. Ты, Денис, уходи с Вадимом, кора тукаю. Шалить не будете, глядишь и проскочите. Господь да благословит вас в пути. Прощайте, Ферапон Степаныч. И еще вот что. Белоговордец стоял в проеме двери. Глаза смотрели с усталым безразличием. — Зимовье спалите — есть надобность. Дверь скрипнула. Немного погодя всхрапнули олени, и их цокающие шаги растали в тишине утра. — Вставай! — Денис толкнул в бок Чалдона. Тот сразу сел, будто и не спал, уставившись внимательным взглядом на пустые бутылки. Тягуча проглотил слюну и сказал, — Сука, буду пить вредно. Слова Чалдона вызвали в пельмене протест. Он попытался подняться, но не смог, и, хрюкнув, завалился на бок. Сесть удалось со второй попытки. Заговорщицкий подмигнул малине, прижав к губам палец, прошипел. — Чшшш! После чего со всего размаху хлопнул по заду голоса. — Руки в гору, ментовская рожа! Спящий не шелохнулся. На опухшем лице вора появилась почти испуганная растерянность. «В рот у меня, халяпотя!» — произнес он со сложным чувством страха и восхищения. «Не вякнул!» Рывком опрокинул колоса на спину, обвел зимовье внимательным взглядом. Михаил был мертв, но он смотрел перед собой огромными голубыми глазами очарованного скитальца, внезапно встретившего неизреченную красоту будущего мира. «Отслужил, Мишаня!» — вздохнул Денис. «Хорошо, хоть не мучился!» Чалдон икнул и, погладив по голове пельменя, прочувственно сказал. «Что, падла!» — овдовел. «Тише-то, мастер! Всех ведь мог зимей тихий!» «Будет вам понтоваться, Шура! Вашу работу сделали другие! Все равно зарезать пришлось бы!» «Уходите с Чалдоном! О всем другом не говорю, потому как знаю, каждый из вас умрет вором!» «Я тебя понял, Денис! Как поступим с фраером? Это ведь и не твое личное дело! Сообща бы и решить!» Пельмень говорил, подчеркнуто небрежно, будто того, о ком шла речь, здесь и не было. И упоров целится в живот вора сквозь карман телогрейки, не сомневаясь, выстрелит. «Твои заботы кончились!» — сухо произнес Денис. «За свои отвечу!» «Перед прокурором?» «Нас живыми брать не будут!» «Вот ты ошибаешься!» Чалдон с трудом оторвался от носика медного чайника, перевел дыхание и продолжил. «Имя узнать интересно! Куда рожье уплыло?» «Сам-то знаешь?» «Нет?» «Никто не знает!» «Камыш могила и вам советую!» «Это лишний, Денис!» У поросшего мхом скальника, где речка на изгибе пробивалась сквозь податливый мартовский лед, пельмени Чалдон ушли с тропы. Прощание было вялым. Все знали, что их ждет впереди. «Ты, фраерок, помни!» Не утерпел напоследок пельмень. Потный, не похмелившийся толком. Был он похож на обыкновенного доходяга с рынка. «Везде достанем!» Упоров смелил его равнодушным взглядом, кивнул Чалдону, повернулся и пошел по тропе. Уже не думая о злобном воре, словно того, тоже зарезал услужливый тиша. Малина ждал, когда пойдет Вадим. Пристроился за ним, загородил бывшего штурмана своей спиной. Но он тоже не верил пельменю. «Высоко о себе думает Шура!» Вадим промолчал. «О чем говорить? Прошлое ушло в другую сторону. Будущее обещало быть покруче». Стропа свернула в стройный медовый соснячок, островком притулившийся на солнечном взлобке. Они шли в пахнущем смолой зеленом коридоре, Погруженные в приятные очищения души, Целебным прикосновением заботливой природы. Денис вернулся все же к разговору, Когда позади остался веселый взлобок И безжизненная гарь прошлогоднего пожара. Шура дурковатый, Особливо в охмелю, Как волн на льду. Не свернешь. Удивляюсь ферапонту, Степа. Денис легко перескочил в Олежину, Но поскользнулся и упал на бок. Сидя тряхнулся, Продолжил, будто ничего не произошло. Думал, замочит Шурика. Не сам, конечно, есть кому. Давно знаешь Камышина? С широкого освобождался. С ним даже администрация вежливо обращалась. А этот, тише, темная личность, Говорят, в Питере консерваторию кончал. При Камышине, который год живет. Он не только консерваторию кончил, Но и Колоса. Малина шутку не принял, Ответил серьезно, Желая прекратить пустой базар. Колос, сказано было, лишний. Они поднялись на пологую возвышенность. Отдышавшись, Денис указал в сторону, Где сбегались два хребта. Там, на водоразделе, зимовье. Мусора знают, лучше обойти. От зимовье часов шесть хода до Аратукуана. Идти будем ночью. У нас, как у приличных людей, Начался ночной образ жизни. Садись, перекусим. Денис старался говорить открыто, Без всяких хитростей, Желая расположить к себе товарища по побегу. Но к вечеру иссяк и был утомленно-угрюм. Они сидели на сваленном ветром кедрушке, Пережевывая вяленую оленину. Где-то внизу ухнула сова. Крикнул заяц, Окончивший жизнь в ее когтях. Упорову показалось, Он почувствовал запах крови, Хлынувший из разорванного живота зайца. Он не знал, как пахнет заячья кровь. Скорее всего, это был запах крови человеческой, Который он нес с собой от самого зимовья, Не ощущая. Нужен был толчок, чтобы запах ожил. Таким толчком стала смерть зайца. Достоверно известно, Весна на севере Отнимает силу всех, кроме беглецов. У них организм работает по-другому, В особом режиме погони, Когда страх вытаскивает скрытые резервы, Заставляя тело трудиться С колоссальной перегрузкой. Беглецы отмахали километров двадцать, Прежде чем ощутили настоящую усталость, Избавили шаг. Интересно, О чем сейчас думает начальник отдела По борьбе с бандитизмом Важа Спиридонович Марабели? Спросил с серьезной рожей Денис, Стащив с потной головы шапку. Ну, а нас с тобой? О чем ему больше думать? Нет, узко мыслишь. Но он думает, как жить дальше. Гуталин умер, Грузин начнут отлучать от кормушки. Что делать? Упоров остановился И медленно закрутил головой. Прицепившийся запах крови Вытеснил другой, Знакомо сладковатый, Он попытался вспомнить, Что может так пахнуть. Наблюдавший за его поведением Малина, Осторожно переступил с ноги на ногу, Взвел курок пистолета. — Дым, — прошептал Упоров. Точно, дым. В зимовье люди Нас ждут, Вадим. Но мы к ним не пойдем. Они стояли рядом, Они стояли рядом, Почти касаясь друг друга лбами, Похожие на малящиеся тени. Даже голоса их стали Частью наступившей ночи, Превретя сходство с шумом деревьев. На небе, медленно, Словно плесень, По мокрому камню Ползли серые облака. Беглецы двинулись С сжатыми жубами, Упираясь в темноту Стволами пистолетов. Но постепенно претерпелись Ктаящиеся за каждым Стволом опасности, Заставив себя поверить, Нынче пронесет. Собачий лай Понудил остановиться. Густой, но не слишком уверенный, Он раскатился по распадкам, Едва поднявшись К вершине хребта. Придется уходить Северным склоном. Там снега выше колен, А мусора с автоматами. Двигай за мной, Денис! И пошел, Не оборачиваясь на вора, С решительностью Знающего выход человека. Лай снова загремел, На этот раз Требовательный зло. Засеклась терминка, Похоже, Отбегались в Вадим. Помолчи, У нее одна работа, У тебя другая. Бежим! Наст хрустел Тонкой жестью, Хватая за ноги И отнимая Последней силы у беглецов. Но не падали на него, Поднимались, Падали, Ползли на четвереньках, Шепотом проклиная Собачью бдительность. Упоров первым Подполз к подошве Хребта, Сделал несколько шагов По набитой тропе И, Обхватив Кособоку И ель, Остановился. Минут через десять С ним Свалился Денис. Вставай! Потребовал упоров. Вставай, Говорю, Им будет не легче На этом склоне. Сейчас, Сейчас! Малинин стоял Уже на коленях. Сердце выскакивает. Считай до трех, Вадим. Бежим, Дурак! Здесь все Простреливается Сверху. Метров двадцать Дзек Двигался На четвереньках. Его уже Никто не подгонял. Слова Истякли, На них Не хотелось Тратить силы. Потом Он выпрямился И, Шатаясь, Побрел За Вадимом. К Аратукану Они подошли С зарей. Речка Лежала Спокойной Зеленоватой Лентой, Еще укрыта Крепким льдом. В голубой Синеве Утро И речка И непроснувшаяся Долина С тонкой Строчкой Волчьих Следов На синем Снегу Виднелись Немного Наддуманным Произведением Городского Художника, Создающего Свои Картины В теплой Удобной Мастерской. Я И наподнял Под коленом Строчкой Строчкой Крепленными Лицо Строчкой 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 Социалистический Какой Я Тебе Товарищ Опять Полетела Слюна С матом А когда Следователь Успокоился Тот Поднял Трубку И сказал Пусть Войдет Вошел Семенов Кругленький С аккуратной Бородкой И тоненьким Пробритым Пробором На лысеющей Голове Он Озабоченно Будто Врач Посмотрел На подследственного Слова Были Дружескими Произнесенными От чистого Сердца Вадим Твои Товарищи Все Рассказали Так Положено Комсомольцам Вина Твоя Велика Но Попробуй И ты Поступить Как твои Товарищи В голове Подследственного Пронеслось Восторженное Бей Бадик Бей Семенов Сидел Почти У самого Ринга И его Было Слышно Даже Во время Обмена Ударами С залитым Потом Негром Вадим Прочитай Что-нибудь Этакое Для души Семенов Ты же Ну ты же Сам Просил Зачем Же так Семенов Подследственный Путался В словах И мыслях Он Ничего Не мог Понять Он Нервничал Под пристальным Взглядом Вновь Превратившегося В смеющуюся Старуху Левина Семенов По едва Заметному Жесту Следователя Подошел К нему И положил На плечи Пахнущие Кремом Люкс Руки Взвесь Все Вадим Дай Правдивые Показания Как Подсказывает Тебе Твоя Комсомольская Совесть Я знаю Ты не потерян Для общества Советский Суд Небездушная Машина Упоров Поднялся Вместе С ударом Фирменные Ботинки Начальника Спецчасти Корабля Парижская Коммуна Промелькнули Перед глазами И Исчезли В колышущейся Темноте Зык Освободил Кулак Из колючего Сена Сразу Забыв О следователе Левине И сломаны Челюсти Семенова Мысли Вернулись К побегу Денис Спал Спокойным Сно Человека Уверенного В том Что его Непременно Поймают Ему Хотелось Подольше Побегать Как Можно Дольше Упоров Хотел Убежать Судьба Судьба Может Выбрать Одного Единственного Из всех Бегущих Сделать Его Счастливым Одного Единственного Мысли Я проснулся Минут Через Двадцать Повернулся Сергей Никонорыч Кремизной Пидораст Но Удивительно Тонкая Натура Лучше Пожрем Упоров Посмотрел На малину С некоторым Разочарованием Твор Знает Шекспира Какой-то Ненастоящий Попался Он Растолкал Руками Сено И достал Из-под головы Мешок Гадость Отхлепнув Из фляги Глоток Медвежьего Жира Поморщился Вадим Этот Камыш Сказал Полезная Ферапонт Степанович Практической Жизни Гений Если бы Он Повел Побег Мы бы Точно Убежали С ним К любому Делу Безопасно Приступать Порой И даже Не верится Такую Породу Выкосили Товарищи Большевики Чем Взяли Сами Мелкие Ленивые Какой Грех Не возьми Всяк Их Не одолели По Судьбе Видать Вышло От Нее Никуда Не денешься Сток Сток Они покинули В сумерках И пошли Над высоким Берегом Ратукана Мускулистое тело Реки Играло Под надежным Льдом После Ночной Беготни Мышцы Болели Но Идти Было Куда Легче Однажды На противоположном Берегу Вспыхнули Огоньки Волчьи В глаз Постояли Будто Догорающие Свечи В глубине Спящего Храма И Так же Незаметно Исчезли Денис Вздохнул Если Жить Ночью Как Волки Можно Долго Не Изловиться Ты Бы Смог Ночью Нет Та же Смерть Только В движении Волку Достаточно Лунного Света А я Без Света Не Могу Особенно После Сейфа Но Там Обходился А куда Денешься Я там Такое Видел Говорить Не Хочется Ты Понять Не Сможешь Ну Врот Меня Каля Патя Обидел Сомалина Такой Умный Фраер Такой Умный Что Только Все Не Сидеть Может Не Залупайся Сам Врубиться Не Могу Тело Вдалеке Появились Едва Различимые Огоньки Они Светились Призрачным Расплывчатым Светом Как Кусочки Белого Мрамора На дне Омута В ясный День Таежный Сказал Упоров Побегали Пора Работать Голос Дениса Потерял Обычную Шаловливость Даже Ломался От Волнения Если Здесь Не Пофартит Вор Пельмень Везет Нас Куда Надо Кто Такой Темный Бес Всякое За него Болтают Но Выбирать Не Из Чего Тут Уж Кто Кого Сгребет Тот Того И Любит Деньги У У Нас Есть Деньги Думаешь Мне Хочется Подставлять Голову Под Пулей Загрязных Бумажек Серафим Знает Настоящую Цену Нашим Головам Он Ее Запросит Огни Поселка Медленно Надвигались На Беглецов И Снова Они Не Сговариваясь Начали Говорить Шепотом Контора Там Указал Денис В Сторон Двухэтажного Здания А Ты Здесь Бывал Нет Раз Флаг И Фонарь Значит Контора Зэки Свернули В Проулок Загаженный Кучами Смерзшихся Помоев Прокрались Вдоль Забора Не Выпуская Из Рук Пистолетов Проулок Оказался Глухим Он Упирался В Пекарню Пришлось Одолевать Забор Ему Никак Нельзя Сомнения Ушли Он Ощутил Себя Способным Перехитрить Человека С винтовкой Пошел Осторожно Ступая По Скользкой Дороге И Смрад Черной Свечи На Мгновение Перебил Устойчивые Запахи Помойки Стук Камня За валенку Как-то Не Очень Всполошил Часового Он Лениво Высунул Голову Из Воротника Стал Похож На Хищную Птицу Выглядывающую Из Гнезда Часовой Посмотрел Туда Где Родился Звук В тот Момент Под ногой Зека Хруснул Ледок Поднятый Воротник Помешал Сторожу Быстро Оценить Опасность Упоров Бил По Испуганному Лицу С нужной Дистанции Как На Тренировке Трэсь Часовой Ударился Затылком Омерзлую Землю Но Зек На всякий Случай Стукнул Его Еще разок Оттащи Товарища От Цвета На Ходу Приказал Малина И Причем Высадил Окно В Конторе Пахло Сгоревшим Углем Бумажным Клеем В общем Чем Всегда Пахнет Во всех Поселковых Конторах Дверь В кассу Денис Открыл Отмычкой Сорвал Сургучную Печать И вошел Как в Собственный Кабинет Массивный Сейф Стоял В углу Тесного Помещения Поблескивая Серой Краской Он Был Похож Фирма Ландорф Разочарованно Произнес Вор Это Знаешь ли Плохо Это Вадик Поганый Немец Не Одолеешь А Инструмент То Дачный Денис Провел Ладошкой По холодной Стальной Двери Раз Потом Еще Раз Перестань Его гладить Надо Уходить Обожди Обожди Вадик Немец По-моему Обрусачился Малина Оторвал Кусок бумаги От какого-то Отчета И Лизнув языком Приклеил Белый Лоскуток К сейфу Пригладил И приклеил Еще Три Лоскутка Прижми Плотней Двери И Затаи Дыхание Номер Набис Ствол Нагана Дернулся Короткое Пламя Высветило Лицо Покойного Вождя Всего Прогрессивного Человечества В траурной Рамке Спрессованный Грохот Вломился В уши Грабителей Заставив Вздрогнуть Зарешоченные Окна Через Секунду Стало Тихо Но Возникли Подозрительные Шорохи И голоса Упоров Поглядел На Дениса Тот Спокойно Отмахнулся Не понтуйся Вадик Это с непривычки У всех Бывает По первости Из такой Ловушки Звук Далеко Не уходит И уложил На едином Вздохе Еще три пули Не спеша Подошел К расстрелянному Сейфу Спрятал В карман Пистолет И вынул Нож Внутри Стальной коробки Что-то Звякнуло Денис Денис Еще раз Взвел Ли Зве Финки Пошевелил Нащупывая Только ему Известную Зацепку Пот Выступил На матовом Лбу Вора Сквозь Полураскрытые Губы Прорвалось Сдержанное Дыхание Работал Он Сосредоточенно Собрав Комок Все силы Внимания Словно От удачного Поворота Финки Зависела Судьба Мирового Открытия Или Спасения Человечества Вдруг Взгляд Малины Быстро Взлетел Вверх И нашел Упорова Ты его Надежно Треснул Вадик Лежит Спокойно Не отвлекайся Нож Повернулся Против Часовой Стрелки Раздался Щелчок Похожий На взвод Курка Деньги Были На месте Солидные Плотные Пачки Ассигнаций Пробудили В обоих Надежду На будущее Где есть Все Не говоря Уже О свободе Дай Свой Мешок Шепотом Попросил Денис Сунул Руку В глубину Сейфа И одним Махом Сбросил Денежную Пирамиду В холощевую Пасть Много Денег Упоров Облизнул Губы Ты Будто Знал Денис Работа У нас Такая Улыбнулся Польщенный Вор Четыре Года Ассистировал Профессору Львову Аркадию Ануфриевичу Скажу Тебе Вадик Зная Ты Меня Не Продаш Жмот Профессор Но Работает Чайковский То Что Я Тебе Исполнил Легкомысленный Фокстрот Из Дископробного Иностранного Боевика Львов Фигура Мирового Масштаба Посадили Его В наглую Без единого Доказательства Так Сказать За Одну Репутацию Денис Отвесил Низкий Поклон Портрету Сталина Вы уж Не Обессудьте Йосиф Виссарионович И Забросив За спину Мешок С деньгами Пошел На выход Сохраняя На лице Чувство Собственного Достоинства Наверное В эти Мгновения Он Видел Себя Не В прокуренном Коридоре Приисковой Конторы А на белой Мраморной Лестнице Славы У подножья Которой Стояли Они Мевшие От зависти Воры Страны Советов Как Мало Надо Человеку Для Душевного Равновесия Философствовал Денис Мешок Денег И Свобода Всего Один Мешок Денег И Одна Свобода Его Ровно Застучали Каблуки Померзлой Земле Потом Раздался Голос Он Здесь Товарищ Лейтенант Живой Сейчас Начнется Покачал Головой Денис Эти Бандиты Хотят Отобрать У нас Деньги Впереди За частоколом Молодых Елей Взвыла Сирена Воздух Накалился Звенящим Нетерпением Погони В окнах Домов Начал Вспыхивать Свет Упоров Успел Подумать О проснувшихся Как о Зрителях Торопливо Собирающихся На спектакль Травли Зверей Ему Захотелось Выстрелить В каждую Лампочку А заодно И в голову Того Кому пришла Мысль Травить Их Этой Ночью Зло Сменил Страх Обыкновенный Страх Переживаем Им Не Однажды Показалось Времена Расплаты Исполнились Надо Стоять И ждать А Того Лучше Сесть На землю Чтобы Не Видеть Когда В тебе Прицелятся К Сараям Крикнул Денис Но Именно От Тех Нескладных Самодельных Строений Им Навстречу Кинулась Громадная Овчарка Стой Стрелять Буду Закричал Кто-то Из-за Укрытия Денис Денис Выстрелил Первым Навскидку И собака Свернулась Визжащим Кубком В лес Вадим Шевелись Чорос Кис Убежим Он Перехватил Мешок С деньгами Под мышку Автоматная Очередь Посекла Ели Над их Головами Они Продолжали Бежать До тех Пор Пока Не выскочили На ровное Голое Поле Впереди Виднелись Казармы Или Склады Брось Мешок Сказал Упоров С ума Сошел Сам Видел Как Они Достаются За Спинами Послышался Прерывистый Хруст Мерзлой Земли И Голоса Чекисты Шли Цепью Скрываясь За Деревьями Рекс Позвал Собаку Густой Бас Ищи Зэки Переглянулись Быстро Пошли По Самой Кромке Лесного Околка Рекс Был Опытной Собакой Быстро Вышел На Их След Упоров Уже Стрелял В Прыгающую Овчарку Он Никогда Не думал Что поступит Так Хладнокровно Будет Ждать Приближение Распахнутой Пасти И Нажмет Спуск Ни Раньше Ни Позже Овчарка Рухнула Ему Под ноги Зэк Отскочил От последнего Удара Ее Зубов Но в этот Момент Автоматы Открыли Огонь Денис Уронил Оружие На землю На них Смотрели Друг Другу В глаза Прижимаясь Щеками К скрипучему Снегу Застрели Меня Вадим По-домашнему Просто попросил Малина И улыбнулся Беспомощной Детской Улыбкой Сам Не могу Да и Гришно Дурак Коротко Оборвал Его Упоров Брось Мешок За ту Колоду Ты Бежишь К водокачке Я К пекарне Встречаемся В стогу Еще Хочу Сказать Ты Настоящий Ты Просто Замечательный Парень Денис Сдавайтесь Курвы Раздался Из леса Крик Денис Бросил Мешок Выстрелил На голос На тот час По нему Прицельно Ударила Очередь В спину Зек Упал На колени Так Падают Перед Коркой Хлеба Голодные Каторжане Камнем Чтоб Никто Не успел Опередить Вначале Он стоял Упершись Лбом В дерево Затем С трудом Повернулся Прошептал Через силу Пытаясь Быть Понятым Беги Вадим Беги Это Не больно Кровь Переползла Через Слабеющие Губы Потекла По подбородку Широкой Полосой Самостоятельной Оттого Что порвалась Какая-то Несоединимая Связь Что все Устроилось По судьбе И согласно Инструкции О задержании Особо опасных Преступников Вот Когда Упоров Почувствовал Нет Увидел На месте Лица Умирающего Товарища Своё Лицо С широкой Полосой Собственной Крови По подбородку Мир Качнулся Живым Маятником Звон В ушах Поглотил Крики И выстрелы Он Объяснил Себе Сам Выбора Нет Почти Не целясь Разрядил Обойму В то Место Откуда Пришла Смерть Дениса Побежал Все Что должно Было С ним Случиться Все Что должен Был он Пережить В будущем Вырастало Из этого Слепого Бега Не было Так же Безнадежно Но он Бежал Перепрыгивая Через Валежины Канавы Бежал Как бегают Во сне Умоляя Господа Дайте ему Хотя бы Возможность Все Потерять Мгновенно Жизнь Утратила Ощущение Бесконечности Готовая Прерваться В любую Секунду Но Игра Продолжалась Он Падал Полз Увертывался Хотел Раствориться Чтобы стать Воздухом Прозрачным Бесплотным Способным Пропустить Сквозь себя Пулю И не Ощутить Тугого Разрыва Тела Пули Ложились Рядом Рождая Маленькие Снежные Вулканчики Как Взрывы Возмущения Тех Кому Надо Было В него Попасть Все Решал Разыгрывавшийся Случай И он Оказался На стороне Зека Выстрелы Прекратились Потому что Он бежал Мимо Жилых Бараков Упоров Залетел В проулок Проскочил Между Сколоченных Из фанерных Листов Кладовок Впереди Закашлялся Вышедший До ветру Мужик В заячьем Трюхе Гулкое Буханье Трясло Его Завернутые Ворваны Полушубок Тела Мужик Постоянно Отхаркивался И матерился Вспоминая При этом Чье-то Женское Имя Не стоит Ему На глаза Попадаться Упоров Прижался К стене Фанерной Кладовки Скорей бы Убирался Дурак Ленивый Справа Загремела Цепь В колодец Упало Ведро А чуть позже Послышался Стук Сапог Левантий Кто тут Пробегал С низким Окном Веденницу Свежесрубленных Дров Погружаясь В усталую Дремоту Сладковатый Аромат Свежего Дерева Вливался В кровь Наполняя Ее Медовой Тягучестью Отчего Мысли При нем Остались Только Ленивые И Спокойные В соседнем Сарае Петух Прокричал Зарю Под его Бодрую Песню Подумалось Хорошо Бы Сонного Застрелили Но Дальше Того Пожелания Дело Не пошло О том Как лопнет Голова Наполняясь Болью От входящей В нее Пули Зек Не успел Додумать Он Заснул Спал Без снов Но Даже В столь Глубоком Забытие Почувствовал На себе Внимательный Взгляд Он Явно Не имел Отношения К его Сну Был Настоящий Мент Или Собака Больше Ходить За тобой Некому Собака Бы уже Кинулась Значит Мент Любой Отца Гад Лучше Быстрелял Мысленно Представил Путь руки За голенище Где был Нож Чуть Приподнял Ресницы Перед ним На земляном Полу Стояли Валенки Подшитые Кусками Старых Покрышек От Полуторки Пора Парень Скомандовал Себе Зэк Выхватив Нож Быстро Вскочил Он Не сразу Сообразил Почему Лицо Человека Оказалось На уровне Его Груди Но Интуитивно Дернул К себе Нож Неизвестный Ойкнул Голос Был Слабый И не мог Родить Крик Чуть Погодя Упоров Увидел Как на узкой Почти детской Ладони Расходится Короткая Рана Тихо Предупредил Изрядно Смущенный Беглец Не надо Шуметь Я Нечаянно Не буду Так же Шепотом Ответил Неизвестный И поднял Два Больших Наполненных Слезами Глаза Они Были Зеленые Как Мокрый Нефрит Девчонка Это Конечно Лучше Чем Чекист С автоматом Но Все равно Неловко Да и Глаза Смотрят Прямо В душу Неловко Из Зажатого Кулака Выпадали Капли Крови Он Не мог На них Смотреть И спросил Тебе Больно? Надо Чем-то Перевязать И сейчас же Извини Я Не хотел Сосна Принял Тебя Черт Женат За кого Извини Она Кивнула Продолжая Смотреть Ему В глаза Дома Есть Бинт И йод Вы Можете Меня Отпустить Домой? Отпустить? Вадим Понял Она Видит В нем Бандита И горько Усмехнулся Ну Конечно Только Не надо Звать Солдат Вечером Освобожу Этот Отель Как Тебя Зовут? Наталья Иди Домой Наташа Не Сердись На Меня Я Понимаешь Ли Беглый Потому Злой А Злой Потому Что Беглый Заколдованный Круг Он Никак Не мог Справиться С ощущением Своей Вины И пытался Смягчить Впечатление Говорливой Бесшабашностью Вы Вы Не Не Волнуйтесь Очень Просто Сказала Она Будто Давно Знакомому Человеку У Меня Дядя Тоже Поселенец С Поражением В Правах Я Приехала К нему Из Ленинграда Бросила Балетную Студию И Прикатила Меня Даже Из Комсомола Хотели Выгнать Ужас Девчонка Изобразила Ужас На лице Лица Не стало Видно Одни Глаза Да Серьезное Дело Ну Ты Иди Не то Тебя Хватится Если Можно Я Побуду Здесь До Вечера Ему Вдруг Сразу Расхотелось Погибать Он Проклинал Эту Ворвавшуюся В сара Девчонку С ее Детской Непосредственностью И Такими Огромными Зелеными Глазами Наталья Понимающе Кивнула Протянула Перед собой Руки Положите Мне Поленье А как же Ты С такой Рукой Она Улыбнулась Как Приятелю Грузите И считайте Что Отель В вашем Распоряжении В щель Между досками Упоров Видел Как Девчонка Пересекла Двор Забавно Раскачиваясь Под тяжестью Дров Поднялась На крыльцо Прижала Поленье Подбородком И Оттопыренным Мизинцем Левой Руки Открыла Дверь Сейчас Успокоится В ней Заговорит Долг Комсомолки И Но Бежать Все Все Равно Некуда Может Случиться Она Не Побежит Не Может Вся Страна Доносит Он Воткнул Нож В чурку И Отхлебнул Из фляги Медвежьего Жира Несчастней Этой Бесконечно Несчастной Бабы Она Просто Не Видавши Другой Жизни Животные А Ты Загнанная В западню Живущая На волосок От смерти Животные Кому Лучше Ей Она Не Понимает Своей Трагедии День Прожила И Ладно Ты Все Знаешь Поделать Ничего Не Можешь Девчонка Однако Никуда Не Побежала Странно Зэка Отвлек Знакомый Мужик Справляющий Нужду Своего Дома Кашель Его Уже Не Мучил Держался Он С Несколько Театральным Достоинством И Даже Громко Испортив Воздух Остался При том же Много Значительном Лице Член Поселкового Совета Не Меньший Гусь Подумал Упоров Тоже Меня Ищут Все Кого-то Ищут Работали Бы Лучше Суки Серьезный Мужик Явно Шел В гости Вытер Подошвы Аберезовый Веник Голяк Потянул К себе Ржавую Ручку В бараке Он долго Не задержался И вышел Расстроенный Харкнул На крыльцо Оглядел Двор Внимательным Взглядом Опытного Вопросах Сыска Человека И задержал Взгляд Именно На той Двери За которой Находился Беглый Каторжанин Глаза Сыскаря Остановились Только что Рыскающие Они начинали Обретать Смысл Концентрируя Все внимание В одной Точке Взгляд Обладал Почти Осязательной Силой Упоров Хотел Посторониться От щели Однако Сдержался Понимая Главное Не Суетиться В настроении Мужика Произошла Разительная Перемена Отразившаяся На испитом Лице Гримасой Внутренней Заостренности Оно Словно Морда Легавой На стойке Подалось Вперед А ноздри Выразительно Зашевелились Или засек Или вспомнил Где можно Похмелиться Ты Осел Дверь Забыл Закрыть За девчонкой Может Поленом По башке Заорет Успокойся Его Кумар С похмелья Трясет Минут Через Десять После того Как бдительный Бухарик Ушагал В сторону Водокачки На крыльце Появилась Наташа С дымящейся Чашкой И куском Хлеба Рука Встретившая Его нож Была Перевязана Стиранным Бинтом Зэк Смотрел На нескладное Длинноногое Существо Пытающиеся По-мальчишески Тощим задом Захлопнуть Двери Со сложным Чувством Вины И умиления Поведение Ее было Естественным По-домашнему Невыставочным Она Справилась С дверью Сделала Шаг С первой Ступени Крыльца Остановилась Сурово Собрав Переносице Брови Ребенок Сразу Поменялся Зэк Видел Перед собой Обманутую Маленькую Женщину Потом Она Сказала Кому-то Кого Вадим Еще не мог Разглядеть Ну Собачку Мы Пристрелим Бешеная Такие Вот дела Красавица Он подождал Пока Сожаление Покинет Его Запоминающееся Лицо Волевого Человека И продолжал Уже В другом Тоне Убирайся Вон Дрень Иначе Твой Дядя Вернется На Тюремные Нары За Укрывательство Особо Опасного Преступника Это Обо Мне Объявка Сделана Твой Выход Вадим Упоров Распахнул Ногой С двери Сарая Двинулся К офицеру Не обращая Внимания На Вскинутые Стволы Он Решил Самое Время Но Офицер Сказал Стоять И Зэк Остановился Наверное За Следующим Шагом Мог Последовать Отсекающий Настоящий От Будущего Выстрел Зэк И Видел Как Напрягся Палец Сержанта На Спуске Однако Именно Этого Шага Он Не Сделал Не По Страху По Другой Необъяснимой Причине Установившей Запретную Грань У всякой Семерти Свое Время Его Стояло Перед ним Так Близко Что Зэк Чувствовал Ее Землистый Запах Он К Нему Привыкал Она Не Взяла Его Точнее Не Приняла Дала Возможность Сказать Капитан Девчонка Здесь Ни При Чем Я Так И Думал Офицер Снова Стал Вежливым Попросил Повернувшись К Наташе Иди Домой Детка Мы Отведем Твою Собачку На Живодерню Она Поглядела На него Не Скрывая Сожаления Снова Взрослая И Строгая Поднялась На одну Ступеньку И Ушла Он Подмигнул Стоящим Напротив Автоматчиком Потому Что Хотел Выглядеть Бесстрашным Хотел Чтобы Наташа Видела Через Тюлевые Занавески На Перекошенном Оконе Ему Совсем Не Страшно Обыскать Приказал Капитан Подбодрив Автоматчиков Нетерпеливым Жестом Руки В гору Сержант Поставил Автомат На уровне Живота Выследивший Беглеца Дядя Левонтий Вывернул Из Галяшки Нож Ловко Обшлепав Карманы Быстрыми Профессиональными Движениями Выкинул Под ноги Сержанту Флягу С медвежьим Жиром Снять Сапоги Сержант Его Ненавидел Быстро Гадость Опуская Руки Зек Кулаком Наотмаш Ударил Дядю Левонтия В лоб Так что Локоть Откликнулся Гудящей Болью А следом Сам Получил По затылку Прикладом Автомата Они Рухнули Почти Одновременно Но первым Пришел В себя Зек Хватит Валяться Упоров Капитан Левонтия Иванович С постным Сейчас Все выглядело По-иному Не так Враждебно Посеченные Пулями Деревья Земля Схоронившая В себе Сотни Посланных Беглецов Пуль Были Обыкновенными Какими Ими Положено Быть У Приисковой Конторы Толпились Люди Отыскавшие Повод Для Безделья Они Обсуждали Ночное Происшествие Коротконогая Женщина В соболе Шапке И Соболем В воротнике Пришитом Грубыми Нитками К старому Залоснившемуся Пальто Заметив Зека Крикнула Вот он Бандюга Присмирел Сразу И Отмахнувшись От подруги Пошла Навстречу Шустро Перебирая Толстыми Ногами Зек Понял Женщина Была Пьяна Успел Подумать Хоть Праздник Людям Устроил И то Хорошо На том Мысли И Кончились Женщина Плюнула Ему В лицо Под Одобрительные Возгласы Толпы Вернулась На свое Место Подбрасывая В такт Энергичным Движением Вислый Зад Его Втолкнули В комнату Похожую На спичечный Коробок Посредине Стоял Фанерный Стол И шесть Самодельных Табуреток Портрет Портрет Сталина Как В ограбленной Кассе Был Забран В траурную Рамку Захотелось Встать Под Портретом Но Сержант Указал Стволом Автомата На табурет Рядом С которым Лежал Человек Упоров Не сразу Узнал Дениса Лицо Вора Потеряло Не только Цвет Но и Форму Оно Съежилось До размеров Детского Лица И больше Напоминало Маску Снятую С несчастного Пьеро Денис Как Вадиму Показалось Узнал его Пошевелил Ресницами На что Обратил Внимание Сержант И удивленно Произнес Живучий Шакал Покатал Голову Дениса Сапогом Прислушался После чего Произнес С видимым Удовольствием Нет Кажись Умер Еще До того Как тебя Взяли Пузыри Пускал На столе Деликатно Зазвонил Телефон И только что Вошедший Капитан Снял Трубку Ярцев Слушает Да Взяли Сараеву Поселенца Фамилию Забыл Разберемся Дрался Вернее Оказывал Сопротивление При задержании Гетсу Который Из Широкова Демобилизовался Мозги Подстряс Второй Уже Готов Или Почти Готов Празницы Нет Как и Толку Акт Будет Минуточку Ваша Спиридонович Капитан Ладонью Зажал Трубку Приказал Долговязому Солдату Дремлющему У входа С автоматом Шмыгалов Сбегай За фельдшером Солдат Встрепенулся Перекинув Через плечо Ремень Побежал Стуча По коридору Сапогами Шаги Еще не успели Заглохнуть А на пороге Комнаты Возник Улыбающийся Якут В армейском Ватнике С жирными Расчесанными На пробор Волосами Темные Проталины Веселых Глаз Прятались В тяжелых Складках Пористой Кожи Якут Был крепок И подвижен Словно Живая Ртуть Посаженная На короткую Шею Голова Поворачивалась Поволчи Со всем Туловищем И всякий Раз Такой Поворот Вызывал Невольную Настороженность Капитан Взглянул На вошедшего С наигранной Приветливостью Сказал В трубку Серафим Пожаловал Якут Показал ему Брезентовый Мешок Из которого Капала Кровь С добычей Продолжал Капитан Какие Там Соболя Наши Упущения Нет Еще Не видел Ярцев Подворотком Указал На промокший Мешок Кто там У тебя Серафим Якут Пошевелил Широким Носом С замкнутым Легким Обещал Народ Народ Подумал Все Все люди Ходят еще один человек в поношенном драповом пальто и солдатской шапке без звездочки. Человек был откровенно пьян, хотя старался по мере возможности скрыть свое нерабочее состояние. — Все, Важа Спиридонович, — крикнул в трубку капитан, — фельдшера привели, как всегда. — Я же сказал, привели. Минут через тридцать отправим вместе с покойным акт. — До свидания. — Изволю заметить, товарищ Ярцев, я пришел сам. Обидчиво выпалил фельдшер. — Нацепили, понимаешь ли, погоны. Думаете, можете унижать мое человеческое? — Да, да. Он не смог одолеть слово. Капитан миролюбиво прервал его. — Будет вам, Петр Платонович, надо подписать акт о смерти, и мы вас не задерживаем. Фельдшер рыкнул, обвел комнату неустойчивым взглядом. Наконец указал пальцем себе под ноги. — Этот что ли? Петр Платонович наклонился, поднял века, затем пощупал пульс Малинина. Выпитив вперед, влепленную хлебными крошками губу, с сомнением поглядел на капитана. — Он пока еще с нами. — Его нет. Петр Платонович, и перестаньте ломать комедию. Фельдшер вздрогнул, засуетился, повторив свою процедуру с веком и пульсом, сказал, не поднимая на капитана глаз. — Нет, тут все ясно, состояние агонии. — Он умер, — перебил Ярцев. — Вот здесь надо подписать. — А вы что ждете, Серафим? — Идите и получайте в кассе. Не забудьте передать привет супруге. Капитан взял со стола подписанный акт, сделал на ходу замечание фельдшеру. — Вы что, трупами закусываете? — Вонь такая. — Эй, Мамедов, задержанного в машину труп в сарай. — Шишев, распорядитесь, чтобы вымыли полы. Упоров положил стянутые наручниками руки на холодную ладонь Дениса. Зрачки вора смотрели в свое лихое прошлое. То был взгляд из окна вагона, когда уже не нужны слова. Лишь исходящий из бесконечной пропасти глаз покойного, отблеск вечности доставляет провожающим надежду на то, что поезд идет по назначению. В тюрьме его пять били. Били не юнцы, автоматчики, а досконально знающие свое ремесло профессионалы. Он ужом крутился под градом ударов, печень екала, взлетая к горлу. И та часть тела, куда метил тупой носок кованого сапога, за долю секунды неведомым образом знала о том. Такой молниеносный телеграф, сработанный диким желанием выжить. При этом весь мир колебался, подобно чашам весов, перегруженных нечеловеческой болью. Бить прекратили, когда он потерял сознание, после гвардейского удара. Старшина Жупанько вытер платком по одну шею, но, глянув на зека, заволновался. — Нет, ты девись, шаволица, — притворился симулянт. — А ну, хлопцы, еще разок по-гвардейски, так, чтоб его бабки икнулось на том свете. Гвардейский удар был личным вкладом Жупанько в дело перевоспитания беглецов. Но он говорил своим подчиненным. — Прежде чем человека допустить до строительства светлого будущего, с него необходимо стряхнуть темное прошлое. А як же ж? Даже за обеденным столом, пережевывая массивными челюстями пайковый гуляш, Остап Силыч думал о незаконченности возмездия. Того хуже симуляции наказуемого. Однажды, классический пример больших открытий, во время перевоспитания беглого вора по кличке Стерва, охранники, не сговариваясь, сделали паузу. Вор облегченно вздохнул. Тот сейчас четыре сапога одновременно подняли его над цементным полом карцера. Рыз! — Во! — радостно произнес Жупанько. — Це по-нашему, по-гвардейски. Стерва умер еще в полете, успев перед смертью послужить доблестному делу и внести свой личный вклад. Заключенный Упоров оказался ловчея доверчивого вора. Он извлек из опыта общения с улыбчивым Жупанько главное — «Не доверяй, не надейся, не расслабляйся!» И перенес второй гвардейский малыми потерями. Ему сломали два ребра, да вбили куда-то аппендикс, который чудом не лопнул. Полуживого зэка бросили в одиночку, а старшина Жупанько пошел, напевая любимую мелодию «Девлисью на небо». Мыть руки настоящим цветочным мылом столичной фабрики «Свобода»? Оба они еще не знали, что через час им придется встретиться снова, по обстоятельствам от них независящим. А пока Силыч жевал свой пайковый гуляш, язык лежал на нарах, верх лицом, хватая спертый воздух камеры короткими порциями, словно кипяток, пользуясь отведенной ему малостью вдоха и выдоха. Чтобы отвлечься от мыслей о будущем, он отводил их в прошлое. Но там путаницы было не меньше, и зэк пытался проникнуть в предпрошлое, в невременное существование, когда его зачатие еще не значилось даже в планах виновников. Они просто ничего друг о друге не знали. Маленькая еврейка и пианистка была домоседкой и втайне презирала своего брата-боевика, столь кровожадного, сколь и трусливого. А лихой командир кавалерийского отряда Буденного носился по полям гражданской войны и рубил головы тем, кто стоял на пути голодранцев и пьяниц в царство свободы. Все определил случай. Отряд Упорова остановился в Белой Церкви на двое суток. Первый вечер она играла Марсельезу, героически складывая две тоненькие морщинки над прекрасными черными глазами. Вторую ночь уже солировал командир отряда. Их единственный сын появился на свет после окончания мужем Академии Красных Командиров. Мама шутила. — Сергей, тебя хорошо подготовили. Сергей Упоров погиб в первые дни отечественные. Если бы это случилось раньше, мысль была не по сыновью жестокой, и он тут же нашел ей оправдание. Никто иной, как папа, завоевывал ему одиночную камеру. — Господи, какая боль! Лучше бы мне не родиться! Зэк ухватился за это и представил себя в резерве жизни маленьким, розовым, с крылышками. Тогда бы все получилось иначе. Точнее, ничего не получилось. Ни судей, ни тюрьмы, ни боли, а ты, укрытый от земных забот, безмятежно бы парил в мечтах влюбленных. Ему вправду полегчало, но совсем ненадолго. Зэк опять начал смотреть на миропорядок с грубой подозрительностью, решив, «Господь не сможет долго терпеть его бесполезные, мечтательные тунеядства. Когда-нибудь Вседержителю надоест, и он бросит тебя в потное сопение двух человеческих существ. С мрачной решительностью они совокупляются на грязной постели. Ты станешь вершиной их пьяного экстаза. Твое крохотное начало побежит по мочеточникам со скоростью равной напруге животных страстей будущего родителя. И там, в чреве женщины, неотягощенной бременем любви, обретешь плоть, в которой явишься на свет Божий сыном. Жупанько». Мысль выпрыгнула неожиданно, как холодная жаба на ладонь спящего ребенка, перепугав его до боли и отвращения. Он так разволновался, что схватил в горячах слишком большой глоток воздуха. Расплата наступила незамедлительно. Зек застонал, но все-таки продолжил спор с собственной гордостью. «Ну и что?» «Подумаешь, папа, чекист?» «Зато оставил бы тебе наследственную ограниченность. Спокойно отсиделся в ее стенах при любом режиме. Тебе сказали, ты сделал, сказали, сделал, сказали». Он повторял это до тех пор, пока не увидел, как Остап Силыч, перекинув веревку через березовый сук, тянет к ней, к чистому синему небу, Сергея Есенина. И тот, тоже синий, но еще чуточку живой, пытается всунуть пальцы между петлей и шеей. Красный, под напряжение жупанько, просит. «Сынок, пособи родителю!» А потом взял и закричал уже настоящим, до ощутимой боли знакомым голосом, чья веселая злость впилась в каждый нерв спящего зэка. «Встать, подлюка! Чекай отседовать симулянт!» «Папа!» прошептал, улыбаясь заключенный, понимая всю комичность ситуации, но оттого не чувствуя себя несчастным. «Шо?» опешил старшина, забыв закрыть рот. «Нет, ты только послуха, Легачев! Этот тип меня тядькой кличе! гонит, чешо!» «Осознал, должно быть!» отозвался из коридора Легачев. «На пользу пошло! Так бывает!» «Дурак-то Легачев! Седой, а дурак по всей форме! Такой разве осознает? Такой летять курит, но он не пощадит! Встать! Тюрьма горит!» И тут зэк почувствовал едкий дым, а затем опознал до конца Остапа Силыча, загородившего зеленой тушей вход в камеру. Он едва поднялся, едва поквылял держать за стену, даже получив увесистый пинок, не ускорил шага, не обиделся на родителя, но подумал. «Хорошо, что это животное не знает, кто моя мама». Мысль была забавная, с ней легче ползлось по заполненному дымом тюремному коридору. Пожар в третьем блоке тюрьмы был результатом поджога. Шестеро подследственных задохнулись. хата упорова оказалась в удачном месте, недалеко от служебного входа. Пролежи он в ней еще с часик, тоже бы задохнулся, но, как говорится, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Его бросили в общаковую камеру, переполненную разномастной публикой, доставляющей администрации лагерей не столько опасения, сколько раздражения. Мастырщики, прокалывающие грязной иглой ноги, злостные отказчики, барачные боксеры, бакланы, симулянты всех мастей, вольные на язык политиканы и вольнодумствующие педорасты. Здесь было трудно дышать, но еще труднее выжить от тесноты человеческих отношений. Пожилой благообразный зэк, штопающий черную косоворотку, глянув на сгорбленного упорова, распорядился незвучным голосом «Шпилявые кышснар». Этих слов оказалось достаточно, чтобы повергнуть в уныние двух играющих на верхнем ярусе чеченов. тем не менее они спрыгнули вниз, даже помогли ему забраться. Он лег поудобнее и смотрелся. Оказанная услуга не могла быть обыкновенным актом милосердия. Здесь никто не мог рассчитывать на милость ближнего, значит ты снова в чужой игре. Веселей от открытия не стало. Вокруг копошились люди, каждый искал спасения за чей-то счет, совершая поступки, коих не могла желать душа, но придумывал перепуганный мозг, придумывал, осуществлял, искажая человеческую природу таким невероятным образом, что казалось другого состояния для человека не существует, что это и есть истинное состояние. Рядом образовался цыган с серегой влево мухе и настоящей колодой карт в руках без единой наколки. Карты вели себя удивительно послушно, совершая цирковые трюки. Они то рассыпались веером, то прыгали из руки в руку хорошо обученными солдатиками, доставляя видимое удовольствие плутоватому хозяину. Цыган спросил скрипучим голосом. Шипко худо, братка. Тебе что, упоров не хотел осложнять себе жизнь лишними знакомствами? Просто Семен добрый человек, ему хороших людей жалко. Не лощи море, кто послал? Диек, шепнул цыган, и карты склеились в одну колоду. Первый раз слышу, ошибся, Мора. Не доверяешь, братка, мамой клянусь. Я все сказал привет маме. Эх, зевнул зек с посеченным бритвой лицом. Протяжно, но очень ненатурально. Глаза его притом были замерзшие, независимо настороженные. Миталлический скрежет в двери оборвал их напряженный разговор. Цыган обернулся на звук и ужом соскользнул снар, а через несколько секунд упоров потерял его из виду. Дверь открылась, угрюмый мятый старшина втолкнул в камеру Федора Опенкина. Федор пленул и поздоровался за руку с тем мужиком, который определил место на нарах упорову. Затем, как бы случайно, задержал взгляд на человеке, который читал старую газету, прислонившись плечом к нарам. Хай меня казнят, если хоть я был в таком приличном обществе, это же парламент, а не камера. Такие люди, народные артисты среди народа. Опенкин вытер руку о штанину и протянул ее крупному человеку с породистым линцом интеллигентного формазонщика. Думал, вы давно откинулись, Александр Николаевич. Вас заждались новые роли? Каштан кодезаметным движениям извлек откуда-то из-под пола пачку беломора. Увы, заключенный прилично сыграл разочарование, не спуская алчного взгляда с пачки папирос. Оставили еще на сезон в этом театре. Дело временное, успокоил Апенкин. Не завтра так через червончик откинетесь, держите вот от благодарных почитателей. Что вы, что вы, Апенкин? Артист сопротивлялся, уже держа пачку в руке. Махоркой обойдусь привычней. Вам здоровье беречь надо. Вы же не просто с моста легавый буду. И здоровье ваше народное, товарищ Ачаев. Было народное, подыграл ему артист, переходя на Феню. Пока меня не кинули через каркалыгу на пятьдесят восьмую, скользкую, как у последнего парчака. Федор оценил слова артиста поощрительной улыбкой, и сказал, махнув тонкой ладонью, обойдется. О, вдруг откуда ни возьмись, появилось нечто. А Петин указал пальцем наупорого. Ты-то как притусовался к приличным людям. Говорили и тебя грохнули. Получается, вторую жизнь живешь. Ну, Йора. Зэк скакнул на нары и блаженно вытянулся рядом с Вадимом. Он прежде осмотрелся и спросил шепотом, когда о нем уже забыли. Где вас повязали? В Таежном. Так же тихо ответил упоров. Денис решил взять кассу и уходить через Серафима. Взяли? Интерес был неподдельным, с легким огоньком в прищуренном глазе. Взяли. Мы кассу, нас менты. Дениса кончали на месте. Чалдона тоже шмальнули. Он грабки вскинул, а ему пуля в лоб. Погорячился мусор. Пельмень не жилец. За стадника ты ничего не знаешь, понял? Тех двух из опергруппы взял на себя Шура. Ты чистый. Скажешь, к хвосту привязали. За рыжье помалкивай. Не было рыжья. Федор задумался и с неудовольствием произнес. У ментов было бессудны право тебя кончать. Помиловали. Ты имя живой нужен. А вам? Спросил вспотевший от возмущения упоров. Кто-то вломил с опозданием. Топенкин не ответил, продолжая разговаривать сам с собой. Все было сделано умышленно. Это не вор или вор, но недопущенный. Короче, Вадим, сходка не хотела оставлять свидетелей. За тебя поручился Львов, а я само собой. Диак? Упоров даже приподнялся, превозмогая боль, и поглядел в глаза Федора. Никонор Евстафьевич воздержались. Больным сказался Никонор Евстафьевич. Ты его не суди. Вам жизнями платить. Ему еще и именем. А оно в воровской России сам знаешь. Скажи прямо, Федор, убрать решили? Не решили. Три глубокие морщины, одна на лбу, две у кончиков губ. Разделили его лицо на самостоятельные части. Федор переживал. Львов сказал, дурное дело нехитро, нож как крот слепой, а человек нам пользу принес. Он от своего не отступится, и я само собой. Псы вы, бешеные псы, «Тише, Вадим, тише!» Опенкин нагляделся по сторонам. «Прокурор может для тебя вышку попросить. Колодца все одно не надо. И знаешь, почему. Понял?» Бледный и обессиленный внезапной вспышкой ярости упоров глянул на него с внимательным презрением. «Ты так думаешь, ты же меня знаешь. Я жду ответа, Вадим. Пусть воры знают, не продам, не глупее вас. А кто посылал ко мне вон того цыгана? Он сказал, «Дьяк». «Ты что ему ответил? Послал подальше?» «Все правильно. Всех подальше. С цыганом разберемся. Могли и менты кидняк сделать. Мог и сам Никанор и вставь и вич. Успокой его, Федя. Он из этой кассы готов кого угодно сожрать». В эти минуты зэг презирал себя, как можно презирать постороннего человека, совершающего поступок, который осуждает его собственной совести и понимал, другой путь это смерть, столь же неизбежная, сколь и неожиданная. Возьми. Опенкин сунул в карман его телогрейки сверток с едой. «Тебя уже дергали?» «Нет, передай сходке. Серафим кончал Кафтана и тех, кто был с ним. Он мерзость». «Серафим?» «У них нечем было платить. Якут запросто так не рискует. Да и Кафтан только хилял вором. На самом деле крысятничал, грабил мужиков». «Хватит, Федор. Ваше право на суд мне известно. Когда-нибудь расскажу, как умер Денис. Сейчас иди, не в моготу мне от твоих разговоров». Ему не удалось заснуть. Он дремал, вздрагивая от криков и смеха изредка будораживших тяжелое забытье камеры. Вадим пребывал в полусонном состоянии до тех пор, пока вновь не заскрепила дверь. Тот же самый старшина вошел в камеру, а за его спиной появилось еще одно казенное лицо, суровое, чем-то приятное. Вадим подумал, для тюремщика такое лицо роскошь. Упоров на выход, Донцов на выход, Серегин на выход. Спина стала влажной, словно весь пот вывалился наружу из-за слабевших пор, и где-то в глухом закутке души затрепетал страх. Он поднялся, преодолевая навалившуюся слабость. Объявившаяся следом боль прояснила голову. Почаев помог ему спуститься, на что старшина посмотрел косо и сказал, «Не иди на место, артист». «Мое место на сцене, любезнейший». «Это еще как прокурор посмотрит, где твое место?» «А ты канай живей, симулянт, твоя песенка спета». Следователь спросил с вежливой полуулыбкой, «Вы любите удить рыбу упоров?» Вопрос с трудом перевалил через пухлую нижнюю губу, и при этом розовые щеки по-детски коротко схватили и выпустили воздух. Подследственный пожал плечами, не ответил, и вновь почувствовал, как мокнет спина. Чтобы успокоиться, сосредоточил внимание на большой, удачно перезимовавшей мухе, мерившей тонкими лапками свежепобеленную стену кабинета. «У нее есть цель». Он старался забыть о толстом, странном следователе, задающем дурацкие вопросы. «И у тебя есть цель, тебе надо выжить». «Вы ходит, не любите», вздохнул толстяк. «Я то думал, хоть и рыбалке поговорим, сделаем вашим, к сожалению, полная ясность. Из него вырисовывается личность, лишенная необходимых понятий о дозволенном и запрещенном. Для вас не существует запретов. Человеческие законы требуют для своего выполнения сознания. Такового в вас, судя по показаниям, обнаружено не было». «О каком деле вы говорите, гражданин следователь? Толстяк пошлепал губами, выразив таким образом сожаление, и запустив кудрявую шевелюру короткие пальцы левой руки, положил голову на ладонь. Ладонь провалилась в розовую щеку, большой добрый голубой глаз лежал прямо на кончике украшенного золотой печаткой мизинца. «Пораж поражаюсь вам, Мадим, комсомолец, парень из крепкой революционной семьи военных». «У меня мама пианистка». «Ничего страшного?» Следователь перебросил лицо на правую руку, успев при этом шмыгнуть маленьким носиком. «Мой отец дворянин?» Революция провозгласила честный призыв. «Дети за родителей не отвечают. Вспомните Павлика Морозова. На этом точка. Впрочем, пример не очень удачный, но ты меня прекрасно понял». И вдруг сын легендарного красного командира уходит в побег. Ворует, принадлежащих государству золото, убивает выполняющих свой долг чекистов, грабит кассу, стреляет по советским солдатам, не понимаю, мрак. Но идея справедливости требует, чтобы за всякое зло было воздаяние. Предположим, на мгновение невероятное. На суде прокурор твой дружок Дьяков. Толстяк озорно хохотнул и вытер носовым платком ладони. «Даже он будет вынужден вынести тебе смертный приговор». «Прошу тебя, Вадим, объясните мне, как такое могло произойти?» «Из перечисленных грехов, гражданин следователь, моих два, побег и касса?» «Если бы мы шли с золотом, на кой хрен нам так касса?» Следователь вскочил со стула, прикованного к полумассивной резной цепью, заметался по кабинету от зарешеченного окна к белой стене, щелкая от возбуждения пальцами. «Какая глупость! Ты все-таки думаешь, я жажду твоей крови? Да я же прекрасно понимаю, в твоем деле главная вина лежит на тех, кто стоит за твоей спиной!» «Возможно, и так, гражданин следователь?» «Георгий Николаевич, забудь о протоколе, хотя бы на время!» Следователь остановился, поднял плечи, отчего его большое мягкое лицо село прямо на золото погон и производило впечатление полной беззащитности. «Помоги моей вере в твою невиновность, Вадим!» почти с мольбой произнес он. «Дай мне почву, и я начну за тебя бороться. Твое преступление заключает в себе великую общественную опасность. Погибли три чекиста, а ты жив здоров. Еще требуешь справедливости? Нас не поймут, если не сумеем доказать, что преступление совершал кто-то другой. Вместе? Только вместе? Вот моя рука!» Упоров осторожно пожал пухлую ладонь, признательно взглянул на Георгия Николаевича. Тот пригладил волосы долгим тугим движением, полностью открыв высокий лоб. После десяти лет работы в следственных органах я почувствовал некоторую неуверенность, сомнение в том, что наказание всегда достигает необходимой цели. Георгий Николаевич вдруг спохватился. «Может, ты куришь, Вадим?» «Нет», ответил заключенный и подумал, не спуская со следователя внимательного взгляда. «Ты, дружочек, гладкий, похитреть яка будешь». «Тоже вот мой личный опыт подсказывает прощение и с некоторой долей нарушения законности порой бывает нисколько не вредно. Безусловно, в том случае, когда прощенный примет меру с надлежащим пониманием. Отдайте, и вам вернется, сказано. Но надо проявить не только сочувствие, но и соучастие в борьбе за выявление истины. Наказание невосстановимо. Сам подумай, можно ли вернуть жизнь расстрелянному. В соседнем кабинете мой коллега бьет подследственного лицом осеев, и тот дает показания, есть ли в них истина. Следователь доверительно наклонился, к уху упорого прошептал. Сомневаюсь. Ты должен, как комсомолец, сын красного командира, по-товарищески помочь мне. В общем, давай начнем по порядку. Расскажи, как убивали стадника. Вопрос был задан тем же доверительным голосом, он будто вполз ему в уши, чуть было не заставив поверить в искренность Георгия Николаевича. Зэк прикрыл глаза, понудил себя подождать с ответом. Без протокола, Вадим, каждый шаг следствия будем обдумывать вместе. Прошелестел приятный баритон. Зэк открыл глаза. Взгляд его был растерян, словно в толковании этих ясных слов. Он нашел для себя скрытое оскорбление. Да вы что, Георгий Николаевич, я же его за день до того дня видел, как вас убили, значит, или шутите? Чепуха какая-то. М-да. Толстяк потух, опустив в стол глаза, но затем трогательно всплеснул руками, словно собираясь обнять самого себя. Нет, ты мне действительно симпатичен, однако прикинь, кого защищаешь? Вся страна сегодня встала на борьбу с этой гнилью. Она будет полностью уничтожена, а вы, боксер, боитесь назвать имена тех, кто убивал. Я знаю, они сделали это без вашей помощи. Следователь вынул носовой платок, протер, под стоящим воротничком дряблую шею. Определи, Вадим, свое место в нашей общей борьбе, но сделай это не в глубине своего падения, а на взлете человеческого я. Испытай себя внутренней свободой, тогда завтра может быть солнце, друзья, море, любовь, но может завтра просто не быть. Ну, выдаёте, Георгий Николаевич, натурально заволновался зэк, что же мне чужую мокруху на себя грузить? Для установления доверия живым его помню, мёртвым нет. Не торопись, Вадим, портите наши отношения. На некоторые вопросы у меня есть абсолютно точные ответы. С них бы и начинали, Георгий Николаевич. Всё расскажу, как оно было. Думаете, мне помирать охота? Дверь кабинета неслышно распахнулась, из коридора донеслись чьи-то голоса. Следователь вскочил и вытянулся в струнку. Важа Спиридонович Марабелли стоял, упершись рукой в дверной косяк. Упоров тоже поднялся. Рука на косяке держала его взгляд. Он уже видел в этой руке пистолет, неизвестной ему марки. Ствол направлен в сторону шагнувшего из строя полосатика. Встать туда, где был, предложил ему начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Полосатик имел три ордена славы всех степеней, но тогда это не имело никакого значения. Он шел и повторял нудным голосом человека, недорожащего такой жизнью. Встать этих подонков умирать не хочу. Стреляйте, гражданин начальник. Три последних слова будили его по ночам. В них жило то самое состояние, которым окрылялся он сам, когда в минуту отчаяния желал найти свой сокровенный час и предложить при всех кому-нибудь из охранников стреляйте, гражданин начальник. Борабелли выстрелил, полосатик упал на снег, но поднялся и сделал шаг на следующую пулю. Пистолет вернулся в кобуру, а рука ослабла, стала такой же, как эта, на косяке двери кабинета следователя. «Кто кого допрашивает?» спросил Важа Спиридонович. «Беседую с последственным заключенным упоровым, товарищ полковник». «Беседуешь, значит, с кем?» Жеребячья улыбка открыла сверкающие зубы грузина. Его бешенством уже был заражен воздух кабинета. Полковник, казалось, излучал ненависть в чистом виде, независимо от произнесенных слов. «А ты почему живой сволочь? Это же бандит скачков. Бандита допрашивать надо, как бандита, а ты беседуешь. Десять лет в ЧК. Но, товарищ полковник, вся иди думай, где работаешь, с кем борешься. Я с ним буду по-своему беседовать». «Слушаюсь, товарищ полковник». Капитан скачков не очень ловко щелкнул кабуками, но на подследственного взглянул ободряюще. Дверь за ним закрылась, Марабелли устало махнул рукой. «Садись, в ногах правды нет». «И у тебя ее нет, потому что ты жертва». «Сильный человек с мелкой душой, за столько лет не познавший принципы правила жизни, каждый должен отвечать за свое. Ты ответишь за всех». Полковник остался стоять, поджарый и сильный, будто только что спрыгнувший с коня джигит. «Тебя расстреляют». «Должно быть, гражданин начальник осмелился поддержать разговор подследственный. Его неудержимо влекло продолжить игру того полосатика, тем более, что пистолет неизвестной ему марки был на месте. «Никаких сомнений, слово чекиста. У тебя пусто, все шансы у прокурора, а он не твой родственник, верно? Вышка, пуф, один раз и ты свободен, согласен?» «Моего согласия не требуется, гражданин начальник». «Думаешь, значит, хочешь жить». «Ты много успел рассказать этому комсомольцу?» «Он спрашивал меня про убийство стадника. Я не убивал, гражданин начальник. В это время я был в побеге. А Горсткого на Волчьем перевале не скромничай. Есть свидетель. Говорит, тогда вам должно быть известно, гражданин начальник. Горсткого я не убивал, у меня и оружия не было. Не дали». Упоров поднял глаза. Начальник отдела по борьбе с бандитизмом улыбался той же яростной улыбкой. «Он скажет то, что скажу я. Ты должен об этом помнить. Такой еще молодой. Давай по-простому, без объяснений в любви». «По одному плану работают благодетели». Успел сообразить упоров, прежде чем подполковник продолжил. «Ты говоришь, куда ушел груз. Я спасаю тебя от расстрела. нарушение закона, совершенное под принуждением проступок, заслуживающий снисхождение. Кстати, этот колос куда подевался?» «Не знаю, гражданин начальник». «И правильно делаешь. Иди. Хорошо думай». «Но я не знаю, о чем, гражданин начальник. Груз какой? Думай, такой еще молодой. За чужое похмелье жизнь положить хочешь? Тебе это нужно?» Он распахнул дверь, ударом ноги позвал. «Георгий, иди сюда, продолжай беседовать. Может, он думать начнет?» «Ты вроде бы не безнадежный, товарищ полковник», сказал со скрытым значением скачков. «Запугали человека? Сами знаете, как бывает». «Я это знаю. Он пусть сам о своей жизни заботится. Прокурор торопит из общей камеры убрать». «Нет одиночек, гражданин полковник». «В 36-ю там Рассветов с бандой». «Не беда, он тоже бандит». «Посмотрит, поймет». Георгий Николаевич мялся, перекладывая на столе листки протокола допроса, всем своим видом подчеркивая, он не одобряет полковника. «Как снег на голову свалился, мне очень неприятно, Вадим, но сами понимаете, приказ есть приказ, этот Рассветов настоящее чудовище? Вы бы подумали и рискнули на правду. Один мужественный поступок, и вы в безопасности, разве это золото, кстати, вам не принадлежащее стоит? «Какое золото! То мокруху шьете, Георгий Николаевич, то золото! Давайте заодно и азовский банк на меня грузите!» Капитан разочарованно вздохнул. Он был искренен и твердо верил в свою искренность. Только подследственный догадывался о чем-то другом, слушая самую низкую, недоступную нормальному слуху ноту тайного умысла, руководившего всем движением дела. Он был фигурой второстепенной, главный объект притяжения воровская касса. «Мужайтесь, Вадим!» напутствовал его Георгий Николаевич, поглаживая левую ладонь правой. «Вас обязательно проснется надежда, вас кровь революционера, дам вам один совет, в камере не поддавайтесь на провокации, проявляйте терпение в своих же интересах». Подследственному даже показалось, что капитан погладил его спину мягкой ладошкой. «Такой ласковый!» В тюрьме каждая дверь скрипит по-своему, будто их настраивает плотник, психолог с музыкальным образованием и знанием слабости человеческой души. Ржавый голос навесов поражает психику сжавшегося новичка, как дополнительное наказание, поднимает остатки собранного по крупицам мужества. По ту сторону порога заключенный стоит еще не сломленный, но готовый сломиться. Камера об этом знает. Хотя упоров переступал не первый порог, скрип двери подействовал на него разрушающе. Он увидел перед собой затянутую в тельняшку грудь, с трудом поднял голову, чтобы взглянуть в лицо человека преградившему ему путь. Ничего не выражающие глаза торчали из подобритых бровей потухшими стекляшками. Бледно-розовый шрам пересекал рябое плоское лицо, которым можно было пугать даже взрослых. Человек открыл рот, полный золотых зубов. Ну, конечно же, он спросил масть. Упоров знал, банда Рассветова не щадила ни сук, ни воров. Резали всех, и дьяк говорил, почище большевиков будут. Вадим убрал с плеча тяжелую ладонь гиганта, сказал, осторожней, у меня сломаны ребра. Сломаю шею, если не назовешь масть. предупредил человек в тельняшке резиновым голосом и засопел пяля пустые глаза. От той злодейской пустоты по коже бегут мурашки. Заключенный я, говорит упоров. От окна, где стоял перекошенный но крепкий стол, раздался добродушный смех. А он веселый, пусти его ведьма. Епифан, Петя отбросил кони. Куды девать ума не приложу, почесал плешивый затылок Епифан. Под дверь там ему спокойней будет. Ведьма наконец освободил дорогу упорову и он увидел хозяина банды. Рассветов сидел под забранным в мощную решетку окном, одетый в желтую атласную косоворотку. Он указал упорову на место, куда тому надлежало лечь. Опять с противным скрипом открылась дверь камеры. Не дрожите, пророк катал Рассветов. Казнить вас будут утром по расписанию. Втолкнули высокого зэка с русой кудрявой бородой. Он споткнулся о труп у порога, упал плашмя, беспомощно разбросав худые руки. Легай рядом с Петром земля. Можи из него крест сделать такой сухущий. ша остановил остряков хозяин банды. Это монах. Подними гостя, ведьма. Упоров признал его не сразу. Заключенный был худ и желт до такой степени, что его вполне можно было ставить вместо креста на кладбище. Лишь глаза по-прежнему голубели чистыми глубокими родниками. Ведьма одной рукой поднял монаха и, не упуская на пол, усадил рядом с Рассветовым. Постерся попик в мирских заботах. Юрий Палыч оглядел его сочувствием. Все в добре совершенствуешься, а она вещем платит. Странный заключенный молчал и, похоже, слушал сам себя, не обращая внимания на грозного главаря банды. Рассветова его настроение не обидело. Было видно, его томила внутренняя неустроенность, и он хотел ею с кем-то поделиться. «Презираешь меня, Кирилл!» спросил со вздохом бандит, стараясь изобразить на закаменелом лице подобие доброты. «Презирать мне не дано!» ответил монах и, упоров вспомнил этот бесстрастный баритон на плацу лагеря Новый. «Человека, существа духотворенного, разглядеть в вас, простите, не могу. Нет в вас человека, Юрий Павлович!» «Цейц, падаль, небритоя!» рявкнул ведьма, пинков отбросив монахов к стене. Рассветов поднялся, оказавшись одного роста с ведьмой. Вначале поглядел на него так, что тому стало не по себе, осторожно поднял руку и щелкнул ведьму по носу. Снова застыл, обдумывая свои будущие действия. Весь поникший, грустный, израненный внутренними распрями, но наконец он решился и сказал «Чеши, отседава, баклан!» и со всего маху пнул под зад оробевшего уголовника кованым сапогом. К разговору он вернулся после того, как монах, не торопясь, поднялся с пола и отряхнул свои убогие одежды. Выходит, презираешь меня и уйду я нынче без отпущения, но ведь других-то мне известно, кто худое творил. Ты исповедовал. Христос во время распятия молился за палачей своих, да еще говорил «Не ведают, что делают, так, нет, выше Христа себя ставишь». Поднес к шершавому лицу монаха прищуренный глаз. Ждет с затаенным интересом, так что и не угадая, шутит он или на самом деле желает каяться. грех грех ваш зрячий Юрий Павлович, как и темный способ вашей жизни. Верните ее дарителю воздаянием, и бесы веруют, веруют и трепещут. Рассветов уважительно протянул «Да, без высшего вразумления так не скажешь». «Есть получается путь за гробом, а куда по нему поведут нас неизвестно». «Ну да ладно, поживем, увидим». Юрий Павлович повернул голову к нарам, позвал. «Иди-ка сюда, сиделец, глянь, Кирилл, на человека. Зачем, думаешь, они этого арестантика послали?» «Здравствуй», поклонился Вадиму монах. «Чтоб мы его пидором сделали?» «Он достойный человек». «Это ты мне говоришь, Кирилл? Им скажешь». «Они меня не слушают». Рассветов вздохнул, «Ах, господи, темный ухожу! Стоило творить этот мир, чтобы он стал таким». Утром бандитов выкликивали по списку. Переодетый в чистое белье, Рассветов спросил, положив к ногам отца Кирилла холщовый мешок, «Что передать Богу?» «Он все знает, Юрий Павлович?» «Тогда прощайте». Рассветов повернулся, и монах трепетной рукой перекрестил его мощную спину. Рука упала, но он стоял, утомленный внутренней борьбой и сопротивлением, погруженный в свои раздвоенные чувства. «Меня возможно тоже расстреляют», неожиданно для себя проговорил упоров, про которого до самого утра так и забыли бандиты Рассветова, отсчитывающие скоротечные часы до утренней казни, и окончательно не желая льстить слабости, добавил, «Расстреляют?» «Так грех велик», отвлекся от трудных мыслей монах. Его сочувствие было неоскорбительно, спокойно, он как-то сумел не заметить стоящей за признанием смерти, отнесся к ней как к чему-то естественному, безопасному, словно речь шла о смене суток, и после предполагаемой им ночи непременно наступит день, так и положено. Вадим тоже не укололся о его спокойствии, слова ответа получились рассудочно терезвыми, посторонними к глубоким переживаниям, «Нет доказательств безгрешности, они есть, только слабее их желание убить меня». Он рассуждал, выслушивая самого себя, не ощущая, и в том действительно было что-то напоминающее исповедь, ничего острого в будущей своей судьбе, словно она ушагала уже от него гремя кованными каблуками сапог бандитов Рассветова. И та ярость, что стояла впереди произносимых им слов, оказалась вовсе не нужна. Он ее стыдился, как стыдился слабости, выходя на поединок. Пока разбирался в чувствах, рядом чуть распевно зазвучал баритон монаха. «Прощайте пламеней врагов, вам причинивших горечь муки, дружней протягивайте руки, прощайте пламеней врагов. Страдайте стойчей святей, познав величие страдания своим потомкам в назидание. Страдайте стойчей святей!» Отец Кирилл держал в ладонях, как неоперевшегося птенца, кусок хлеба, оставленный расцветовым, вдыхая почти умерший запах ржи. Глаза его были полузакрыты, он походил на человека, который видит путь уходящих слов и верит в их возвращение. Еще целительное свойство звуков, наполненных святым озарением грешного сочинителя, несамотвластным над тем, что учредил ему даритель талантов. Несколько минут они сидели в благоустроенной тишине, ею наслаждаясь. Гиппиус осторожно произнес запретное имя бывший штурман. Нет, улыбнулся внутренней улыбкой монах. Игорь Северянин, Гиппиус люблю такую. Хочу дойти, хочу узнать, чтоб там обняв его колени и умирать, и воскресать. Он вдруг как-то естественно забыл про стихи, обращаясь к Вадиму, неким особенным образом перевел настроение разговора в просительную форму, через которую передал свое отношение к его заботе. «Покайтесь искренне, путь откроется». «Перед кем?» спросила очнувшаяся в нем ярость и повторила, заслонив своей горбатой спиной сжавшееся раскаяние. Ярость была сильнее и знала ей есть что скрывать. «Перед кем?» Слыхали, что сказал Рассветов? «Зачем нас сюда кинули?» «Палачи!» «Они тени, их нет в настоящей жизни, сотрясений воздуха и разрушения плоти, раскаяния ждет Господь». «Так прямо и ждет, нужен я ему». «Нужен». «И душевные способности дарованы нам для общения с ним пренебрегаем даром молчи, поп, молчи, не трави душу, мне вышка корячится, а ты мозги полощешь всякой хреновиной». Он захлебывался чем-то гадким и горьким, сопротивляясь тому, что произносил в полный голос, почти кричал не в силах понять и оценить произносимое. Все внутреннее, непрочное устройство его пошло в разнос. Пережитое стало горой хлама, с которой он изрыгал прорвавшийся страх на скорбного отца Кирилла. Потом слова стали обессмысленным шумом, страсти почувствовали немое сопротивление, уперлись в него точно в упругую запруду. Сила их ослабла. В обессиленную тишину вводились строгие слова, произнесенные не в оскорблении. «Вы малодушный человек, Вадим, души в вас маловато». И отец Кирилл вздохнул, а больше ничего не произошло до того самого момента, когда в камеру вошел начальник отдела по борьбе с бандитизмом полковник Морабелли в строгом кожаном пальто. Но он сказал «Безобразие! Забыли преступника?» После этого перевел взгляд спокойненько на двух живых зэков и удивился еще больше «И этих забыли? У тебя плохая память, сироткин!» От Морабелли пахнет новой кожей и свежей землей, словно он лично копал могилу для бандитов Рассветова. Важа Спиридонович водит по камере запахи как свиту, и вместе с ними гуляет прибоднятое настроение полковника. «Слушай, Тихомиров, зачем говоришь «Бог есть»?» Ленин сказал «Бога нет». «Ты говоришь «есть». Кому советский человек должен верить?» Смешно. «Всех понимаешь возмутил?» «Ты же грамотный заключенный, а рассуждаешь будто мистик. Уведи шарлатана Сироткин с моих глаз и уберите труп». «Куда прикажете, товарищ полковник?» «Попа в зону, труп, естественно, в столовую». Он засмеялся, однако, повернувшись к упору, точно бритвой обрезал смех и даже приятные запахи, с которыми появился в камере. «Твое будущее зависит от желания сказать мне правду. Не все бандиты отнесутся к тебе как Рассветов. Понял?» Упоров промолчал. Казалось, он полностью согласен с тем, что говорит начальник отдела по борьбе с бандитизмом или просто не в состоянии подыскать нужные слова. Марабели отбросил полу кожаного пальто немного картинным жестом и вынул из кармана Галифе белоснежный носовой платок. Вытер шею под стоячим воротником кителя, улыбнулся, хотя луповатые глаза были полны черного гнева. «Молчишь? Молчи, молчи! Ломай из себя блатюка! Напомни, когда воры узнают, что ты их вложил!» Заключенный с отчетливостью проясненной бордовой вспышкой представил последствия замысла ваше Спиридоновича, но сохранил видимое спокойствие. «Станешь Виолеттой или Лизой? Ха-ха! Красивое имя для моряка, не правда ли? Только потом тебя расстреляют!» Полковник запахнул пальто и, продолжая улыбаться собственному остроумию, вышел из камеры. Холодный пот выступил на лбу заключенного, но он подумал, чтобы уберечься от вхлынувшего в сердце отчаяния. «Плохо шутит, гражданин начальник!» Следователь сорвался на шестом допросе. Полетела слюна на желтые листки протокола, а щеки запрыгали двумя розовыми мячиками, и капитан Скачков потерял вкрадчивое обаяние. «Вы сами ведете себя к высшей мере. У меня нет сил бороться с вашим упрямством. Пусть его оценит Советский суд». «Пусть?» согласился Упоров. «Мне гражданин начальник все равно». «А мне не все равно», пыхтел обиженный следователь. «Они профессионалы, негодяи. Ты их жертва. Ты же протестовал в душе, когда на твоих глазах совершались кровавые преступления. Не прячься, Вадим!» Скачков подкинул на ладони листок протокола. «На тебя вина легче пуха, я-то знаю, в этом кабинете побывал не один самоубийца. Одно дело мои знания, другое суд. Он оценивает только факты, добытые в ходе следствия. Пошевели мозгами, ты оконечность жизни. Уйдешь по глупости и уже не вернешься. Отменить приведенный в исполнении приговор не может и никакой запоздал я раскаяния. Поэтому говорю правду сейчас... Подследственный поднял глаза, в них застыл отчаяние. «Пишите все, что считаете нужным, подпишу». Капитан откинулся на спинку стула, выдернул под столом коротенькие ножки. Стал похож на обманутого жизнью мальчишку из зажиточной семьи. «Ты самоубийца, Вадим!» «Так подпишу же, гражданин следователь!» «Что ж, пройдем еще раз всю цепь вместе». «К побегу вас склонил Михаил Колос». «Было дело». «Бежите через водовод». «При убийстве стадника не присутствовали?» «Боже, упаси!» «Я ж его уважал!» «Солдата и старшину из обергруппы!» «Пельмень застрелил!» «Дайте очную ставку в глаза скажу!» «Кто был за рулем в машине?» «Миша!» «Он по глупости залетел, и я вместе с ним». «Далее!» «Ночью разделились!» «Они своей дороге, а мы с Малининым своей!» «Михаила с собой звал!» «Кто ударил часового?» «Я!» «Стоп!» «Часовой нам Оленина показал!» «Я ударил, гражданин начальник!» «Чего темнить, если виноват?» «Зачем стреляли по солдатам?» «Почему не сдались?» «Перепугался, больнул пару раз в небо и деру!» «Каким образом вы оказались в сарае Камышина? Вы с ним знакомы?» «Вот так номер!» «Мелькнуло в голове!» «Девчонка-то Камыша племянница!» «Куда смог, туда и нырнул!» «Ваши-то на хвосте висели, пощады от них, после того, как пельмень двух кончал, не ждал?» «Значит, Камышина вы не знаете?» «А откуда мне вольных-то знать? Первый раз бегу!» «Выясним!» Скачков поднялся, весь загадочный, крикнул в полуоткрытую дверь. «Дежурный!» Вместо дежурного вошел Марабелли, снимая на ходу перчатки, а немного погодя, дежурный внес два стула. «Лицом к стене!» приказал срывающимся голосом Скачков. За спиной посуетились, скрипнул стул, раздался знакомый, вызывающий уважение голос. «Благодарствую!» Послышался хруст. Должно быть, кто хрустел пальцами, нервозный Скачков. Он сказал об ответственности за дачу ложных показаний, пошмыгал носом, после чего спросил Визгриба. «Вы знаете этого человека?» Вызванный для опознания иронически хмыкнул. «Затылка, не каждого родного опознаешь. Повернитесь у паров!» Заключенный выполнил распоряжение и встретился глазами с равнодушным взглядом Камышина. Лицо белоговородейца изменилось до неузнаваемости. Оно порозовело, морщины расправились, пушистая борода осаниста расположилась на сиреневой вайковой рубахе, придав всему облику опознавателя благообразный вид. Камышин смотрел как бы с портрета, сделанного хорошим фотографом в начале века. Чуть погодя, глаза, подернутые тенью внутреннего недоумения, сощурились, чтобы внимателен рассмотреть исхудавшего зэка. Заключенный вправду разволновался. Не ошибся ли, может, кто другой принимал от них тяжелые мешки с грузом, так заинтересовавшие полковника Марабелли? «Чужой!» «Таких не знаем», провасил Камышин, перестав разглядывать Упорова. «А вы, гражданин Упоров, знаете сидящего?» «Да уж такую бандитскую рожу запомнил бы». «Товарищ следователь, оградите от оскорблений», попросил, не меняя выражения равнодушного лица Камышин. «Прекратите лишние разговоры Упоров. Вы, Камышин, объясните нам, каким образом он попал именно в ваш сарай?» «Да мудрено ли дело для лихого Катаржанина?» «Почему ваша племянница пыталась его накормить?» «Кому живого человека не жалко? Коснись даже вас, товарищ Марабелли, а дети они все добрые?» «Не такой уж одна ребенок, семнадцать лет, жених ходит». «Женихов не приваживаем рано, откуда есть знать было, перед ней злодей, лицо человеческое?» «Тебя за бандита принял, хе-хе, ты почему с охоты пустой вернулся?» Бывший белогвардеец подарил полковнику недобрый взгляд, пригладил широко ладонью бороду, после ответил вопросом на вопрос, «Меня на допрос вызвали или на опознание?» «Отвечайте!» прикрикнул скачков. Камышин поднялся со стула и сразу навис над капитаном, вставшим на дыбы медведем. Говорил он поверх вздернутой головы следователя, никому не обращаясь. «Покорнейше благодарю за приглашение. Закон мы не только уважаем, но и знаем». Полковник усмехнулся, сказал, «Посиди немного, скоро закончим». Камышин слегка поклонился начальнику отдела борьбы с бандитизмом и сел. Делал он все степенно, естественным образом, но вид его показался Вадиму незаслуженно самодовольным. «Возьму да раскалюсь», подумал про себя зэк, «Сразу рожу сменишь». На него напал смех, и он напрягся, чтобы смех не вылез снаружу. Веселье закончилось легким обмороком. Пальцы ватно хватали край стола, чтобы удержать потерявшие крепость тела. «Пость сидит», пришел издалека голос, «Видишь, совсем белый». Далее последовал вздох, и тот, кто вздыхал, осуждающий произнес, «Шкодить умеют, отвечать духу не хватает». «Хлебкий народ нынче садится, товарищ Марабели». «Да, Камышин, ты прав, но он еще не все сказал. Иди, понадобишься, вызовем». К заключенному прежде пришла тошнота, а следом за ней вернулись краски и голоса. Все стало таким, каким должно быть, только тело стягивало поперечная боль. «Распишитесь упоров здесь и здесь, дежурный, заключенного в камеру». Он сложил за спиной ладони и пошел, сожалея, что не расхохотался. В психушку бы отправили, оттуда, говорят, двое бежали с концами. Лезвие ножа застыло у самого горла. Затем он увидел гостей, всех сразу, как в блеске зараницы. Их было трое. Четвертый мгновенно исчез за дверью, оставив в камере пристальный лисьий взгляд. Зэк вспомнил похороны деда. Надежный дубовый гроб святыми ручками, черный бархат, льняная рубаха, таинственный невесть, откуда взявшийся запах ладона. Зеркала по недосмотру стояли в белых саванах простынок. Отец потом ругался, но не громко и без злобы, просто, чтобы высказать свое партийное отношение. Деда провожал почти весь город. Тебе суждено умереть на нарах, как и положено настоящему бандиту. Похорон не будет. Он не успел пожалеть о похоронах и подумать о том, что прежде смерти будет боль. Его окликнули «Здравствуй, Вадим!» Иезуит улыбался как старому знакомому, но нож все еще был у горла. «Здравствуйте!» — прохрипел упоров. «Вы что, не можете без примочек? Убери перо!» Нож убрали. Тут же сутулый зэк с хищным лицом и белыми ухоженными руками удачливого картежника спросил. «Куда ушла воровская касса?» Нож застыл в сантиметрах в десяти от его шеи. Он успел сообразить. Они сами по себе их никто не посылал. «Какой груз! Баклан поганый! Какая касса! Ты что буравишь? Мне вышка за мусор корячится!» «Не хипишуй, Вадим! Нас сходка послала! Вы уходили в побег с воровской кассой!» «Я уходил с одной пиковиной, деньги ваши в глаза не видел! Мусора с тем же вязнут! Надоело!» «Да ты что буравишь, лох поганый! Там же рыжье было!» «На мне какая разница? пустой уходил!» таежном бомбанули медведя, на том и опалились!» «Слышь, язвит! Разреши ему брюхо вскрою!» свистящим шепотом предложил незнакомый Вадим язык. «Нуждаешься в моей жизни?» спросил упоров, чувствуя, что тот действительно хочет его убить. «Тем не менее заставил себя расстегнуть телогрейку, затем рубаху!» «Режь, забирай, у меня больше ничего нет!» Сутулый зэк режительно спрыгнул с нар, но и иезуит оттолкнул его к стене. «Потерпи, Гоша!» «Что говорил камыш на очной ставке?» «Запахни, запахни, гнидник-то! видали мои животы и что в животах видали!» «Ну?» «О чем с тем бесом говорить?» «Первый раз вижу!» «Погляделись, да разошлись при своих интересах!» Из-за двери выскочил незаметный зэк с лисьим взглядом. «Линяем!» «Мусор волнуется!» «Сейчас!» Иезуит почесал за ухом. Он был явно разочарован разговором и, продолжая обдумывать ситуацию, смотрел в лицо упорого бесцветными глазами уснувшей рыбы. «Помни, убить тебя никогда не поздно!» Глаза его начали наполняться злобой, готовой выплеснуться в удар ножа, и упоров уже знал. Теперь надо только слушать спокойно и внимательно, чтобы не возбудить действия. Он и так сделал. «И мы убьем тебя, если ты дышевнешь, фартовый. Говоришь, вроде бы, складно, но веры нет у меня. Сомневаюсь. Пока прощай». «Странное дело. Заключенный смотрел вслед своим несостоявшимся убийцам, но думал о той зеленоглазой девчонке в подшитых кусками автомобильных покрышек валенках. Ей уже семнадцать, и ее зовут Наташа Камышина», сказал зэк вслух. «Очень приятно. Меня зовут Вадим. Должен заметить, у вас серьезный дядя, а вы такая милая». Казалось, все его заботы сосредоточились в огромных глазах юного, длинноногого существа, но следующее открытие отсекло радость одним махом. «Кто их послал?» Зэк поднялся на нарах. «Если Марабели, то это была просто проверка твоих показаний, а если дьяк, ему есть о чем беспокоиться, и когда-нибудь тебя попросят залезть в петлю, чтобы не волновать старого вора». Для него ночь кончилась. Он метался по камере, ловил в шеи, нянчил сломанные ребра и искал выход. Но войти в игру оказалось куда легче, чем из нее выйти. Игра продолжалась. Он стал в ней козырем. Когда судья произнес к высшей мере наказание, Вадим постарался не думать о том, что стоит за приговором. Он смотрел в зал, прошел глазами золото погон, ответил грустной улыбкой на торжествующий взгляд женщины, которая плюнула ему в лицо у конторы прииска. Ей и сейчас очень хотелось крикнуть «Ура!», но она не рискнула, задушив в себе рвущиеся наружу желания. Наконец он увидел то, что искал. Из-за плеча надменного полковника Полостова выглядывал большой зеленый глаз, розовое от волнения ухо и тугая коса на прямом плече. Зэк ей подмигнул. Знакомый глаз болезненно сузился, зелень поблекла и появилась слеза. Сидевший рядом с ней бравенький лейтенант из оперативной группы что-то сказал, с опаской поглядывая на полковника. Она не ответила. Приговоренный улыбнулся. Ему была приятна строгость девчонки. По лейтенанте думать не хотелось, как ее тяжелых шагах за дверью камеры на избранном кем-то на рассевете. Часто умирают только трусы. Приговоренный глядел прямо перед собой направляясь в сторону воронка. Ты умрешь один раз? Опять мелькнула Наталья Камышина в серой толпе любопытных. Я тебя люблю. Слова приговоренного напугали одного из солдат. Тот скинул автомат на изготовку. Упоров хотел оставить признание на свободе. И всю дорогу от поселкового клуба до тюрьмы наслаждался своим поступком, не допуская к себе и не пытаясь осмысливать, как свершившийся факт, приговор выездного суда. Борьба с самим собой началась в камере. Он прочувствовал, для чего дается приговоренному томительный срок ожидания, истончающий до нельзя душевную защиту, с тем, чтобы позволить страху за потерю тела потоптаться козьими копытцами по голой душе. Ко всякому человеку придет смерть. По приговору она чужая, и неминуемое ее приближение поистину ужасно. Остановить вспыхнувший внутренний хаос помогла мысль о помиловании. Зэк вцепился в нее, как удопающий в спасательный круг, сел на нары, мысленно начал писать текст прошения, и увидел, что рядом стоит кружка с чаем. Они начали о тебе заботиться. Плохой признак. В недоверии к сочувствию тоже нет ничего хорошего. Главное, чтобы побыстрее устали нервы. Тогда ты заснешь. Приговоренный закрыл глаза. Облегчение не пришло. Наоборот, темнота, как в стоге сена, начала всасывать густой холодный мрак. Но сейчас все походило на погоню. За ним гнались неизвестные существа, окутанные чадящим дымом черной свечи. Он подождал их приближения и поспешил увидеть свет, осторожно протянул руку, погладил чахлый луч солнца, протиснувшийся к нарам сквозь зарешеченное окно. Вошедший в камеру дежурный, поглядел на него дружелюбно, поставил на нары миску с дымящимися щами. Заправляйся, щи с мясом, от них пользы больше, чем от пустых мыслей. Сказанно ломким баском с непривычной для служаки теплотой. Ему хотелось быть добрым, и приговоренный почувствовал желание старшины, но от этого еще больше захотелось жить, делать кому-то добро. Зэк промолчал, не зная, как выразить свое состояние, чтобы никто не перепутал его со слабостью. Он еще был чуточку гордый сверху, словно посыпанный маком бублик, и крупицы гордости только усиливали чувство душевного одиночества. Подобревший охранник ничем не мог помочь, да и никто другой, разве что отец Кирилл. Хочу дойти, хочу узнать, чтоб там, обняв его колени, и умирать, и воскресать. Посеянная монахом надежда перешла обыкновенное любопытство. Зэк уже на полном серьезе старался совместить ее со своим опытом выживания в сейфе, и умирать, и воскресать. Сегодня хочется только воскресать, жить, не думая о смерти. Ты к ней не готов. Пределом твоих сил оказался приговор. За ним ничего не видишь. Ты как все. Отец Кирилл, откуда у него и есть ли? Есть. Оно живет и движет человеком на земном пути, возможно, и не совпадающие с его волей и интересами, но и не встреч им рядышком. С тем он уходит. Ты же в абсолютном непонимании, неготовности принять судьбу. Зажег свечу другого цвета. А много ли тех, кто проскочил мимо соблазна? Монах. Жить как он страшный выбор. Не твой. Теперь бы любой хорош, да прошло не станет настоящим. Изменить можно только сроки. Зэк пощупал пульсирующую вену. Подвинуть поближе черту и шагнуть за нее. Горящий мозг не желал давать ей имя смерть, но и не нашел другого названия. Так оно и осталось простой чертой, за которой он безуспешно пытался разглядеть наполненное другим смыслом другое существование, речь уже не шла о жизни. Человек хотел существовать в каком угодно состоянии, увидеть себя пребывающим в каком угодно мире, но быть. Увы, все находилось за гранью земного сознания. Марабелли появился в камере смертников на четвертые сутки после вынесения приговора. То был уже другой Марабелли. Он не угрожал, и в голосе пропали роковые нотки. Толковник сочувственно выпечил губу, приятельски кивнул. На этот раз от него пахло коньяком. Зэк чувствовал это так остро, как может чувствовать только приговоренный к смерти. «Не понимаю». Бажа Спиридонович жестом разрешил заключенному сесть на нары. Прошелся вдоль стены и опять сказал «Не понимаю». Рука в лайковой перчатке сжалась в кулак. «Суд называется, мать-то вы ее так!» Рассветов десять чакистов кончал, вышку получил. «Тебе соучастие не доказали толком тоже вышка. Суд да? Дерьмо безграмотное!» Писал ходатайство о помиловании. Официально писал. Марабелли глянул на упор его через плечо. «Но я подпись и подпись секретаря парторганизации. Беспрецедентный случай!» Пустые хлопоты, гражданин начальник. «Нолчи!» «Чекист просит, орденоносец!» «Те, кто тебя подвел под вышку, ты сам-то понял, что толку?» «Ты бы сказал мне, куда ушел груз, Вадим! Это сейчас тебе может здорово помочь!» «При моих связях...» Полковник щелкнул пальцами. «Мы восстановим справедливость!» «Гражданин начальник, ничего не знаю. Думаете, только вы этим проклятым грузом интересуетесь?» «Воры!» Марабелли подпрыгнул на месте, заскрипел зубами. «Точно так, как это делал покойный пельмень!» «Завтра же всех на этап и покатятся!» «А может, и не воры!» «Зэк выглядел безнадежно умиротворенным!» «Они же не представились, но сказали убьют!» «Нашли чем пугать!» «Не убьет!» заверил с твердой решительностью Марабелли. «Кишка тонка!» «Ты знай! Груз твое спасение!» «Ладно, утро вечера мудренее!» «Утром на казнь ведут!» «Тьфу, дурак! О жизни думать надо и бороться!» «Это тебе!» Важа Спиридонович бросил на нары плитку шоколада, быстро вышел за дверь, не попрощавшись. Заключенный послушал удаляющийся стук шагов, но когда дверь скрипнула вновь, быстро накрыл шоколад ладонью. Старшина обшарил глазками камеру, проворно и грамотно, цепко хватаясь бусинками светлых глаз за каждую мелочь. Он остановил их на руке приговоренного, ласково спросил «Что это такое у тебя под грабкой, хлопец?» «Дюжа завлекательно! Подойди поближе!» «Подойди!» «Ишь, что захотел, бандюга!» «Сейчас наряд крикнул!» «Не успеешь, гадость зеленая!» Вадим шагнул к старшине, и тот стремглав вылетел за дверь. Зык развернул хрустящую обертку, долго смотрел на ровные коричневые квадратики, вспоминая счастливую, сытую Америку, отделенную от сжавшихся российских моряков невидимой решеткой внутреннего страха. Свобода была рядом, как этот шоколад не опознал. Стоило свернуть в любой переулок, все пошло бы нормальным курсом. Зык также аккуратно свернул фольгу и постучал кулаком в дверь. Старшина появился довольно быстро. Распахнул зарешеченное оконце, спросил, не показывая лица. Шатаби, козлина недостреленная. Приговоренный, сунув в оконце плитку шоколада, сказал просто, как сказал бы доброму знакомому, возьми детям. За дверью стало очень тихо. Язык пережил хорошее мгновение, по сравнению с которыми ссора со старшиной показалось сплошной ерундой. Озадаченный охранник напряженно сопит, прокручивая в мозгах случившееся, но не может придумать ничего объяснительного. Кабы изъял, понятно, а то ведь отдает, хотя ему впереди судьбы не видно. Зачем? спросил он настороженно, но без злобы. Усказано детям, что они видят. Санта почему вяло сопротивляется старшина? Сам уже отъелся. Не сердись на меня за хамство. Ты при деле, при нужном деле, а я сорвался. Понимаю, на твоем месте любой так мог. Голос задушевный, словно за дверью стоит другой человек. Что надо будет, попросишь. Оконце осторожно закрылось, положив конец их короткому разговору. Старшина еще что-то морковал, потому что пошел не сразу. Но когда его шаги тронули тюремную тишину, приговоренный улегся на нары. Он потянулся глубоко и приятно, как в детстве после покоса, ощущая мягкую теплоту под усмирившимся сердцем. И хотя догадывался, старшина прежде отнесет шоколад к начальнику, все-таки в ожидании надвигающейся развязки появилось крохотное пространство, разрыв, наполненный другим смыслом и качеством жизни. Даже смерть, забравшая в себя все мысли и чувства, приняла спокойный образ логической закономерности, с тем он заснул. Спал долго, без мучительных всплесков, несогласия с приговором, раскаяния засовершенные, и еще черт знает каких волнений. Душа, похоже, закрыла глаза на все суетное, чтобы пристальне вглядеться в себя в пути и уготованный. Ничего страшного там не увидела, потому что сон был крепок. На Пасху вьюжила с противным завыванием, словно светлое Христо в воскресенье собрало всех голодных волков под окнами тюрьмы, но зато четверг был поистине светлый и по православному календарю, и по колымской погоде. Приговоренный не видел зарю, он ее чувствовал. Что-то изменилось в падающей полоске света. Едва заметная серость начала светлеть, как светлеет туман в осенней низине, задетый отблеском молодого солнца. Упоров легко соскочил на пол. Ему хотелось привести себя в хорошую форму до того момента, как раскроется дверь, и в камеру войдут люди, знающие твою участь. О том, что они придут именно сегодня, приговоренный не сомневался. О том намекнул вещий сон с ощущением жестокости тюремных нар, ясным видением стоящих на феде церкви мамы, деда по-революционному отцу, а еще коровы, сопущенные к изумрудной траве головой. Пять лет он пил парное молоко из-под той коровы, которую звали Елизавета. Очень удивился, зачем это ей понадобилось являться в его полусонное видение. Однако сильнее удивлений жила в нем благодарность к ее коровьей привязанности, и Вадим не хотел просыпаться для того, чтобы прервать суетливый бег вши по животу. Сон, однако, ушел сам по себе, незаметно так исчез, будто и не являлся. Все стало ощутимо острым, приближение казни, запах молодого пасхального солнца, осознания того, что ты готов встретить входящих с достоинством человека, умеющего прощать. Он думал, приседая о словах монаха, утверждавшего, что предел земного мужества есть бесхитростная смерть, не искажающая в нас своего первоподобия. Сделав глубокий вдох, проговорил с придыханием, это пока слова, кто устоит на том пределе. Потянулся ладонями к пальцам ног, ответил, он бы устоял, тебе придется решать все самому, даже если никто не ждет тебя там, улыбнись им, последним свидетелем своей жизни, дальше будет все или ничего. Упоров постоял в раздумье, не заметив, как в камеру вошел старшина, получивший в подарок плитку шоколада для своих детей. Оставил чистое белье и крохотный кусок хлеба с настоящим сливочным маслом. Белье пахло карболкой, кислым трупом, который вытряхнули из него, прежде чем отдать в стирку. И все таки то была забота о нем, отчего в зеке зашевелилось то же чувство признательности, что и кивившийся в его сон корове. Он готовил себя к последней улыбке для палача. При звуке решительных шагов у входа в камеру молча встал снар, расправляя холодными пальцами мятый воротник рубахи, шепча застрявший в детской памяти кусок дедовой молитвы. Милосердный Господи, даруй мне покаяние. Приговоренного не испугало закрыто лицо прокурора. Таким он себе его представлял. Профессионально значительным. Следом вошли двое в одинаково черных драповых пальто и синих кепках восьмиклинках. Члены общества сытых пролетариев подумал о них Вадим, но рассмешить себя не смог, потому что мышцы на лице вдруг предательски одеревенели. Заключенный упоров Вадим Сергеевич, Ваша просьба о помиловании. Здесь он просто не мог не прерваться и не посмотреть на окаменевшего перед ним человека. Все выглядело так, словно решение еще не принято. Его следует хорошенько обдумать, прежде чем произнести. Еще кажется, губы прокурора склеились навсегда, срослись и уже никогда не разомкнутся. Молчание течет в помедленной крови с холодной тяжестью приближающейся смерти. Верховным советом удовлетворена высшая мера наказания заменена двадцатью пятью годами исправительно трудовых работ. С отбыванием срока наказания в колонии легкости все нет. И кровь по-прежнему тяжелая. Тяжесть ее способна уронить ослабленное тело. Зэк ловит рукой края нар. Он не способен даже радоваться. Слишком трудные чувства. Кто-то приходит ему на помощь, прижимает мягкие прозрачные ладони к ушам и слова строгого прокурора идут мимо слуха в грязную небеленную стену камеры смертников. Часть вторая Стреляйте, гражданин начальник. Зубы торчали вокруг провала рта гнилым забором. Соприкасаясь они клацали и сквозь широкие щели летела пенистая накипь. Старшина Соколевский хохотал. Не, не могу, ей-богу, не могу, уссываюся. Рожа-то кто тебе сменил упором? Уж меню забрать можно. Он снова загрохотал, но, подавившись смехом, свирепо закашлялся. Потом, уже успокаиваясь, тер громадными кулаками заплаканные глаза, приговаривая. Вон, как смертушка жалует. Рядышком прошла, а человек перетряхнулся. Четвертак тоже не сахар, но все же жизнь. Встань-ка, я тебя обшмонаю. Так, поворотись. Справный еще, только рожа ссохлась. Верно говорят. Лицо, зеркало, желудка. Пойдешь со мной до бани, а завтра на этап. Кончилось твое безделье. Начинай свободу зарабатывать. Соколевский общупал телогрейку и подал ее зеку, продолжая изливать приподнятое настроение. Да тебе этот чудак сидел дюжи умный. Говорит мне, труд, мол, из какой-то обезьяны человека сделал, а из тебя старшина получился. Ну, я тоже пошутил. За обезьяну не слыхал. Вот точно знаю, тебя завтра стрелять придут. А он оказался мнительным. Приходят с утарка ему помилование читать. Висит на штанине с голым задом, шуток не понимает. Тюремный двор был набит заключенными ожидающими баню. Зэки держались по мастям или национальностям, разделившись на плотные кучки. И одеты тоже были, как придется, демонстрируя наглядные расслоения зарешеченного общества. Прекратить разговоры! Высокий капитан поднялся на крыльцо и отдал распоряжение старшинам. Разъебить контингент на группы. Суки, бабы, фраера и политики моются в первом проходе. Воры идут с беспределом, бандеровцами и прочими. Да-да, я имею в виду тебя, пидор, и не задавай больше глупых вопросов. А если приставать начнут, гражданин начальник? Все-таки не вытерпел пухленький блондин с накрашенными щеками. Сдавайся на милость победителя. В карцер хочешь? Толпа загыгыкала и молодой парень с московским говорком похвалил капитана. Бридкий служака, такому палец ворот не клади. И это же он на склочном побег расстрелял. Глянь-ка, бабы! Из недостроенного толком корпуса тюрьмы привели десяток испуганных баб. В длинных пошитых из плотной мешковины платьях и одинаковых синих телогрейках. Глупо улыбаясь они жались друг к дружке, не отвечая на соленые остроты. Это же женщины! Пророкотал над толпой баса артиста Ачаева. Проявите великодушие мужчины! Так ведь хочется, гражданин артист! с кулаковой дуней общайтесь, любезный, ей и хамите. Надоело, они сами-то голодные. Сортировка закончилась, первая группа разделась прямо перед входом в баню, и зэки по одному исчезали, засколоченные из мощных плах дверью. В мойке каждый получал мыло. Холодной воды было вдосталь. Упоров мылся в самом углу, вместе со старым, похожим на спящего филина адыгейцем. Рядом с ним костистый бандеровец положил на пол женщину с пятнами экземы на кривых ногах. Она уговаривала его не торопиться, шмыгая курносым носом, закатывая к низкому лбу черненькие глазки. Другим тоже поспеть надо, задыхался бандеровец. Не то и самого приходуют. С нетерпения, здоровисто подныривая под тех, кто успел закончить, зэки стояли над дергающимися парами в очередь. Оставьте девушку в покое, раздался за спиной упорого голос отчаева. Я требую прекратить насилие, негодяй. Ответ был с явной угрозой и пренебрежением. Заткнись, комендант, не до покойника сыграешь. Это дочь русского генерала, а вы плебей, грязный уголовник. Какая мне разница, я и генералу засадить могу, хоть он русский. Ложись, паскуда. Упоров нехотя обернулся, вмешиваться не хотелось. Фиксатый жилистый зэк из сучьей группировки пытался повалить на пол испуганную. У нее тряслись губы, и она никак не могла произнести больше двух слов. Меня не надо, меня не надо. Всех надо. Выскочив из очереди Чечен заломил ей обе руки. Почему не надо? Лучше всех, что ли? Отпусти ее. Упоров отшвырнул Чечена к окну и, сплюнув под ноги фиксатому, попросил. Ты тоже отпусти, она же просит. Меня зовут Секач, сказал фиксатый. Запомни и не ищи на свой гудок приключений. А ты, Лерва Белоговородейская, не гози. Иначе... Короткий апперкот в печень прервал угрозу. Раздался нечеловеческий рев. Чечен прыгнул от окна на спину упорова, но, отчаяв, гневно оглушил его тяжелой шайкой и загородил спиной девчонку. Останьте, люди, не топчите, святое. Свалка началась, как в голодной собачьей стае, без обнюхивания и рыка. Каждый вдруг сразу нашел себе врага по душе, с кем исцепился, отчаянно напрягая все силы для победы над ним. Не трожь, товарищ, отчаяво сучье племя. Председатель колхоза Путь Ильича ударил из колотого с ног до головы зэка, пытавшегося разорвать Николаю Александровичу рот. Упоров успокоился, бил выборочно, но наверняка, не оставляя никаких надежд попавшемуся на кулак. Автоматная очередь отрезвила выплеснувшуюся злость. Скоты! Капитан обнажил ровную полоску зубов в яростном оскале. Скоты, живущие скотскими инстинктами, вон из бани! Зэки молча пошли на выход, и каждый, проходя мимо капитана, ощущал клокочущий в нем гнев. Построение началось часа через полтора, когда из караульного помещения вышел офицер, по-хозяйски оглядел заключенных, смахнув с рукава шинели пыль, поманил ладонью капитана. Происшествие, Владимир Николаевич. Драка, товарищ подполковник. Зачинщиков выявили? Поторопитесь. И тут Упоров узнал его. Это был бывший начальник лагеря Новый. Он загорел, манеры потеряли подчеркнутую хозяйскую убедительность, плавность, но в остальном Оскотский мало изменился. И как сопутствующий при нем остался памятный удар сапогом в лицо бросившего за окурком зэка. Черный человек. Кто он теперь? спросил Упоров у измазанного йодом хохла. Начальник режима накрученном. Книлуха каких мало. Подполковник остановился спросил. Сами назоветесь зачинщики? Вопрос был задан просто и вежливо. А через минуту ожидания интонация голоса оказалась совсем другой. Нет зачинщиков. Накажем всех. Капитан обеда не будет. Секачев, вы что-то хотели сказать? Пожалуйста. Из строя держась за правый бок вышел фиксатый и ткнул пальцем в упор Этот гражданин начальник? Вас тоже он? Да, гражданин начальник, меня, фронтовика, за дочку белогвардейского генерала искалечил. Негодяй! Перебился Качев Ачаев. Низкий негодяй и спекулянт. Будет вам, Николай Александрович, покачал головой Аскотский. Вы же интеллигентный человек. Он тоже дрался, гражданин начальник. Продолжал указывать защитников пострадавший фронтовик. Шайкой вон того зверька по голове бил и загораживал белогвардейскую шлюху. Подполковник уже не слушался Кача. Он смотрел на упорого с неподдельным интересом, наклонив голову к правому погону. Так смотрит хозяин, неожиданно познавший бунтовщика в надежном холопе. Но заговорил ровно, укладывая слова в давно обдуманную форму. Человек, которому вчера дарована жизнь, сегодня спешит ее потерять. Сын красного командира защищает дочь матерого врага советского государства. «Не слишком ли много загадок вы задаете администрации заключенный упоров? Капитан заключенного в карцер и вас уж не в защите, Николай Александрович». Он защищал честь женщины, гражданин начальник. Ачаев пытался исполнить что-то героическое, но подполковник посмотрел на него с явной враждебностью и артист замолчал. Упоров улучил момент ринулся к сикачу, однако капитан успел сделать подсечку. Зек упал в замерзшую грязь лицом. Тотчас рядом с ним оказались двое сержантов с мотком колючей проволоки. «Спеленать!» приказал Аскотский. По кошачьи извернувшись упоров попытался вскочить, но удар кованого сапога по подбородку вернул его на землю в полубессознательном состоянии, а проволока надежно подтянула руки к туловищу. «Сработанные псы!» успел подумать он. Последний моток был сделан вокруг шеи. «Смотри, обоссался!» сказал один из сержантов. «Есть повод! Его вчера помиловали!» «Он помнил! Вчера был светлый четверок, значит, сегодня светлый пяток!» «Ты живой, раз тебе больно!» На крученом кто-то сдал побег. Шесть трупов лежало метров сорока за вахтой, одинаково черновородые и распухшие от долгого лежания. Одно время за них принялось воронье, но подполковник Аскотский приказал открывать прицельный огонь по птицам, а доктор объяснил с холодной учтивостью воспитанного человека. «Ваша санитарка отрицает вдыхание запахов трупов, перевоспитание преступников этого не отрицает, наглядные пособия освежает моральную обстановку. Оно разрушает тайные желания эффективней норовоучений». После этого начальник режима позволил себе улыбнуться вполне дружески, словно необходимость в назидательном тоне отпала. На самом деле все было не так. Тон сменился, содержание ужесточилось. «Вы политический и морально устойчивый человек. Не спорьте, я читал ваши характеристики. Но, глядя на эту бумажку, простите, рапорт, у меня закрадывается подозрение. Не играете ли вы с заключенными в карты, а? Шучу». Доктор играл с заключенными в карты. Почти всегда проигрывал. А Скотский был осведомлен о его слабости. Дрожащая рука неудачника смяла рапорт, а трупы пролежали еще неделю, в течение которой действительно не было даже попыток побега. Того, кто сдал побег, упоров увидел через два дня после карцера, где отсидел двадцать суток в мокрой бетонной камере с низким потолком и деревянным полом. Каждую ночь из щелей появлялись голодные крысы. Он был еще голодней. Но крысы об этом не знали, норовя вцепиться во что придется, и зек спал в полглаза. Выводивший его в зону дежурный по лагерю, оказался человеком любознательным и не злым. Он постучал кулаком зеку в грудь, сказал, да, Илью муромца тебе не одолеть. Пойдешь завтра на пилораму. Через недельку как оклемаешься в бригаду возвернешься. Понял? Ну иди. Только ветра остерегайся, не ровен час уронит. Старшина было направился к вахте, но, спохватившись, окликнул измученного голодом заключенного. Постой-ка, едва не забыл. Суки постановили на своей сходке руки тебе отрубить. По локоть поди, а может только грабки. Куцева видел? Они ему, согласно сучьего постановления, укоротили конечности. Зайди в санчасть, не поленись, интересно ведь? Упоров кивнул, сочтя разумным не припираться со старшиной. Пошел, без спешки переставляя малопослушные ноги. Хотя руки было жалко. Особой тревоги он не испытывал, рассчитывая, что время вернет ему силы. А обозлившимся сукам рассудок и все уладится. Надо же додуматься до такой дикости, руки людям рубить. А дежурный человек неплохой. Хуже было, если б промолчал. В рабочей зоне на лесопилке бугор, по совпадению однорукий власовец, объяснил ему, не выпуская из прочифиренных зубов, толстого, как большой палец на ноге, окурка. Бревну не подходить, задавить. На тебя мне плевать, работа остановится. Будешь принимать от пилы доски с жорой, вон тот, видишь, грузин красивый. Тогда он еще не знал, что именно этот грузин вложил побег. Шестера получили в короткой, продуманной чекистами схватке по прицельной пуле, а Жора легкую работу с перспективой досрочного освобождения. Трупы за вахтой не разбудили в нем совесть, хотя и были слезы от нестойкости молодого сердца, бессовестные слезы того, кто уплатил за свое будущее чужими жизнями. Осведомитель отыскали воры, внутренний слух осторожно вел их к цели. Это был кошачий ход рыси, скрадывающей настороженного зайца. И однажды тот, кто кушал из одной чашки сахадзе, произнес приговор. Их вложил Жора, я отвечаю. Жора отошел от тяжких воспоминаний со свойственной молодости легкостью. Забыл, потому что они ему были не нужны. В день святого апостола Иакова Заведеева, брата Иоанна Богослова, грузин играючи выхватывал из подвижащего ножа пилорамы доски, подбадривая своего слабосильного напарника веселой улыбкой. Работа, конечно, не из легких, но уж и не такая тяжелая, как в шахте, где все враждебно человеку. Сильный горец позавидовал Жоре упоров и сытый. Часа через полтора он, шатаясь, отошел от пилорамы. Дай передохнуть, кончился. Сахадзе отрицательно покачал головой, но сделал это по-дружески, чтобы не обидеть напарника. Не могу, дорогой, еще двадцать минут, сама остановится. Он не знал, жить ему осталось того меньше. Именно в этот момент Вадим увидел за спиной Жоры, приближающихся к пилораме Ираклия и Ворона. Они шли не очень спешно, но сосредоточенно, пытаясь преодолеть томившиеся в обоих нетерпения. Да, в них жил скрытый до времени укращенный порыв, что-то похоже на изготовившуюся ярость. Так ходят на поединок непримиримые бойцы. Ираклий шагнул к улыбающемуся, раскинувшему объятия Жоре, и вдруг исчез. Жора подпрыгнул, не успев потерять улыбки, а прокинулся спиной за станину. Они все обговорили загодя. Клешня Ворона скомкала лицо Сахадзе, утопив сильный палец в левой глазнице, вторая уцепилась за затылок и обе разом дернули против хода пилы. Упорову показалось, что он видит крик среди брызжущей крови Жоры, который сплетается с натужным ревом стального ножа, и, обнявшись, звуки взлетают в солнечное небо, а голова Сахадзе с открытым, но уже молчаливым ртом лежит в ладонях Резо Осилиани. Чуть погодя, вор бросил ее себе под ноги, брезгрибо вытер теплыми опилками, забрызганные кровью руки. Вместе с Ираклием они подошли к помрачневшему бугуру из власовцев. Ворон протянул ему монету. Мечи, воно, моя решка. Бугор положил монету на желтый ноготь, стрельнул ею в воздух. Монета крутнулась играющим кусочком света, вернулась в ладонь бугра. Резо проиграл. Грузины обнялись со сдержанной теплотой. Ворон взял на себя рубильник и остановил пилораму. Жору казнил я. Осилиани постучал себя по груди ладонью. Один вы видели. Кто забудет, воры напомнят. Он заглянул в лицо каждого с черной жестокостью и, легко наклонившись, схватил за ухо голову Сахадзе, которая все еще продолжала молча кричать распахнутым ртом. Беликов распорядился бугор. Встань на место Жоры, но если начнешь, как в прошлый раз, филонить, пойдешь в шахту. Упоров стоял, опершись на штабель свежих досок и пытаясь забыть улыбку на лице Сахадзе в тот момент, когда нож уже терзал его шею. Он почему-то вспомнил живодера, за которым бежал в детстве по пыльной улице весь в слезах. Живодер тащил впереди на засаленной веревке ничейную жульку. Она была еще жива. Он бежит, перебирая короткими ногами. Спина живодера закрывает горизонт. Наконец, они поравнялись. Стой! кричит он. Стой, дурак! Что тебе надо? Хозяин вялого голоса имеет быстрый бегающий взгляд. Зачем звал? Мальчишка не может решиться, смотрит с ненавистью в заплаканных глазах. Что тебе, спрашиваю? Она ничейная. Иди лучше залезь к соседу в огород. Вспотевший в ладони камень летит в чугунное лицо живодера. Шмяк! Звук возвращается к мальчишке, как отрезвляющий укол. Живодер потрогал щеку и выплюнул окурок. Мальчишка все понимает, но не бежит, сжав кулаки, смотрит в лицо врага уже сухими глазами. Шо, щенок, пора тебя учить вежливости. Петля захлестнула шею и сдернула в пыль лицом. Он увидел рядом вывалившийся язык жульки, чуть правее ногу живодера. Его зубы ушли в вонючую тонкую парусину брюк с гневом пойманного лисенка. Живодер заорал, хотел отшвырнуть мальчишку другой ногой, но, не удержав равновесие, грохнулся озим. От ворот донеслось многоголосое «Ура!» полетели камни. Пацаны всем скопом ринулись в атаку. Он сел и осторожно ослабил скользкую веревку. Вынул из петли жульку. Она умерла, но была еще теплой. Мальчик закрыл ей глаза, произнеся при этом какие-то случайные, но очень важные на тот момент слова. Сейчас он знал, почему вернулось с детства сюда, где так по-рыцарски спокойно отрезали человеческие головы. Не успел заступиться. Ребенок был честнее, а смелость нерасчетливой. «Пусть детская останется в детстве», говорил он себе. Говорил и ненавидел Ираклия, протянувшего ему руку. «Здравствуй, Вадим». Упоров не принял протянутой руки. Густой голос прозвучал для него, как крик живодера из детства. Глаза их встретились, и мир сузился до узенькой тропинки над пропастью. Они шли по ней с противоположных сторон. «Он убьет тебя, если ты не свернешь». Но тут же приказал, прекрасно понимая, что в том приказе не было разума. «Стоять ты не свернешь». Грузин, должно быть, понял состояние бывшего штурмана, однако ему потребовалось время на то, чтобы остудить в себе слепой гнев недавнего убийцы. Ираклий опустил прозрачные веки, положив рядом с орлиным носом два павлиньих хвоста длинных ресниц, отчего жесткое холодное лицо обрело выражение глубокого страдания. «Поверь, Вадим, простить было нельзя. Мы выпили с резо самое горькое вино». «Кровь?» Он произнес это слово как вызов, хотел что-то добавить. На автоматную очередь у вахты прервала странный разговор недавних друзей. Зэки прекратили работу, повернулись в сторону выстрелов. «Резо нет», проговорил, не поднимая ресницы Ираклий. «Мы ссоримся за человека, который положил под пули шесть жизней. Резо был вор и жил по своим законам. Жора, уполномоченный по делам религии, разорял храмы, насиловал жены дочерей священников, окончил тем, что продал своих соплеменников. Его душа сгнила, он завидовал тем, у кого она сохранилась. «А у тебя она есть?» Ираклий не ответил на вопрос. Повернулся к упору спиной, было непонятно, с чем уходит потомок грузинских князей, но ненависть к нему остыла, а прощение еще не пришло. В столовую входили по одному с открытым ртом, куда пучеглазый слегка гуховатый фельдшер вливал ложку противоцинготного средства отвара столетника. Отвар разрушал печень, но в отличие от цинги с больной печенью человек мог работать. «Шире, шире пасть, божий дуванчик!» требовал заблотненный фельдшер. «Что? Тебе нельзя? Может, лучку прикажет или чесноку? Открой, хлебало, открой, сказано!» Никанор Ястафьевич Дьяков прошел мимо фельдшера, будто того и не было. Фельдшер увидел на лицах зэков скептические улыбки, психанул и ткнул, как и вилы все, на ложку с отваром в рот несчастного армянина. «Еще хочешь?» «Ны-ны-ны-на-да!» У высокого с вислыми плечами зэка выскользнула из рук чашка баланды. Повороник аркнув, он попытался ее поймать безуспешно. Баланда выплеснулась на латанные штаны, а чашка заплясала по полу. Зэк поднял ее, сгорбившись, подбежал к разливающему. «Вы видели мою трагедию, Серафим Кириллович? Ну, хотя бы половинку!» «Валеть седова жидовская морда! От пидористов жалоб не принимаем!» Серафим Кириллович угрожающе замахнулся. Зэк отскочил, развел руками, будто сам удивлялся, что все еще не ушел на свое место. Разливало глянул ему вслед и окликнул «Эй, жидорванец, канай сюда, подогрей ее от доброты душевной!» «Смотрю на тебя, Лазарь, и думаю, хоть эта сука сидит, а не садит!» «Живи перед тем, как откинуться, я тебя отравлю!» Серафим Кириллович посмотрел на Зэка, как на рожающую крысу, плюнул в баланду и протянул Лазарю сухарь. «О-о-о-о!» загудели вокруг. «Ну, ты, Мот, Кириллович, купец Балалайкин!» Лазарю зубы выбили на допросе. Он сует сухарь за щеку, заливает баланды из чашки с пробитым дном. «Выходи, староица, быстро, быстро!» Старшина Елейкин дергается нескладным телом, выражая свое раннее нетерпение. «Все торопится, как голый сношаться!» ворчит рябой зэк с торчащими изо рта двумя передними клыками. «Что ты там базаришь, кусок?» спрашивает все подмечающий старшина, насмотрит куда-то в сторону. «Да вот, хочу семью создать после досрочного освобождения. Базарить будешь здесь ожением, стрелиться!» Высокий, похожий на высохший тростник, китаец хватает горстью обсевших мокрое пятно мух и отправляет в рот. «Вкусно, ходя!» спрашивает с доброй улыбкой разливало. «Плеха!» сознается китаец. «Кушать хочется!» «Играешь плохо, ходя!» «Шестую пайку засаживаешь!» «Считаешь тоже плеха!» «Крылочь седьмую!» Китаец ждет, когда вновь соберутся мухи, но его выталкивают в шею старшина. «С воскресеньем тебе, парень!» говорит в ухо упора Удьяк. «Меня тоже едва суком в пасть не кинули. На удачный заслать хотели, но потом одумались». Никанор Ястафьевич шурится, отчего морщины на его добродушном лице обретают графическую ясность. Он говорит, «К кому пахать тебя определили?» К лысому. «Характерный бандеровец, на стрелке едва свои не грохнули. Подскажем, чтобы жилы не тянул, и подогрев нынче получишь». Упорову хочется послать старого вора подальше, но он отвечает с уважительной скромностью. «Стоит ли беспокоиться, Никанор Евстафьевич?» «Стоит!» И дернул дрябловатой щекой. «Не озоруй, болс, суки ярятся, поживи тихо до сроку». На этом разговор кончился. Они расстались так же незаметно, как и встретились, ограничившись спокойными кивками для прощания. Зэк зябко поежился, попытался вспомнить кличку того человека, которому суки отчекрыжили конечности, но в это время его спросили, слегка потрогав за плечо. На проходке пахал сиделец. Бугор стоял напротив, ковыряя в ноздре утиного носа грязным мизинцем. Работал. Мне бы только немного в себя прийти. Это когда освободишься. Пойдешь ставить крепеж с ними. Лысый, так звали бригадира, кивнул в сторону трех заключенных, разбирающих штабель тонких бревен. Сам повернулся в профиль, не теряя из виду упорого, сказал, они все поймут. Затылок бригадира срезан вровень с шеей, под петлястым ухом бьется синеватая жилка. Наверное, он ждал, когда зэк выполнит его приказ и потому не двигался. Упоров позволил себе подумать, не торопясь, словно все решил сам, пошел к штабелю размеренной походкой, подумывая о новом побеге. Шел и чувствовал взгляд в спину из-под пропыленной кепки бугра, который тот носил по-деревенски на бекрень. Он перебрался через кучу бревен, спросил у хромого с синим бельмом под глазом зэка. Стояки меренные, с виду одинаковые, а так кто их знает? Ты до нас прибыл? До тебя лично послали доложить. Упоров тряхнул стояк, отбросил в сторону. Гнили ее. Чем крепить будем, гражданин начальник? Бельмастый не обиделся, ответил своим тиховатым, слегка рассыпающимся голосом. Листьяк искать надо, тут все вперемешку, а ты случаем не из воровского побега, что пельмень увел. Угадал, вот этот сгодится, и этот пойдет. На свободе-то хорошо крутанулись, не унимался бельмастый. Крепежные бревнышки улетели в отдельный штабель. Упоров оглядел мужика насмешливым взглядом, но решил не портить отношения. На всю катушку, больше даже прокурор дать не мог. Работающий рядом с ним мужик в плюшевой рубашке, совсем как заводная кукла, покрутил головой, проверив каблуком надежность стояка, предупредил бельмастого. Не докапывайся, он стекочу все потрохат бил. Ты ж его кулаком треснул, парень? Чем просил, тем и треснул. Придержи за тот конец, не то посыпется. К полудню работа была закончена, лиственничных стояков набралось сотни-полторы, и зэки уже собрались начать их транспортировку к шахте, когда там возник переполох. Никак опять обвалило. Никому не обращаясь, спросил бельмастый и сощурился. Сбегай, Чарли, предложил бельмастому зэк с серой, похожей на асфальт кожей, и куском собачьей шкуры, привязанной к пояснице ворсистой веревкой. Сбегай, может, там уже гробы нужны? Чарли ничего не ответил, циркнул зубом, пошел, забыв захлопнуть рот и волоча правую ногу. Вернулся он в скорости уже с закрытым ртом, потому что из него торчал подстрелянный бычок. Четыре шнура не выпалило. Чарли вынула курок потрескавшимися пальцами. Взрывникам полгода до звонка менжуются. — Жить истахановцы хотят, предположил зэк в плюшевой рубахе. Ты-то что не подписался? — Плохая примета. С утра твою рожу увидел. Бугор велел крепеж к шахте носить. У входа в шахту все еще спорили два взрывника и остальные подливали масло в огонь. — Лукайтесь оба, не так обидно помирать. — Я в прошлый раз со смертушкой в прятки поигрался, теперь ты давай, мухомор. Тот, кого называли мухомором, на голову ниже товарища, но, судя по выпеченному вперед подбородку, настырни и злее, говорит шепелявый скороговоркой, прищелкивая языком. — Отсосешь, отсосешь! Упоров раздумывал совсем немного. Подойдя к бочке с водой, снял с борта мокрую тряпку, другой рукой подхватил чье-то кайло и карбидную лампу. Густая темень шахтного провала отсекла половину кирзового сапога зэка, прежде чем ему в спину ткнулся вопрос бригадира. — Ты куда прешь, герой? Он ответил, уже из полной темноты, слегка развернувшись, чтобы его могли слышать, прекратившие базар зэки. — Я это умею. — С четвертоком-то чего не рисковать, и я бы тоже. — Ты? — лысый поймал мухомора за ворот брезентовой рубахи. — Духнет тот, от тебя помойкой пахнет. Он под вышкой ходил, не сломался. — Откуда ты знаешь? Тебе мусора докладывали. — У меня глаза есть червь. Он отшвырнул в сторону мухомора, скомандовал стальным зэком. крепеж к шахте. Упоров двигался осторожно, вдыхая сквозь мокрую тряпку, пахнущий сгоревшим порохом воздух. Всем своим существом он ощущал угрожающее терпение, растревоженное взрывами земли. И, кляня себя за лихую бесшабашность, сосредоточенно осматривал место, где остались невыпалившие патроны. Затем точно нанес удар кайлом, повторил удар, начал крушить мерзлую землю, представляя, как взорвется патрон, ему навстречу выплеснется ослепительный свет с грохотом, который не сможет вместить слух. Земля падала к его ногам, а он рубил и рубил, защищая себя безотлагательным действием от парящего вокруг страха. «Я вас достану!» повторял зэк, невесть откуда взявшуюся фразу, но именно она возвращала ему яростную непримиримость с желанием опустить отекшие руки. Последний раз, вытирая вспотевший лоб, произнес радостно дурецкое «Я вас достану!» Плюнул и пошел к выходу с четырьмя патронами в карманах суконного бушлата. Страхи остались позади. С ним была усталость, но не такая тяжелая, чтобы ею разрушить оживающую в душе гордость. Зэк чувствовал себя героем. Ему нравилось, все смотрят, как он снимает с лица тряпку, бросает на край деревянной бочки с водой и выкладывает из карманов бушлата целые колбаски уже безопасного тола, после чего подтягиваться до хруста с простецким видом хорошо поработавшего человека. «Бугор, там порядок». Эти слова, возможно, были лишние, но он их нес от самой штольни, и надо было обязательно сказать при всех. Они были созвучны настроению. «Покури, Вадик». Мухомор протянул еще не начатую дымящуюся самокрутку. Упоров глубоко затянулся, вернул цигарку в ту же руку. Подхватив подмышки два лиственничных стояка, спросил «Крепеж в шахту, Бугор?» Далее последовала тишина. Лысый прежде посмотрел на всех остальных зэков. Было видно, он их презирает. «Нет», сказал бригадир, все еще наслаждаясь мстительным чувством. «Прежде пойдут Мухомор с Ильей. Если хоть один патрон не сработает, кину за все зачеты». «Что?» Лысый приблизился к Мухомору вплотную, смотрел на него сверху. «Ты хочешь произнести речь?» «Чеши в шахту, пропагандист, вред конягу шминдеферить». После побега его личная карточка переместилась в картотеку для особо опасных, склонных к нарушению лагерной дисциплины преступников. Начальник режима колонии строгого режима, подполковник Аскотский, китайской авторучкой с золотым пером, написал в личном деле заключенного упора Вадима Сергеевича «Внимание повышенное, склонен к побегам, напасен, дерзок, хорошо развит физически, интеллектуальный уровень достаточно высок, пользуется покровительством воровской верхушки, в работе подчеркнуто прилежен, что служит сокрытием преступных намерений, к исправлению не расположен». Начальник режима располагал косвенными сведениями о том, кто спалил лагерь новый. Среди предполагаемых виновников значился упоров. И все-таки следующей запихью стала благодарность начальника лагеря за досрочное окончание проходки в сложных условиях вечной мерзлоты. Премию «Две банки американской колбасы» зэк обменял на шерстяную фуфайку. У бывшего заведующего отделом партийного учета Октябрьского района партии города Баку Алиева, который торговал партийными билетами у себя в кабинете. Меня оклеветали. Откровенничал он после сделки, прижимая банки американской колбасы к груди. Я был очень перспективный, кому понравится. Но коммунист всегда и везде коммунист. Это у меня от природы, как и ум. После чего Алиев залез с головой под одеяло, съел американскую колбасу с такой скоростью, что самые шустрые сидельцы не успели войти в долю. Правда, он остался без носков. Их уже играли на верхних нарах, куда бывшему зав. отделом партийного учета вход был запрещен. Это произвол! Без лишних эмоций протестовал Алиев, рассматривая грязные пальцы на ногах. А торговать партийными билетами по-ленински? Строго спросил его Мухомор. Я человек, родившийся в дыму революции, пять лет стоял в очереди за партибилетом из-за таких, как ты. Мухомор, рявкнул лысый, у тебя рыло чешется. Вечером проведу с тобой беседу, на ходу пообещал Алиеву зэк. Запущенный ты какой-то. Впрочем, беседа так и не состоялась. Обвал оставил в шахте всю смену проходчиков. Их вытащили уже мертвыми. Четверых тут же раздели до нога. Степана Струка, своего дружка в общей лесной доле, лысый трогать запретил. Он стоял перед ним на коленях, сметая с лица покойного колючую землю, не обращая внимания на гнусавые причитания Чарли. Позвольте, Нехандрой Политович, разоблачить вашего подельничка. Он мне кони засадил на прошлой неделе. Чарли лгал. Струк был неиграющий, но у него были хорошие сапоги. Потому никто не удивился, когда, поднявшись с колен, бугор выписал бельмастаму Чарли терца от пиковой дамы. Подумал и сказал, забирай, вонючка, врать будешь, еще получишь. Вечером на нарах состоялись поминки. Три бутылки спирта выпила бригада, а четвертая ушла в воровской барак. Ее принял под полуфилин. Так берут свое положенное, почти законное, не обращая внимания на осуждающие взгляды. Хуже коммунистов гады, прошептал вслед филину, рассудительный и честный Степан Верзилов, застреливший на собственной жене секретаря комсомольской организации. Лысый переждал, пока уберется наглый филин, назидательно произнес заплетающимся от выпитого языком, взноздай страстишки-то, ведь них не только триппер, но и нож в бок, нам того не надо. «Жолики!» старшина Нехлюдов поднял над заиндивевшим воротником веселый глаз. «Лодыря гонять будете пятьдесят пять градусов, актированный день». Повернулся и ушел, пропустив в барак холодный воздух, который белым мешком подкатился к сваренной из трех бочек печи, там растворился с чуть слышным шипением. «Для февраля крутовато!» вздохнул на нижних нарах всегда задумчивый и грустный поэт из Калуги. «А нынче все не в масть по погоде», продолжил разговор Федя Гнус. «Сколь времени-то?» «Шесть без четверти». «Видишь, утро, а ночь уходить не собирается. Что-то происходит, перед войной точно так было. С кем воевать собрался Гнусик?» «С американцами жируют суки в своем капитализме. Надо Малиновскому ксиву отправить, чтоб про меня не забыл. Заберусь на самый небоскреб, а басу ихний Нью-Йорк не заслабит. «Пока иди сюда, Гнусик, я тебе пайку проиграю, ласково пригласил Федора чей-то осипший голос. «Ты проиграешь, с колодой родился. Да иди, не бойся, мне ныне не ломится. С тобой, Филин, не сажусь. Жаль, может, есть желающие руки погреть на чужом несчастье?» «Подинтерес годится?» не удержался Степан Верзилов. «Подинтерес шпиляет только пидористы и пролетарий вроде тебя. Порядочные люди живут порядочными интересами». Филин загрубил. Это было всем ясно, но никто не рискнул его одернуть. Верзилов рискнул. У него иногда случается перекос в мозгах. «Ты что ли порядочный, спиногрыз? И бой у тебя колотый, и сам ты...» На том Верзилов срезался, почувствовал опасную грань базара. Филин прищурился. В другой раз он бы разозлился, возможно, пустил в ход нож, но сейчас смекнул. Ему могут сломать рога. Води потом в толку и сходки про вероломство фраеров. Воры с мужиками ссорятся при самой последней крайности. «Коли ты такой заершенный, Филин погасил пруще наружу зло, сгоняем три партии в очко. Игра самая фраерская. Бздишь? Верзилов скосил взгляд в сторону бригадира, но тот демонстративно рассматривал на стене нарисованную углем картину, где серый волк снашался с Василисой прекрасной. Под что? Степан решил держаться. «Под шутку видишь?» располагающе добрым голоском, спросил Филин, указывая под нары жестом регулировщика. «Крыса словилась?» Верзилов еще не успел разгадать намерения вора, хотя и догадывался, ничего доброго в них быть не может. Склонил голову, поглядел на взъерошенное существо, произнес ровным, почти беззвучным голосом «Ну?» Филин веером бросил на стол колоду, карты легли ровненько, как рисованные, и, щелкнув пальцами, предложил «Ты воеверх крысу съем я живьем, пофартить мне не побрезгуй!» Он глядел вытянувшееся лицо Верзилова с едва скрываемым наслаждением. Было однако видно, за тем чувством стоял мрак обиды. «Что я чокнутый?» брезгливо отстранился Степан. «Духа нет того немного», произнес разочарованный Филин. «А что от такого черта ждать можно?» Вор развел руками, брезгливо сплюнул через губу. «Один рог, и тот тупой». После сказанного неторопливо повернулся, сделал три шага с блатоватым приплясом, прежде чем за спиной раздался тяжелый вздох и было сказано «Садись». Филин замер. Вместе с ним замерли те, кто втихаря следил за их напряженным разговором. Осторожно, сохраняя нарочито испуганные выражения лица, вор обернулся и расцвел. Увидав сидящего за столом Степана с упрямо расставленными локтями. На нижних нарах произошло едва заметное движение, а Филин успел осознать быть игре. Чуть дрогнул, но ерничать не перестал. «Молодец, хоть похаваешь в волю, гноз, тащи клетку с его обедом». «Но чтоб все по совести, Филин», предупредил Степан. «Что ты боталом машешь? Забыл, с кем садишься шпилять?» Вопрос был задан в раз поменявшимся голосом. Глаза при этом ополоснулись белым гневом. И еще с минуту он рассматривал Верзилова теми бешеными глазами. Потом сел напротив. Клетку поставили на стол. Упоров увидел кровоточащие резцы крысы на железном пруте. Пленная тварь дрожала от желания вцепиться во что-нибудь живое. На нее было мерзко смотреть. Верзилов мельком глянул в ее сторону и словно оцепенел. Колода шлепнулась на стол. «Пошло дело, торопись, пока она горяченькая». «Тьфу!» не утерпел Чарли. «Ею жареной ты жрать противно». «Цит!» подал голос и бугор. «Не мешайте людям». Карты снова запорхали в руках вора. Колода склеилась, филин выдохнул. «Сними обжора!» Верзилов приоткрыл рот. Он еще сомневался. В нем было все поделено и, нервно облизнувшись, зек поискался чувства, надеясь отступить. «Меньжуешься, Степа!» ухмыльнулся Гнусков. И тогда негнущийся палец Верзилова двинул несколько грязных листков сверху колоды. Еще через мгновение перед каждым из них легло по карте. Степан заложил ладонь с картой за борт стелогрейки. Осторожно глянул и попросил, сосредоточенно рассматривая Филина. Да еще получив карту, с недоверием ее разглядывал, то поднимая, то опуская глаза и произнес как-то неуверенно. Еще Верзилов собрал переносицы толстые складки, пытаясь справиться с непрошенной тоской, враз поменявший его озабоченное лицо. Ну ты понтерщик, подгонял почуявший неуверенность зэка Филин. Прокурора пригласить, чтобы подсчитал? Гнус шнурком нырнул за спину Верзилова, прыснул в кулак. Олень! Кто же на шестнадцати в свет выберет? Филин расслабленно потянулся, словно игра была сделана. Провел ногтем по калетке крыса в прыжке попыталась поймать палец вора. Собственная его уверенность стала почти общей и уже мало кто сомневался в исходе дела. То было не совпадение желаний, а гармония низменных страстей, когда люди, в общем-то, презирающие Филина, были не против посмотреть на мучения своего товарища. Карта перед вспотевшим Верзиловым Чтобы скрыть желание отказаться от продолжения игры, Степан хлопнул по карте широко ладонью так, что вздрогнул стол. Дай! На! Ощерился Филин, выставил на показ четыре фиксы. Верзилов прищурил глаз, медленно подвигал принятую карту из-за спины первой. Чего резину тянешь? Степа! Ткнул его в бок гнус. Верзилов наконец открылся и с глубоким выдохом положил перед вором карты. Уф! Очко! Соскользнул везунчик. Филина тоже лихорадила, и он почему-то сразу стал интересен упорову. Вадим сел, и вся игра на нижних нарах оказалась перед его глазами. Дай сюда бой, потребовал, протягивая руку к картам Верзилов. Пусть кто другой сдаст, только не гнус, конечно. Ты за кого меня держишь, фуфлыжная рожа, побагровел Филин, и именно в тот момент одна из карт скользнула в рукав его клетчатой рубахи, а остановившиеся глаза с холодком смотрели на середитого Степана. Ладно, Степан был раздвоен, но говорил уже в несколько извинительном тоне. Дай. Затем заглянул в карты, оттолкнул плечом гнулся, попросил еще. На валете жируешь, Степа. Не твое дело, бери свое. Упоров мысленно повторил его слова. Не твое дело, это их игра. Но явственно ощущал щекочущую нервы неприязнь к Филину. Тому потребовалось чуть больше времени, чтобы сменить карту. Потом они упали перед очумелым Верзиловым двумя тузами. Приятного аппетита! Вам поперчаить, а ли так слопаете, легавый буду? Проворковал счастливый гнус, подвигая поближе к Степану клетку с крысой. Жри! Филин воткнул перед собой нож и мгновенно обрел наглую уверенность хозяина положения. Жри, крысоед, скидки не будет. Его голос действовал наупорого, как оскорбление, собственный адрес, а перекошенная рожа победителя вызывала отвращение. Он, кажется, видел, что стояло за тем бесноватым торжеством и всеми силами сдерживал желание нарушить молчание, определенное неписанным законом зоны. Степан попытался разжать западню. Крыса хватала его за пальцы. Зек отдергивал руки, а Филин продолжал кричать, подпрыгивая на нарах. Хавай, хавай, паскуда! Тогда произошло что-то не входившее в расчеты Вадима. Подобное уже случалось редко, но почти всегда вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения. Неуловим опасный крен души, состояние безвыбора, готовое жестоко ему отплатить. Он натянул сапоги, спрыгнул с нар, подвинув плечом хохочущего гнуса, встал перед Филином, как встают перед врагом. Вор был чутист, злобствующая веселость осыпалась его серого лица. Он перевел взгляд в сторону ножа, но на наборной ручке уже лежала ладонь лысого. «Что тебе надо, комсюк?» спросил Филин, но спокойствие было ненатуральным. «Ты вайкент попал за всю мазуту. Хочешь войти в долю?» Бывший штурман наконец-то объяснил себе свой поступок. Он не мог простить ворам, пережитого в камере смертников. Оно осталось при нем неоплаченное, затаившееся, как слепая ярость слепого зверя. «Мужичков, казачьи, Миша, делай это честно». Вадим достал из кармана Филина пиковую шестерку, положил на стол. «Шутку принимаем», вовремя вмешался все оценивший лысый. «Не проконало и ладно, но расчет по уговору». «Зажмет», хмыкнул Лука, потерявший на войне под Сталинградом руку. Он и без руки продолжал воевать, чувствуя себя героем, о чем рассказывала фронтовая газета. «Вор-то, Михаил, латаны, цельности в нем нету». Филин откинул вправо голову, показав одноруком усвирепый взгляд. Сказано, однако, было без лишних чувств. «За меня, как завора обрубок, не тебе решать, но об этом опосля потолкуем». Без робости оглядел Катаржан и через силу улыбнулся Верзилову. «Хотел тебе кусок мяса уступить, не проехала, схаваю сам. Держи ее тюрьму, гнус». Филин рывком распахнулся по дню, хватко поймал кинувшуюся навстречу крысу. Зверек, вереща дурным голосом, заворотил оскаленную пасть, вонзил в палец желтые зубы. Вор побледнел от боли, иступленно, колотя свободной рукой по столу, вскочил, распахнул рот, без раздумья сунул туда крысиную голову. Кости визжащей твари хрустнули. У зэков по перекошенным рожам пробежала судорога. Филин жевнул еще раз, бессмысленно, дико глядя на одуревшего гнуса. Тогда из его вздрагивающего рта потекла крысинная кровь. Вор глотал куски, облепленного грязью шерстью, горячего мяса, хрипло дыша, не сводя с гнуса, полных отчаянного упрямства глаз. Несколько раз его одолевала тошнота, мясо лезло обратно, вываливаясь кроваво-серой массой за губу. Он замирал, пережидая приступ с запавшими глазами и медленно начинал жевать снова. Пока он ел, троих стошнило. Некоторые, чтобы не видеть карусинной пытки, спрятались под одеяло с головой. Но те, кто продолжал наблюдать за трапезой, уже не сомневались, филин ее дожует. Только неизвестно другое, как оно ему зачтется. И уж наверняка кто-нибудь из злоречивых втихаря попрекнет крысоед. Не более чем через полчаса филин бросил перед потрясенным Верзиловым облезлый хвост с торчащим на выходе белым хрящом. В расчете, Степан, за вором долгов не бывает. Последнюю фразу он произнес, глядя в сторону вернувшегося на нару упорого. Не торопясь, собрал карты, едва сдерживая глубокие позывы тошноты, пошел к выходу, механически прихватив с руки лысого нож. Зеки смотрели ему вслед с угрюмым спокойствием. — Они его уже не осуждали. Вор шагнул в холодный туман утра и через пару шагов скорчившись начал изрыгать содержимое протестующего желудка на затоптанный сотнями ног снег. — «Невкусное попалось!» — зевнул бельмастый Чарли. — «Все было по правилам», — сказал для всех и в первую очередь для себя лысый. — «Как еще воры посмотрят?» — посеял сомнение гнус, сочувственно поглядывая на упорого. — «В непонятное залететь можно». — «Мерзопакостный ты человечек, гнусков!» Лука подперся единственной рукой, говорил полулежа. «В сучьи зоне сукам литерил, воровской ворам служишь». — «Это когда же я с суками якшался?» — взвился оскорбленный гнусков. «На ягодном бой им колол, вспомнил гаденыш». Гнусков схватил кочергу, но Верзилов поймал его за руку и без видимого усилия, словно из порощи камень, метнул кулак. Федор ударился головой о нижние нары, сполз на заледенелый пол барака. В тусклом зеркале помутневших глаз стоилась недавняя злоба. «Чарли?» спросил у Бельмастова сочувствующим ворам враг народа по кличке Тяп-тяп. «Ты бы что лучше съел, крысу или буденного?» Чарли почти не думал, ответил так, словно все давно было решено и продумано. «Семена Михайловича, конечно, чистая конина». «Хватит зубоскалить, лучше поднимите Федора», попросил бригадир, навертывая на ногу суконную портянку. «Слышь, Чарли, и ты, Степан, уберите его на нары, на то остынет». «Тебе эту мразь жалко? Мне больные в бригаде не нужны». Бугор надел сапог, постучал каблуком по доскам, еще раз обратился к Чарли. «Брось шапку Филина, иду к ворам». Лед потрескивал на узких амбразурах окон, да одинокий храп, ограбившего музей революции жулика, тревожил настороженный покой барака. Бугор помялся, кашлянув кулак. Тем же кулаком вытер розовую грушу носа, завернув ее к самому уху. «Настенька, Настенька!» заметался на нарах спящий зэк. «Билеты где?» «Поканал ключик, да еще с Настенькой». Чарли опустил глаза. «Везет же людям». «Верно, говорят, в музеях он лукался», спросил тяп-ляп. «Такие вещи враги народа должны знать на зубок». Чарли с недоверием разглядывал зэка. «Ключик залепил классический скачок в это самое хранилище революционных ценностей». Спер наган Феликса Мундеевича Дзержинского. «Брежешь». «Я? Я брешу?» Чарли был готов расплакаться. «Чтоб ты знал, в Бражеское море, да, у меня в свое время было три партийных билета и орден Ленина. Не веришь мне? Давай спросим у ключика». Чарли ткнул локтем в бок спящего зэка и прошептал «Ключик, голуба моя, где волына Мундепча?» Спящий мгновенно сбросил одеяло, оглядывая барак мутными глазами, начал натягивать ватные брюки, служившие ему подушкой. «У Настеньки стебанули билеты», радостно сообщил ему Чарли. «Что? Зачем будешь дурагон?» «Враги народа интересуются фигурой Феликса, купить хотят». Ключик посмотрел в полном недоумении на наглого и серьезного Чарли, морщий и без того измятый лоб. Сообразив, в чем дело, выругался. «Дурак, тебе лечиться надо!» И снова спрятался под одеяло, прямо в батных брюках. «Кремень, такого тремя пайками не расколешь», сокрушался Чарли. «Сам железный, что твой Феликс, у которого он фигуру увел. Это еще что?» На иркутской пересылке деда встречал. «Помнишь, гнус, он все Сталина с царем путал». Едва пришедший в себя гнусков хотел отмахнуться, но, уловив общий интерес, сказал, «Ну, как же, Иван Иванович Калита?» «Верно, почтеннейший человек». «Так тот Иван Иванович?» Чарли оглянулся по сторонам, перешел на полушепот, едва шевеляя синими губами. «Ильича отриперов врачебал, партийная тайна, и потому прошу, ты, где ты?» Верзилов перестал чинить сапог, уставился на Чарли. «На ком же он словил эту заразу? Занятой такой человек, неужто на надежде Константиновне?» «Не», покачал головой Чарли и вздохнул, глубоко переживая трагедию вождя. «Была в Питере одна шлюха, революции завали». «Замолчи, звонок поганый». Лука сунул под матрас целую руку, выхватил припасенный на всякий случай железный пруд. — Не бятнайт человека. Он как лучше хотел. — Напрасно вы, Лука Романович, проявляете несвойственные советскому человеку зверинные инстинкты. Что касается Владимира Ильича, так он тоже живым был. — Для меня Ильич и сегодня жив. Он — совесть нашего государства. — Согласен. А раз живой, значит, хочется. Верно, сидельцы. Тебе же хочется. Руку-то сказывали, а член стер и, говоришь, на фронте потерял. — Ах ты, дезертир поганый! Верзилов едва успел поймать за ногу кинувшегося на Чарли Луку и выдворить на место. Бельмас Леукоризнино скривился. — Э-э-э, вижу, какой ты ленинец. Пади книжек его не читали. Ильич, между прочим, писал в седьмом томе на девятой странице... — На какой? Поразился осведомленностью Чарли бородатый бандеровец, изучавший в лагере по букварю русский язык. — На девятой, сказано. — Чую Грицко, невнимательно читаешь труды основателя, а голова у тебя совсем пустая. И туда не только Ленина, Маркса вместе с бородой затолкать можно, хоть он и алкоголик. — Маркс-алкоголик? — Гонишь, пивень хромой. — А полгермании кто споил? — Наши пролетарии, думаешь, по трезвости забузили. Большевики водку закупили у царя, потом сказали. — Вся власть советам, гуляй, рованина, от рубля и выше. — Ты за водку опосля расскажешь. — Прежде скажи, что он у той книжицы на девятой странице писал. Осторожно поинтересовался из угла спаливший по пьянке сельский совет-старичок. Он писал. Зэк взялся расставленными пальцами правой руки за лоб и задумался, нагнетая интерес. — Чего писал? — А, это была гениальная мысль. Троцкого едва Кондрат от зависти не хватил. Они же кантовались с Картавым, пока власть брали. А как взяли дружба в росте, кто кого сгребет. — Ты скажешь, что он там писал? — не вытерпел Верзилов. — Но ты даешь, Степан. Кто ж того не знает. Прямо так и написал, с характерной для себя прямотой краткостью. Мусора руки прочь от Чарли. После этого зэк не смог сдерживаться. Захохотал, вытирая слезы и приговаривая. — Бледни дурные! Сидят по ленинским заветам, и у него же правду ищут. Первое время болтовня Чарли занимала упорова. Но постепенно отстраняясь от барачных разговоров и злого веселья, он вспоминал, что портрет Ленина появлялся в их доме всякий раз перед приездом отца. Строгий, в длинной кавалерийской шинели и с орденом на широком отвороте, но он поднимался по высоким ступеням крыльца, придерживая левой рукой саблю. У отца были большие сильные руки, на них удобно сидеть, ощущая теплую надежность. От него пахнет вчерашней вечеринкой красных командиров и распускающейся во дворе сиренью. И в тот раз отец высоко его подбросил. Он стал выше деда и улыбающейся мамы. Он летал до тех пор, пока ему не стало страшно. Затем они остановились у портрета бородатого человека с цепкими глазами, чуть прищуренными и лукавыми. Мальчик впервые увидел их так близко, перестал смеяться. У отца напряглись руки, стали неудобными, жесткими, чужими. Это были руки, выполняющие неприятную обязанность. Глаза, напротив, продолжали разглядывать мальчика с требовательной строгостью. Ему захотелось опуститься на землю. Он по-детски просто и правильно оценил приближение насилия и тоже сжался, как отец. Они уже были едины в чувстве, но один собирался солгать, другой был еще слишком мал, чтобы понять назначение лжи. — Кто это? Отец подносит мальчика вплотную к портрету. — Ленин. — произносит он, отвечая глазам напротив. — Дедушка Ленин. — Ну, скажи, дедушка Ленин. — У меня есть и дедушка, мне хватит. — Ленин, дедушка для всех советских детей и для тебя. — Мне другого не надо. Отец едва справлялся с раздражением. Он, командир, привык, чтобы его слушались и сам умеет слушаться. Голос звучит с натянутым спокойствием. Ильич был очень добрым человеком, другом детей, великим революционером и мыслителем. Ленин думал о твоем будущем. — Мой дед сказал, нашу церковь сломал Ленин. — Это правда, папа? Взгляд отца блуждал по окнам. Он усилился найти убедительный ответ. А щеки его уже не дышали весной и сиренью. Сквозь поры пробивался устойчивый запах конского пота. Такой же свежий, острый запах отец приносил с собой после учений. Вместе с пылью на хрустящей портупее и ножнах с сабли. На этот раз отца привез блестящий автомобиль. Но запах конского пота остался при нем. И стал еще более резким, после того, как он не смог справиться с вопросом сына. Красный командир был растерян, вместе с тем сердит. Быстро опустил мальчика в неуспевшую остыть постель. Молча пошел в гостиную. От резкого звука шпор неприятно тренькает в ушах. Что-то произошло, от чего хочется плакать или вскочить и нарисовать поссорившему их, Ленину, рога. Мальчик прячет лицо в мягкую подушку. Наступает темнота, поверх которой остается напряженный детский слух. Наверное, сердит и там, в гостиной, но в детской просто голос без окраса сказал. «Ты мог не делиться своими соображениями относительно Ленина с внуком? Он вождь. Я сражался под его знаменем и за его дело». «Твой вождь, Сергей, ты объясняй. Для меня он мучитель русского народа, палач царской семьи. Нынче мой вождь Иисус Христос. За ним иду». Отец что-то переставил с места на место с насильственным стуком. Теперь они говорят громко, забыв о затаившемся внуке и плачущей маме. У них разные вожди и разные иконы. У дедушки Христос с добрыми страдающими глазами «Он никогда не молится перед хитрым Лениным. Наверное, не любит. Почему же папа ничего тебе не ответил? Сомневается? Не верит? Он боится? А еще красный командир». «Моя революция, революция Ильича, она справедлива по своей сути, и потому в ней принимают участие миллионы обманутых. В городе сто безумных атеистов разграбили, закрыли церковь, куда ходили тысячи верующих. Это революционно, но несправедливо». «Подумая в внуке, устало просит отец, ему с тем именем жить. Не приведи, Господи!» «Ты пошел по пути отца, чтобы убедиться в правоте деда. Они поделили твою душу, и она сама решила, что ложно, что истинно. Нет, душа в сомнениях. Думая о своем, зэк видит, как кто-то пытается открыть примерзшую дверь барака. Она поддается с пятого раза. Пряча в вязаную варежку нос, входит лысый. Разговоры прекращаются. Все смотрят на бригадира со сложным чувством, без спокойного несогласия. Словно он уже сказал что-то противное их внутреннему состоянию. Бугор молчит до тех пор, пока не подходит к дышащей жаром печке. Слова его, как всегда, объясняют немногое. «Хотят с тобой побазарить, Вадим». Сам распростер над печкой руки, обнимая ее спасительное тепло. Упоров поднял брови, желая тем изобразить вопрос, однако расспрашивать лысого о подробностях не стал, потому как понял, дело серьезное, а глазки не подлежит. Он надеялся, не дав никому повода усомниться, в абсолютном спокойствии, после чего они пошли, сопровождаемые недоуменным, граничащим с обидой молчанием. На дворе стояло полное безветрие. С сухим треском, маленькими бомбочками лопались на морозе камни в заброшенном карьере, точь-в-точь, как воздушные шарики в руках озорного мальчишки. Прописанное на свалке воронье куда-то подевалось. Лишь часовые на вышках по лагерному попки пускали из высоких воротников тулупов тонкие струки пара, охраняя покой преступников по сокращенному графику. — В такую стужу умирать легко, — сказал, думая о своем лысый. На юртовом мой земляк Никола Галяком вышел. Через полчаса звенел, как железный. — Играл плохо? — Ле, тоска долела. — Мы идем, Вадим. — Знаю. За Филина разговор будет. — За него. — Чтоб ты знал, я их предупредил о мнении мужиков. И подниму бригаду, если разбор пойдет не в ту сторону. Поднимешь тех, кто поднимется. Упоров с силой дернул на себя кованую ручку, побитой старыми телогрейками двери. Воры сидели вокруг покрытой грязной льняной скатертью стола. — Портрета Ильича вам только не хватает. Вадим глянул на них без страха, памятуя пережитым в камере смертников. — Это вы передо мной виноваты, а не я. Абрам Турок, зарезавший на воркуте трех сук, показал им место, куда можно сесть, и, прикусив золотым зубом мундштук папиросы, сказал щербатому зэку со шрамом на подбородке. — Ты короче можешь, базар твой уже слыхали. — Я такой же вор, как и ты, Турок. — Опять за себя. — Пусть, говорит, золотой, пусть. Куда-то в стол пробурчал дьяк. В буре намолчался, пусть, говорит. Золотой с благодарностью кивнул Никанору Евстафьевичу и продолжил, заметно торопясь, все объяснить подробно. Пушок занырнул в зону уже с сучиным, но воры зато не ведали. Потом он пьет с кисой, а когда тут вырубается, мажет ему очко солидолом и зовет воров. — Вот, говорит, гляньте, киса пидор. — Киса? — схватился за голову жорка звезда. — Да таких воров в союзе по пальцам пересчитать можно. Пил с сукой, однако. Уронил как бы невзначай опасный для всех своей непредсказуемостью селигер. — Че тут позорного? Поймав общее настроение, заступился за кису золотой. Пушок тоже вором катился не последним. — Ты золотой за что голосовал? — Уже сердитый спросил дьяк. — Так он и тебе и скажет. Селигер жалчно усмехнулся. — За невинность кисы было мое слово. Что тут толковать? Хотя сомневался. так думаю. Дьяк принялся ходить вдоль стола, не обращая внимания на то, что тем самым он создает остальным неудобства. всех, кто был закисен у смерть казнить, пушка под землей сыскать. Такой крупно бессовестный негодяй долго жить не должен. жон. Жорка, передайте тере на его совести мерзавец. Пришла пора воры долги спрашивать. Только тщательный расчет ведите. Помните, как в ангарске клопа ингуши кончали, а после их почти тысячу собрали в гробы. И воров во всем обвинили, хотя наши всего троих за клопа взяли. Остальных мужики по натырке администрации дорезывали. Да. Вздохнув в глубоком раздумье московский домушник Никита Дачник, степенный обходительный вор, напоминающий грустными слегка лупатыми глазами потерявшегося бульдога. Национальный вопрос штука сложная, о нем даже Сталин говорил. Ничего, кроме гадости, эта сгнившая и усатая блять сказать не могла. Категорически прервал Дачника, изболевшийся до полной желтизны клей, запахиваясь в килогрейку. Хватит пустого базара. Турок стрельнул в угол к окуркам и обратился к упорову. Фартовый, ты опять разбакланился, я бы тебя зарезал. В чем дело, Абрам? Дерзко спросил упоров. Ты же меня подогревал в тюрьме и в буре. Теперь я толстый и меня можно резать. Филин правда был вор восстановленный. Это как вроде из человека сделали дерьмо, а потом из дерьма человека. Но заставлять вора есть крысу, проговорил ничего не утверждая клей. Скользко живешь, Вадим, ведь из-за тебя, филин, сам себя на нож посадил. Позору не выдержал. Ну, есть у тебя среди нас отмазка. Только сходка по-своему решить может. Второй раз с тобой толки ведем. Одумайся, третьего раза не будет, иначе я не вор. Отвязался ты, Вадик. Дьяк был задумчив, неспешно перебирая в голове трудные мысли. Как пес шелудивый вольничаешь? Никанорьев Ставьевич смотрел на бывшего штурмана, ожидая дерзкого ответа. Готовый пресечь дерзость приговором? Вадим смолчал. В нем даже мысли поперечные не шевельнулось под этим все понимающим взглядом. Филин не лучше царство ему небесное докроил на свою голову. Все помаленьку виноваты, смирнеет друг к дружке быть надо. Идите, мужики. Он замолчал, как безмерно усталый человек, и состояние общей усталости сопровождало зэков, пока они шли к заледенелому порогу барака. И только там, за порогом, стало легче дышать. Упоров взглянул на бугра, тот шагал, пряча лицо в рукавицу, защитившую его от встречного ветра. Так филин себя зарезал? спросил Вадим. Просил твою голову. Воры засомневались, а он, сам знаешь, после крысы-то шибко нервный стал. Упал на нож тот самый, ты его видел. А воры с чего такие дерганные? Лысый остановился и подставил ветру спину. Поймал за рукав упорого, подтянул к тебе. Базарить за наш разговор не надо. приказ есть секретный об уничтожении воровских группировок. В Сибири пятьсот рыл вкрытый ушли. Говорят с концами. Сукам дали три вагона. Катают по каторгам, трюмят всех подряд. Пошли, Никандра, не утерпел продрогший Вадим. За дубеем. Филина мне признаться жалко, характер в нем был. Сам не пойму, как получилось. Покойников жалеть проще, живых жалеть не умеем. Над зоной завыла сирена, ее металлический рев со звоном рвал воздух, без труда одолевая хрупкое сопротивление и рассыпаясь на тысячи мелких звуков у далеких сопок, четко прорисованных в болезненной ясности холодного неба, зэков звали на обед. Мороз лютовал до середины марта, но актированных дней больше не было. План горел, и, похоже на колонны бегущих из Москвы французов, этапы заключенных шли по вечно-пустынным колымским дорогам. Зэки прятали лица от жгучих ветров в вафельные полотенца, рваные шарфы, а то и просто вырванные из матраца куски лежалой ваты. Тысячи двуногих существ, утративших само понятие тепле и уюте, таскали свои иссохшиеся души в продрогших телах от грязного, промозглого барака до изнурительной работы, промороженной шахте и обратно, проклиная жизнь и одновременно цепляясь за нее всеми доступными и недоступными средствами. Живые полуавтоматы двигались, ругались, рубили землю, даже умирали не по-людски, свернувшись клубочком где-нибудь в глухом отвилке шахты или за штабелем бревен, как хромоногий Чарли. Его нашли незадолго до конца смены, уже без сапог, с кокетливо вывернутой левой ступней и зажатым в белых пальцах окурком. Сердце отказало, высказал предположение о причине смерти Лука, нагнулся, оторвал от березового бревна голову Чарли, а затем развязал тот же рукой узел, туго стянувший телогрейку покойного. Телогрейка распахнулась, все увидели, Чарли голый, ни рубахи с пришитыми к нему материалу полосатыми шелковыми карманами, ни мягкого, вязаного из собачьей шерсти жилета, присланного слепой матерью из орла ко дню рождения Саши Грибова. Даже в шее и тех на нем не было, только профиль Сталина, татуировка красной тушью и Ленина в характерной для вождя позе с выброшенной вверх рукой красовались на впалой груди арестанта. Более всех тосковавший по дружку своему закадычному Ключик очень не хотел плакать, потому шутил напропалую с каким-то кривым лицом. Теперь ты с ними сгниешь Саня, ка бы еще и не родиться всей вашей компании. С ним кто играл? спросил Бугор, запахнув на Чарли телогрейку. Мазурику попал из третьего барака. Тот бока ставил трофейные, ответил всезнающий гнус и, разломив пальцы покойного, вынула курок. Нашел с кем садиться. Шесть лет одни бока играют. Йора, Лука, иди за дежурным. Остальным собрать инструменты в теплушку. Куда Саню-то? Пусть лежит как есть. Слышь, гнус, я сказал как есть. Не глухой, чаришь попусту. Но все вдруг плохо посмотрели на гнуского, хотя никто не видел, когда он сдернулся в чарли сапоги. Дежурный в добром допят в тулупе лисьих унтах прикатил на новых березовых розвольнях исправной лохматой кобылке, дружелюбно поглядывающей на зэков из-под заиндевилой челки. В саночки будем складывать, покойничка, гражданин начальник. Опять вывернулся на первый план гнусков ища чего. Порщинистый, широким, плоским, будто лопата лицом капитан поежился от одной мысли о совместной поездке с мертвым зэком. Петлю видишь? Набрось на глотку, а вось головенка не оторвется. На глотку сказано, дурак, с ноги соскользнет. Ты, лысый, зайдешь в акте расписаться. Мрут нынче все подряд. Четыре вора на юртовом замерзли в буре. Колыма она не сочи, Федор Тимофеевич. Попытался подыграть гнус. Что на Колыму кивать? Никто силком играть не тянет. Федор Тимофеевич поддернул вожжи, гаркнул во все горло. На! Лошадь, однако, не шибко заторопилась, взяла с места осторожно, рассудительно, и петля на шее Чарли затянулась без рывка. Зэк волочился за новыми березовыми розвальнями в той же скрюченной позе, слегка отбросив по направлению движения стриженную голову. Снег забрасывал на голой груди портреты основателей, ныне покойных, как и он сам, Чарли, проигравший свою хромоногую жизнь в очко. — Верзилов, — сказал бугор, провожая взглядом Сани, — наказать тебя надо. Плохо Гнузкова бил. Крысятник он неисправимый. — Исправить долго ли? — откликнулся Верзилов. Зэки засмеялись и Гнузков с ними вместе. Только Лысый поймал его за плечо, развернул, попросил, даже на него не взглянув. — Отдай, Федя, сапоги Луке. Его ремонту не подлежат. Просто так отдай за совесть. Ты же совестливый, Федор, человек. — Луке? Кому ж еще? — заторопился, не оправдываясь, Гнуз. — Не для себя, что ли, старался? — Принеси сейчас. — Докроил пиявка. Рыкнул вслед Гнузу, расстроенный смертью друга вечно голодный ключик. На том разговоры закончились. Зэки пошли в теплушку, где можно было чиферить, хоть на мгновение ощутить незадавленную холодом жизнь собственного тела. Они сидели на лавках, поставленных по периметру вдоль засыпанных стен, вытянув к сваренной из большой трубы печки, сапоги, над которыми поднимался густой пар. По их умиротворенным лицам было видно. Люди переживают самые блаженные минуты своей арестантской жизни. Пахло горелыми портянками, прелой кожей, не сгоревшим углем, ну и, конечно, табачным дымом, выброшенным из черных от никотина легких. Чаю осталось на две заварки бугор, предупредил ведавший запасами бригады верзилов. Лысый кивнул едва заметно, так что могло показаться, просто голову уронил в сонном забытье. И упоров думал, его невозможно чем-либо разволновать или удивить, как волнуется и удивляются все нормальные люди. Никандра был для него загадкой, надо сказать приятной, ибо в нем неведомым образом сохранялось то, чему в лагере обычно отводится короткая жизнь, порядочность знающего цену слова человека. При всей видимой грубоватости бугор обладал необычайной внутренней пластичностью, смекалкой делового арестанта, который осторожно зарабатывал зачеты бригаде, имел приличную отоварку в ларьке, но при этом не обострял отношений с блатным миром, отдавая ворам их законную долю бригадного труда. И все-таки слишком осторожен, не применил придраться упоров, разглядывая сквозь опущенные ресницы лысого. Человек без полета, слишком земной, и в побег с ним он не побежит. Последнее открытие отрезвило его. Вадим не обернулся, когда открылась дверь теплушки. Вошел продрогший гнус. Переступая через вытянутые ноги, подошел к бригадиру, поставил перед ним смершиеся сапоги Чарли. Никандра никак не отреагировал. Тогда сапоги переместились под ноги к Луке. Было сказано «Держи кусок, им сноса нету». «Это зачем?» спросил Лука, начиная багроветь от непонятного возмущения. Никандра распорядился «Носи обрубок, радуйся». Алые языки пламени метались в его бесцветных глазах, но все равно было видно. Он вернул добычу с болью и уж конечно без души. Багрянец заливал шею Кускова. Упоров догадался, что-то сделано не так, вопреки убеждениям заводного Луки. «Ты вот что!» Зэк старался говорить спокойно, хотя плохо получалось. «Кони свои, Никандра, забери. Кусков хоть и не герой, но три боевых ордена имеет, помимо шести медалей. Ему принимать подачки от недобитков бандеровцев не к лицу. Ты это будь добр, запомни». Бугор пережил обиду как должное, не поменяв постного выражения лица. Он смотрел на Луку беззлобно, даже с некоторой долей грусти. Зэки делали вид, будто ничего не происходит. Разве что кружка с чефиром чуть замедлила свой ход по извилистому кругу. Она миновала упорова, точнее, он ее не заметил. Наблюдал за Некандрой, который продолжал разглядывать Луку. Как взрослый сердобольный человек на запущенного беспризорника, соображая, чем же ему помочь. Затем Некандра наклонился, взял хрустящие голяшки в ладонь, ногой открыл дверцу печки, бросил сапоги в огонь. Голяшки сразу выпрямились, а в теплушке запахло горелой резиной. Бугор сказал, пряча душевное неудобствие в равнодушие будничных слов. Я иду на вахту подписывать акт. Бригаду поведет упоров. Хорошо, что они не сцепились, подумал с облегчением Вадим. Не хватало еще драки в такой момент. Чарли был веселым и неподлым. Год до свободы оставался. В часах походить вздумалась, всю жизнь в лаптях. Вкуснее картошки ничего не ел, а часы ему подавай. Год до свободы на цыпочках бы ходил, шепотом разговаривал. Он вроде бы и сам мыслил шепотом, а от чужой уже никому не нужной свободы заволновалась грудь. Зэк старался не думать о ней, старался увести мысли к своим невеселым делам, но она притягивала их к себе, как будто это он потерял свободу, а не покойный Чарли. И тогда Зэк поднялся, чтобы расстаться с той напастью, перехватив кружку с чефиром, сделал свой глоток, вернув ее ключику, подал команду. Пойдем, ребята, жаль, Саню помянуть нечем. Печку гасить будем, или нет? Спросил Верзилов, натягивая на голову подшитую недовыделанной кошкой буденовку. Подопри-ка, чергой, пусть горит. Упоров поступил так, как иногда поступал бугор, нарушая технику пожарной безопасности, но сохраняя тепло для следующего утра, чтобы не начинать его с дрожащими от холода руками. Федор упоров слегка дернул за рукав Гнускова, когда они уже подходили к вахте. Напомни мне завтра, хочу обложить печки в печем, будет дольше держать тепло. И дольше накаляться, возразил Гнус, мрачно вспоминая о сгоревших сапогах. Я ее все-таки обложу, а ты потерпишь. Утром произошло событие, которое администрации удалось сохранить втайне до самого начала. И как потом думали, это был просчет воров, не сумевших путем разобраться в кознях чекистов. Воры проспали, но страдать пришлось не только им. Ну, да лучше рассказывать все по порядку. Шел развод, обычный, только без оркестра из-за стоящих холодов. Начальник лагеря прервал рапорт дежурного, протянул руку начальнику режима, равнодушно выслушал его и также равнодушно подписал протянутые им бумаги. Возможно, в том и была вся их хитрость решить вопрос без предварительного обсуждения в течение одной минуты. Затем Аскотский поманил пальцем краснощекого красавца-шофера, которому зэки писали любовные письма. Тем же пальцем указал ему на вахту, куда, раскланившись начальником лагеря, направился сам. Дежурный сделал положенное для серьезного момента лицо и, поддернув рот к левому уху, крикнул «Соверно!» Слушай приказ по трудовой колонии особого режима номер 037. Согласно распоряжению начальника управления западных лагерей полковника Точкина откомандировать на прииск ягодный 150. Над плацем пронесся шумок, заволновались зэки «Трюмич гонят! Там же сучня с беспределом вперемешку!» И разрозненные голоса начали сплачиваться в тяжелый гул протеста, из которого то и дело летели матерные крики с угрозами. Воры спохватились, усмехнулся упоров, наблюдая за тем, как идет быстрая, слаженная работа по накалу обстановки. Теперь буза начнется. Подполковник Аскотский поморщился, остановился. Он послушал шум, стоя с опущенной головой, решительно вернулся назад. Подойдя на короткое расстояние к строю, произнес без высоких интонаций, но так, что каждое слово, произнесенное им, звучало весомо. «Прекратите истерику, речь идет только о специалистах, а не о разных там группировках и шайках. С ними мы способны справиться сами. На ягодные уходят заключенные, имеющие опыт подземных работ. Кто хочет высказаться?» Ответом было молчание. Даже воры затаились. «Продолжайте, лейтенантс. Старшины, обеспечьте порядок. Бур примет всех желающих». Подполковник ковырнул носком сапога снег, встал перед строем, сложив за спиной руки в меховых перчатках. Дежурный начал читать фамилии тех, кто должен был уйти на ягодный, где планировалось нарезка трех шахт. Упоров напрягся, сознавая, что бессилен вмешаться в событие, а оно может стать приговором, составленным по всем правилам теми, кто желал бы с ним рассчитаться за прошлые грехи. Как он не удосужился подумать об этом раньше и что-нибудь предпринять? Ведь дело-то шло именно к этому внешне незначительному акту, прикрывающему казнь. И надо было думать, что же теперь, что теперь, когда до решения твоей судьбы остаются считанные секунды? На исходе терпения, загнанный в полную неизвестность зэк, не нашел другого утешения и произнес «Господи, Господи!» произнес он вторично, он и непокорно, как того требовал отец Кирилл, потому повторил на выходе, освобождая душу от посторонних волнений «Господи, даруй мне смерть непозорную!» А еще через несколько мгновений услыхал свою фамилию, произнесенную тем же скрипучим голосом дежурного и сердце откликнулось предательски острыми толчками и плоть, что была на нем, вдруг от него же отстранилась, а он, уверовав в ее смердящее будущее, решительно потерял к ней интерес, думая над тем, как все это произойдет. Вначале они отрубят тебе руки. Тут зэк заметил, что смотрит на большие рукавицы и боится шевельнуть пальцами, словно их нет там, под тонким цукном и стеганой ватой. Потом, а может лучше все кончить сейчас, потом они сделают тебя педерастом публично, как миллионщика, когда он попал им в лапы. Будешь стоять в углу столовой и закрывать дырку в чашке. Чем? Не культей же. Дежурный кончил читать, отдал последнее распоряжение. Чем вышеперечисленным тридцать минут на сборы? Он уже знал, что умрет. Голову ломать не надо. Ты же видел, как умер тот полосатик с тремя орденами славы. Даже ему позавидовал. Уйди-ка! Упоров тхунул в спину стоящего впереди Верзилова, вышел из строя, спрятав в руке подаренный дьяком перочинный нож. Гражданин начальник! Подполковник Аскотский повернулся к зэку. Внимательное, спокойное лицо воспитанного человека. Но зэк уловил в его тонких губах полу улыбку. Он ее видел в тот момент, когда человеку открывается чуть больше, чем всегда. Почудилось ликование палача на сочиненной им же казни. Вадим ему помочь не отказался. Я на ягоды не пойду, гражданин начальник. Вы же знаете, суки мне руки отрубать решили. Начальник режима было ясно, продумал весь спектакль наперед, поэтому голос его звучал, если и не благожелательно, то и не грубо. Встаньте в строй, заключенный упоров, не бравируйте. Кто вы такой, чтобы вставшие на путь исправления воры имели к вам претензии? Старшина гопанюк. Аскотский указал пальцем на одного из зэков. Вы знаете этих людей, вот этого и этого? Да я киш то люди, товарищ подполковник. Тож злы дни Турчанинов Абрам Константинович Вор Кличка Турок Рядышком Тож Вор Жорка Звезда К той звезде спиной не вертайся ширнет А этот Палец уперся в Вадима Упоров Вадим Сергеевич Дюжи бегучи Руки дерзкие Отломать малость не помешает Кличко Фартовый из Фраеров Слыхали Упоров Из Фраеров Вы бывший комсомолец Боитесь людей вставших на путь исправления Чертовщина какая-то Вернитесь в строй Чебазар Затейл Комсюк Сказал преданно поглядывая на начальника режима бывший секретарь Крымского обкома комсомола Меметов Завязывай Ноги отваливаются Упоров оглянулся на выкрик Нож в рукаве раскрыт Но расстояние до подполковника Оскотского великовато Гражданин подполковник Вадим не сразу узнал голос Лысого Бугор немного волновался Бригада просит оставить заключенного Упорова Вы все перепутали Лысый Оскотский продолжал играть Здесь и не пионерский лагерь Сука вы гражданин начальник Раздельный громко произнес Упоров Подлая грязная мразь Крови моей желаете Он неспеша сбросил телогрейку на снег Следом полетела шерстяная фуфайка и рубаха Голый с перочинным ножом в руке пошел на начальника режима Над телом заключенного клубился белый пар но он не чувствовал обжигающего мороза В строй упоров Без суеты вытащил пистолет Зэка это не остановило Он повторил слова того полосатика Стреляете гражданин начальник Ну что тянуть не разойдемся Подполковник ждал направив ствол пистолета в голый живот заключенного От вахты с автоматами наперевес бежали солдаты похожие как близнецы торопливой решительностью действий и одинаковыми белыми тулупами с черными воротниками Зэк поглядел мимо розового уха начальника режима в сторону бегущих солдат решил что обойдется без посторонней помощи нож вошел в голый живот Вадим сумел сосредоточиться на первом ударе потому боль не была такой острой она была скорее осознанной но когда потянул лезвие косо вверх организм уже не повиновался Зэк упал протолкнув тяжестью тела лезвия ножа глубоко внутрь живота Гапанюк пряча пистолет в кобуру сказал непоменявшимся туно Москоцкий отправляйте людей слухаюсь товарищ подполковник и колонна пошла мимо ткнувшегося в утоптанный снег Зэка по пояс голова с нелепо подвернутой под живот рукой смотри-ка дергается кивнул на упорого мужичонка в женской полудожке добили получше зря мучается скажут всех добьем пошутил старшина прекратить разговоры а зэк и вправду был еще жив но уже какой-то ненастоящей половинчатой жизнью то уходя из памяти в свежую зелень жаркого лета то возвращаясь с холодным сердцем на утоптанный тысячами ног лагерный плац очнулся он от того что его повернули на спину заключенный увидел высокое небо в кровавых отливах по краям затем в незакровавленное пространство пришел знакомый голос я вас не приглашал герояновна зачем вы пришли другой голос резкий металлический бьет по перепонкам оставьте свои жандармские приемы для заключенных я вас не боюсь да я вас и не пугаю мне хотелось чтобы он полежал здесь до следующего развода в воспитательных целях исключительно в воспитательных вы поступаете безрассудно больного необходимо отправить в районную клинику здесь он обречен вот рапорт подпишите подполковник удивленно глянул на листок бумаги положил его на услужливо подставленный лейтенантом планшет на древисто написал только в морг оскотский другого ответа не будет дорогая герояновна как начальник медицинской службы я настаиваю мои решения как и мои симпатии неизменны извините служба он взял под козырек и повернувшись пошел к вахте оставив начальника медицинской службы решать задачу самой серков донского герояновна смяла листок с визой подполковника и отдала распоряжение твердым мужским голосом заключенного в больницу готовьте к операции она смирила удаляющуюся фигуру опера косым взглядом сунула в рот папиросу да так и забыв ее зажечь пошла с зажатым в кулаке листком бумаги миленький мой миленький мой как же так этот голос зэк тоже узнал но не мог сообразить кому он принадлежит его подняли на узких холодных носилках тело провисло мокрым мешком в котором торчал нож он услыхал собственный стон а затем закачался над землей и небо недавно залитое по краям кровью начало тускнеть точно перед бурей пока не стало черным включите свет приказ герьяновны гершензон вернул ему сознание зэки звали ее не иначе как эльзы кох никто никто из них даже мысли не допускал что у нее может быть другое имя в этой блондинке сорока с небольшим жило что-то настораживающее заставляющее побаиваться и уважать одновременно тех кому с ней приходилось иметь дело ее неподвижное красивое но неженственное лицо с неизменной папиросой в узко прорезанном рту мало располагало к откровенным разговорам тем более к праздной беседе об эльзе поговаривали как о любовнице Рокоссовского но позднее выяснилось все враки знавший ее еще с фронта Лука Кусков так и выразился махнув культей враки это же нам не руку под Сталинградом оттяпало перед самой победой была главным врачом в госпитале где я одолечивал свои раны да подсоблял на кухне точно помню в апреле у них уже цвело мужика своего тот в тылах довоевывал она на немке поймала майор две пули в башку получил со смертельным исходом упоров помнил как Лука сидел у печки и курнос и его профиль был похож на розовую картошку на том воспоминание приостановились зэк начал выходить из памяти проваливаясь в глубокий колодец куда его тащила по звенящим проводам чья-то цепкая и сильная рука провода изогнулись получилось что-то вроде горки по ней он несся до самого дна где снова приняла густая темнота но опять же тем дело не кончилось несколько раз она пыталась раскрыться вспышкой удивительного яркого света темнота все-таки оказалась сильней света и первые опознаваемые звуки тоже пришли из темноты какая группа крови у грузина третья резус положительный зарать я один тоже предложился пусть войдет у меня та же группа героя яновна он опять начинает думать над тем кому принадлежит этот знакомый голос мир слабый качающийся как отражение на воде а стянутая у живота боль душит тупыми толчками вот она обострилась снова все ушло в тягучую непроглядь чем ему можно помочь героя яновна ответ провалился а может быть его и не было внутри будто варят металл раскаленный он переливается по кишкам отчего они становятся обжигающе тяжелыми их надо залить водой надо залить на этом нестерпимом желании зэк выдавил из себя единственное слово пить помочите ему губы лена только губы жар стал еще более нестерпим а вода на губах как предчувствие близкой реки до которой ему не дотянуться это и не жизнь и не смерть он между ними в пламени пылающего духа на шестой день Вадим понял что сгниет что просто ворует время для продолжения страданий и ему никогда не выпутаться из этой вонючей боли он видел как санитары зажимают носы проходя мимо его конки и тогда он сам начинал чувствовать приторно смердящий запах гнилого мяса только девчонка та самая дочь белогвардейского генерала за которую они с отчаевым затели драку в тюремном бане продолжала делать перевязки улыбаться сквозь прозрачные слезы упоров лежал с открытыми глазами прислушиваясь к никудышной жизни собственных внутренностей время казалось таким безнадежным и подходящим для забытья из которого не будет возврата маленький горбач с квадратной головой вросший в прямые костлявы плечи приподнял простыню пропитанную гноем и тут же уронил ее спросил у заплаканной сестры чем может быть полезен вашему несчастью доктор зак красавица мне Елена Донскова концом косынки промокнула слезы мне не нужна ваша помощь доктор речь идет вот об этом человеке понимаете понимаю грустно перебил ее горбун вам он очень дорог я это вижу леночка ну увы он уйдет не в свой день доктор вздохнул еще раз и еще раз приподнял над больным простыню сильное сердце все будет мучительно долго бешеный лай собак каким они обычно встречают этап разбудил всю зону кто-то бежать надумал зевнул зэк у которого в Афинах была богатая тетка с вызывающей нескромным именем Глория скрученного только за пулей бегать возразил решившийся правой ноги зэк верно говорю Вадим упоров промолчал прикидываясь спящим значит этап пришел не унимался грек вроде бы иностранец а глупее русского ночь какие этапы все-то ты знаешь тебе бы хрущевым работать посидишь с мое мне своего хватает начать докончить тот-то я смотрю не успел в зону явиться сразу в больничку устроился косишь грек смешался косо взглянул в сторону упорого ответил угрожающе тихо ты что больше доктора волокешь собаки лают без передышки нагнетая тревогу яростью охрипших голосов он все-таки уснул неожиданно для себя вроде бы ждал чем ответит без ноги и вдруг провалился в теплое вязкое болото сна когда открыл глаза увидел над собой взволнованное лицо медицинской сестры Донсковой она говорит срывающимся на шепот голосом спецэтап очень серьезно видание водим перестает ее улыбаться сна нет есть страх прогнавший болотистое тепло вместе с забытыми сновидениями он закрывает глаза чтобы пересилить себя и задает вопрос уже нормальным голосом — У вас есть предложение? — У меня есть скальпель на тот случай. — Знаю. Спасибо, Лена. Держись от меня подальше. — Что тут объяснять? Зэк постепенно расставался со снисхождением к себе, и будущее становилось понятным, как необходимая жестокая работа. Сестра еще не покинула палату, а Грек приподнялся и спросил. — Что тебе доложили, гражданин начальник? — Сучий этап. Все педагоги со стажем. И трюмиловки не избежать. — О, как повернулось, а! — прокашлялся одноногий. — До нас добрались. В конце коридора хлопнула входная дверь. По стонущим доскам загрохотали тяжелые шаги. Упоров сунул руку под подушку, нащупал ручку большого хирургического скальпеля. Еще подумал о сестре с холодной нежностью, как думал о побеге, о погибшем товарище. — Прошу соблюдать тишину! — голос Лены просительно вежлив. Четверо зэков внесли окровавленное тело. Ноги раненого волочатся по доскам, оставляя темный след. — Заратиади! — попросила Грека-сестра. Уступите свое место. — Почему я? Самый небритый, что ли? — Остальные после операции. — Иди ко мне, Борис. С тобой опасно. Лучше к безногому вместо больше. Подвинься, футболист. И опять в воздухе плавает запах крови. Легкий, но удивительное дело. Он перебивает все более сильное и гнилое. Он над всем очистительно живой, волнующий, как утренняя прохлада на помойке. Раненого положили со всей возможной осторожностью. Точно он приходился близким родственникам, каждому из четырех носильщиков. А потом тот, кто стоял к упорову спиной, повернулся и сказал. — Здравствуй, Вадим. Видишь, как нас? То был Федор Опенкин. Левая щека Федора вздулась. Рука в телогрейке наискось располосован бритвой. Глаза, проданные хозяином собаки, смотрят с грустной улыбкой. — Здравствуй, Федор, — ответил упоров. — Кого принес? — Николая Александровича. Ну, артиста. Ничто не признал. Воров суки режут. Вадик, как скот. Отречения не просят. Режут, и все тебе тут. Николай Александрович жив. Упоров не хотел знать о воровских проблемах. У него были свои. Не лучше. Не жилец, это точно. Сонного по хребту все кач топором отоварил. — Суки, они и есть суки. Из распахнутой на стеж двери дежурного врача раздался голос сестры. — Нет, герояновна, я не успела его осмотреть. Охрану сняли. Доктор Зак трезвый. Скоро придет. — Понятно. Отправить посторонних, прогреть операционную. Будет лучше, если вы вызовете охрану. Извините. Назвякнула трубка телефона. Сестра вошла в палату. Сказала, обращаясь к тем, кто принес отчаева. — Вам надо уходить, ребята. Приказ. Идите, я закрою дверь. Каштанка подмигнул упорову, стараясь держаться неврежно. — Прощай, Вадим. Вряд ли свидимся. — Прощай, Федор. Надеюсь, ты мне не завидуешь? — Да нет, я тебя просто уважаю, хоть ты и не вор. Зыки пошли ленивой шаркающей походкой бывалых людей, не выдавая своих переживаний. Они уже были за дверью барака, когда дежурная сестра, спохватившись, отбросила деревянный засох и крикнула. — Федор, Федор! А Пенкин шагнул на свет, не убирая руки из кармана телогрейки, спросил, неестественно громко. — Ну, я, Федор, чего кричишь? — Вы должны остаться. Вадим сказал, вас могут там убить. — Да ладно, какая разница? Ему было неловко перед женщиной. — Вернитесь, Федор. — Вали сюда, они тебя-то обязательно грохнут. Упоров стоял за спиной Донсковой, запахнувшись в серый больничный халат. А Пенкин по-кошачьи застенчиво крутнул головой, нехотя вошел. Барбача под нос что-то о напрасных хлопотах и неприятностях сестрицы за его трижды отпетую, никому не нужную душу, которой он ничуть не дорожит. — Посидите до утра в кладовке, — быстро опередила его Лена. Здесь не сыро, можете подстелить матрас, лечь прямо на пол. Она закрыла на ключ дверь, помахав рукой упорову, пошла в операционную. Зэк смотрел ей вслед и думал, что если бы все женщины России были на нее похожи. О, Господи! Они сейчас бы гуляли по набережной портового города, между ними ковылял бы сынишка. И никаких тебе революций, социализма, лагерей, сук и воров. Такие женщины творят мир. Властный требовательный стук в дверь заставил его поторопиться к койке. Герояновна ворвалась в помещение, на ходу надевая белый халат с голубой окантовкой по линии карманов. Она подняла, успевшую намокнуть простыню над отчаевым, процедила сквозь зубы. — Сволочи! — Суки! — поправил начальника медицинской службы без ноги. — Молчать! — закричала Герояновна. — Донскова! Завтра же выписать это дерьмо! Больного на стол! Хотя она прикусила нижнюю губу, что-то про себя соображая, но все-таки упрямо мотнула головой. — На стол! Что вы стоите, Зак? Шевелитесь! А чаево погрузили на носилки. Он уже не стонал, лишь грудь иногда высоко вздымалась, и из нее вырывался свистящий выдох. — В собственной зоне режут! Пришлые! Когда ж такое было! — Ворчал одноногий. — Смельчали воры! Часа через полтора сильнейший удар в дверь оборвал разговоры. Упоров, вынулась под подушки скальпель, спрятал в рукаве. Удары начали повторяться с нарастающей скоростью. Грек не выдержал, закричал. — Что они там? — Взбесились! Из операционной вышла сестра, подошла к двери и, убрав с лица повязку, спросила, — Кто там? — Свои! По поручению подполковника Скотского, открывай! — Все на операции, я не имею права. — Открывай, стерва! Высадим дверь! Знакомые слова и интонация заставили упорово сжаться под одеялом. Деревянный засов заскрипел под тяжестью навалившихся тел. Дверь начала со скрипом рушиться. — Заключенные от Донского, откройте! Герояна вна стояла в забрызганном кровью халате, опустив в карман ладонь в резиновой перчатке. При этом вид у нее был очень негостеприимный, чтобы не сказать, взбешенный. Широкий засов с натуго отошел в сторону. Удар ногой распахнул двери, и из темноты, стоящей за порогом ночи, возник человек в бешмете. Он внимательно глядел все углы, подчеркнуто не замечая стоящих перед ним женщин, высморкался и произнес гортанным басом «Входи, хозяин, тебя ждут». «Пришли за твоими руками». Упоров сжал рукоятку скальпеля, отвлекаясь от возникшей в животе боли. «Тебе боль может и не понадобиться. Ты обязан стать ее хозяином. Так нужно». Но возводимая им преграда воли была хрупкой. Боль не утихала. Потом качнулся мир, весь целиком, включая время. Вначале было впечатление. Тают предметы, расплываются, как крисованные непрочной гуашью под дождем. И уже затем более странные, пугающие ощущения. Вадим понимал, он не мог их видеть, но удивительно просто перенес обострившееся внутреннее зрение, перед которым разыгрывался театр теней, как первое действие. Следом, совершенно безумный спектакль, создание людей из ничего. Ведь только что были тени, бледный, почти невидимый мастер ткал колеблющуюся плоть так ловко, словно создавал что-то ужасно привычное. Подобным образом рисуют дети, стремящиеся передать внезапно возникший в их вольном создании образ побыстрей, чтобы он не сбежал из шаловоливой памяти. Все они, стоящие у входа, скорее напоминали красноватой одинаковостью революционных солдат, нежели заключенных, с расширенными полномочиями добровольных воспитателей и яростных искоренителей порока. На первый взгляд это выглядело несколько нелепо, театрально, странно, хотя зависший в метре от грязного пола топор с темными пятнами крови народного артиста СССР отчаиво на тусклом лезвии не казался чудом или чудачеством. У него была своя роль. Топор должен упасть на твои руки, чтобы их отсечь от остального тебя. Искорка внимания предполагаемой жертвы задержалась на холодном лезвии, соскользнула с него и упоров снова увидел тех, кто занесет топор. Они еще не излучали страха, не задыхались ненавистью, как представлял он себе, но были, несомненно, послушны, и это стало поводом для беспокойства. Впрочем, настоящая опасность возникла в момент, когда тот самый темно-бордовый тип, точно губка, вобравший в свой резкий силуэт угрожающие цвета, проскользнул между послушными гостями с лукавым смешком в настороженных глазах. Однажды он уже мелькал перед глазами на воровской сходке, такой же ускользающий знакомый носитель непостижимых разумов целей. С реальностью сумрака. Сумрак же нельзя поверить. Это состояние. Состояние греха имело цвет и форму, стлавшуюся по живым предметам. Оно объявило себя, возможно, для того, чтобы ты ничему не удивлялся в будущем. А будущее твое, смерть, смотри, темно-бордовый призрак, четко наложился на силуэт одного из заключенных с расширенными полномочиями добровольных воспитателей. Вошел в него, будто они никогда не расставались. И весь фокус состоит в несовершенстве твоего зрения. Ты просто увлекся не той видимостью, не той и получил. Правда, секунды позже они снова разошлись. На мгновение стали сами по себе. Но это никак не говорило о несродности особ, скорее, о бесовской шутке, после которой все вошло в прежние границы. Цельный, радостный салавар стоит перед начальником медицинской службы с лучистой непогрешимостью в обожающих жизней глазах. Неужели она ничего не видела? Такие вызывающие краски и лукавинка в глазах, не имеющих цвета. Все осталось незамеченным. А слова такие легкие, пляшущие, сильные слова сильного человека. Необходимо поговорить с симулянтом, который напрасно занимает койку. Большой преступник, безнадежный для общества человек. Приказываю вам убраться. За долгой паузой последовал тяжелый вздох. Возражать не имею права, но от одного, нет, от двух негодяев мы вас освободим. Вон, у меня больной на операционном столе. Неясный шум за дверью кладовой насторожил Зоху. Голос Герьяновны уже звенел и телохранитель задержался. «Вы, жалкий подонок, изрубили топором человека, мизинца которого не стоит вся ваша свора. Убирайтесь!» Наступившая тишина многое объяснила упорову. Он поднялся, еще раз подумал, как умрет. Он очень хотел, чтобы все произошло быстро, и слезы заключенной Донсковы проводили его в общаковую могилу. «Хватит слов, животные!» Упоров шагнул из коридора, увидел их, стоящих полукольцом вокруг начальника медицинской службы, натиснивших в угол доктора Зака и сестру. «Видите?» Салавар сиял. «Гражданин сам готов встать на путь исправления!» «Вернитесь в палату, заключенный Упоров!» Оттолкнув Салаварова, Гира Яновна выхватила из кармана халата Браунинг. «Мда!» Он забавно выпитил губу. «Думаете, их это остановит?» Объявившийся на пороге кладовки в цветастой ситцевой рубахе, Федор Опенкин располагал несколькими мгновениями. И все они, вор это знал, были последними мгновениями его земной жизни. Рука успела описать резкую дугу. Всегда готовый к неожиданностям Зоха, не сумел преградить путь брошенному ножу. Возможно, нож бросила сама судьба. Она не промахнется. Точно поймавший крапиву ребенок, плаксиво ойкнул салавар. Здоровый румянец потек с доброго крестьянского лица, меняющая его синюшную бледность, подчеркнула яркость, еще хранящих светлую улыбку губ. «Хозяин», прошептал Зоха. Ерофей Ильич стоял с расширенными глазами, силясь объясниться то ли сам с собою, то ли с тем, кого только что разглядел. Перехвативший горло спазм, торчащий из груди нож, все было так некстати. Слово нужное и трепетное пощекотало кончик языка и скончалось. Все остальное было грубой прозой. Скрипнули начищенные проворными шерстянками галяшки хромовых прохорей, опали веки. Ерофей Ильич торчмя грохнулся головой в пол и отдал Богу сучью свою душу. Упоров успел подумать о бордовом призраке, который так запросто соединился с главной сукой страны Советов. Но он ждал. Сейчас они разлучатся и все увидят. Сейчас. Квартирант должно быть смылся раньше. У них свои правила, не угадаешь? А лучше бы о том совсем не думать, ведь скоро случится новая смерть. Упоров перевел взгляд на величественно спокойного Опенкина. Даже когда к нему кинулись с обнаженными ножами очнувшиеся телохранители, Федор не изменился в лице. Резкий звук выстрела отрезвил всех. Каштанку отбросило к стене. Он осторожно, словно боясь расплескать что-то драгоценное, опустился на пол, прижимая ладонь к простреленному сердцу. «Ван!» кричала взбешенная Гера Яновна, указывая дымящимся стволом Браунинга на дверь. «Иначе останетесь рядом с этими подонками!» Зоха громко, как тормозящий поезд, заскрипел зубами, плюнул в лицо вору, наклонился над саловаром, мягко поднял хозяина на руки и, уже вступив в волчью темноту ночи, негромко сказал. «Это отсрочка, фартовый, запомни отсрочка!» Остальные, спрятав в рукава ножи, пошли следом серой безликой цепочкой, вдруг утратив нахальную кровожадность. «Дайте прикурить!» Гера Яновна спрятал пистолет в карман халата, глубоко затянулось табачным дымом. «Вы, Игорь Семенович, составьте текст телеграммы родителям Николая Александровича, жена от него отказалась и дети, кажется, тоже». Она еще что-то говорила сама себе, уже беззвучно шевеля губами, но телефонный звонок отвлек ее от внутреннего разговора. «Хотите его раздеть?» кивнув на застреленного вора, спросил у Упорова доктор Зак. «Что ты сказал, падла гнутая?» психанул Упоров, поймав доктора за грудки. «Я же от души!» перегнулся Игорь Семенович. «Все так делают!» «Оставьте его, Вадим!» сестра мягко разжала пальцы. «Он несчастный человек!» «Вы же не будете обижать несчастных и не злоупотребляйте терпением герьяновны!» Из кабинета отрывисто звучал голос начальника медицинской службы. Заключенного Ачаева зарубили топором. «Да, его должны были освободить в начале июля со снятием судимости». «Печально?» «Преступно!» «Подло, товарищ полковник!» «Вся ответственность лежит на подполковнике Оскотском!» «По его распоряжению была снята охрана!» «Стреляла!» «А что мне оставалось делать?» «Да я и не боюсь!» «Так-то!» подмигнула упора у Лена. «Мы снова на коне! Нам лучше не попадаться!» «Шагайте по добру по здорову в палату!» «Зачем она убила Федора?» Сестра задумалась ответила с прозрачной определенностью соучастницы «Ради меньшей крови!» «Я так думаю!» «Да сами видели!» Он кивнул и пошел в палату не замечая настороженных взглядов из-под вытертых одеял «Сунул под подушку согревшийся в ладони скальпель лег прямо в халате Федор объявившийся такой яркой неожиданностью на пороге кладовой был все еще необъясним может быть даже не сам Федор а этот горящий на зеленом поле рубахи поразивший натуральной свежестью голубой цветочек цветы такой мрачный момент в человеческой трагедии с кровью и бордовыми призраками Косой тяжелый дождь бил дребезжащее стекло временами переходя в ливень со снегом потом ударила пулеметная очередь и посеченные дождем лучи прожекторов забегали по зоне вроде бы мужики очнулись предположил безногий началась потеха четверо зэков из дизентерийной палаты вынесли отчаева куда гражданина артиста покласть спросил тот кто был выше всех а потому и главный вон моя койка свободная указал на свое место грек осторожно давай помогу отчаев был в сознании он здоровался с каждым в отдельности тихим все еще сочным голосом упорого выделил особо как приятно вы живой обязательно выздоравливайте сказал один из дизентерийных зэков хотел было пожать ему руку но под строгим взглядом грека передумал тает свеча моя тает простонала чаев мыслиться мне господа арестанты сегодня же умру грек сделал попытку возразить однако подметивший его желание артист продолжал уже не играя не надо меня успокаивать я готов просил геру Яновну позвать отца Кирилла вы же помните его Вадим все пошло иначе знаете что бы сказал по этому поводу мой друг Осип Абдулов Осип бы сказал рука снимает шляпу с большими полями взгляд затуманен грустью с едва заметной слезой он умер в ночь большого мяса я я договор об отце Кирилле артист подождал пока ему сделают укол и благодарно кивнул Лене хотел его спросить позволит ли господь мне грешному встретиться со своими палачами один уже вас ожидает Николай Александрович Сталин Соловаров он убит два часа тому назад да какая свирепая режиссура господь являет волю свою в таком гениальном спектакле а ведь пол жизни кричал с подмостков великих театров бедной России нет его обман мракобесие бессонными ночами видел идет среди вызревших хлебов в чистой льняной рубахе боссы ноги следов не оставляют в душу просился приюта искал если впустишь думаю не бывать тебе народом артистом Николай Александрович народ то наш разуверившийся пьяный допродажный сучаный большевиками тише тише миленький Елена Донскова присела на край постели впустил же все таки о чем теперь горевать теперь он вас не покинет ушла гордость господь явился Николай Александрович пытливо смотрел на Лену нетвердым взором посоловевших от морфия глаз живое светлое любопытство его было как бы последняя глядка из близкой могилы слышите други мои какая велика женщина нам служит оттого верю терпение таких людей и слово их посеяное в сердце одолеет сучью власть терпение же искусство сказано подал голос без ноги не как вы остриков я Николай Александрович собственной персоной но без ноги думал о тебе не лгу сам понимаешь нельзя мне маленький ты грудь одной ладошкой закроешь но в такой тесноте нашел отыскал место для господа у меня же все широко было да пусто очаев смолк как-то осторожно и голос его словно истлел только хриплое с переливами дыхание тревожило большое тело польщенный отданным ему в последних словах хвостриков то и дело приподнимался смотрел на артиста с суровой простотой человека заинтересованного в исходе дела кивал ссохшейся головой одновременно плавно опуская белесы как у поросенка ресницы жив еще утром он всем объявил что Николай Александрович не маялся ну прям ни чуточки не страдал отошел легко уронив напоследок безмолвную слезу и с тобой не попрощался спросил грек на что востриков ответил без обиды с тишайшей грустью праздно живешь мерин смотри аукнется твоя ехидность в один день ты пророк востриков лагерный ленин пришла на мое имя официально ксива с печатью в общем все как ты любишь будет лапшу на уши вешать спроси у кума в ней сказано что после смерти тети я являюсь наследником заметь единственным миллионного состояния я должен явиться в Афины для вступления в права наследия так прям зовут нужен ты без нас там у Греции буржуев хватает хотел тебя с собой за родного брата взять да не судьба видать не выпустят тебя востриков с чего ты не выпустят мне до звоночка полгодочка кум сказал грек глядел на соседа покойки с тайной болью как на близкого человека которого жестоко одурачили указ есть секретный кум мог за него не знать дураков из лагерей не выпускать до особого распоряжения товарища Сталина санты дурак гуталин давно умер но указ то остался отставить разговоры героя яновна подошла к кровати отчаса с отчетствующим лицом усталого человека зак еще две и хотя феликс яновна однако никак не отреагировала сказала тем же злым голосом у меня обход вам придется подождать в конце концов обход кончился а когда ушел подполковник Оскотский заспанная Лена сообщила по секрету начальника режима выяснято обстоятельства убийства руководителя агитационно-пропагандистской группы за честный труд Ерофея Ильича Соловарова ему неясно каким образом мог Опенкин оказаться в кладовой Лена еще раз зевнула и поправив подушку упорова забавно развела руками А каким образом он оказывался в чужих квартирах и государственных кассах отвечает Гира Яновна Вор потому что Лукавиш оторва С ехидной подлянкой в голосе вмешался подслушавший разговор молдаванин уже собиравший пожитки Сама того вора кликнула Я же Он не договорил о том что сидел в сортире и все слышал Грек поймал его за нос крутну отчего на дряблых щеках Бьешу появились слезы Эй крикнул он Сдурел отпусти больно Я в порядке Грек силой оттолкнул Бьешу к стене наотмаш стяганул ладонью по лицу А ты сейчас начнешь все сначала но с операционной подлец Ты что Борис Ты что Молдаванин понял что будет бит и сразу захотел мира Я так для фортецела не примен так же Короткий тычок вбок заставил Бьешу согнуться И Грек говорил глядя на него сверху Я тоже для фортецела Если ты будешь продолжать шутить лучше найди веревку и взернись козел Тебя и зачинали как животное в хлеву Он поймал Бьешу за лицо всей пятерней бросил себя под ноги Ползи отсюда не воняй Грек учился драться Подметил наблюдая за движениями за ротиадей упоров Довольный тем что не пришлось ввязать самому И вообще он интересный парень Постой постой Кто-то уже так говорил о тебе Порылся в памяти вспомнил Спортивный зал крылья советов Тренер сборной страны по боксу Такой пижонистый дед в спортивном костюме Махровые полотенца переброшены через короткую морщинистую шею Подошел Ткнул кулаком в бок Сказал Ты интересный парень моряк В твоем левом апперкоте твое будущее Я вызову тебя на первенство страны Готовься Мог бы стать чемпионом страны или Европы А что? Упоров изредка посматривал сквозь опущенные ресницы за тем как грек продолжает воспитывать склонного к тоносу молдаванина Этот дед научил бы тебя разным боксерским подлостям и пошло поехало Размышления прервал бывший мастер вокзальных операций полувольный Георгий Блатов по кличке Хирург Тот самый что организовал на Курском вокзале столицы передвижную камеру хранения и увез на ней 40 чемоданов участников выставки народных достижений В зоне он филонил при коменданте и сейчас кричал хорошо поставленным голосом врожденного афериста Заратьяди Бьешу Упоров Попрошу всех во двор Организованно принесем койки Побыстрей товарищи Упоров запахнул халат веревкой толкнул дверь Успевший чуть-чуть прогреться воздух уходящего мая закружил голову очищая ее от тяжелых мыслей Больничный двор огороженный двумя рядами колючей проволоки был завален трупами Они лежали кучками и по одному Между ними ходили старшина подлипов с одноногим писарем из заключенных рисуя на лбу убитых номер и привязывая к запястью картонные таблички с фамилиями Стручков Семен Иванович кричал веселый слегка заположный подлипов из воров номер девяносто четыре записал Одноногий писарь на деревянном протезе кивал непропорционально большой головой едва сдерживал тошноту Терпи терпи звонарев подбадривал его подлипов Или кишок ни разу не видал Жену то резал резал Да с аппетитом Батюшки упоров живой Тот-то я смотрю нет твоего трупа Думал куда под низ сунули А он бегает себе стрекозел Упоров осторожно поднял с земли железную раму одноместной койки сморщился от боли в животе и сочувственно посмотрел на подлипово Извините так случилось За меня Соловаров вызвался на тот свет сходить Старшина по собачьи вздернул верхнюю губу обнажив сверкающий ряд золотых зубов Переменил тон разговора Канай Канай сказан стерва А ты че хлебал и раззявил Пиши Сериков Да тот что без носа Из воров Канай Упоров осмотрел двор дважды прежде чем наткнулся на знакомую рубаху Федор Опенкин лежал разбросав руки словно хотел схватить в охапку низкое набухшее тучами небо но потом передумал а руки так и не сложил забыл наверное Рядом с Федором стоял капитан ковыряя носком сапога подтаявший шлак сапог загораживал разваленное на две части топором лицо зэка над которым наклонился подлипов и крикнул Сенцов Николай Фомич кличка интеллигент сука поглядел с опаской на капитана и поправился из этих ну ставших на путь номер сто девятнадцать ты че сквасился писатель хрипыт выдавил с величайшим усилием писатель шо сказал хрипыт подлипов ухмыльнулся простыл наверное земля ты еще холодная пиши так мы с тобой весь день провозимся хрипыт же гражданин начальник подлипов озорно посмотрел на мрачного капитана продолжавшего ковырять сапогом кучу шелака тот понимающий отвернулся тогда старшина встал на тощую шею интеллигента правой ногой а левую поджал точно цапля писарь не выдержал прикрылся школьной тетрадкой которую записывал покойников все более не хрипит подлипов высморкался на очередного зэка пиши дальше цегикевич александр викторович какой же он масти ай пиши просто педраст номер 111 да не прислушивайся ты дурень не хрипит видишь насквозь протолкнул ломом одного не могу в толк взять звонарев за что педрастов им же верх не нужен прицепом гражданин начальник дайте закурить получается не зря федя ножичком баловался глянь в угол весь пощербил я то по простоте душевной думал озорничает а озор с того добрым делом обернулось никонорьев стафьевич отхлебнула из блюдца глоток чаю в третий раз переспросил с добрым разомлевшим от удовольствия взглядом говоришь не пикну Ильич камушком отошел сразу и привет вам не передал ух ты ешкин нос заливался счастливым смехом в дьяков не успел шибко торопился да фарт слеп но справедлив одичал Ильич в удовольствии и получил за грехи свои сполна он поставил на край стола блюдца попросил неизвестно кого чайку бы погорячее тотчас сухощавый с острыми бусинками карьих глаз татарин метнулся к печке подхватил большой медный чайник полил в отставленное блюдце черного как деготь чаю истинно сказано покойным моим учителем царским попом митрофальным григорьичем совесть человек потерять может смерть никогда не потеряет нашла она и вас Ерофей Ильич свободно нынче место главной суки а федя царство ему небесное вор умер за такое геройство жизнь положить можно святой хлопец чё тут скажешь и ты молодцом был когда за него на сходке заступился добросовестно вел себя нас ты знаешь как прижутили от смены воспоминаний расположившаяся на большом лице дьяка доброта стала перерождаться в другое состояние обретая строгую суровость в глубоких складках у твёрдого рта два года мента прикармливали сколь добра извели на бездельника столь ему у своей власти за три века не заработать а он дьяка задаченно уставился на упорого с плаксивой обидой в чистых глазах как же так можно вадик еще партийный даже в их исходке бюро Никанор Евстафьевич уточнил упоров партийное бюро а он значит его член пусть и так кем не назови негодяя а совести у него не сыскать но ничего грехи наши горят и сгоряют скорбями сгорит и тот член бюро урка тяжелым мешком навалился на стол чтобы подвинуться ближе к упорову сказать шепотом не меняя однако душевной простоты голоса убьем его потому как всем обидно сел на старое место взял блюдце по-купечески хватка пятью пальцами снизу сделал глоток и говорил уже о другом они суки то есть сюда сразу кинулись мечтали по соннику дело свое злодейское сотворить но клей не спал он ведь умрет скоро спать ему ни к чему крикнул все за ножи шестерых впустили остальным извините двери на запор дверь то у нас продуманная от любого врага заслонит он еще отхлебнул глоток чаю растворяясь в приятных воспоминаниях тех шестерых махом но в других бараках им большая добыча выпала бугор тобой человек правильный у них там ломы оказались под рукой бандеровцы народ запасливый ну как только они по рогам получили народ то у нас сам знаешь какой чей верх за того и народ даже польские воры сук резали четыре года сижу эту масть впервые слышу мастей что у тебя костей скаламбурил дьяк усмехнулся и почесал затылок не знаю уж по какому случаю их ворами окрестили хотя воруют они хорошо только вор это ведь не просто ремесло но и воля ему никто не указ они же в лагерях на любых работах пашут начальство поддерживают брата родного продать не постесняются без уважения к себе одним словом живут лишь бы на свободу вырваться а вам значит вроде бы и воля не нужна улыбнулся упоров отставляя в сторону свою кружку дьяк вздохнул осторожно поставил блюдце указательный палец его медленно пополз по золотистой каемочке Под грехом. Задавил тебя, как крест в сто пудов. Того и гляди, жилы лопнут. Разное у нас состояние. Но сидим-то мы все равно вместе. Вместе. Да по-разному. Дома я, Вадим, худой, но мой. Ты непрошенным гостем посиживаешь. Никак с собой не умиришься. Что, выкусил? Со мной, брат, не такие умники заводились. И их постриг. На-ка вот лучше метку опробуй. За такую весть не жалко. Ильича добыли. Вор снял деревянную кружку с березового туеска. Сразу запахло майским лугом, Где у соснового околка стояла дедова пасека. Он и соседская девчонка, Которую мама с жалостью звала воскресным ребенком, Потому что у ней постоянно был открыт рот, Хоронится за золотистую сосенку. Дед колдует над ульями, Его борода спрятана под черной сеткой, А в янтарные струи меда, Как драгоценные камешки, Увязли точки соприкосновения солнечных лучей. Он считает нечестно врываться в пчелиный дом, Отбирать их труд. Потом ест мед со свежим хлебом И забывает об ограбленных пчелах. Вкусно!